Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Константин, сколько можно? Двадцать лет я терплю это Музыка до пяти утра Шум, между прочим, здесь семейные люди живут У всех дети Если ты не прекратишь свои гулянки Мы всем домом заявление напишем И мы слим тебя отсюда, понял? Проселась И ноги на сиденья Прям как внучка моя Такое уж хулиганье Зря вы так Случилось что-то? Это долгая история Ладно В общем началось все с того, что я грабила магазин Там была перестрелка Я убила полицейского Только вы не бойтесь, я не в бегах Мне сначала хотели дать пожизненное Но потом там решили, что будет лучше, если я буду работать В одном спецподразделении А это что это? Ну я метко стреляю Поэтому из меня сделали ликвидатора Ой Ну чтобы бороться со злом И все такое Пора, здесь идет Воех Я круглая сирота Ну что за день такой Мевицу надо А вы посмотрите вот туда И там тоже Только резко не поворачивайтесь Я даже пикнуть не успею Зачем я вам все рассказываю? Вас же могут сквидировать Вы берите швабу и быстренько уходите отсюда А, господи Только никаких резких движений Все, я поймала такси Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, проснулся? Ну как тебе? Новый будильник А я мелодию подбирал Сволочь ты Давай, собирайся Хватит, хватит перебирать свои драгоценности Через два часа Нас ждут в студии Свежий, чистый, здоровый, как огурчик Боб, не суетись Лучше расскажи, что вчера было-то, а? Во сколько ты ушел? Пол первого Как раз, когда ты начал объяснять девушкам Разницу между квакером и джокером Девушкам? Каким девушкам? Которых я пригласил для прослушивания Прослушаю Забудь Забудь Через два часа У нас встреча в студии Подпишем контракт Я предчувствую успех Ладно, давай, собирайся Здрасте Ты кто? Как то? Альбина? Вы же вчера обещали послушать мои песни И помочь с раскруткой Наверное, а бы кто помог с раскруткой Может, почему мы вчера пили на ее деньги? Ты знаешь, он святой Он открыл для меня новый мир Он пробудил все мои чакры От Хистана до Сахасрада Слушай, по-моему, мне рано еще об этом знать, нет? Юль, ну, извини, в этот раз точно ненадолго А потом в Москве тебе понравится Да это не то, что у бабушки в Калязине В Москве круто Картину про любовь рисую Художник, ты картина, я И на картине мы танцуем Мы будем вместе, ты и я Любимый, быть необходимо Все, я пошел за пивом, скоро буду А? Стой, куда стоять? Меня возьми Вам не понравилось? Не? Не очень понравилось Алло Костя, привет, это Лена Я тебе оставила сообщение на автоответчике Какая ты такая Лена? Лена, твоя бывшая жена Лена, привет, как дела? Отличный вопрос через 15 лет Ну, положим, это ты меня бросила Между прочим, я была права Выглядишь ты отвратительно А ты нисколько не изменилась Вот, что это? У меня есть к тебе дело Я хотела тебе сказать заранее Но ты же не берешь трубку Юля Познакомься, это твоя дочь, Юля Что? Юль, познакомься, это твой отец Костя Ну, все, я поехала Стой, стой Можно тебя обниму? Что это за шутки такие? Не шутка У нас же с тобой был медовый месяц? Был, да, два дня, я помню Ну, хорошо А что ты раньше не сообщила? К отцу приехала, да? Хорошо Встречаться всегда хорошо Устроите праздник Это вряд ли Моя мама сейчас просто сообщает папе Что он смертельно болен И жить ему осталось всего несколько дней Этого не может быть Вот бедняга, а Слушай, это ненадолго Я получу ретрит Посвящение в Самадхе И когда в Индии начнутся мусоны Я вернусь Что ты несешь? Какие мусоны? Какие Самадхи? У меня своя жизнь Гастроли, концерты Может быть, у меня последний шанс Что, короче? Я ее воспитывала 15 лет Теперь уже твоя очередь Юленька Не огорчай папу Заводи Пока Эй, ты как здорово Поехали Стой Сейчас мы их догоним Я вам не собирался взятку давать Я так посмотрел, сколько денег у меня осталось в кошельке Понимаете, мы на самолет опаздывали Стыдно? Гражданин Нарушать скоростной режим Тому же без шлема Подкупать сотрудника правоохранительных органов Причем при дочери Выдумывать про самолет Ведить себя Достойно Да никого я не хотел бы подкупать Да точно Да и про самолет я не выдумывал Ну скажи Кать Ну-ка А по паспорту она Юля Вы что Имени собственной дочери не знаете? Ну мы только что познакомились Ну час назад Слушайте, я вам сейчас все объясню Короче, моя мама влюбилась в проповедника Прабхупады Ну и чтобы я не мешала им там заниматься тантрой и мантрой Отправила меня к папе, который меня никогда не видел Ну а папе я как кость в горле Поэтому мы идем, бежим, едем догонять маму Чтобы отправить меня с ней на Гуа Правда, Костя? Интересное дело Опаньки Вот это я удачно зашел Не верю своим глазам Костет Группа Волосы Это Капитошка Петров А ну-ка укуси меня, а то я сплю Товарищ майор, я Все, освободи место Костет Ты же мой кумир У меня же все твои диски Помнишь, как ты в 93-м В Лужниках На разогреве у Арн Майдена Когда ты вышел на сцену и такой Бам! Ну! Я же из-за тебя пошел в милицу Чтобы поближе к сцене быть Ну, в цеплении Ну что? Покажем Этой мелкоте Что значит Настоящий Да я что-то сегодня как-то не в духе Правильно, Костет! Не хребет на этих ментов! Рот закрой! Кость, не хотелось бы тебе напоминать Ну, ты вроде как задержанный Понял Спою свою новую песню Основанную на реальных событиях Не надо новую Давай Капитошка Хорошо Да здравствует полюция Мещанство трепещит Мы знамя революции Мы юности Прыщи Капитошка Брось в окошко Капитошка Брось в окошко Капитошка Брось в окошко Это что такое, мать ваша? Капитошка Давай, давай, товарищ генерал Капитошка Брось в окошко Капитошка Да Брось в окошко Брось в окошко Майор, я Чуть Это товарищ генерал Страшивает, что у нас теперь выставил Скажи этому старому кадру Что он станет для его новой патчи Закончен на сегодня У меня Музычальная пауза Охренеть Меня во всех тронет Давай, давай Костян Брат Ты даже не представляешь Как я долго этого ждал Да ты кнопку на рации нажал Зачем ты так? Нормальный же парень Музыку любит По-моему, прикольная шутка получилась Ладно Поехали Сколько там времени осталось? Да опоздали уже Да ладно, не переживай ты так Ты мне вообще-то тоже не очень нравишься Не в этом дело Все это неожиданно и как Да, я тоже не каждый день От собственной чего Атон, вот что я с тобой буду делать? Я буду в жизни никого не воспитывать Да это просто Нужно что-нибудь запрещать Вот я когда жила с дядей Валерой И с тетей Таней в чемоданах Они им даже играть запрещали Представляешь? А вот мой любимый дядь Гена Мне ничего не запрещал Я только просил себя вести потише у него на работе Только он потом на север уехал Короче, ты тоже что-нибудь придумаешь Ладно Поехали Только заедем в аптеку по дороге? Это еще зачем? А мне нужно купить тест на Кремнинг Чего? Да я пошутила Расслабься, он тебе телефон звонит Может мама одумалась? Ну и шуточка Алло Да помни, я помню Сейчас бум Костян, ну ё-моё, ну где тебя носит? Вышел за пивом на пять минут и пропал Я тебя прошу, не спорить с Григорием Предоставь это мне Хорошо А это кто? Ты хочешь, чтобы тебя посадили? Ты что, это моя дочь? Ага Я тебе потом объясню Слушал я твой материал, Подольский Эта музыка не пойдет Да ты почему? Я уже знаю, что ты был в пяти студиях и тебя нигде не взяли Послушайте, я как агент Константина Значит, Барков, я тебя вообще я сюда не звал Да, так что помолчи, девушка Ты с ума сошел, Подольский Как я посадил? Да это моя дочь Слушай, на самом деле вот этот материал Это лучшее, что я записал за последние десять лет Пятый трек, ты убойный Так, я даже готов этот ваш маразм записать и поставить в ротацию Но у меня будет несколько условий Во-первых, нужно сменить я ранжировщика По-любому У меня есть один толковый парень Записывал группу «Конфетки» Какой? Конфетки Очень толковый человек Можно даже там дуэт с какой-нибудь девушкой записать Будет очень нормально А во-вторых, тут на одном телеканале Делается риэлоти-шоу «Забытые в чаще» Ну, для знаменитости, которые вышли в тираж Там будет один депутат бывший Артист Кузякин Пару телок Ну и ты Забытая звезда В общем, отличное предложение, я считаю А получше предложения нету? Знаешь, для тебя нет Твое время ушло безвозвратно Знаете что? А я считаю, что у Константина есть свой слушатель Наш слушатель Это школьники Эти бесконечные дуйные коровы И особенно их родители, которые готовы платить бабло за подобное фуфло Конкретный, понятный ритм Понятный мотив И Все сделано, товарищ Тут ты вообще не прав Молодежи будет нужна всегда Гитарная, честная, громкая музыка Я тебя умоляю Ты вот у своей дочери спроси Знаете, вот вы сейчас все что-то говорили, говорили А я никак не могу понять Вот как три старых пня Могут решать, что я должна слушать Ну и пусть катится, я считаю Правильно, Костя? Мы создадим собственную студию Запишем там ту музыку, которая нам нравится Порвем все рейтинги Понимаешь, Боб, мне деньги сейчас нужны Я пустой, как бочка Вообще-то я веду сейчас переговоры у тебя Намечается один Ну, один рок-н-ролльный Корпоративщик Ну, а что? Можно заработать пару монет Между прочим, тебе сейчас не помешает Кстати, давно у тебя дочка появилась? Это долгая и печальная история Мне поютеть куда-нибудь Ты не знаешь? Нет никакого концлагеря Для подростков Но вообще-то Сейчас середина сентября Все нормальные дети ходят в школу Точно Вот для проверки твоего уровня Дай пять минут А простите, пожалуйста А что за слово здесь написано? Я вам слово, а вы мне мгновенную ассоциацию Коллектив Резня Дружба Винзопила Семья Тоже резня? Тоже резня Без белой А отец у тебя кто по профессии? Вы понимаете, дело в том, что Костик не совсем отец Я, конечно, понимаю, что ты не хочешь учиться Но в эту школу я точно возьму Боже мой, подольский Собственной персоной Глазам не верю Здрасте Не в них нашел? Или мне снова отцу звонить? Ну, кстати, как он? Жив еще, да? Да, жив Лисея Майкберген Ой, ну странно, странно С таким-то сыночком Ну, передавай ему привет от меня Хорошо Хорошо Я хотел... Ой, как ты постарел-то, боже Нет, нет, нет Выглядишь хорошо Волосы подкрашиваешь, да? Нет, Лисея Майкберген Не, я не крашу А в девятом классе Еленый цвет Помнишь? А? Это был мой первый инфаркт Привет Ты новенькая? А ты ведь не из Москвы, правда? Оно и видно И в какой части нашей необъятной родины Принято носить такие кричащие цвета? Твой? Ну, мой Никита, ты видел эту родину? Точнее, двух уродин Димыч, не хами Дама, можно сказать, совершила подвиг Проделала такой длинный путь С родной деревни На верном тракторе Девушка, расскажете нам о сельской жизни? Легко Знаешь, как у нас здороваются деревни? Вот так Так Это что у вас? Такое происходит А яский Я поскользнулся Все в порядке, Люсьяна Подгарова Ну, вот Моя Юля Она немного такая Раскованная Я поняла уже Ничего, не таких обламывай Беру А теперь слушай меня внимательно Это твоя комната И твоя свобода ограничивается ее территорией Еще зубной щеткой в ванной А кухня? И не мытой посудой На кухню А это Моя комната И ты сюда не будешь заходить Ни под каким предлогом Понятно? Понятно Не понял? Понятно Так-то лучше Я ухожу Вернусь шесть Если ты сделаешь что-нибудь Что ты обычно делаешь Я клянусь Я тебя Убью Так и сказал Катарин Ты просто Тарас Бульба Что мне было делать? Ну С подростками Так нельзя Какой она подросток Приспешник дьявола Присылый на землю Чтобы превратить мою жизнь в ват Вы еще можете помириться Есть несколько нехитрых правил Простых Которые могут значительно облегчить тебе жизнь Во-первых Ты должен быть предельно толерантен Понять что она тоже личность И что ты должен с этим считаться Убожать Будь предельно аккуратен Знакоми ее Со своими новыми подругами А то она действительно устроит Настоящий ад А, Костика, наверное Вы знаете, он в душе Может быть, что-нибудь передать Алло Называется эффект Бессознательной Детской ревности Ну и третье, самое главное Ничего я не запрещаю В своем уме Ты хочешь, чтобы я ей все разрешил Если я ей все разрешил Она разрушит этот мир до основания А затем даже видеть не хочу, что будет затем В этом твоя самая главная ошибка Это называется эффект запретного плода Подросток Больше всего хочется именно того Что мы им запрещаем Такая у них натура Слушай, ты Профессор А детей у тебя же нет, да? Бабы у тебя нет Откуда такие познания? Однажды Оказался запертым На балконе На целых один из часов А в руках была только Ктишка-Столька Только не спрашивай У меня при каких обстоятельствах Я не спрашиваю Да, кстати Насчет той пластинки Я договорился Парень твой фанат Готов вступить за небольшие деньги Я вряд ли смогу себе это теперь позволить Старик Ты гонялся за этим винилом полгода Только о нем и говорил Сам понимаешь Какие у меня теперь обстоятельства Если ты сделаешь что-нибудь Что ты обычно делаешь Я клянусь И тебя Убью У вас есть дипломка? Или дайте вот эту Сколько она стоит? Здравствуйте, папочка Что-то случилось? Ничего Я пойду в свою комнату Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А, новый индивидуум Как вас зовут, судавня? Юля Подольская Подольская Юля Вы опоздали, Юля И кроме того В этой школе Как собственно и в любом другом заведении Ограничивающем личную свободу Принято носить униформу Поэтому будьте добры Оправдайтесь Сегодня утром Перед тем, как пойти в школу Я забрала свою форму из ателье Я шла по дороге И вдруг слышу Кто-то позвал Помогите, пожалуйста Поворачиваюсь А там в кустах Абсолютно голая девочка Продолжайте Ну, в общем, она мне рассказала Что она проиграла всю свою одежду в карте Теперь ей просто не в чем Идти домой К своей тяжело больной бабушке Чтоб дать ей инсулин Тихо Ну, а опоздали-то почему? Ну, мне пришлось отдать ей свою форму Чтоб прикрыть ее наготу Ну, пока отыскала адрес Там то да сё Убедите Убедительно Пять Пять? Пять За прекрасное эссе О голой картежнице и ее бабушке Правда, минус один балл за нарушение Ижима Садитесь по-дольски Итак Итак, геоин нашего времени Вот Да, слушай, это она Берете? У меня сейчас небольшие финансовые сложности Но если бы вы согласились Меняться Немецкое издание 76-й год Винил без сарапин Чисто и абсолютно слушал На профессиональной аппаратуре Ну, знаете, пожалуй, я согласен Аллилуйя, братья Исторический момент Спасибо Привет, тебя как зовут? Коткова моя Александр Феликсович, а я болела Неудивительно А я Юля А ты Не будешь делать ничего такого? Какого? Просто Никита Маевский сказал, что Ты из этого Ну, из интерната Для особенных людей Для психов, что ли? И вот вопрос А способен ли такой человек Приубит? А можно послушать? Конечно Конечно, сейчас Аленя Слушай, ну, извини Ну, у меня были дела Чего-то замотался Хочешь, заходи сегодня Я тебя познакомлю С... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй С осла упали Его модные импортные джинсы И все увидали Обыкновенный Ослиненький хвост Вот это Правда какое-то Неодоразумение Я в вас Очень сильно Разочаровался Жаль Костя Ну, это уже Ни в какие ворота Я думаю, что нет Я уверен, что нет Не... Нет, прощения Я должна была Тебя предупредить О чем? Подольская Надеюсь, вы обсуждаете Обыкновенный Это так? Встаньте! И подейтесь Со мной И за Я считаю Что И сегодня в мире Полно-полно Таких самодовольных Придурков Как Печорин И как бы они Не хлопали С ними длинными Ресницами В один прекрасный день Их голова Окажется Обязательно В унитазе Ну что ж Очень подвинутая мысль Вы не согласны? Очень подвинутая мысль Садитесь Ты такая смелая Правда Никто в школе еще не перечил Никите Мальевского Он идеальный Он лидер Мне сейчас тошнит А еще У него одни пятерки А у его папы Много денег А еще он выиграл городской юношеский марафон Я не понимаю Что в нем такого Он очень самовлюбленный И вовсе некрасивый Юль А ты готова Быть моей подругой? Только я Очень больной человек А что с тобой? У меня Асфиксия Гоморит Дематит Дрекеты На ключу Я могу Скоро умирить Ну ладно Я согласна Тем более ты сама сказала Что это мне надо Правда А найдешь меня вконтакте Набери Мелани Роберт Паттенса Моя любовь Коткова Без пробега Подольская Через пять минут В актовый зал На хор И не опаздывать Все Ты пропала А что такое? Она хочет затащить тебя в хор Там репетиции С утра до вечера Сплошная латынь и ноты А еще там Все директорские любимчики Метан Раскинулось море широко Вдаль Бушует волна Товарищ Мы едем далеко Это Кристина Она встречается с Никитой Она ходит в хор Чтобы выставиться перед Бустрого И получить золотую медаль И дремлят медосы в округ На них вырастают кораллы На пальцах раскинутых рук Когда засыпает природа И яркая светит луна Матросы погибшие во флот Встают пробуждаясь от сна Божественно Умница Просто умница Молодец, Кристиночка Ну Подольская Иди теперь ты Будем проверять твои вокальные данные Ну Мишенька Распевочку Ма Давай Ма Нет-нет-нет-нет Еще раз давай Мишенька Ма Да что ж такое Последний попал Иди Кристиночка Давай еще раз Солнце мое Раскинулось море широко Ну это же просто пластинка Я же попросила прощения Я не понимаю Кто тут ребенок Алло Да помни я про концерт Помню Ладно Все Все Буду Пока Ну этим ты меня не разжалобишь Музыка 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 ПИРОЖОК Что, пирожок гадость-то? Гадость. Мне нет прощения. Согласен. Ну и что, ты меня больше никогда не простишь? Ладно. Надо идти. А куда ты? Если у тебя там свидание, то я могу погулять где-нибудь два часика. Ты не стесняйся, приводи кого хочешь. Спасибо большое. Ты уже наладила мою личную жизнь. Ладно. Потом как-нибудь отомщу. А ты не хочешь, кстати, сходить на концерт с старого пня? Я-то вообще обычно за бесплатно играю, а тут прям настоящий концерт с гонораром. Пошли. Стас Михайлов, Жанна, Фриски, Из бетона, Абелиски. К маме каше две сосиски. Любит наш народ, чтобы по талон тунисский, Силиконовые сиськи, К жигулям литые диски. Любит наш народ. Любит наш народ. Всякое говно. Всякое говно. Любит наш народ. Любит наш народ. Всякое говно. Всякое говно. Любит наш народ. Да, как? Мой павелчик, она круче! Смотри, Мой павел! У-у-у! 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 Упётр! Ура, ваш рапор! Ура! Сериалы про мотитов, Просто так набрать кредиты, Музыку сто сорок битов, Любит наш народ! Боря! Боже! Чё мать твою делаете? Довидел публику! Это же современная музыка, современная. Нужно танцулечки, обнимушечки, подергушечки. Сашенька, у нас хорошая ритмичная музыка. Сейчас Костя разойдётся, разойдётся, сожжётся, и пар пью. И всё будет нормально. Всякое говно, всякое говно, любит нас с тобой. Он любит нас с тобой. Всякое говно, всякое говно, любит нас с тобой. Костян, ты лучший! Ты меня помнишь, Костян? Меня же из ментовки уволили. Теперь я здесь работаю, чтоб к тебе поближе быть, Костян! Давай капитошку, капитошкой точно качнём, Костян! Где у тебя это, где пасись? Что это за люди в зале? Ты обещал нормальный концерт! А это нормальный концерт! Корпоративно, но концерт! Я понимаю, тебе наплевать на бабло, плевать, что меня убьют, но на музыку свою тебе не наплевать? Иди, порви этот зал! Ты можешь! Публика тебя любит! Это публика! Это публика! Да! Меня хорошо слышно! Поехали! Нет времени ждать, всё хочется взять, Всё нужно успеть! На встречу себе, В тёмно-красном пупе, Леди мчат по Москве! На пляже все мужики, Хотят их взять за бурьки, Но ставки так высоки! У меня гостиных дам, Коффешопы, паутисики, Модный хламок, Ещё немного мечты сбылись, И здравствуй, красивая жизнь! Ещё чуть-чуть запрянула брать, И жизнь уловась, Вон и бюрохалайсис! Эй, всё забитую пускай, Жившей станет в кайф, Вон и бюрохалайсис! Сон в летнюю ночь, Вроде леди не прочь, Просто нужно помочь! И если есть своя скважина, Значит жизнь налажена, Подходи, всё заряжено! У мира знойных леди, На бабле карман, На широкий экран, Через узкий диван, Значит, не надо думать ни о чём на свете, Бизнес-класс билетов, проблем уже нет! А-а-а, стариканный друг Напоролся на сукширый круг, где вокруг, Но эти леди вовсе не порочны, Просто знают точно, что шло! Ещё чуть-чуть запрянула брать, И жизнь уловась, Вон и бюрохалайсис! Эй, всё забитую пускай, Жившей станет в кайф, Вон и бюрохалайсис! Ну, в конце концов, это не благодарность твоей стороны, Подольски! Девочка нас спасла! Чушь там, спасла! Саша в первый раз в жизни пожал мне руку, Сказал спасибо! Публика была в восторге! Ну, скажи мне, Каким образом она тебя тут унизила? Каким? Да ты слышишь, что она поёт тут? Ужасная попса! Да? А ты слышишь, как она поёт? Какой голос? Какой слово? Какой стиль? Да полгода, полгода над ней поработать, И будет настоящая звезда! Есть такой мой продюсер, вылитый шрак! Он не по барабану! То есть как? Ну, как это тебе может быть по барабану? Это же твоя дочь! Что-то я очень сильно сомневаюсь, что это моя дочь! Что? Да ты кто? Ты посмотри, при похожих две капли воды! Фигура, голос! А брови! Как твоё отца, между прочим! А характер вредный! Моя дочь! Такое бы петь не стало! Никогда! Такое... Наши... Поехали! Субтитры подогнал «Симон» Девушки отдыхают 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 Вчера я вообще-то спасла тебя От твоего провала Мог бы мне хотя бы спасибо сказать Спасибо? Ты меня оскорбила А тем, что ты исполняла этим, вообще людей нужно пытать Правда? А мне показалось, что людям понравилось В отличие от твоего маразма И не скрипи ты ножом по тарелке Зубы сводит от этого всего Мне казалось, тебе понравится Это ж так похоже на учащие твои гитарные запилы Мог, просто отстой, мам Я теперь понимаю, почему ты от него ушла Да это просто маленькое чудовище Кого ты мне подсунул? Ты меня слушаешь? Ну смотри ты, монитор, дура Так я поняла, что у вас все в порядке Нет, у нас далеко не все в порядке Она сорвала мой концерт Любит наш народ Всякое говно Я хотела помочь этому старому удиоту А он теперь ненавидит меня Ты не поняла Он твой отец, он тобой гордится И вообще что-то мне не очень сильно верится, что это моя дочь Что-то плохо слышно? А да, да, в Индии глубокая ночь Это моя дочь Повтори, что ты... Тьфу ты, черт Индийский интернет Прости, господи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Посмотри, ничего общего Нос не мой, глаза не мои Да и слушай, черти что Смотрит эти китайские мультики Продевается, посмотри Во все яркое Конечно, носит колготки, красится Ну, Костян, она же девочка Ну что-то общее должно быть Между нами что-то Ну не пари ты чушь У нее твой абсолютный музыкальный слух Что, тебе все хлопали? Ты что? Меня чуть не задоптали на выходе Все просили меня автографа А спой что-нибудь, а? Ну как там? Да, Юля, спой Она не будет петь Она все придумала Я придумала? Понятно, что ее отец музыкант Слушай, а Ленка твоя, она ведь Да что, Ленка У Ленки никакого слуха отродясь не было Медведь на ухо наступил Да я не об этом Помнишь, мы тогда все вместе Тусовались Одной музыкальной тусной? Ну, было тогда И ты хотел из-за Ленки Кому-то морду набить? Ну, шахрину Шахрину Стоятельный друг Напоролся на сук Ширик рук для подруг Но эти леди вовсе не опорочны Просто знают точно, что Еще чуть-чуть И прямо в рай И жизнь удалась Подольская, пожалей мои уши Здрасте, здрасте Нос его Надо было тогда ему Нормально накатиться Ладно, ладно, ладно Успокойся Это я так просто В снух Осуждаю Фантазирую В конце концов На дворе 21 век Если сомневаюсь Что она твоя дочь Доверю это дело Профессионалам в белых халатах Какие белые халаты Ты о чем сейчас? О ТНК-анализе О ТНК-анализе Пешком на свете Пусть мы лучше ногу оторву Чем я сюда вернусь Ты подольская? Тебе-то что? Ты как со мной разговариваешь? Ты должна быть на уроке Да кто ты вообще тут такая Чтоб мне командовать? Я кто? Нет, это просто возмутительно Да откуда мне было знать, что она училась? Тем более наш класс Иду ли, это ужасно Я бы просто умерла со стыда на твоем месте Подольская, бежишь с Катковой Галина Дмитриевна У меня лихорадит Каткова Быстро снять свитер Готовиться к старту Ну, как видишь, Подольская У тебя нет пары Значит так Побежишь у меня С Маевским Маевский Скучаешь? На старт Подольская Если ты не владаешь со спортом Просто спой Внимание! Тебя сразу освободят Тут физкультура Вот поэтому и дело Четыре и два Это просто невероятно Маевский Она побила твой рекорд Урок окончен Все, кроме Подольской Могут и переодеваться Тебя Юль зовут, да? Да А ты Ты поешь в этом хоре? Нет Отлично Значит тебя ждет спортивная секция Поставлю тебя в пару С Маевским Молодец! Ты ни за что! Алло Алло, Костян? Я все узнал Сейчас подожди Ребята, девственница в огне Это пораженный удар Порнуха в зале напротив Короче, ты хоть помнишь, сколько добра я тебе сделал за последние 20 лет, а? Ох, да ближе к теме Сколько это стоит? 18 тысяч Сколько? За анализ ДНК? Да они что? С ума сошли что ли? Я что, Ози Осбор? У меня нет столько денег, чтобы проверять всех фальшивых детей Моя мама очень хочет с тобой познакомиться Она так обрадовалась, когда узнала, что у меня наконец-то появилась подруга из реального мира Идем? Мелания Что такое ДНК? ДНК? Это дезоксин, рыбонуклеиновая кислота Она существует для передачи генетической информации о живом существе Ну, например, у внешних одноклеточных... Ага, с одноклеточными Для чего нужен анализ ДНК? Ну, с его помощью можно определить ближайших родственников Ну, кто чей брат, кто чей сын, например Но обычно АТТ сделают очень богатые люди, чтобы избавиться от бедных родственников Я тут зацепил одну лаборантку из института генной инженерии И пригласил ее на седание Так что мы все это можем проведать бесплатно, понимаешь? Только с тебя потом бутылка вискаря Потому что эта лаборантка страшна, как смертный грех Алло Алло Ты чего молчишь? Боб, слушай, поможет... Ну, его, а? Ты про что? Про лаборантку? Господи, ну ладно, не ставь ты мне этот вискарь Запишем, как мой дружеский подгон Ну ладно Потом перезвоню Но они не могут засунуть тебя в детский дом, они же твои родители Ну, какой же ты еще ребенок? Все, мне надо исчезнуть Как исчезнуть? Подожди, надолго? Год на три Прощай Только никому не говори, ладно? Может быть, увидимся потом Подожди, Юля! А как же в гости? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юля! Аппарат абонентом временно сдастся Аппарат абонентом временно сдастся Ой, боже! Ты кто? А-а-а! Ты, мой зайка, ты есть хочешь? На, на, солнышко мое Ты, наверное, голодный Тебя обидели, да? Я тебя понимаю Ну, ничего Вместе веселей Я тебе назову Фунтик Мы с тобой пойдем, куда глаза глядят На, на Тебя, наверное, обижали, да? Как всегда Найдет, кто ужинает И давай отнимать Собака Пошли домой, как будто голодная и бездомная Ну-ка, пошли Быстро Алло Барков Ну да, это я, я Юля пропала Что значит, проблемы снимаются? Слушай, мне сейчас не до шуток И не знаю, где ее искать Да нет, не говорим я ей, конечно В Индии, мать ее Ты что там, пьяный, что ли? Слушай, так, бросай все В общем, дуй сюда Ты мне нужен Обычно в кино в этот момент Кто-то приходит на помощь Врут все Вообще Почему я не взяла куртку и еду Я могу вернуться, взять все И уйти Завтра утром, например Вообще я не слабачка Хорош Не греша мне спать, детка С тобой Не называйте меня деткой Не надо на меня так смотреть А вот и мой, Костичка А-а-а А-а-а Костичка Костичка, привет Здорово Ну как, у тебя классенько-то, а? Костичка 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 Короче, если через два часа не появится Начнем паниковать А сейчас расслабься Выпей Слушай, а если она в дурной компании Такой же, как наша А-а-а Костичка Кgraduate Краждане Не жалейте денег И слез Вы же слышите Играет настоящий виртуоз Классическая музыка Это как наркоз Кого-то сталкивает Бездну Кого-то Вознесет Перед вами стоит истинный народный артист Сирота, к тому же инвалид, аутист Но за призмы аутизма какая харизма Восреди всеобщего капитализма С таким диагнозом только держись А пацан сам себе зарабатывает на жизнь Он не ел три дня, он забыл даже слово «еда» Респект, сестра, и что особенно ценно Когда он прославится, мы отдадим непременно И даже стопудово сверху будет процент Типа три контрамарки в Кремль на концерт Отваляйте! Че, жаба душа? Да ради бога в натуре А я че, я не че, я просто сердцем поэта чую В детстве я слышал поговорку такую Кто сеет ветер, тот пожинает бурю Давай, давай, не скупись, народ Единым фронтом в общественный фонд Пошелек! Че он у меня лопатник спер? Стой! Ну, слушай, Кир, в чем проблема? Мы же с тобой тут отлично сработали Я тебя предупреждал, Сантьяго Ты обещал обеспечить полную безопасность Но ты этого не сделал Я ухожу Это неустойка Все по-честному Ну, погоди, Кир! Кому Кир, а кому Кирилл Александрович? Ты че здесь делаешь? Хочу услышать спасибо Спасибо? А ты как нас нашла? Ну, не знаю, подумала, где б сама спряталась Че, деловая, что ли? А по-разному По-разному? Ну, поссорилась с радаками Психанула, бежала в никуда Жра твои с собой не взяла Теперь хочешь вернуться обратно, но стыдно, да? А с чего ты взял? Да элементарно, Ватсон Сейчас около 10 часов вечера Прошел дождь, а у тебя нет куртки Хотя одета ты нормально И в животе вручит Я не пойду дома Не пойдешь? Иди, иди на вокзал А там страшно Ладно, пойдем со мной Накормлю Вообще, я не работаю на своем районе Это все, этот Кирилл Александрович Алчный тип Подожди, ты что, здесь живешь? Да, вот в этом доме А вот там мой дом Да Круто Точнее, не мой А моего отца Точнее Ладно, значит, получается, что мы с тобой в одной школе учимся, да? Я не учусь в школе Вот чему они могут меня научить? Я ее тоже терпеть не могу Да ты небось Какая-нибудь отличница Я? Жду Ладно, неудачная шутка Добрый вечер Иди сюда А это что это? Это знакомые моего отца Они все ждут, когда он вернется Вот дело Он ограбил банк Партнер его подставил Теперь он скрывается А деньги пропали Владимир Они ступают шестки? Да, да Не обглядывайся Сюда Хорошо, сосиски, да? Это мои черные братья Снупдок и Тупак Не ладили с законом И все читали рэп А что это за уголовник? Твой отец? Вообще-то это Владимир Маяковский Первый русский рэпер Ты что, до сих пор в приставку режешься? Что это тут? Скуби-ду-би-ду? Я ее украл, чтобы продать А почему тогда у тебя эти провода Из телевизора торчат? Я должен был проверить Ты же скажешь Скуби-ду Скуби-ду-би-ду Вы заметили Те, кто по улицам чалятся И нам встречаются Никогда не улыбаются Лыбу давят только клоуны и дауны Но еще и сгой из гетто Фрики из даунтауна А все остальные обитатели Местной фауны Злые какие-то Как скорпионы В горящей сауне Мутят какие-то темы Какое-то гоня в огонь отгонимое Но это мой город Это моя столица любимая Город Это толпа И в этой толпе Одиноко тебе Одиноко мне И тому, кто далеко И тот вот он под боком Они все одиночки И им всем одиноко Одиноко Им всем одиноко Одиноко Понравилось? Угу Я сегодня написал Когда смотрел Как бомж за голубем бегает Ладно, что-то я устал Дай Косте на кровать А я здесь буду спать А как тебя зовут? Сантьяго А я Юля Скажи, а ты скучаешь, пац? Слушай, спи давай уже Просыпайся Просыпайся У тебя пять минут на сбор А то опознаем в школу Подожди, ты же сказал, что ты не ходишь в школу Я не хожу Но моя бабушка об этом не знает Ненавижу Просыпаться с тобой парков Я тоже тебя люблю Костян Что-то я должен был сделать вчера Что-то важное Что-то... Я Боря Юля Юля Я Боря Здравствуй, деточка Ты Сашенькина одноклассница? Да, бабуль А еще она от меня залетела И теперь будет жить с нами А в твоей комнате мы сделаем детскую Ну и прекрасно Ну чего? Бабуля абсолютно глухая Да, бабуль? Что ты говоришь? Целую, пока! А Не помнишь Она сейчас может быть вообще где угодно Ну и как там теперь ее искать? Что-то придуришься Я-то откуда знаю Че это за звук? А ну вот Ты че, иди домой, мне тварь Я не пойду домой Ну стой Ну стой Ну стой Что-что-что Я не могу долго стоять здесь в таком виде Ой, не волнуйся У нас все хорошо Да я совершенно не волнуюсь Просто мне показалось, что вы немного ссоритесь Да я понимаю Юля не сахар Она часто влипает в такие истории Слушай, может поработаю вместе? Мне нужно заработать денег, чтобы ехать отсюда Ну что ты умеешь? Я пою хорошо Слушай, это очень опасная работа, не надо Ну я и бегаю хорошо Не дави на меня, детка Слушай, а ты не называй меня деткой Я у тебя хотел узнать, знаешь А где Юля? Где ей быть? А в школе она, Юля А ты адрес не помнишь этого какого? Дядя ты ее, Гена и Витя Гена? А зачем тебе Гена? Хотел его с Новым Годом поздравить Родственники все-таки Ну ладно, ты, в общем, не грузись У нас все хорошо Отдыхай Загорай там В общем, целую Все, пока Да Не разведчик ты, Костет Не разведчик Так Пойду Куда-нибудь с тобой Ты сиди у телефона Дяденька Вы прячетесь? Да А ты че это не на урод? Вообще-то перемена Хорошо А где девятый Знаешь? Спросите там Спасибо Ой, извините Девочка, че ты дерешься? Не двигайся, грязный извращенец Меня дети предупреждали, что тут сшивается какой-то тип И я предупреждаю, что я владею техникой боя Да никакой не извращенец Я папа Юли Подольской Ой, простите ради бога Не бойтесь, пожалуйста Я Я как раз Хотела с вами поговорить Здрасте Понимаете, вы Вы должны убедить Юлю пойти в спортивную секцию Это просто необходимо А она талант И к тому же Спорт он Организует Он Сделать ее более собранной Аккуратной А кстати, почему Юля сегодня не была в школе? А ее не было, да? А, да Ну, она же Приболела Я-то че пришел Хотел Домашнее задание взять Кстати, не знаете у нее Есть какая-нибудь подруга? Ну, конечно, конечно Она Сидит за одной партой С Машей Катковой Да, 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 да С Машей Катковой С Машей Катковой Ну, ладно Пойду я Да Кофточка хорошая Машей Катковой И когда я брала Юлю В школу Я была уверена, что у меня в хоре будет вторая солистка Она совершенно не умеет петь Ей просто медведь на уху наступил Я даже не верю, что она твоя дочь Да какой медведь? У нее абсолютный слух Голос четыре октавы Как? Ты что-то лишнее сказал? Она меня обманывает Пошел, вот пойду Это чтобы не ходить на хор Подольский Ну, дядя мой, покажу Катковой у тебя что глаз нет? Ну, конечно, какая у меня еще может быть подруга Привет, мне нужно с тобой поговорить А если вы собираетесь продать мне наркотики, то я позову охранника Какие наркотики? Какой охранник? Я и папа Юлии Подольской Она куда-то исчезла, ты ничего не знаешь об этом деле? Я не могу вам сказать, я обещала Так, значит, ты все-таки знаешь Я прошу тебя, расскажи мне, я волнуюсь, ты понимаешь? Скажи мне что-нибудь Она сбежала, потому что вы хотите отдать ее в детский дом Вы чудовище! Да как вам вообще доверили ребенка? Ты не собирался ее никуда сдавать Я вообще-то дамочка Отверьте от меня, вот моя дочь что хочу, то и делаю Вот Вас надо лишить родительских прав Куда вы? Искать Юлю? Не ваше собачье дело Вам надо обратиться в полицию А вам? Отвалите от меня, отвалите Понимаете? Что вы за мной тащитесь? Во-первых, вам нельзя доверять ни ребенка, ни его поиски А во-вторых Что во-вторых? Если вы меня не возьмете, то я все расскажу нашему директору, Люсене Эдгаровне Понятно? Ах ты стерва, а! Вы просто хам! У вас есть фотографии Юли? ПЕСНЯ 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 Стойте, прохожие, не проходите мимо Обратите внимание на эту жесткую пантомиму С вами Сантьяго МС И моя реальная тема про бедную Чиксу, у которой со зрением проблема Стойтеizza Извините, пожалуйста, вы эту девушку не видели? Вот такую не видел? Да мммммммм... Вообще-то это уже слишком. Она все-таки маленькая девочка, а не террористка. Да вы ее плохо знаете. А можно подумать, вы ее знаете. Знаете что? Что? Галина или как вас там? Не надо мозг не есть. Во-первых, Галина Дмитриевна. А во-вторых, да хоть Соломоновна. Люди добрые, представьте мрак, в котором она живет. Для вас полсотни не памяти, а для нее реальный прорыв вперед. К морю синему, морю синему, морю синему. Такому красивому, к солнцу, солнцу ясному. Такого, какого нет даже в сказках. Йоу! Камон, граждане, доставайте лопатники, все, чьи сердца не чужды романтики. Спасибо. Спасибо. Бесполезно все. Да ладно, прошло-то всего только три часа. Найдем ее. Когда бежишь в дистанцию, километров на десять, ты уже выдохся, а тебе остается всего полтора круга. Но они тебе кажутся бесконечными. Перед тобой выросла как будто стена, и ты останавливаешься, садишься на дорожку и говоришь себе, все, больше я не могу. И вот тут-то наш тренер всегда подходил к нам и говорил, А ну встань, тряпка! Давай, мать твою, шевели булками! Вперед! Вперед! А че это вы на меня-то корете? Да я просто подводрить вас хотела. Знаете что, Галина Дмитриевна, вот сейчас мы выйдем из магазина и разделимся. Вам налево, а мне направо. И прочешем заново район. Шевелите булками. Нормально поешь, так народу нравится. Килограмма два, пиастер пособирали. А ты где петь учуешь? В ванной. Я сколько себя помню, все время пою. Мама даже вообще три года не вынимала беруши. Ну смотри, еще недельку с тобой поработаем, сможешь себе купить билет, ходить до Петропавловска, Камчатска. Вообще тебе лучше со мной не связываться. Иди жить домой, учись в школе. Да это же он. Беги. Да что ты, маленький? Шой! Юля! Юля! Стой! Стой! Ты отпарник, вы куда? Вали, а? Чего так высокомерно? Руки. Вы их знаете? Вы их знаете? А ты что с ними заодно ходил? А вот это ты зря сказал. Ладно. Оторвались. Ну ты даешь, ты вообще как та тетка из людей икс. Фау, 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 фау. Ой, да это еще что? Вот был у меня случай в Калязине, вот это я понимаю. Блин! Ай! Что такое? Блин, я вам ногу свернула. Не-не-не, погоди. Ай, больно! Менты! Коль, это кажется тот. Беги, я сказала! Я без тебя не побегу. Да беги, я сама разберусь! Стой! Кто я сказал? Ай, дяденька, больно! Стой, я тебе! Дядька, помогите! Дядька, помогите! Что ты делаешь? У меня нога сломалась, я жду! Что случилось? Помогите мне, пожалуйста, вызовите скорую, я не знаю, мне больно. СТУК, СТУК, СТУК. СТУК, СТУК. СТУК, СТУК. Все, барыня, стоп! Давайте поговорим. Понятно. Махаться так, махаться! СТУК, СТУК. Это же папа! Остановите, пожалуйста! Стоять! Мужчина! Мужчина! Что есть-то? Нога-то болеет? Нет. Ты че, а они тебя, что ли? Только скажи, я тут такой разнос устрою. Нет. Пало не покажется. Нет. Подольский? Ткачух. Ну, подольский, ты у меня доиграешься. Опять пожаловал? Я думал, тебя уволили за меня от хриложадности. Смотрю, повысили даже. А это кто? Она же несовершеннолетняя. Это моя дочь, Юля. Яблоко от яблони. Значит, налицо сговор двух и более лиц. Именуемые в народе бандой. Не знал я, Подольский, что ты карманником закончишь. Это не он! Ладно, помолчи. Что я украл? Да тут найдется от двух до пяти. Ткачух, может, хватит мне мстить, а? Ничего личного, Подольский. Просто закон. Конечно, ничего личного. Но эти двадцать лет уже твержу, что... Как ее там... Даже не помню, как ее звали. Это из параллельного класса. Сама меня поцеловала? Тогда на выпускном. Сама... Я хотел на ней жениться, а ты даже не помнишь ее имя. Вот о чем это говорит, если о имени не помню. Что я там вообще ни при чем, понимаешь? Вообще ни при чем. Тем более, она сейчас уже толстая и страшная. Наверняка. Ответь. Да, Галечка. Ну, конечно. А, ну... Ага, да, да, конечно, помню. Да, конечно. Я завтра заеду в пять? Ага. Спасибо, пока. Проваливай отсюда. За тебя поручились? Поручились? Да, Галечка. Это училка, что ли? Подольский, держись от Галины Дмитриевны подальше. Ты понял? Я за тобой слежу. И за тобой тоже. Свободно. Козел. Прости, ладно? Ладно. Только тебе все-таки придется признать, что я спасла твой концерт. Давай не говорить на эту тему. Окей. Юра, что с ногой? Да вылезло, наверное. На счет три. Раз. Два. Три. Как ты выражаешься по личному обществу? Ты. А помогло. Да? А кто вчера сказал такое же слово, когда ему колонка упала на ногу? А? Это было другое слово. Спасибо вам, Галина Дмитриевна. Откуда вы знаете эту придурка Качука? На вашем месте я бы не стала поговорить о взрослом человеке в присутствии дочери. С Эдуардом Алексеевичем мы ходим в одну секцию по рукопашному делу. Понятно. Что вам понятно? Нет, ну вот что вам понятно? Все эти ваши полнамеки, это все... Ладно, я пошла. Всего вам доброго. До свидания. Пап, по-моему, она запала на тебя. Да ладно? Субтитры сделал DimaTorzok Простите мне мое поведение. А может, мы сходим куда-нибудь, выпьем чего-нибудь? Ну, если, конечно, у вас нет этого рукопашного боя. Знаете что, Константин Леонидович, до свидания. Да, и не забудьте, пожалуйста, в пятницу на родительское собрание. О, Подольская, Подольская, в вахтовый зал будет еще одно прослушивание. Да подожди, вы же меня освободили. Твой отец, Подольская, сдал тебя со всеми потрохами. Он сказал, что ты прекрасно поешь. Так что, будь добра, три раза в неделю. На два часа после уроков на хор. И если только попробуешь прогулять. А что, папа прав, сказал, что я хорошо пою? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он просто отстой, мам! Я теперь понимаю, почему ты от него ушла. Да это просто маленькое чудовище. Кого ты мне подсунула? Посмотри, ничего общего. Нос не мой, глаза не моись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пусть мне лучше ногу оторвут, чем я сюда вернусь. Какие белые халаты, да и о чём общего? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты поёшь в этом хоре? Ты поёшь в этом хоре? Нет. Значит, тебя ждёт спортивная секция. Сколько? У меня нет столько денег, чтобы проверять всех фальшивых детей. Мне надо исчезнуть. Как исчезнуть? Барков, Юля пропала. Это мои чёрные братья, Снупдок и Тупак. Они ладили с законом, все читали. Слушай, мне сейчас не до шутки. Не знаю, как её искать. А как тебя зовут? Таняна. А где Юля? Где? В школе она. Она сбежала, потому что вы хотите отдать её в детский дом. Я вообще, дамочка, отвейте от меня. Моя дочь, что хочу, то и делаю. Вот. У вас надо лишить родительских прав. Мне нужно заработать денег, чтобы уехать отсюда. Ну, чего ты умеешь? Я пою хорошо. Она совершенно не умеет петь. Ей просто медведь на уху наступил. У меня абсолютный слух. Голос в четыре октавы. Ой! Привет, парни. Вы куда? А ты что с ними, заодно козёл? Значит, налицо сговор двух и более лиц, именуемые в народе пандемии. Твой отец, Подольская, сдал тебя со всеми потрохами. Так что давай, три раза в неделю, на два часа, возле уроков, на хор. А что, пап, прав, сказал, что я хорошо пою? Вообще-то я и не настоял. Правда, не стоило беспокоиться. Я уже и сам забыл про всё. Ничего, мы зато всё помним, что нужно платить по счетам. От имени всего коллектива Новолипецкого металлургического комбината просим у вас извинения за задержку, за гонорар, за концерт, посвященный Дню Металлургу. Я и не заметил. Всего лишь восемь месяцев. А мы с ребятами до сих пор не забываем. Ты молодец, вообще, хорошо играл. Громко мы оттянули, вспомнили былые дни. Да, это было незабываемо. Тогда пойду. Вы-то вообще кто? Да, отличные ребята. Настоящие металлисты. Слушай, мы с тобой теперь сказочно богаты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Модель 2012 года. Всего три дня в продаже. Я не позволю этой коробочке завладеть моим мозгом. Как прелесть. Знаете, за такие деньги эта штука должна ракеты на Луну запускать. А вы знаете какую-нибудь модель? Подешевле. О, кастет, ты что ли? Здорово, каким-то модель. Сына, сына, смотри. Это Подольский, падающая звезда рок-н-ролла. Кстати, можем загадать желание. Привет, Маевский. Здорово! Это кто? Дочка. Да ладно. Вылитый ты в 15 лет, такая же. Это Никита, мой сынок. Вот знакомься, это дочь. Подольского. Как дочь его зовут? Папа, мы в одном классе. Да иди ты. Ну надо же, мир тесен, а. Ну чего ты? Чего ты дочь-то привел? На бесплатную экскурсию, что ли? Ты что, магазин пришел купить? Подольская, твой отец забыл причесаться сегодня. А твой помыться. Сына, ты выбрал? Нет, мы опознаем, у нас время. Да, я сдался в руку. Вот этот. А, отлично. Конечно. Девушка, девушка, мы, можно нам такую же модель? Будете расплачиваться кредитной картой? Я кредиткам не доверяю, а лично. Папа, ты же куча денег. Ерунда. Ты потратил последние деньги, чтобы выставиться перед Маевским? Ты? А что бы ты сделал на моем месте? Я его еще со школы ненавижу. Его, этого, папу-дипломату, эту черную Волгу, на которой он подруливал к школе. А поговорочку-то забыл? Подольский, Барков, двое вечных х**ов. Это было в шестом классе. Не важно, не важно, как давно это было. Ненавижу эти аристократические понты. Ой, здесь есть? Да, есть. На, хочешь посмотреть? На. На. Да ладно. У тебя телефон явно круче, чем у нее. Придурок, они одинаковые. Я знаю, зачем она все это устроила. Она просто меня запала. Точно. Во казах. Слушай, пролетарий умственного труда, ты лучше скажи, что ты теперь будешь делать. У тебя нет ни копейки денег. Что я первый раз без денег? Придумаю что-нибудь. Только теперь у тебя есть семья. Какая семья? Ты и твоя дочка Юля – это семья. Лечейка общества. А ты ее кормилец. Ненавижу это слово. И тем не менее, ты кормилец. А кормилец – это тот, который зарабатывает деньги. Я заработаю. Как? Как ты собираешься зарабатывать деньги? Ты поссорился со всеми в этом городе. Всех послал. Я не могу устроить твоего концерта. Никто не хочет с тобой работать из твоего дистустого характера. Теперь тебя все так любят. Да они любят не меня, а мой телефон. Подольская. Почему твой отец в пятницу не был на родительском собрании? Между прочим, я его очень ждала. В смысле, я хотела обсудить с ним наше будущее. Твое спортивное будущее. Значит так, с завтрашнего дня я тебя записала на тренировки по бегу. Поняла? Подольская! Здравствуйте, Василия Анатольевна. Здравствуйте. Ты не забыла, что у тебя сегодня первые занятия в поле? Черт! А вас, Галина Кузьминова, я попросила бы советоваться со мной, прежде чем назначать учеников нам в днях классные занятия. Я снимаю Подольскую с тренировок. Ученик, Галина Кузьминова! Молчать! После уроков в актовый зал. Единственный способ добыть деньги – это вернуть телефон или продать цветовые пластинки. Да я лучше печень свою продам. Твою не возьмут. Слушай, Костян, ну будь ты реалистом. Так, стоп. С какого такого перепугу ты меня вот сейчас лечишь, а? Хотя потому, что у меня есть работа, а у тебя нет. А, вот оно что. Кот, то есть пятьсот рублей, которые я у тебя одолжил. Лавочный! И кто из нас теперь аристократический понтяра? Ой, божественно! Ха-ха-ха! Молодец, молодец, Стробинова. Но нужна Альтова еще партия. Где Подольская? Подольская? Мне кажется, она не совсем готова. Люсья Нейтгардовна, я здесь. Что с тобой, Подольская? Что такое? Что это за шарф на тебе? Колевайте, Люсья Нейтгардовна, у меня главен кит. Бедненькая ты моя, бедненькая. Бедненькая, а как же это так-то? Это прям совсем пропал голосок, да? А вот так, если. Иди на сцену! Поздравляю вас, теперь вы клиент нашего банка. Вот ваша карточка. Ой, и по ней я смогу получить деньги прямо сейчас? Совершенно верно. Ваш залог будет храниться в нашем банке до полного погашения кредита. Какой еще залог? Ну как какой? Ваше сердце? Константин Уленович, к сожалению, в данный момент мы не можем дать вам кредит. Ну почему? Необходимо иметь постоянное место работы. Простите, я ничем не могу вам помочь. Извините. Радостнее, подольская, радостнее. Извините, Гарден, ну я не могу радостнее. На ботинки жму. Прекратите эти глупости! Вот вам легко говорить глупость, у вас же ботинки не жмут. Ну хорошо, но сними их. Вот совсем другое дело. И? Только у меня теперь ноги мерзнут. Ну ничего. Можем продолжать? Ты... Ты бросила на пол Амадея Моцарта? Так вроде же ему ничего, он же умер. Ну, подольская, это уже слишком. А, ну я тогда пошла. Нет! Стой! Стой! Ты что? Ты думаешь, ты первая, да? Не таких обламывали. И я тебя заставлю полюбить хор. Я клянусь Моцартом. Бедный Моцарт. И кем мне тебя взять на постоянную, как ты говоришь, работу? Да кем угодно. Я на ржевках могу посидеть. Ну, допустим, у меня есть кому сидеть. Ну, звукачок. Ну, допустим, у меня их трое. Да хоть техник. А вот это, кстати, мысль. Есть у меня один технический агрегат. Новый, но очень капризный. Кофе-машину в переговорной видел? Ты мне предлагаешь... А, извини, я не могу предложить, потому что это место уже отдано Вите, бывшему барабанщику группы Ари. Не вздумай меня здесь ударить. У меня везде камеры, я тебя засужу. Кто ж тебя бить-то собирается? Здорово, Костет. Здорово. Кофе он уже не хочет. Мы вам позвоним. Понятно. Мы вам позвоним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты чего это, офигел что ли? Ты вообще знаешь, что я такой? Все, я не могу больше. Погольская, вернись, я слежу за тобой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да-да. Люсейна Эдгаровна, нам все же нужно поговорить о Юле Подольской. Ну, проходите, проходите, Галина Дмитриевна. Быстрого старая зануда. Эй! А что мотаешь-то? Нельзя разговаривать. Быстрого все видит. Ну, не слышит. За что тебя оставили после уроков? Я наказан за поведение. Ты что, принес в школу хомячка своего? Я придал немного электронного звучания старому доброму Моцарту. Видел бы ты лицо быстрого. Это убийца. А этот? Этот? Емелин Артем из Параллельного. Настоящий изгой. Почему? Отказывается петь в хоре уже вторую неделю. За это каждый день после уроков переписывает ноты. Круто. А почему отказывается? Печальная история. Емелин написал... Ну, он назвал это баланой. Хотя я бы назвал это просто кошмаром. Я превратил в вороного коня В злой чародей из леса И конь обратится обратно в меня Лишь от поцелуя принцессы Он выложил ее в интернет. На следующий день стал известен не только в школе, но и во всем русскоязычном виртуале. С тех пор поклялся музыкой не заниматься. Но, девочка, талант. Бег – это ее призвание. А я считаю, что ее призвание – пение. И я не собираюсь упускать такой голос ради ваших сомнительных физических достижений. И закончим на этом. Все. Нет. Я это так не оставлю. Я вас уволю. И не становитесь у меня на пути, девочка моя. Хуже будет. И вот вам мой совет. Если хотите остаться, работать в школе, разучитесь плакать. Это жестокий мир, Галина Дмитриевна. Флэш. Фулкаус, Швалов, твои часы. Так. Это что такое? Встать! Это что у вас происходит? Забастовка. Что? Забастовка. Наши требования. Никаких наказаний, никакой латыни и побольше Кристины Гилеры в репертуаре. Да, ребята? Кончилась забастовка. К станку. Предлагаю мысли шире. Вне школы нет хора, да? Нужно поджечь этот сарай знаний и делать к концу. Не, не годится. Ну, если он действует в рамках закона, я уже все продумал. У Бустрова есть внук, ему пять лет, она в нем души не чает. Ну, в смысле? Просто договориться с ним, чтоб он наговорил бабушку. Может быть просто ходить на этот дурацкий хор и все? Подруга, по ходу ты гонишь. Ты чё раньше времени себя-то хоронишь? Даже если тебя прижал к стенке сам местный обдолбанный Жан-Клод Ван Дамм. А ты малолетка, что вечером вышла одна за хлебом в универсам. Никогда не сдавайся, сопротивляйся, пейся, царапайся, плюйся, кусайся. Короче, Юля, это твоя самая быстрого на все готова, чтобы тебя со святу изжить. И только хитростью можно хоровичку перешмарить. У всякой системы есть слабое место. Больная точка, найдешь и бей. Вспомни, даже у электроника, кажется, была такая кнопка на спине или не было. Честно, не помню. Да и не важно уже. Короче, хочешь быть победителем, не лезь на рожон. Найди и ужаль прямо в больную точку. Йоу. Так ты говоришь, больная точка, да? Дабл. Устроился. Да не важно. Слушай, потом объясню все, пока. Пошли. Значит так. Черная кнопка. Пуск. Разная. Стоп. Для Дальтоника у идиотов подписано. Обеличиваешь пассажиров. Они пакуются. Смотришь, как то пристегнут. Остальных отгоняешь на пять метров. Разойди! Нажимаешь черную. Пусек. 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 Вот тебе чудо нанотехнологии. Песочные часы. Ровно на пять минут. Через пять минут жмешь красную. Не больше. Пусек. Пусек. Ну, лады. А, чуть не забыл. Не форма. Нормально. Нормально. Ну, поехали. Пусть. Пусть. Держи. Роман в лунном сиянии. Кристина Строганова и Юлия Подорская. Простите внимания. Яна Михаил Шуваловна. Батульская. Да я вас понял, понял. Мы выделим эти средства. Показывайте уже ваших воспитанников. Давно стоят. В лунном сиянии Снег серебрится Вдоль по дорожке Троечка мчится Динь-динь-динь Динь-динь-динь Колокольчик звенел Этот звон, этот звон О любви сладко пе Константин! Привет! Константин, я бы не позвонила вам, если бы это не было так важно. А это очень важно. Для Юли. Ой, я, наверное, вас отвлекаю от работы. Извините, пожалуйста. Да нет, я тут не работаю. Я так друга подменяю. Прекрасно выглядишь Те. Спасибо. В общем, что я хотела? Мой тренер много лет назад Ну, в смысле, не так давно Говорил мне Галя, если ты не будешь рвать Жестко Если тренироваться не будешь То ты никогда не добьешься никаких результатов Легкой атлетики. Я рвала Константин Леонидович, я так рвала Что в итоге я заняла второе место Среди юниоров в побегу Здорово Между прочим, зря смеетесь Да я не смеюсь вовсе А Юля, она настоящий талант Из нее может получиться А с ее молодомола Миссерат де фар И даже Та сторсти меня, понимаете? Это что, люди? Это великие спортсмены Это чемпионки мира по бегу Мы совершим с вами Жестокое преступление Если не объединимся против Люсьины Эдгаровны Простите, время Ну, мы же не договорили Это очень важно для вашей дочери Что вы делаете, Константин Леонидович? Пытаюсь остановить эту дуру Он этот звон По любви сладко пел Вспомнился за мне Шумной толпою Личико милое С белой фотою Динь-динь-динь-динь-динь Все под контролем Нормально, нормально С молодою женой Мой соперник силь Лунам сияет Вдоль по дорожке Динь-динь-динь Динь-динь-динь Динь-динь-динь-динь Динь-динь-динь 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 Этот звон Этот звон А любви Громко пел Бугалять, извините, Игорь Ильич У нас вентиляция не работает Душно Душно Ее, видимо, жарко стало Наверное Да, Юленька? Игорь Георгиевич А вы знаете, мне понравилось Мне понравилось В этом есть какая-то такая Природная Биологическая Заразительность Ну Ну Как бы Юная Алла Алла Пугачева Александр Фериксович Держите себя в руках Я держу Ну Вообще-то Ну Живенько Талантливые дети Продолжайте в том же духе Молодцы Люсьена Люсьена Эдгардовна Она же испортила мою партию Да замолчи ты Строганова Это все вентиляция Хорошие вас дети Господи, я думала, она никогда не остановится Константин, это ведь и моя вина тоже Я отвлекла вас на рабочем месте Да ладно Я уволен А сам-то как думаешь Конан Варвар На этом рабочем месте Я проработал сорок минут Секорд Может быть я могу чем-то помочь Хотя Что я могу сделать Ладно Пойду я Музыка 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 Ладно Ладно Ладно, ладно, не горячись, музыка-то здесь при чем Ты знаешь, я в свое время тоже пел в этом хоре Я в курсе как это У лобертина Как у лобертина лоретти Но не важно И вот в девятом классе, когда я увлекся рок-музыкой Я попытался уйти из этого хора И это было не так уж просто Папа, давай ближе к делу Я уж тебе неинтересно, что я рассказываю. Папа! Ладно. Вот, Абарков тогда всерьез увлекался медициной. И он подкинул мне одну идейку. Ты погружаешься в сон. В глубокий, спокойный, ровный сон. Ты спишь. Ты слышишь меня, Юля? Да. Где ты находишься? В своей комнате. Мне 4 года. Я сижу на полу и играю с медвежонком. Играет музыка. Это Моцарт. Что еще ты видишь, Юля? Шарик. Это кто? Это моя собака. Нет! Нет! Шарик не надо! Что? Что случилось, Юля? Он прыгнул на подоконник, он смотрит вниз, а музыка, музыка все не прекращается. Кажется, она нарастает, нарастает, нарастает. И он прыгает с 9 этажа. Нет, Шарик, не надо! Мы можем начать сеанс гипноза. Он уже закончен, Юля. Да? Садись. А я чего-то ничего не помню. А что произошло? Дело в том, в общем, твое, мягко сказать, неадекватное поведение на занятиях по хору, оно обуславливается некоторыми психологическими причинами. Что вы хотите сказать, доктор? Дело в том, Юля, что у тебя классикс-милофобия. Что? Боязнь классической музыки из-за перенесенной в детстве травмы. Будешь ходить ко мне на сеансы раз в неделю. От занятий по хору я тебя освобождаю. Боязнь классической музыки. Там печать. Я вижу. И что же это у вас? Наследственное, да? Да, папа тоже очень долго лечил. Молчать! Свободно! Стоять! Вот я нутром чую, понимаешь? Нутром чую, что это подлог. Если бы не это печать. Ладно, иди ты свободно. Но я буду следить за тобой, Подольская. Если только я увижу, что ты способна заниматься музыкой. Я клянусь вам, Люсей Надкартов, что это вы никогда не пришли. Я одного понять не могу. Ну как мне это в голову не пришло? Это же так просто. А я не понимаю, как мне это не пришло в голову. Ура! Свобода! Подольская, я слышала, тебя выгнали из хора? Нет, я сама ушла. Знаешь, мне это неинтересно. Ну да, да. Отличное оправдание для неудачниц. Знаешь, сразу было понятно, что певица из тебя не получится. Слушай, пойдем, а? Она просто тебе завидует. Не-не-не, подожди, подожди. А с чего тебе это было понятно? Ну, хоть голос у тебя и громкий, но это еще не все. У настоящей певицы должен быть свой собственный стиль, харизма. И, наконец, она должна быть личностью Подольской. Это ты про себя, что ли? Да. Кстати, вчера я отнесла свои демозаписи на студию. И им очень понравилось. И скоро они выпустят мой альбом. А ты, ты даже ни одной песни написать не сможешь. Музыка. 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 Ничего себе. Неужели он еще здесь? Здесь. Есть кто? Руки! Попался? Так дверь была открыта, вот я и вошел. Магазин закрыт. Это ты вчера каподастер спер, змей? Какой каподастер? Мне сто лет здесь не было. Вон фотография моя висит. Вон. Зитоп. Ну, это ты что ли? А волосы где? Ну? Костет что ли? Костет, да! Зизитопс, тысячу лет тут. Ружье-то убери. Поросята вы скверные. Рок-н-ролльщики, мать вашу. Как телек не включишь, там ваши рожи. Пиво. Безалкогольное рекламируете. А меня забыли. У меня Алис Капут. Магазин Вау-Вау. Что? Вот он, Вау-Вау. Закрываюсь. Нерентабельно. Чего мы дожили? Представляешь? Гитару через интернет заказывают. Костет, вон с тобой прошлое. Где? Вот где дух рок-н-ролла, а? Да вот он. Здесь дух рок-н-ролла. Где? Где-то здесь он. Там? Или там? Может здесь? И там? А может быть там? Где? Нет. Зитоп. Ты чего? Такой же, как они. Предатель! Да ты чего? Я ж за рок-н-ролл. И я тебе не верю. Гитару! Ты совсем сдаешь. Зитоп. Зитоп. Я это возьму? Валер. Спасибо. Осенняя листва, и этот дождь мочит меня. Черт не мочит. Холодные струи, и я как собака. Это я не смогу написать песню. Это у меня нет стиля? Как бы не так. Просто достала. Черт, какая же древна там может быть. А я вот считаю, что мы можем постараться спасти этот магазин. Эй, а можно потише? Вообще тут уроки делаю. Ты посмотри, какими мы были, а? А сейчас что? Мы прошлые, мы становимся прошлыми. Понимаешь? Этот магазин, это может быть единственное, что останется после нас. Хорошо, что конкретно? Что конкретно ты предлагаешь? Позвоните ребятам. Может кто-то и поможет, понимаешь, подкинет пару монет. Угу. Это тебе. Тебе нужно срочно вызывать скорую помощь. Ну смотри, у тебя ни копейки нет с душой, а ты собираешься помогать старому психопату с игрушечным ружьем в руках. Все с тобой понятно. А ты вот всегда был вот такой. Какой? Какой такой? Вот таким вот мелочным для рок-н-ролла. Я мелочным? Да. Ну хорошо. Звони. Звони своим друзьям. Увидишь, что они тебе скажут. Увидишь. Да понял я, понял, Шнур, что у тебя корпоратив. Да не оправдывайся, не надо оправдываться. Тебе плевать, так и скажи. Козел. Как у тебя дела-то в хоре? Да, отлично все. Освобождение получила. Пап, а какой риф можно придумать, к слову, достало? Все очень достало сильно. Да не знаю. А тебе зачем? Да так, забудь. Слушай, а может тебе рекламу по телевизору дать насчет магазина своего? Тихонька домой. Я не подслушала, ты просто орал на весь дом. Орал, да. Да реклама денег стоит. Хотя... Реклама, реклама. Если... Чувствую. Ночевать нам сегодня придется в полицайке. Раз, раз. Ну что, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз, два. Подольская. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Своя мозг и говно подозор! Не видя, но просто скрытые! Ничего! Магово! Котушки! Что там, честный голос? Жизнь, заменит чертовой бабушке! Замечательное выступление! Мне пришло, мне пришло! Ну иди, я тебя спрашиваю! Это чертовый телевидень, а? Сегодня в Москве был импровизированный концерт на крыше рок-магазина Вау Вау. Участники этой музыкальной акции во главе с некогда известным в узких кругах испаншением Константином Кадольским исполнили несколько своих старых хитов, собрав порядочную толку народа. Концерт на крыше посвящен сохранению рок-магазина Вау Вау. Слушай, отличный телефон ты мне подарил. Да и сняты неплохо. С волшебной силой телевидения, а? Слушай, кстати, а кто за нас штраф заплатил? Я. Ну, точнее, ты. Ты же мне телефон подарил. Я, в общем, когда вас взяли, пошла в магазин, сдала телефон и на эти деньги вытащила вас. По-моему, удачно вышла. Да, удача преследует меня с детства. Слушай, кстати, я тут кое-что нашел. Ты что, песню пишешь? Ты что, рылся в моих вещах? Я-то в помойке бежал. Папа, да как ты мог вообще? Ты мне у тебя. Ну, Юля, ну чего ты? Только посмей издеваться надо мной. Я сама знаю, что это хуже некуда. Вообще не буду больше этим заниматься. Вообще. Да я тебе просто хочу дать совет, понимаешь? Совета человеку, которую называют музыкой и звук электродрели, не надо. У меня было что-то подобное. Если тебе, конечно, не интересно, я могу не рассказывать. Ну, и что у тебя было? Ну, когда-то, давным-давно, я пытался сочинить песню. Сидел там, мучился, ну, пару дней. Ничего не выходило. Позвонил Баркову, пришел Барков. Мы стали выпивать, опять думать про эту песню. Ничего не выходит. Пошли в магазин Вавуал, встретили Морозова. Уже втроем что-то стало получаться. Понимаешь, в итоге написали вполне вменяемую вещь. Это я к чему все рассказывал? Если у тебя что-то не получается, это не повод, чтобы завязывать со всем. Понимаешь? Нужно найти компанию единомышленников. Вместе попытаться что-то сделать. И наверняка это получится. Понимаешь? Громкость поубать, говорить невозможно. Спасибо. Подожди, я не понимаю. Почему ты не хочешь, чтобы магазин открылся? Да не сдалось мне все это. Шум, суета. И телефон, может, ты возьмешь? Не за что. Недавно какая-то школьница звонила. Сказала, чтобы я какой-то поднагодный налог заплатил. К тому же покупатели пойдут, покупать будут всякие гитары, банданы, усилки. А я отвык от этого. Ты же сам этого хотел. Ну, хорошо. Хочешь, я поработаю у тебя. Да, это помогу тебе, чем смогу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Только я платить мало буду. Ну, ладно. И никаких больничных. Здесь поболею. Как ты у меня уже работаешь. Может, трубку все-таки снимешь, а? И ответишь? И отвечу. Алло. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Познакомься, это твоя дочь. Я ее воспитывала 15 лет, теперь уже твоя очередь. Что ты теперь будешь делать? У тебя нет ни копейки денег. Подольская, через 5 минут в актовый зал на хор. К сожалению, в данный момент мы не можем дать вам кредит. Необходимо иметь постоянное место работы. И я тебя заставлю полюбить безход. Я клянусь Моцартом. Твой девочка талант. Век это ее призвание. А я считаю, что ее призвание пение. Я попытался уйти из этого хора. Морков подкинул мне одну ею. Что вы хотите сказать, доктор? Дело в том, Юля, что у тебя классик с милофобией. Черная кнопка пуска, красный стол. Ну все как? Ну все как? От занятий по полу я тебя освобождаю. Что вы делаете, Константин Ленович? Так пытаюсь остановить эту дуру. Неужели он еще здесь? Если только я увижу, что ты способна заниматься музыкой. Я клянусь вам, Есенат Картов, что этого никогда не будет. Ты вчера каподастер спер. Змей! Какой каподастер? Мне сто лет здесь не было. Вон фотография моя висит. Вот. Я отнесла свои демо записи на студию. И им очень понравилось. Ты даже ни одной песни написать не сможешь. Зайтов, ты что ли? А волосы где? Ты что, песню пишешь? Что, Русс, в моих вещах? Ты это в помойке лежал. Подожди, я не понимаю. Почему ты не хочешь, чтобы магазин открылся? Хочешь, я поработаю у тебя. Да, я думаю, помогу тебе, чем смогу. Если у тебя что-то не получается, это не повод, чтобы завязывать совсем. Понимаете? Нужно найти компанию единомышленных. Вместе попытаться что-то сделать. Наверняка это получится. Это даже любопытно. Привет. Как дела? Никто не пришел. Разве совсем никто? Нет. Это вообще дурацкая идея с этой группой. Вообще-то я тоже хочу участвовать. Ты? А ты умеешь играть на инструментах? Нет. Я научусь. Не помешал? Артем. Ты собираешь группу? Да, но ты завязал с музыкой после той истории, когда ты песню в интернет выложил. Я так и знал, что кроме издевательств здесь ничего не будет. Нет. С ним я работать категорически не буду. Я профессионал. И не связываюсь с любителями. Я за четыре года окончил семилетку по фортепиано и композиции. Экстерном. А в шесть лет написал первую симфонию. Шевалов, ты что, тоже хочешь в группе играть? У меня четыре правила. Первое, чтобы его здесь не было. Второе, чтобы уровень исполнения нашей группы. Я смотрю, тут собрался весь свет школы. Вы о чем спорите? Чем ботаника лучше секса? Это еще кто? Это Сантьяго. А ты мог бы быть повежливее, если собираешься участвовать у нас в группе. КОНЕЦ С нами в группе? Что значит с нами в группе? Меня на районе не поймут, если я буду общаться с этими растениями. Интересно, он вообще знает ноты? Эй, я тебе разрешал говорить, Кабачок? Знаешь что? Что? Просто не буду его замечать. Молодой человек, свалил когда ты отсюда, а? Давай, давай, проваливай. У нас здесь до 25 лет детям вход строго ограничен. В интернете было написано, что у вас нет ограничений по возрасту. В интернете написано, что Гитлер прячется в Амазонке. Да. Да, Матур. Давайте. Я хочу купить наушники, я уже выбрала. Это слуховой аппарат. А левчики вон там, в подземном переходе. Привет, Ась. Что тут происходит? Да вот ездят, как тараканы. Подростки. Накинут штаны наперед. И чувствуют себя здесь как дома. А здесь приличное место. Ты что это? Клиентов выгнал, что ли? Это мой магазин. Осуществляю фейс-контроль. Я, пожалуй, пойду. Мне не по пути с тупым гномом и злобным гоблином. Кто-то сказал. Вас, говори, юг-сцена. Что? Это по-эльфийски, кажется. Слушай, они здесь все психи. Эй, принц, полиция в той стране. Он назвал меня гоблином. Нет, ты не в теме. Гоблином он назвал меня. А ты гном. Знаешь что? Что? Если он сейчас не уйдет, то уйду я. Ну-ка молчать всем! Вот, утром трое пришли. Говорят, гитару хотим. Зеленую. Ну? Никакого уважения. Зяток, понимаешь, каждому поколению свои прибабахи. Ты вот вспомни нас. В юности мы тоже были с тобой не сахар. Нужно просто стремиться их понимать. У меня есть дочь. Я не всегда понимаю, что она говорит, что она одевается. Почему хохочет, не в попад. Я стараюсь, стараюсь. И у меня получается. Она, между прочим, меня считает клевым чуваком. Они даже таких слов не знают. Ну, это вольный перевод. Она сказала мне, что я не самый последний олень в этом городе. Олень. Если хотите, можете идти. Я вас задерживать не собираюсь. Идите. Если вы, конечно, не хотите знать, что такое быть музыкантом. Настоящим музыкантом. Если вы не хотите знать, как это, когда ты стоишь в полутемноте на сцене. И ты слышишь, как шумят зрители в зале. И они хотят услышать тебя. И вот они ждут, ждут. А ты не торопишься, потому что ты – мировая знаменитость. И пусть подождут. И вот вдруг загораются лампы. И они освещают всю сцену. Они ослепляют тебя. А зрители начинают реветь. Они смотрят на тебя и ловят каждый твой жест. Они хотят услышать твою песню. И ты. Ну, хотя я вижу, что вам не интересно. Когда репетиция? Завтра у меня в это же время. Кто-нибудь хочет прийти? И что, у вас теперь группа? И вы будете играть музыку? А вы умеете это делать? Так. Что, что? Музыку играть? Может, вам помощь нужна? Чья? А, нет, спасибо. Вот те раз. А где вы собираетесь репетировать? В моей комнате. Стоять. В моей комнате. Ты хочешь сказать, что в моей квартире будет проходной двор? Да, все эти аглоеды будут есть мою еду? Плевать здесь по углам? Называть все это репетицией? Вот эта шоколота мелкая? Жужжать на гитарах? Да вы офигели. Ну вот, двадцать лет назад мы подобрали ключи с Богом отсюда и тут началась наша музыкальная карьера «Тернистый путь». О, свет даже есть. Ух ты, пап, тут так круто. Круто, да? Не, ну тут нужно, конечно, прибраться. Давно у нас тут не было. А усилителем в рабочем состоянии. Вон, колонки есть. Ну, закоммутировать надо все. На барабанах пластика поменять. Мы их еще тогда порвали. Инструменты кое-какие. Все для того, чтобы мы начали играть настоящую музыку. Бабуль, нам так все тут нравится вообще. Мы так и не ожидали от тебя. Только мы, знаешь, все поняли уже. В принципе, нам больше ничего не нужно. Но ты знай, ты самый лучший на свете отец. Пока. Спасибо большое. Да ничего. Вы мне еще сами позовете. Только я вот вредно захочу. Я! Слышь, Эль, хватит причать. А ты, Олей, дай мне начинай. Да, Юля, отец, у тебя ничего. Несмотря на то, что старый пень. Петь старый пень. Это что было, Шувалов? Это моя первая симфония. Я назвал ее «Невинность звука». Ладно, ладно, я молчу, молчу. Я твой поклонник. Моя музыка непримитивна. Она не для обычных людей. Она для тех, кто знает, каково это. Каково это. Каково это быть девственником. Сантьяга! Знаешь что? Ты меня вдохновил. Девственники, естественно, бывают разные. В основном они толстые и безобразные. Также лысые, белобрысые, рожи красные. Слава богу, хоть это не заразное. Быть девственником – это мука из мук. Это печаль в глазах. Это мозоли правых рук. Это ничуть не круто. Это совсем не весело. Если бы я был девственником, я бы давно повесился. А теперь посмотрите на этого малого. Это 3D-портрет великого девственника Шувалова. Девственника Шувалова, самого девственного на свете. Ему никто никогда не даст, и секс по жизни уже не светит. Все-таки ушу – великая вещь. Два миллиарда китайцев не могут ошибаться. Я чувствую себя на 10 лет. Нет, на 20 лет моложе. После первого же занятия. Вот знаешь, от чего я проснулся сегодня в 6 часов утра? Знаешь, кто меня разбудил? Думаю, что это была агония. Пошел ты. Я с тобой делюсь сокровенным, а ты… А ну-ка, прекратили все! Сантьяго! Сантьяго! Ну, я так понимаю, теперь моя очередь. Вот мне сейчас 38 лет. Чего? Тебе 39, 39, 38 мне? Все равно, все равно я выгляжу моложе, а ты старше. Я старше? Да. Ага. Всю жизнь тебя называли анкл-боб. Да. А меня как? Меня называли просто парень. Просто парень? Да. Ты давно смотрел на себя в зеркало, просто парень. Отец-одиночка, ветеран, ничего не делали. Лучше не смотреть, поверь мне. За века вечным лесом живет, ли старые меды допей. Мудрый, веселый и древний народ, ты гологологно мне жалей. Эльфами их зову, друзья, а врагов-то у них и нет. Эльфы, а вас, баллада моя, в ней 31 купле. Вот давай сейчас выйдем на улицу и спросим у первых встречных, кто из нас старше. Давай, займёт. Спорим на... На коньяк. Давай. Зизитопа. Давай. Хорошо? Хорошо. Все за кекс. Это Барков, Боб. Ты что, вчера сам на работу придел? Да? Да. Это мне не нравится. Короче, на коньяк мы уже не спорим, он его выпил. Угу. Вам, сейчас скажу, вам лет 36, нет, 36 с половиной. Да, где-то так. А сколько моему другу? Ну, а вам... Нет, точно, вам 48 лет. Ну, мы просто очень шикарно сохранились. Ну, мы просто очень шикарно сохранились. Слушай, а зря я не поспорил с тобой на что-нибудь серьёзное. Костян, Костян, ушу. Тебе поможет ушу. Я покажу тебе пару приёмов, ты будешь, ну, просто молодой. Алло-ка, тихо всем. А где я спеть хочу? Значит так, я привела вас сюда. Это значит, что это моя группа, и вы все должны слушаться меня. Ясно, Сантьяк? Не помешал? Ну, вот и отлично. Я вам тут соседжи принёс, или как вы их там называете. Ну, и колы горло промочить. И теперь, когда, как мне кажется, мы нашли с тобой общий язык, и стали относиться друг к другу, как взрослые люди. Папа, не перебивай меня. Это невежливо. Я тебя прошу. Я тебя очень прошу. Не ставить меня в неловкое положение перед моими друзьями. Когда я хочу завоевать их доверие. Ну, в общем, починить их всех себе. Ты не ставил у тебя ни в какое неловкое положение. Папа, ты припёрся в этой дурацкой вообще дебильной футболке с колой и сосисками. И сказал дословно, ну что, чуваки, поджимуем. Чем тебе футболка-то не угодила? Нормальная, актуальная футболка. У них миллионы поклонников, между прочим. Папа, они были популярны, когда я в детский садик ходила. Ты и так, извини меня, не первый. Да и дело вообще не в этом. Ты пойми, что мы с тобой не можем поджимовать. Потому что я, например, даже не знаю, что это такое. Между нами стена. Ясненько. Значит, ты хочешь сказать, что я старый, никому не нужный хлам. Играю никому не нужный рок, который, между прочим, собирал стадионы. Папулечка, где сейчас твой рок? Что? То есть, я хочу сказать, что ваше время, оно... Кончилось. Пап, ну блин, я не то хотел сказать. Ну, пап. Хай, тебе помочь? Нет. Здравствуйте. Мне что-нибудь модное, но вот без этого. Ясно. Значит, иди выбирай вон туда, а потом туда. Ну, а потом подваливай, глянем. Спасибо. Господи, кого ж коронишь-то? Верь мне. У меня тоже был кризис среднего возраста. Ну что, нормально? То, что надо. Вот тебе лет 38? 38. Вот и мне 38. Кстати, хорошо, что сетяну не красишь. А вот мне приходится. Работа. Что, у меня седые волосы, что ли? Да ладно, плюнь. Ну что, шматки берешь? Да, беру. Спасибо. Галина Дмитриевна. Простите меня, ради бога, я перепутал. Ничего, ничего. А вы, вы опять не были на родительском собрании, Константин Упленович. Ну, простите. Ничего, ничего. А Юля, она так и не ходит на тренировки. Она говорит, что у нее нет времени. Простите. Очень красивое платье, Галина Дмитриевна. Это для сестры на день рождения. А, ну если для сестры, то нормально. А то с пугаями, да еще и не по фигуре. 33 года. Спасибо. Хм, че это она? Послушай, старик. Давай с тобой пивка попьем, а? Можно у меня. У меня друг вторые ножницы России. Подработаем тебя. Ты красивый такой. Развелось вас. Ай-яй-яй-яй. И раздался. Ой-ой-ой, будет больно. А майку? Забираем за моральный ущерб. Ваша музыка представляет собой апогей. Какая музыка? Ты себя слышишь? При всем уважении, рэп это полный отстойт. Саяковский читал рэп. Заткнись, я тебе сказал. Заткнись. Я в огонь. Ай-яй-яй. Вообще, Эй, у тебя пища, ты понимаешь? Играй свою белую. Первые ножницы России. Заткнулись быстро все. Да хватит, я говорю. Отстойте, девчонка! Слушай, ты! Меланик, передайте им придуркам, что я распускаю группу. И пусть вообще катится к всем чертям! И чтобы я вас больше вообще не видела! И пусть они вообще сдохнут от помойки неудачники! Юля! Да хватит уже! Отсел! Наговорились? Юля ушла! Юля. КОНЕЦ. Юля. ТАК. ТАК. ТАКА. Эта футболка слишком молодежная для тебя. Мне кажется, еще можно со всеми помириться. Так было весело. Но вначале. А мальчики, мальчики, они всегда себя так ведут. А давай поговорим. Нет. Ты понимаешь, они неудачники. Я не собираюсь тратить всю свою жизнь, чтобы тянуть их из болота собственных комплексов. Если ты хочешь, ты оставайся. А я... Я найду себе другое занятие, которое меня приведет к мировой известности. Здравствуйте, можно? Да, Юль, в чем дело? Вы сказали, что если я буду ходить к вам на тренировки по бегу, то я стану чемпионом, известным на весь мир. Окей, я согласна. Когда можем начать? Да мы можем прямо завтра. Юля, это здорово, Юль. Я не ожидала. Я хочу в следующем году стать мировой знаменитостью. Поэтому нужно по ускоренной программе. Но это невозможно. Вам придется постараться. Я хочу в следующем году стать мировой знаменитостью. Поехали. Только не говори, что ты держишь эту гитару только для того, чтобы показать, что ты умеешь играть на ней. Не говори мне, что эта скамейка твоя собственность. Ты что, оглох что ли? Хотя, неудивительно, слуха у тебя и так нет. Я с тобой, Шувалов, разговаривать не собираюсь. Боюсь, безгарностью сразиться. Опа! Танцуете? Кто жених, кто невеста? Чего стоишь, Бетховен? Понравилось? По-моему, у меня нога застряла в чём-то. Спасибо. Знаешь, вообще, мы музыканты. Мы же не то, что эти. Да уж мы получше их. Нам надо держаться вместе. Да. Давай. Только отпусти руку. Здрасте. Скажи мне, просто, парень, ты давно на себе в зеркало смотрелся, а? Вот сейчас давай выйдем на улицу и спросим у первого встречного прохожего. Кто из нас выглядит старше? Вам 48 лет. Ну, вы просто очень шикарно сохранились. Я хочу тебе сказать, донести до тебя, что мы с тобой никогда не сможем поджимовать. Ты понимаешь, между нами стена. Так. Сейчас я не могу с вами разговаривать. Оставьте своё сообщение, автоответим. Подольский, это Нина. Ты опять делаешь вид, что тебя нет дома? Но это уже не важно. Потому что я бросаю тебя, Подольский. Бросаю ради другого мужчины. И предупреждая твой сарказм, скажу, что он существует на самом деле. Представляешь, ему 27 лет. И у него великолепный торс. Можешь, кстати, сам убедиться. Его показывают в рекламе чипсов на 14-м канале. Пока, Подольский. Слушайте, я вчера подумал, у вас было такое, что вдруг понимаете, что вся жизнь поменяется. Ну, ты меня типа откровения посетила. По-моему, неудобно так сразу подходить. Человек занят. По-моему, кто-то готов наложить штаны. Это я просто хочу быть культурным. Саша... Сань! Сантьяго! А это что за грибки вылезли? Твои, Санчес? Да, это должники мои. Сейчас разберусь. Давай. Что, бабки принесли? Вы что здесь делаете, шрибзики, а? Сантьяго, мы хотим извиниться за тот инцидент на чердаке. Чего ты сказал? Слушай, если вы сейчас уйдете, вам ничего не будет. Сантьяго, тебе помочь? Я разберусь. Погоди. Вот деньги. Только не бей нас. Тоже, давай. Давай, давай. А что так мало? Что так мало, а? У тебя есть секунда. Сантьяго, сними с меня очки. Только не разбей. Сантьяго, ты музыкант. Мы тоже музыканты. Нам надо держаться вместе. Мы хотим возродить группу. Я слышал, ты собрала группу из двух фриков и Катковой. А еще слышал, что она уже распалась. Знаешь, ты такая жалкая, что тебя надо определить в палату меры весов Парижа, как образец жалкости. Катер, вас Юлия послала? Да нет, она не хочет с нами разговаривать. Ну тогда мне тоже с вами не о чем разговаривать. Короче, так, чтобы деньги завтра были. Мне не важно, где вы их возьмете. Пап, мам, дедушек, бабушек, друзей, животных. Чтобы завтра деньги были здесь. Вот дай меня. Ты чего? Только не сильно. У тебя хорошие стихи, Сантьяго. Не стихи, а текстаж и бзик. Да, они проникновенные. Ты понимаешь, ты настоящий поэт. Сантьяго, ты тру. А те парни, они, наверное, даже и не понимают этих стихов твоих. Не стихов. Текстов. Вставай. Бак, быстро. Опять. Иди сюда, я сам вас найду. Поехали. Сантьяго. Ха-ха-ха. 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 Ну вот, ты занялась спортом и что? Катый километр и ты уже сдохла. Я в полном порядке. Эй, что с тобой? А ничего, мне просто нравится здесь лежать. А, спешись на паралимпийские игры. Знаешь, вот я сейчас точно уверена, что ты влюблен в меня. Что? Ты так интересуешься моей жизнью, а я даже не помню, как тебя зовут. Знаешь что? Скажи, ты к психиатру. Этот Димочка примитивное животное. Ага. Примерно с носорога. Но ты же ему сделаешь, да? Не суетитесь, ребята. Чем больше шкаф, тем громче падает. Ребят, вы вроде группу восстанавливаете. Возьмите меня, ну пожалуйста. У меня тоже есть музыкальные идеи. Только тебя здесь не хватало. Отстань. Не до тебя. Вот он. Ну, на что? Вид у него вполне мирный. Пойдем? Здорово, Димыч. Тут кое-кто хочет кое-чему тебя научить. Да, а что-то ты не думал, что ты можешь... Что? Ну, пожалуй, пойдем. Здорово, я Сантьяго, а ты Димыч, видимо, да? Эй, постой большой брат. Я вижу, у тебя широкая спина, длинные руки. Я вижу, ты тут подъебаешь соскутки, поднимаешь железо, качаешь трицепс. Ну, давай попробуем договориться. Не стоит обижать мелких балбесов. Я знаю, это не ты, это все твои бесы. Клоун. Ах так, да, значит? Давай, иди сюда. Давай. Я его убила? Люсиена Эдгардовна, я не виноват. Вряд ли. Слушай, Мелани, давай вот это все останется между нами. Ну, конечно. А если вы возьмете меня в группу? Мелани, давай, иди сюда. Мелани, давай, иди сюда. Мелани, давай, иди сюда. У меня 37 сантиметров. Хотите так же? Съешьте чипсы суперпортей. Чего это голый мужик рекламирует чипсы? У него торс хороший. Торс хороший? Торс. Да. А мне, видимо, пора умирать. Эй, ты чего? Слушай, по-моему, тебе нужно взбодриться. И мне тоже нужно взбодриться. Знаешь что? А мы пойдем куда-нибудь, ну, туда, где весело. Давай? Не, мне тут хорошо, тепло, уютно, влажно. Я придумала! Мы с тобой пойдем на дискотеку. Только чур, ты одеваешься под моим присмотром. Не, 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 не. Ну-ка, вставай! Не, 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 не. Слушай, если ты хочешь умереть, умри в танце. Я с восьми лет не хожу на дискотеке. Я по другую сторону баррикады. Рокеры не танцуют. А ты будешь первым. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня плечо. Бедненький. Точно, точно, все отменяется. Ничего, ничего, правда? Значит, все отменяется. Ай, б***ь! Папа. Слушай, помогло. Это музыка депрессивная. Пап, перестань, это же студенческая дискотека. Сюда каждый школьник мечтает попасть. И вообще, перестань быть таким кизмом. Мне сейчас очень нужно веселье. Понятно. Ты затащила меня сюда, потому что тебя одну бы не пустили в этот клуб. Тебе полно этих молодых, сексуально компетентных особей. Да, конечно. Все хотят тусоваться со студентами. Они такие веселые, самодостаточные, высокомерные. Все хотят им понравиться. И школьники, и старики. А я не хочу. Это колька. Ты высказался? А теперь веселись! Вообще, ничего, я выберу. Да отлично все! Футболка дурацкая. Отличная футболка. Спасибо. Пойдем, пожалуйста, калория. Да я еще не набрал тут градус. Ты не ломайся, она второй раз мне попросит. Вот что ты стоишь, скажи, а? Ну, угостил бы ее коктейлем. Или ты, походу, вон, делал такой же кислый, как и двой Микки Маус на футболке. Поэтому, парни, слишком много слов. Зови, идиот. Не бей. Привет! Девочки! Да! Конечно, работа в шоу-бизнесе не сахар. Особенно для таких, как я. Я пою за звезд. Ну, знаешь, эти дуры, в общем, рот открывают в репонограмму, а я пою. Ну, я не могу тебе сказать о длинах. Ну, ты сам понимаешь. Это, наверное, тяжелая работа, да? Ну, нет, нормальная. Хотя мир, конечно, суров. Знаешь, я уже столько, что перелетала за свои... Снадцать лет. Ну, там... Ну, многое, в общем. Не-не-не, я не пью шестнадцать лет. Мне нарколог заступит. Он сказал мне, что свою цистепну я уже высосала. У тебя есть нарколог? Да. Но он славный парень. Мы с ним с парашютами прыгаем. У меня сто три прыжка. Но я думаю, что он мне тоже скоро надоест. Знаешь, я хочу чего-то больше. Но мне кажется, в этой жизни он меня уже ничего не удивит. Только не это. Зачетный вечер сегодня. Фрик на танцполе. Смотри, что вы творят. Это не смешно. Пап, пап, прекрати. Но им же весело. Пап, они же смеются. Им весело. Да они смеются над тобой. Всем спасибо. Молодцы. Поддержали, старичка. Снимайте вы свои айфоны, выкладывайте в ютубы. Ребята, посмотрите на себя. Вы не успеете вытопить свои вот эти зеленые коктейли. Ступница, ракета. Оп. И все. Даже шоколота будет смеяться над вами. Вы чего погрустнели? Веселитесь, веселитесь. Папа, открой. Пошли домой. Я никуда отсюда не пойду. Папа, это женский туалет. А почему твоя группа «Волосы» распалась? Почему вы не играете больше? Ну, на самом деле, из-за меня вспылил по глупости. У нас басист нажался, ну и не смог выйти на ссор. Я прямо за кулисами и горбушкой всех я позвал козлами и непрофессионалами. Ну, потом, что-то через два дня одумался. Ты же понимаешь, гордость у всех щелей. Ну, так никому и не позвонил. А сейчас кто где. Вот только Барков один и остался. И то из-за того, что толком ни на одном инструменте играть не может. Слушай, а я что-то давненько не слышал ваших звуков с чердака. Папа, мы с тобой договорились, что ты в мои личные дела не лезешь. Ну, прости, старого. Ладно, хватит тебе. Ну, чего хватит, ну, пень и есть пень. Вот табуретку из меня можно сделать или балалайку. Жить можно. Эй, паренек, сигарету дай. Дай деньжат, сколько есть с собой. Как ты меня назвал? Папа, убежали, а? Нарываешься, паренек. Лопатник гони, вали отсюда. И ты тоже. Ничего себе. Да для вас ничего не жалко. На, бери. Берите, сколько есть. Спасибо. Парень, больной, валим отсюда. Валим. Папа, ты в своем уме сейчас, нет? Ты-то слышал, как они меня назвали? Паренек. Я читаю фристайлы, мои словесные файлы. И мой словесный запас меня отда... Парень, еще раз со второго квадрата. Не умничай. А может, вот так попробуем? В этом, конечно, что-то есть, но я не уверен. Привет. Ну, заключай мне. Нет, я просто... Печенье испекла. Может, тогда начнем репетировать? Ну да, мы только тебя и ждали. А можно мне попробовать? Да. У нас тут кое-что есть для тебя. Послушай. Давайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И что, у вас теперь группа, и вы будете играть музыку? А вы умеете это делать? Ну вот, 20 лет назад началась наша музыкальная карьера, тернистый путь. Вот сейчас давай выйдем на улицу и спросим у первого встречного прохожего, кто из нас выглядит старше. Кстати, хорошо, что сетяну не красишь. Вот мне приходится работа. Ты приплёшься вот дурацкой вообще дебилой, футболки с колой и сосисками. При всем уважении рэп это полный отстойт. Заткнулись, твои профессии сказали! Встань ты, девчонка, уйди отсюда! Понимаешь, они неудачники. Я не собираюсь тратить всю свою жизнь, чтобы тянуть их из болота собственных комплексов. Опа! Концуете? Знаешь, мы музыканты, нам надо держаться вместе. Слушай, по-моему, тебе нужно взбодриться. Мы с тобой пойдём на дискотеку. Только чёрт ты одеваешься под моим присмотром, а? Здорово, Димыч! Тут кое-кто хочет кое-чему тебя научить. Пап, они же смеются! Ну, весело! Да они смеются за тобой! Привет! Это исключение? Нет, я просто учение испекла. Может, тогда начнём репетировать? Мы только тебя и ждали. Это очень хорошо, Константин Уленович, что вы наконец-то пришли на родительское собрание. А где остальные родители? А я хотела поговорить именно с вами. Наедине. Не о Юле, а о вас, Константину Уленовича. Дело в том, что эмоциональное здоровье подростка напрямую зависит от его родителей. Не перебивайте меня! Что с вами происходит, Константин? Со мной ничего. У меня всё хорошо. Бросил курить, вот пить стал меньше. Испытываю постоянный позитив. Я классный руководитель вашей дочери. Это значит, что я близкий вам человек. Понимаете, Константин? Вы не должны меня бояться. Вы должны полностью довериться мне. Ну, я вас и не боюсь. Калина Дмитриевна, вы чего? Вы что делаете? Мне кажется, вы слишком предвзято ко мне относитесь, Константин. Пап, я в школу. Кстати, Галина Дмитриевна опять спрашивала, почему ты не ходишь на родительские собрания. Передай ей, что я заболел. Или уехал. Ну-ну, как скажешь. Галина Дмитриевна Галина Дмитриевна, вы не нервничайте. Начинайте. Мы вас внимательно слушаем. Нравственность и ответственность девушки, перешагивающие 15-летний рубеж своей жизни, вот главная тема нашего сегодняшнего урока. А также, каким психологическим травмам приводят легкомысленные поступки в этом возрасте. Что с троганного? Скажите, а мы будем говорить о технической стороне вопроса? Например, о безопасном сексе. О безопасном сексе? Открыли все страницы номер 7. И читаем. Безопасный секс – это отсутствие такового до совершеннолетия и замужества. Крайняя половая жизнь неминуемо привела Ромао и Джульетту к внезапной смерти. Написано в вашем методическом пособии. Спорное заявление. У кого-нибудь есть мысли на эту тему? Маевский? Сколько дерзостей и опыта в этом взгляде. Ладно. Возьмите в левую руку предмет, который находится на вашем столе. Не надо вскрывать его без моего разрешения. Я прекрасно знаю, что вы владеете им в совершенстве. Что может отвлечь от мысли о любви? Что? Спорт. Спорт и еще раз спорт. Тяжелые физические нагрузки, достижения поставленного результата помогают нашему организму вырабатывать те же эндорфины удовольствия, которые возникают в так называемых влюбленных телах. Единственное средство – борьбе с тем самым недугом, которому склонны молодые юноши в вашем возрасте. Емелин, ты понимаешь, о чем я говорю? Так давайте же объявим войну этому рукоблудию посредством написания к понедельнику эссе в 30 страниц на тему «Нравственный выбор в произведениях Льва Николаевича Толстого». Никогда девушка не должна показывать свою влюбленность, иначе она может показаться легко доступной. Она должна быть неприступна, как планка высотой в 2,50. Юноша в отношениях с дамой, конечно же, не должен напоминать весеннего павиана. Снесаренко. Больше хладнокровия. Я думаю, что в отношениях с дамой мужчина должен работать вторым номером. А, как в боксе. То есть сначала заманиваешь канатом, а потом... Ну, почти ты правильно сказал. Заманивать ее легким равнодушием и печальным выражением лица. Как говорил поэт, чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Тем ее, вернее, губим средь обольстительных сетей. Подожди, что ты все время рисуешь? Это что такое? Девушка, которая поэт микрофон. А вы что подумали? Все, урок окончен! Ну, как она тебе? По-моему, красавица. Она удивительная. Подожди, таку. Вот, смотри. По-моему, один в один получилось. Сейчас только автограф присобачу. И, может быть, продавать. Как думаешь, за сколько? Тысяч за пять, а лучше за десять. Да? Парков, ты будешь гореть за это в аду. Да, вместе с тобой. Слушай, что с тобой такое происходит? Ты какой-то странный стал. А? Что это такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну и кто это? Последнее время снится один и тот же сон. Приходит ко мне учительница моей дочки и раздевается. Так, учительница твоей дочки раздевается. Что потом? Потом я просыпаюсь в холодном потуле. Ага. Ну это же хороший сон. В общем, да. Это ж, понимаешь, училка моей дочери. Лучше мне скажи, когда у тебя в последний раз было, ну, это. Ну, вот. Ну, тогда. Тогда? Да. Ну, так это было очень давно, когда. Все, по-моему, ясно. Тебе нужно позвонить Нинке. Во-первых, Нина не скорая помощь. Да. А во-вторых, в нее вообще, по-моему, завелся кто-то. Ну, значит, она тебе познакомится с кем-то другим. С кем? Где? Где? В интернете. Вот, вот, полюбуйтесь. Это все результаты вашей инициативы, эти ваши уроки секса. Аксуального воспитания. Знаете что? Я не знаю, что вы там говорили, но это же ведь, это же ведь скандал. Мы говорили только по методологическому пособию, одобренному министерству. Это правда, Алина Галина? Конечно. Черт и ваше мизерство. Я тридцать лет в педагогике. Я знаю, что это вот добром не кончится. Что это у тебя? Не все это гады, это же мой мой рецептив. Пошел. Слышали, да? Все. Школьная дискотека завтра отменяется. Нет, только не это. Будет бунт. Хорошо, сделайте войны меры предосторожности. Пусть будет пять дежурных учителей. Это лиловая степень опасности. Александр. Александр. Гадость-то какая? Знаешь, сколько женщин одиноких и красивых с помощью интернета знакомятся? Десятки, сотни тысяч. И, между прочим, большая половина из них готова сразу же познакомиться. Что ты говоришь? А ты что, пробовал? Я тебе что-то давно не видел, женщину. Тысячу раз пробовал. Один раз даже пригласил четырех. Назначил ему свидание у памятника Гоголю. А сам спрятался на задней скамеечке и наблюдал за ними в бинокль. Так что тебе стоит просто разместить свою лучшую фотографию уже через полчаса. Алло, алло. Знаешь что? Не буду я вешать никакую фотографию ни в какой интернет. Это ниже моего достоинства. Да? Ну и ходи, размахивай своим достоинством. Юль, а ты была в кого-нибудь влюблена? А я... Привет. 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 Привет, Мелония. Привет, Миша. Мы, пожалуй, пойдем. Я считаю, что все это очень примитивно. Да, я тоже так считаю. В конце концов, мы музыканты. Мы выше этого. Да, в конце концов. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.R. Спасибо. Сосиум пытается загнать тебя в рамки Твой водопад сделать капли в пикетке Чтоб ты не рвался в дамки А покорно сидел в пределах уготованной клетки Им не с руки, чтоб ты был ярким Краском не место, надо следовать светной С пеленок тебя учит по-стариковски шамкать И на фоне других быть незаметным Все гвозди забывая по шляпку Молот обывательской рутины Так наверно надежнее, но вряд ли на такой гвоздь повесит картину За горизонтку ползает конвейер Гляньте, не видно конца и края Роботы-клоны, не щадя батарею Таких же роботов собирают Стоп, стоп О чем эта песня? Это песня о том, что жизнь это Не чупа-чуп со вкусом лимона А что? Жизнь это лимон Сантьяго, вот ты, пожалуйста, не обижайся Но, по-моему, это какая-то хрень Значит так, господа Нам нужна песня Она должна быть, понимаете? Какая? Ну я не знаю, какая, но она должна быть настоящая, понимаете? Между прочим, я изобрел новое звучание А по-моему, вы с Артемом написали фигню какую-то А это все потому, что кое-кто думает совсем о другом И этот кое-кто считает, что может таскаться за кое-кем Хотя этот кое-кто ему совершенно не светит Все знают, что Артем втрескался в Кристину А она чихать на него хотела Не правда Это она на тебя хотела чихать? На тебя чихать! Так оно хватит! Оба! Значит так Завтра после школы мы собираемся здесь И пока мы не напишем настоящую песню Никто отсюда не выйдет Все! Так завтра же... Школьная дискотека И что, вы что, реально хотите пойти на нее? Там же тоска вообще смертная Тем более нам нужно репетировать Все! В конце концов, это какая-то диктатура Мне завтра нужно на дискотеку И я тоже хочу пойти на дискотеку Сантьяго! Ты пойдешь со мной на дискотеку? А-а-а Я вообще все это презираю Юля! Ты точно не пойдешь? Дам у вас Ну ладно Гляну одним глазком Да и удалю снять Так Хо! Ничего себе! Во поперло! Так это ж Каландайк Эльдорадо У тебя руки с какого места вообще растут? Корова! Что? Да это ты не похватила Я сняла свои грабли Калина Дмитриевна Мы же не выиграем соревнования Определите ее на другой этап, а? Так, Маевский Меньше слов, больше дела Давайте еще раз на старт Уважаемый Константин Ульянович Ваше систематическое пропускание Родительских собраний Пропускание? Нет, пропуск Калина Дмитриевна Мы ждем вашей команды Систематические пропуски Глаза не сломаешь? Че пялишься? А ты не лопнешь от самомнения? Это было сейчас, почему я на него смотрю Нет, это не может быть в него Я что, втюрилась в Маевскую? О, нет! Ты че, сама с собой разговариваешь? Я молчала Галина Дмитриевна Галина Дмитриевна Юля, Юля, я как раз писала Константин твоему пупацу Чтобы он, в общем, лучше ты сама ему передать Галина Дмитриевна, я решила уйти из секции Я поняла, мне музыка ближе Тем более у меня отец музыкант А спорт? Спорт это не мое У меня ничего здесь не получится Это мое окончательное решение А сейчас мне нужно бежать на репетицию Вы извините меня Подольская! Юля! Юль! Ты сегодня на дискотеку пойдешь? На дискотеку? Нет, конечно Жаль Думала, ты меня проведешь Там это, быстрого опять не пускает Устроила этот возрастной сенс А там одна девчонка из восьмого класса Я хотела ее склеить Подожди, ты же с пятого Я ей говорю несправедливо Погоди, погоди Дискотека? Да, да, 12 баллов 12 баллов сегодня сдохнут Если я с ними не встречусь Вот, слушай, Боб Не могу говорить Техник пришел Хочу поменять провайдеры А то компьютер долго грузится Все, давай Потом позвоню Все, пока Опеньки Добрый день, Константин Леонидович Извините Я не могла дозвониться А мне очень нужно с вами поговорить Я могу пройти? Если я ушла из секции Теперь еще не пойду на дискотеку То он может решить Что я специально его игнорирую И подумать, что я в него влюбилась Нет, так нельзя А если я пойду на дискотеку То Нет Может мне прийти не одной? Если он увидит меня с кем-то То, возможно, начнет ревновать Но, впрочем, мне это вообще не интересно А кого бы ты мне пригласить? Как кого? Меня! Я ему быстро дыню начищу Мало не покажется Это что, я сейчас опять разговаривала с судь, что ли? А ну-ка, пошел отсюда вообще! Ходит тут А где Юля? Юля на тренировке А, ну да Вообще, какая разница? Да, действительно Тем более, что Я пришла поговорить именно с вами Наедине Константин Еленович Почему вы не приходите на родительские собрания? Вы что? Вы как-то игнорируете? Как-то Как-то избегаете меня? Я, кажется, уже это где-то слышал Я классный руководитель вашей дочери Это значит, что я близкий вам человек Понимаете, Константин? Вы не должны меня бояться Юля бросила спорт И мне кажется, что в этом есть ваша заслуга А между тем, вы понимаете, что вы губите талант? Все я понимаю Я приму меры Знаете, что, Галя Мне кажется, что этот разговор уже происходил между нами Мне кажется Вы слишком предвзято ко мне относитесь Константин Вы что себе позволяете? Какая я вам Галя? Что это, Константин Ленович? Какой пример вы подаете своей дочери, а? Что она видит вокруг А вы знаете, что ребенку необходим свежий воздух? Это раз А у вас здесь уже явно неделю не проветривали Во-вторых Сбалансированное питание А это полноценные белки и витамины Это что, Константин Ленович? И вы хотите сказать, что она это ест? Это же яд, Константин Ленович Это Ем я А она получила свою порцию витаминов Она съела вареную курицу и этот Йогурт Ну дайте мне закрыть холодильник Сядьте уже на конец Если вы не верите Вот можете посмотреть Мусорное ведро Там остались ее кости Ну, курицы Вы все время издеваетесь Вы А вы Пришли без приглашения Вылезайте в мой холодильник Отчитывайте меня Вы что, мне жена? Ну вот Началось Подожди пару часов Текст будет Или не будет Да я не про текст Ты все еще презираешь дискотеки? В общем, да А что? Ну, а что, если бы я тебя пригласила сегодня? Эй Сантьяго А с чего я тут вдруг? Ну, там можно пригласить кого-нибудь одного И потом тебе ведь будет это полезно для творчества Ну, не знаю Наверное Пойду Послушайте, да я совсем не хотел Ну, извините Ну, надо меня трогать Трогайте меня Может, мы созвонились бы Как-нибудь Встретились Сходили бы Куда-нибудь Посидим Поболтаем О том, о сём Понимаете, мне Нужна ваша помощь Галя Алина Дмитриевна Давайте вот Прямо сейчас Куда-нибудь сходим Я только Душу приму Вы приглашаете меня на свидание Ну, да Алё А, ты уже на свидании Ну, я так и вижу Как ты делаешь свои фирменные бровки домиком И пытаешься склеить какую-то дуру Чао И не вздумай мне звонить больше Придурок Мне пора Чёрт Да чё это я Меня вам Двенадцать ждёт Привет Я Константин Константин Я Костер Красавец Ты куда это Не важно А чё ты так накрасилась Ну-ка иди Смой-ка всё это быстренько Ты, между прочим, тоже красился в пятнадцать лет Ну, во-первых, мне тут восемнадцать А во-вторых, это сынический образ Пап, я ж с этим спрашиваю Почему ты напялил чистую рубашку Вылил на себя целый флакон одеколона Я иду На очень важную встречу Угу Ладно Иди уже Опять она меня сделала, а Нет, нет, нет Это очень быстро Понимаете, у детей может повыситься пульс Это очень опасно Нет, это не подходит Готовься плакаться на плече У своей эльфийской мамочки чудик Она моя Смотрите, медленная такая Плавная песня О чём, а о чём она поёт Вы не можете мне перевести? О, нет, нет Это не надо Я догадываюсь О чём она поёт Нет, это не подходит Ещё Ещё Ну вот Покрестил Я Не видел фото сейчас с твоим лицом Очень даже может быть Очень даже может быть Так Ничего такая Ну ты смотри Все как на подбор Все до одной О, а это что за экземпляр такой Блондиночка Сейчас посмотрим А, блондиночка Надя Надя Надежда, значит К Надежде Что это номерок? Зачем? Спросил у директрисы О, Подольская Тебя зовут Клёвый мейкап Отвали Слушай, я просто хотел спросить Ты серьёзно по поводу того Чтобы уйти из секции Перед соревнованиями Струсила, да? Нет Мне просто наплевать на вашу секцию Ты же сам сказал Что со мной вы проиграете Вот теперь выигрываете себе Да, я как раз хотел сказать тебе спасибо за это А то ты бы и так всё завалила Пошли, Сантьяго Твой бойфон мексиканец, да? Мексиканец, мексиканец Отвали, мальевский Пойдём уже Подожди, я не должен первый отвести глаза Попад Теперь пойдём Ты чё делаешь? Я не должен был отводить взгляд А теперь этот мажор подумает, что я балет какой-то Идиот, норменный придурок Да ты мне? Ненавижу, ненавижу, ненавижу Если бы ты знал, как я его ненавижу Добрый день Привет Вы Константин А вы Надежда Очень приятно Очень приятно Ой, Надя, что вы делаете? Мне же больно Константин Подольский Вы арестованы по подозрению мошенничествия Танцы Это серьёзное культурное мероприятие Поэтому существуют правила поведения юноши и девушек во время танца Во-первых, Александр Феликсович, будьте добры, пожалуйста, помогите мне Ой, Александр Феликсович Во время танца между танцующими в области груди, живота, ну и ниже Должно быть не меньше десяти сантиметров Поняли все? Да? Вот так Спасибо, Александр Феликсович Спасибо Значит, во-вторых Во время танцев Не приветствуются Активные и немотивированные Движения В тазобедренной области Тел Ну и надеюсь, вы поняли меня Ну и в-третьих У вас на руках билетики Так что танцуют все согласно билетам Первый с первым Второй со вторым Ну и так Блин Что такое? Это будет справедливо и целомудренно Музыку Танцуют все У меня двадцать шестой У меня семнадцать Можешь с кем-нибудь поменяться Черт Я не могу выразить, как мне сейчас противно, Подольская Да меня сейчас вообще билет Мальевский Двадцатой Я нулевой Мне не досталось пары Тут, оказывается, нечетное количество людей Представляешь? Отдай, номерок Ой, смотри Я буду танцевать с Кристиной Они, кажется, сейчас подергались Это судьба Шувалов Это не судьба, это Быстрова Отдай, номерок Я тебе полку отверну Они убьют друг друга, Сантьяго Ну не стой ты Выйдем 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 Да, войдем Выйдем Давай Сантьяго, сделай что-нибудь Хорошо Хорошо, не нервничай Ну не стой так, пойдем Ну что, стросила, да, Подольская? С чего это? А ты что так волнуешься? Боишься, что мне с ним проиграет? Я не проиграю Проиграешь, проиграешь И твой папочка не помнит тебя На день рождения Я не кручусь на мою железную дорогу А я не вернусь Даже если ты меня будешь На коленях украшать Слышишь ты Это спорт, между прочим А ты серьезно А ты сначала нас всех подставила Перед соревнованиями А теперь кривляешься Как дура на битве Я лучше съем свой язык Чем буду тебя О чем-то просить, поняла? Полковник МВД Оказалось, самый симпатичный Ну, круто Ты сам довел ситуацию до ручки Лучше скажи, что там Нина В заявлении написала Ну, что я соблазнял женщин Для того, чтобы их ограбить Но это не так В общих чертах Без отвратительных подробностей Ха-ха А как тебя выпустили из милиции? Она заявление забрала Вот видишь Значит, с этим делом У тебя все в порядке Не в порядке В порядке Где? Где эти нормальные женщины? Где? Чтоб не стервы Не полковники МВД Не учительницы моей дочери, а? Где? Почему я их не вижу в своей жизни? Потому что Они не ходят в рок-магазины Ну, хочешь много баб? Иди работай в парфюмерный магазин Или в салон красоты Спасибо! Спасибо! Здоровья! Ой, ой, извините О, добрый вечер Здрасте Миша! О чем? Санченко, ну сделай же что-нибудь Ребят, давайте перестаньте валяться Выясним уже, кто из вас сильнее Меня-то за что? Что, успокоились, а? Я убью его Попробуй Ну, я смотрю, парень, привожанный, да? Что, Глебович, это до смерти или как, а? До смерти До смерти? А, милая барышня, у вас что, действительно интересуют рок-н-ролл, блюз, кантри, хэви-мэкл? Нет, что вы Просто там такой потоп Можно я пережду здесь пару минут? Еще зонтик приказал долго жить О, ходи-ка, сделай чайку Чайку? Да Да, давайте ваш зонтик я попробую починить Ой Извините, я приклею сейчас Нет, нет, что вы, не нужно Похороните его Тем более, мне кажется, вы не умеете ничего чинить Хотя вам это не мешает быть милым, добрым Правда, Костя? А откуда вы все это знаете, имя мое? А вот Вы знаете, я никогда раньше не заходила в проку-магазин, и они мне казались каким-то мрачными А у вас ничего, уютно Я Катя Я кажется, сплю Милая барышня, вам черный чай, зеленый? Или может что-то покрепче? Мне кажется, дождик закончился Может, вам покажется это нелепым, а давайте прямо сейчас исчезнем отсюда Извините, а что-то не то сказала, наверное, да? Да, никогда такого больше не говорите А то все испортите Бежим? Бежим У меня такое чувство Что я тебя знаю сто лет Я понимаю, это, конечно, звучит банально Но это правда, Катя Ты знаешь, я раньше стеснялась разговаривать с набитым ртом И забыть совершенно все по-другому А я с тобой вообще ничего не стесняюсь Вот, знаешь, я тебе сейчас скажу то, что я никогда никому не говорил Ты первая женщина, с которой я себя чувствую самим собой Я абсолютно свободен Давай сейчас займемся сексом Я так понимаю, что мириться вы не собираетесь Никаких примирений Даже если он струсит, ему все равно не жить, пока я в этой школе Сам не сбеги Я готов Отлично Мне очень нравится ваше желание порвать друг друга Но есть кое-что похуже мордобоя Это Унижение Мы должны будем скинуться Не на деньги На пальцах Проигравший проиграл Это кого? Это Кристину? Она что, мобильник, чтобы ее проигрывать? Не Кристину, а нашу дуэль Тот, кто проиграл, должен будет сделать нечто унизительное на глазах у всей школы Что он должен будет сделать? Он должен будет на большой перемене раздеться до гола и подойти к директору Любовь – это болезнь И как у каждой болезни, у нее есть этимология, патогенез, симптоматика и радикальные методы лечения Как язву желудка Но иногда бывают и летальные исходы Господи, я вела себя как дура Если бы вот такая возможность, я бы плюнул себе в лицо Камень, ножницы, бумага, цу-е-фа Тихо, 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 ребята, у нас не мордобой, у нас дуэль Камень, ножницы, бумага, цу-е-фа Отлично Ты проиграл Совсем забыл Проигравший должен будет раздеться до гола Подойти к директору и сказать следующие слова Гарри Поттер вернулся в Хогвартс Это все эти Эти уроки секса Секс, секс, секс Я тридцать лет в педагогике Но такого Это все вы, Галина Дмитриевна Вы распустили класс Послушайте А кто первый предложил эти фак Факультативы Факультативы разврата Кто первый-то, я вас спрашиваю, кто? Я Извините Я, кажется, забыл выключить кипятильник в классе Да Это ужасно Костя, просыпайся Кофе будет готов через пять минут Да, мамуля Запоминайте его пристрастия в еде и напитках Хвалите его, как хвалят маленьких мальчиков Чтобы выработать заливистый счастливый смех Представьте, что вы полощите горло горячей водой Дайте ему видимость свободы И он будет ваш Две минуты, милый ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как хорошо дома Знаешь, я подумал Так здорово, что мы все-таки живем здесь с тобой одни Ну, то есть вдвоем Папа, послушай А ты себя когда-нибудь чувствовал идиотом Ну, был один день В моей жизни Когда я себя не чувствовал идиотом Нет, ну правда Вот Что делать, если ты повел себя по-дурацки И все испортил И теперь нужно все исправить Но чтобы ты не сделал Это все равно выглядит по-дурацки Я обычно залезал под стол Или делал вид, что вообще ничего не произошло Ну, это глупо Глупо, но эффективно Всех людей Выводишь из облуждения Пап Ну, скажи мне только честно Ты Он когда-нибудь был влюблен Он когда-нибудь был влюблен Карина Дмитриевна Да, Подольская У нас вообще-то на следующей неделе соревнования Может, вы сегодня объявите дополнительную тренировку, а? А ты же сказала, что ты больше не будешь заниматься Я так сказала? Да Нет, мне кажется, вам показалось О, привет, Маевский А спорим я тебя сегодня сделаю на 100 метровке, а? Шайбу Ага Кто Кто это сделал? Кто это сделал? Я Я не знал, что она вам нужна Она валялась в подвале В пыльном сейфе В красном В красном бархате Это его гитара Его! 20 лет Бесплатно Будешь работать здесь Как раб на галерах Нет Привет Неплохая мелодия Да иди ты Нет, ну я серьезно Если бы я мог перемотать обратно до самых первых кадров И все пересмотреть, замедлив прокрутку многократно Возможно, стало бы ясно и явно заметно С какого конкретно момента меня всерьез увлекла эта лента Наверно, я бы нашел ту самую сцену После которой эндорфины стали гулять по венам Вызывая учащение сердцеприения При каждом ее появлении в поле зрения Должно быть это долго копилось Как слуха легким курящего Прежде чем я заболел по-настоящему Теперь диагноз ясен Медик и бессильные И я все награды отдаю Главный женский в этом фильме Да забавно, что все произошло Так хладно, наверное Так мелким песком становятся крупные камни Хотя как именно это случилось Никогда не станет понятно Ведь нельзя перемотать обратно Нам не понять Как не крутить Что нами движет Если сюжет Или лишь случай В чередах Но ради чего Люди порой Становятся ближе Если порой Их этот путь Не ведет никуда Нам не понять Как не крутить Что нами движет Если сюжет Или лишь случай В чередах Но ради чего Люди порой Становятся ближе Если порой Их этот путь Не ведет никуда Если бы я мог Перемотать вперед Чтобы я там увидел Чтобы я чувствовал И думал У экрана сидя Остался ли бы Доволен Развитием событий И не проклял Последнее время Снится один Приходит ко мне Учительница моей дочки И раздевается Ну значит Она тебе познакомится С кем-то другим О, поперла Так это ж Галандайка Я отнесла Свои демозаписи На студию Ты даже Ни одной песни Написать не сможешь Нам нужна песня Она должна быть Настоящая Понимаете О, а это что За экземпляр такой Блондиночка Сейчас посмотрим Че пялись Я что Втюрилась в Маевскую Надя Подольский Вы арестованы По подозрению Мошенничествия Я решила уйти Из секции Я поняла Мне музыка Ближе Юля Бросил спорт И мне кажется Что в этом есть Ваша заслуга Где эти нормальные Женщины Где Чтоб не стервы Не полковники МВД Не учительницы моей дочери Все знают Что Артем Втрескался к Кристину А она чихать на него хотела Не правда Она на тебя хотела чихать Миша Артем Сантьяго Ну сделай же что-нибудь Хорошо Хорошо Кто проиграл Должен будет сделать Нечто унизительное На глазах у всей школы Что он должен будет сделать Вселенная Эдгардовна Гарри Поттер вернулся в Гогвард Ну вот Кто тебе скажет Что у Подольского Руки не из того места растут А? Привет, папчик Привет Слушай, дабы-то ему спокойно умереть Умереть Он мне служил Верой и правдой И еще послужит Все-все-все Молчу-молчу Скажи мне У тебя есть приличный костюм? Костюм А зачем мне костюм? Умер что ли кто-то? Приглашение Шкова Приглашает Подольского Константина На вечер встречи Выпускников Барков Блин, какая-то Что это? Это будут встречи Ваших одноклассников В субботу Мне просили тебе придать Лично в руки Да я не пойду Я не общаюсь Со своими одноклассничками А Барков? Ну, Барков Это исключение Они все были Злобные Высокомерные А с возрастом Это только Усобобляется Да и Что мне с ними делать С этими тупыми Как ты их называешь? Лоси? Олени О, олени Нет, ты, конечно, можешь не ходить Если ты что-то боишься Че я боюсь? Мне просто это Во-первых Не интересно А во-вторых Совершенно не интересно Ты в школу? Да, у меня тренировка Я с тобой Зачем? Получил письмо от отца Он узнал, что я бросил школу Сказал, что если я не доучусь Он меня на ремни порежет Ну, это он, наверное, просто к слову сказал Вряд ли он тебя действительно будет убивать Ты его не знаешь Ну, что теперь? Что? Я сказал бабуле, что бросил старую школу Но сначала я ее подготовил Бабуля Я ограбил магазин А И еще я целый год не хожу в школу Вот Теперь она у меня в больнице Ну, ничего страшного Она у меня крепкая Выдержит Иду сдавать документы Старую школу меня не примут Я, конечно, могу убежать Но отец меня везде найдет Да, ты понравишься быстро Это кто? Твоя подружка? Ну, хорошо А почему не пришел никто из твоих родителей? Отец в розыске Мама на заработках в Сочи Бабуля в больнице Ты уже год как переехал в этот район А почему не ходил в школу? Ну, как? Не сразу звонить в детскую комнату милиции? Или сам о себе все расскажешь? Не надо Они думают, что мне 18 Ну, я чистый к закону, правда Всего пара действий Попадающих под статью мелкое хулиганство Ну, вы что? Бондаренко Да Я вынужден принять тебя Таков закон Да Ну, если ты мне подкинешь Хоть малейший повод Тебе в этой школе не учиться Завтра пришлют личное дело из твоей прежней школы Я слышал, она вроде сгорела Со всеми документами Это ужас, кошмар Боже мой, какое несчастье Ну, я проверю Я проверю и приму решение А ты приведешь хоть кого-то из совершеннолетних родственников Ты понял меня? Понял Ускоряемся, ускоряемся, Подольская, быстрей Живей, живей, живей Маевский, не выходи за черту Так, хорошо, стоп Еще разок Отработаем передачу Уже лучше, но можно еще лучше Быстро, быстро, Подольская, Маевский У нас мало времени, скоро соревнования Давайте Браво, Подольская Вот как провинциалы делают карьеру Но поверь моему опыту Ты сдохнешь на последнем этапе Не поняла Финиш мой, ясно тебе? Какой черт ты вообще его выключил в УГД? А, ты знаешь У Мелани есть замечательная книжка Занимательная психотология И вот там, кстати, есть статья про проною Ты возьми, почитай на досуге, окей? Детка, не умничай Тебе не идет и со мной не покатит Знаешь, я думаю, не надо ничего ушивать Пусть сидит свободно Адакий бруклинский стиль Свободный художник из Нью-Йорка Продюсер нескольких альтернативных групп Выдвинутых на Грэмми Похож на иммигранта, который с дуру Оградил пьяного мафиози А я взял его у Рамчика У которого автомойка Оно и видно Зачем тебе он? А это для субботы У нас 22-летие Что за идиотский юбилей 22 года А это альтернатива На 23-е никто не захотел собраться Кто-то сидел Кто-то рожал А кто-то бухал А на 22-летие Всех пробило На ностальгию Всех пробило А меня вот нет Что там делать? Встречаться с этими призраками из прошлого, что ли, а? Короче, ты идешь ГД немедленно И отказываешься от финиша Ясно тебе? Я не понимаю, о чем ты говоришь Первый раз об этом слышу Хочешь сказать Она сама? О, боги, неужели до тебя дошло? Я никого ни о чем не просила, ясно? Так, тогда Тогда я все равно требую, чтобы ты отказалась от финиша Еще чего? Ну, Юль А уже Юля Мы идем В любом случае Там будет Броник Заболотный Броник Заболотный Теперь король плавальных сырков У него уже третий завод по производству плавальных сырков Мы должны обязательно с ним встретиться Встретишься обязательно Мало того, что 8 лет он тебя бил с редкими перерывами на каникулы Он бил не только меня, он бил и тебя, и Ткачука, и Тоньку Запашную Ага, и Трудовика, и Маевскому руку сломал Зачем тебе этот убийца? Да он спыльчив, но он не жилоб, как Маевский И он даст нам денег на новый альбом Короче, мне надо финишировать Ну что, папочка придет? Стой! Ну хорошо, я скажу ГД, что не справлюсь с финишем Только не начинай меня благодарить, ладно? А то опять начнешь хамить и опнешь от напряжения Блин, он мне что, до сих пор нравится? Никит, четвертые сумерки вышли, пойдем? Да, ну их эти сумерки, я и так сегодня отлично выспался Но ты же смотрел со мной все три части Да, я не пойду, потому что... Короче, сходи сама и... Вообще, Кристина, мне надо тренироваться План такой Броника должен был образоваться комплекс вины перед нами И мы так и быть при встрече Простим его И возьмем его деньги Угу В своем уме, а? Эта встреча закончится в травмпункте Кто ж тебе денег-то даст просто так? А кто сказал, что просто так? Я не говорю, что просто так Мы напишем музыку для рекламы плавных сырков Ммм, сырок Не иду я, никуда и точка, все Подожди Я понимаю, ты не хочешь идти, потому что тебе на них наплевать Они тебе неинтересны, они все придурки И это так Но Как они узнают, что тебе на них наплевать Если тебя там не будет? Что, не надо вот меня гипнотизировать Привет Привет Доброй ночи Добрый день Слушай, ну извини, извини Я не хотела тебя видеть Думала, ты без комплекса Слышала, ты играешь в группу Подольской? Да Я там музыку сочиняю Там на мне вообще все держится Иду как раз на репетицию Это так интересно Я бы так хотела с тобой на репетицию Я боюсь, Юля этого не одобрит Очень жаль Но Мы можем что-нибудь придумать У меня есть ключи Я вечером поиграю для тебя Да нет, я хотела сейчас Но если ты против, то Нет, 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 нет Давай Сейчас Тогда Пойдем Пойдем Да где вы? Отстал, Григорьевна Что, звезда? Привет Как у вас здесь Уютно Ой, да я не буду вам мешать Просто посижу, послушаю немного Привет, я Кристина Наслышан Я тут присяду, можно? Ты у дивана спроси ему страдать Вот тут все такие клевые Шувалаф, может быть мы начнем репетировать? У вас уже и песни есть? Конечно Сантьяго Помси, микрофон Я не буду вам мешать Давайте Как здорово Раз, два, три Если бы я мог перемотать обратно До самых первых кадров И все пересмотреть Замедлив прокрутку многократно Возможно, стало бы ясно и явно заметно С какого конкретного момента Меня всерьез увлекла эта лента Наверное, я бы нашел ту самую сцену После которой эндорфины стали гулять по венам Вызывая учащение Сердцепиение При каждом ее появлении В поле зрения Добрый вечер Меня зовут Кристина И я делаю репортаж о сегодняшнем вечере Улыбочек, пожалуйста Как ваша фамилия? Водольский Ой, Юлин, папа Очень приятно Она замечательная девочка Мы очень дружны с ней Я рад Костя, привет! Ну ты вообще не меняешься Слушай, у тебя даже куртка такая же, как в десятом Так это она и есть То же самое Я что-то тебя не помню Это не Катя или Вера Антония, нет? Короче, этот подонок из Волоткина еще не явился То есть я тебе мог бы как-то поприличнее одеться? Нормально я оделся Хоть бы ботинки вытер за навязку Представляешь? Клячук Принес с собой пистолет Я это увидел, когда он за бутербродом потянулся Слушай, может ты его найти, как его заболутан? Может быть, к Маевскому? Маевского денег вон Дастым ты счетоводу денег Нет, сейчас не могу Здравствуйте Меня зовут Кристина Я очень, очень дружу с вашим сыном Да, он у меня дружелюбный Извините Да нет, не тебе На мероприятии Сапанское Привет, однокорытнички Привет, чуханы Что, никто не ожидал испанской инквизиции? Чего, Марков? Ты пиджак с убедом, что ли, наделал? Для кого стараешься? Я по зубам не подаю Я не хотел тебе ничего, брат Ну, что, подальше, не дай, аскрипочка А, ну, да, я же в седьмом классе Ну, извини, брат, извини О, Качук Полиция! Здорово, брат А что у тебя тут в полице-то? О, а ты она что, горишь? Откачу каствол! Дай пострелять! Нет, ты заболонный! Ты как был, придурка, а так и бы остался Заболонным облом Мить еще не упален Поехали! Поехали! Крутой тебе, бокальчик, где взял? Твоим оптимизмом Город можно осветить Слушай, пойдем отсюда, а? Сейчас посидим еще немного и пойдем Десятый А Строится Ну Здравствуйте Здравствуйте, дорогие мои Здравствуйте День 2 Ну, все Хорошенького Понемножку Сейчас домой На диван Что-нибудь Легенького Типа Сухенького И все Вечер воспоминаний, блин Костет, сваливаешь? Ну да, скучновато. И мне. Ну что, терябнем? Можно. Моя забрала детей и в Испании живет. В моем доме. Не, ну теперь вы ее. Со мной дачкой живу. Ну, хорошая дачка. Три этажа, корейская береза, гараж на две машины, бассейн, сауна. У нас на стеклянные двери. Зяблики поешь. Я вот иногда стою там и думаю, облить бы все это, нахер, бензином и сжечь. Не надо. Зябликов жалко. Ого. Только это и останавливает. Пока. Не, ну ты, Костя, ты мужик, настоящий мужик. Не зависишь ни от кого. Никого из себя не корчишь, как эти он. Слушай, Костя, тебе деньги нужны, да? Нет. Не, ну ладно, я серьезно. Я же понимаю, там, действо записать там или что. Так что же деньги-то просто так дают. Ну да, не просто так. Надо будет сделать кое-что. Че? Человека одного убить. Ты че? Это, 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 это коло. Меня. Зачем? Надоел все. А че это я? Че это ты? Выбор за меня, а? Потому что я хочу, чтобы это сделал мой друг. Че? Какой я тебе друг-то? А что, не друг? Помнишь, мы в спектакле вместе играли Чиполино, а? Ты, знаете, сеньор Помидор, а я в... Вишенка! Вот. Ты каждый овощ пробовал на прочность. Помнишь, да? Вот, да? Да. Слушай, вот ты знаешь, что это такое? Это ключи от всех основополагающих кабинетов школы. Спорим, они до сих пор замки в дверях не поменяли. Магевский, Магевский! Я сейчас отберу игрушку. Торжественный марш по случаю окончания самой дебильной школы, с самым дебильным классом. Объявай открытым! Подольский! Рыы! Дайся! Подольский! Стервы за Волотова! Подольский! Стервы за Волотова! Стервы за Волотова! Стервы за Воленом! Галя! Галя! Вы куда? Костец! Торщикел! Стойте! Стойте! Я слишком стар! Томату скоро умереть! Поэтому вы мне должны отдаться прямо сейчас, пока я жив! По Анстантину Леновичу, вы ужасные! А ты, Подольский, ты мне ответишь за все, за всю мою жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Давай, давай, давай Идиотка, ты это специально сделала, да? Так, Маевский, прекрати! Она специально упала, наружно упала, я видел! Как колено? Лучше некуда. Можно я домой пойду? Да, конечно, пусть тебя кто-нибудь проводит. Не надо. Взъехавшая вообще? Зачем она это сделала? Поздравляю. Поздравляю. Молодцы! Ой! Юль, ну прекрати! Голова ваша раскалывается невозможно! Ну ты чего? Ничего! Я просто хочу превратить твою жизнь в ад! Как ты превратил мою! Так что я тебе плохого сделала? Тебе даже в комнате разрешаю не убираться! Чего ты взбесилась? Из-за этого, что ли? Ну, свалял дурака, с кем не бывает. Я тебя ненавижу! Да Юля, это ж ерунда! Лучше б я была вообще сиротой. Что тебе еще нужно? Да не ори ты так. Послушай, как ты думаешь, что произойдет, если вот это, вот это попадет на школьный форум? Кристина, ну послушай, я и так уже сделала, как ты просила. Ты можешь отстать от меня? Что тебе еще нужно? Ты отдашь мне песню. Ту, которую вы играли. Как песню? Ты совсем свихнулась, что ли? Как песню? Что ты значит отдашь? Это наша вообще-то общая песня. Ну, Артем и Швалов будут только за, а остальные не важно. Ах, ты злобная крыса! Я тебя... У тебя есть время до завтра. Ну? Сантьяго, ну! Что, ну? Дело плохо. Ты 15 минут молчал, чтобы сказать, что дело плохо? Ну, она схватила тебя за жабры. Спасибо, капитан Очевидность. Вообще-то, это и твоя песня. Ну да, ты можешь отказаться и получить свои полчаса позора. Мне в этой школе еще два года учиться. И к этому времени позор. Это станет моя фамилия в паспорте. Подумаешь, поскакал на одноклассники. Всем весело было. Эх, если б не этот козел-то качук, так меня и в метовку бы не забрали. Я ж никого не бил. Так, пар выпустил. Пену ты выпустил. Язык не души тебя. Спортил мне костюм. Ладно, не мой рамчика. Но братья его уже приходили. Фигня. У тебя фигня. А ты представь. Представь себя на месте Юлий. Если ты в девятом классе, а твой папаша приходит в школу и вот такое устраивает. Мой папаша обеспечивал ядерный щит нашей Родины. Максимум, что он мог устроить, это Третью мировую. А ты забыл, как твой папа пришел на родительское собрание в комплекте химзащиты с противогазом на лице и устроил нам урок гражданской обороны. Ты от стыда целые сутки из туалета не влезал. Помню. Главное, броник тебе деньги предлагал. Деньги. А ты не взял. Это, ну, ни в какие ворота, понимаешь? Твоя алчность вообще не знает границ. Ну, человек, кризис. За эти деньги предлагал, чтобы я его убил, понимаешь? Если бы я там был, я бы деньги взял и убил его. Есть еще один вариант. Какой? Надо найти контр... 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 Контркомпром... Контркомпромат. Это что такое? Нужно узнать какую-нибудь гадость, которую еще никто не знает про Строганова. Подожди, а как мы ее узнаем? Где хранятся все главные гадости школы? В личных делах. В кабинете у директрисы. Здорово, чуганны. Еле нашел вашу берлогу. Костет, брат. Как же ты меня подлечил вчера, а? Я так не отрывался с 95-го года. Разговор у меня к тебе есть. Слушай, Барков, ну на пару минут куда-нибудь свали, а? Ну... Только если кое-кто будет что-то предлагать, а Костян проявлять нерешительность, я рядом. Ну что, Костян, ты мужик, как же ты меня выручила? Все изменилось, брат. Я теперь умирать не хочу. Какая незадача. Ну что? Погнали, а? Куда? Ну как куда? Отрываться! Дышать полной грудью! Так-так-так, стоп. Мы вчера оторвались. Сегодня я никуда не поеду и точно пить не буду. Брат, ну ведь я должен тебя отблагодарить. Тебе музыкальная студия нужна? Ну давай, ну только ненадолго. Мне еще с дочкой мириться. Ну пить я точно не буду. Брат, обижаешь. Я сам уже целый год за рулем не пью. Смотри. Смотри. Вот это тачка. Ну что, нравится? Ну-ка, что взял? Ну что, давай проветривайся, а? Только быстро. Эх, хороша жизнь. Броник, слушай, а это студия, про которую ты говорил, она вообще где? Какая студия? А, да не выбрал пока. Ну, сверь в тачку, да? А это что такое? Трива. Наверное, ранее. Эй ты, тракторист, шевели булками! Чья это машина? Масла США. Масла США. Масла США назад у Большого театра подрезал. А как они о безопасности заботятся? Черт и что! Моего друга на девятке не то защиту лучше. Ты в своем уме, это же, это же, это же, ты в войны с Америкой ходишь. Идрее в костет, прорвемся. Смотри на вещи шире. Мы с тобой вдвоем учимся в шикарной американской тачке по ночному городу. Не об этом ли мы с тобой мечтали в детстве, брат? Проснулись, соколики! Вот черт мой! Держись, рух-н-ролл! Слушай, если ты будешь у нас учиться, ни за что не ходи в школьную столовую! Ты кто же достала? Пошли, тут недалеко. Ну что, соколики? Квартальной премии не будет! Броник, с ума сошел! Останови машину! Бостокостер! Мы уже в точке, брата! Эй, брат, сколько же я потратил на разную хрень! А еще так много надо попробовать! Да ничего ты не попробуй, сейчас они начнут стрелять! А это нам по правану! У нас же кругом правя! Понимаешь, то, что сейчас с тобой происходит, это обычный кризис среднего мудрости! У него это кажется! Ты сейчас стоишь на перепуте, понимаешь, и оглядываешься назад, а... О! Ух ты! Соколики! О, пошевелились! Тебе может казаться, что жизнь прожита зря! Сейчас мне так не кажется? Да ты путаешь понятия! Мне кажется, что это жизнь! А это не жизнь! Жизнь – это когда ты нужен людям, понимаешь? Ты делаешь сынки! Сынки очень нравятся моей дочери! И она их ест с удовольствием! Я их ем с удовольствием! Ты понимаешь, что ты приносишь пользу людям! А вот это все – это фигня! Ничего! Вообще! Очень музыкальное траванье! Первое место по правописанию! Межшкола 2010! Участвовал в озеленении парка! Она даже павлина в зоопарке опекает! Что ты там вообще делаешь? Я так ищу кое-какую почту! Я думаю, быстрого еще не успела проверить ее после такого-то праздника! Опа! Вот так! Александр Мондаренко! Поздравляю! Теперь вы обычный посредственный двоечник! И достойно стать членом нашей образцово-показательной школы! А что там? Тебя лучше не знать! Это нужно в топку! Ты что-нибудь нашла? То, что это Кристина – это робот идеальный! Вот что я нашла! Вот, тетяка! Тон-тон-тон! Ю-ху! Ч-ч-ч! Сотяка, посмотри! Это мой пончик! Кристи, хватал! С духой! О-о-о! Бум! Ч-ч-ч! Понимаешь, ты же вообще отец! У меня есть дети, подумай о них! Да мне пофиг ваш красный свет! Какие дети? Они уже не знают, как меня зовут! Моя дочь вообще еще неделю назад не знала, что я вообще есть на белом свете! Потом вспомни о жене! Ты же жена, ты человек! Позвони ей, она же тебя любит! Моя жена любит только тратить пари-банки! Вроник, что ты делаешь, а? Останови машину! Я тебя прошу, останови! Я еще молодой, чтобы умирать! Все, детство закончилось! А-а-а! А-а-а! Это мой рогер! Да, рогер! Ты не врубаешься! Детство прошло! Все! Я с тобой прошу! Да, прошло, но осталась еще одна детская мечта, брат! Какая мечта? Я ж туда хотел стать летчиком-испытателем, понимаешь? Нет! Но тогда меня не взяли по здоровью! А сейчас смотри! Ты что, доброс впереди! А-а-а! А-а-а! Я же не уснуть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, пошли, он ушел! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вышел из машины! Машины, я сказал! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Костет! Как это? Задержать-то тебя, а? Он ничего не виноват, понял? Костет, ну извини, но не удержался! Сгрезил попервой! Ключи хренов, а! Ну я вот, все, что-то сердечно тебе! Мы еще полетаем! 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 Водольский на выход! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видимо, забытый рок-музыкант не придумал ничего лучшего, как вернуть себе славу путем банального хулиганства! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, пап! Привет! Ты знаешь, я не ночевал дома, потому что... Пап, мне в новостях уже все рассказали! Да? Какой позор! Ничего не позор! Ты наоборот отлично выглядела, прям как этот Мэл Гибсон! Вот когда тебе быстрого за уха, вот это был ужас! А ты что, ты со мной разговариваешь? Ты меня простила? Ну, скажем так, я решила эту проблему! Владец Строганова! Лучшая работа в классе! Так, Маевский! Отлично! Так, хорошо! Хорошо! В чем дело? Что за смешного? Ну, проходи, проходи! Проходи! Садитесь, садитесь, дети! Так, позвольте представить вам вашего нового ученика Александра Бондаренко! Я надеюсь, будете с ним милы! Продолжайте! Продолжайте! Саша, проходи на свободное место! Спасибо! Ну, вы продолжайте! Не обращайте на меня внимания! Там синусы, косинусы, все такое! Спасибо, Саша Бондаренко! Маленькое яблочко любит кушать сыр! Ой, что это? Это же настоящий сыр! А-а-а! Оп! А-а-а! Оп! Черт! Перетянул пружину! Костян, помоги пружину ослабить, а! Да не помогу! Мышловка это зверство, а тем более такая большая! Слушай, отстань, а! А ты видел, какого размера у нас крысы? Бегают, шастают, как у себя дома! Я видел! Через дорогу перебегали! Это точно из школы! Вот такого размера! Нам не понять, как не крутить, что нам не ближе! Если сюжет или лишь случай череда! Но ради чего люди порой становятся ближе! Если порой их этот путь не ведет никуда! Я не помешала? Я вот тут хотела попросить прощения у всех вас. У Артема с Мишей. За то, что... Ну, я знала, что я вам нравлюсь. И использовала вас. И специально ссорила. У Мелани. За то, что считала ее пустым местом. И у Юли. За то, что заставила ее проиграть соревнования. Вот тортик. Ешьте. Обожмитесь! Дорогой, Митенька! Смотри на меня! Шеф! Зацени, какой аппарат! Это что такое? Убрать немедленно! Никакой садомазы в моем магазине не должно быть! Все должно быть! Есть! Естественным путем! Давай! Животное! Вот это... Красолов! Жрать этих мишей! А тебе письмо! Где? Давай! На улице стоит! Лезет же дуракан! Конечно! Костет! Помните, я тебе должен тысячу рублей? Так вот, я тебе их не отдам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Это будут встречи ваших одноклассников в субботу. Меня просили тебе передать лично в руки. Что за идиотский юбилей! 22 года! Ты уже год как переехал в этот район. А почему не ходил в школу? Слышала, ты играешь в группе Подольской? Да, я там музыку сочиняю. Там будет броник за болотами. Броник за болотами теперь король плавальных сырков. Привет, однокорытнички! Привет, чуханы! Но если ты подкинешь меня, хоть малейший повод. Тебе в этой школе не учиться. Торжественный марш! Послушаю окончание самой дебильной школы! Привет! Привет! Да я не буду вам мешать. Просто посижу, послушаю меня. Назад! Мне кажется, будет интересно смотреться, если отклеить тебе всю школу. Что тебе еще нужно? Отстань от меня! Ты отдашь мне песню. Ту, которую вы играли. Я просто хочу превратить твой жизнью в ад, как ты превратил мою! Чья это машина? Посла США! Два часа назад у Большого театра подрезал. Нужно узнать какую-нибудь гадость, которую еще никто не знает про Строганова. Подожди, а как мы ее узнаем? Где хранятся все главные гадости школы? Ю-ху! Сотяка, посмотри! Где мой пончик? Так, позвольте представить вам вашего нового ученика Александра Бондаренко. Я надеюсь, будете с ним милы. Раз, раз. Что-то я сегодня не в голосе. Где Сантьяга? А если наши песни никому не понравятся, что будем делать? Я так не могу. У меня руки трясутся. Ничего страшного. Это паническая атака. Бывает от стресса. Надо отвлечься. Давай. Прости! Прости! Блин, Мелани! Ты можешь отойти в сторону и ничего не делать, а? Здорово! Ты где был? Я на деловой встрече. Здорово! Договаривался, чтобы нас здесь никто не трогал. Я пойду. Я, пожалуй, тоже. Мне надо. У меня вообще сегодня не тот астрок. У нас сегодня такая сырая песня. Стоять! Стоять! Детки, вы что волнуетесь? Мы на улице. Здесь всем все равно, какая песня и какой настрой. Главное, играть громко. Ясно? Ну что, поехали? Если бы я мог перемотать обратно до самых первых кадров и все пересмотреть, заветлик, прокрутку многократно. Возможно, стало бы ясно и явно заметно, с какого конкретного момента меня всерьез увлекла эта лентра. Наверное, я бы нашел ту самую сцену. А по-моему, ты просто обязан пойти и высыпать танк. Куда я не пойду? Константин Подольский никому, ничем не обязан. Так я буду заставиться сидеть на жопе ровно. Ну и буду сидеть. И не сдвинусь с места. Вон что они пишут. Концерт в памяти трагически ушедшего от нас легендарного рок-музыканта Дэйва Лишена. Его песни поют не менее легендарные, но все еще живые бронтозавры. Русского урока, а также новые звезды. Да меня сейчас стошнит от этого. Устроитель концерта, дала музыкант. Точно не буду. Ну, ну факт. Ты сам ты дура. А я другое слово сказал. Хочешь правду? Ты просто боишься выступить и провалиться. Я боюсь, Дэйв для меня кумир, понимаешь? Если бы не он, я бы не стал бы таким, каким я стал. Че, организатор? Давай его, стерва. И потом ты и я понимаем, что рок-н-ролл-то мертв уже давным-давно. Никому не нужны ни Дэйв, ни Подольский. Ну, какую музыку играют на улице? Ну, что это застенье? Смотри-ка, это же твоя Юлька. Вот молодца. Вся в отца. Позор. Позор. Эй, че такое? Ребят, пожалуйста, только не все сразу, ладно? О, Ной СМС. А это че за черт? Это Ной СМС. Друзья, не напирайте, пожалуйста, так сильно. Нынешний секс-символ, кумир молодежи. Его постоянно поэтчику показывают. Правда, в хрониках происшествий, в основном. А он че, музыкант? Ну да. Рэпер. Э, музыкант! Говно твоей песни. Такое же говно, как он. Балец, козел. Ты че? Ты мне че сказал? Да пошел ты! Молодцы! Ребят, счастливо! До свидания! Ни хрена себе! Ты подожди! Ты даешь! А дочка-то твоя без ума относится. Откнуйся! Откнуйся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он бесподобно читает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он такой свободный. Мужественный. И у него наверняка много денег. Он очень крутой. Я верю ему каждого слова. Он не из тех, которые читают про разборки, а сами дрались в последний раз в детском саду за мячик. Вы видели, как он в Волгограде четырех гопников раскидал? Ну, и чем и хуже. Ну, нет, про гопников раскидать я, конечно, не знаю, но, по-моему, у нас такая же клевая песня, как у Нойза. И мы тоже скоро будем выступать в кубе БСБ и будем богатыми и знаменитыми, как он. Скоро? Да. А когда именно? Ну, по моим расчетам, месяца через два. Ну, три максимум. Ну, как тебе? Да никак. Нет, ну, я понял, что он грозится кого-то убить при встрече, но я так и не понял, почему он не начал петь. Господи, это называется дисреспект. Один рэпер в стихах специально оскорбляет, как бы, оскорбляет другого. Другой тоже в стихах в ругательной форме ему отвечает. Все это происходит на концерте. Ты чего, подростки за это платят, что ли? Родители еще как платят. То есть мы? Да. Вот жучье, а. Все-таки рэп это дегенеративное искусство. Да, а твой папа в свое время то же самое говорил про рок-музыку. Не надо трогать моего отца. Это были совершенно другие обстоятельства. Слушайте, пока мы не стали богатыми и незнаменитыми, давайте сходим на концерт Нойза. У нас как раз денег на четыре билета. А почему на четыре? Нас же... Нас же пять. Потому что ты не идешь. Почему? Потому что не знаешь, что на концерты Нойза девственников не берут. А почему тогда Артем идет... Это вообще не смешно. Ладно, хватит. Мы все пойдем на концерт Нойза. Мелани, вот тебе деньги. Идешь, покупаешь на всех билеты. Пока их не раскупили. А мы начинаем репетировать. А я... Разве не нужна она репетиция? Нет, ну нужна, конечно, только... Только ты же ни на чем не играешь. Может, начнем уже? А то так и через полгода не прославимся. Ладно. Поставь-ка следующий трек. Надо же, в конце концов, разобраться, чем он этот певец зацепил мою Юлю. За странные звуки в моем магазинчике? Ну, это... Это не то, что ты думаешь. Мы можем объяснить. Мы на самом деле это не слушаем. А этот тип издевается над детскими душами. Просто его дочка нашла себе кумира. Ну, мы-то понимаем, что это музыка для сортира. Что, заболели? Мусор! Не позорь. Ладно. Пойду схожу на концерт в памяти Дэйва. Хоть как-то отдохну от этого хип-хопа. А я песняров тут послушаю. Ты ни на чем не играешь, Мелани. Это совершенно бесполезно, Мелани. А принеси нам еще писташек, Мелани. Слушай, а что сразу на помойку? Нормальный же пульт, можно ко всему потом убить. Да брак это. Понимаешь, маленькие китайцы перепутали платы в темноте. Ну ладно, покажи мне еще лоха, я его впарю. Я тебя впарю, выкидывай. Простите, а не подскажете, где здесь касса? Что это? Это диджейский пульт. Незаменимый атрибут современной музыки. Типичный контрафакт. Такие собирают в китайских деревнях при свете лучины. Мелани, подожди. Ты хочешь сказать, что ты потратила все наши деньги на вот это вот? Стойте. Я не пойму. Я что, не пойду на концерт Нойза МС из-за этой штуки? Я тебя убью. Подожди, Сантьяго. Мелани, объясни нам, пожалуйста, почему ты это сделала, а? Я хочу играть на нем. Я научусь. Смотрите. Ну, я научусь. Это нам необходимо для нового саунда. В принципе, я читал в интернете, что за диджея Смэша иногда играет гвинейский павиан. Папа. Че? Я хотел спросить. Ну? А может, я помочь с ужином? Уже готов. Это что, пицца? Нет, это был суп. Наверное, это очень вкусно. Так, слушай, признавайся. Что случилось? Меня Галина Дмитриевна в школу вызывает? Нет. Пап, мне очень нужны деньги. Я хочу сходить на концерт Нойза МС. Этого не будет никогда. Ну, почему? Потому что это не музыка, а бубнешь. Программу «Время» посмотри, то же самое, только бесплатно. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. То, что вас учат такие лица делать. Ладно, дам мне тебе денег, иди на свою этого паранойза. Нойза. Ну, у меня будет одно условие. Ты сходишь со мной еще на один концерт. Окей. Понимаешь, это настоящий рейкенролл. Вот тут его дух. Костя! Костя! Да. Да, Костя Кинч. Да, у меня двадцатый гримерок. Да, 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 все правильно. И принесите ему зеленый чай. О, лонг. О, лонг, я сказал. Слушайте, я Константин Подольский... Я ничего не знаю. Сидите здесь, за вами придут. А Дэйв, знаешь, для меня был чем-то вроде с учителем. Ну, да, учитель. Я еще пацаном тогда был, а он гремел уже на всю страну. Правда, видел я его один раз в своей жизни. Дело было в Питере. На кораблике, там такие по Неве плавают. Я ему песню свою сыграл. Она ему, правда, не понравилась. Он сказал, что баллада это не мое, а мне что-то потяжелее нужно. И вот с тех пор я и стараюсь следовать вот эти... Папа, а вот эта вся ботвана надолго? Юля, это не ботвана. Не в обиду твоим музыкальным пристрастиям. Это не какие-нибудь ритмовные частушки на трех аккордах. Это аркин-ролл. Аркин-ролл это... Это аркин-ролл. О, Подольский, ты еще живой. Видишь? Не последние люди здесь. Ты его называл продажным шакалом, который вбил гвоздь в сердце частной музыки. Ну, это попьянец горяча. А, извините, когда мы выступаем? Все очередные списки. Четвертый, да, об темно-догатонный списки. Слушай, а что-то Подольского здесь нет. И волосы даже... Это выконстанет Подольский, да? Да, я Подольский, у меня все согласовано. Вы тратите время, вас здесь нет. Были сокращения. Ну, вы можете остаться на банкет. А все вопросы годовее. Стерва. Ладно, Юль, все, пошли домой. Нечего тут делать. Опа, тут НОЗМС выступает. Первым номером. Давай остаемся на полчасика. Ну, это же НОЗМС. Ну, пожалуйста. Ну, это-то как сюда пролез, а? Какое он вообще имеет отношение? Я очень рада, друзья, что столько людей любят и помнят Дэйва. Разрешите, пройти, пожалуйста. Лойс, это НОЗМС. Итак, песня, которую Витя не успел исполнить. Встречайте. НОЗМС, песня без названия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Если вселенная бесконечна, действительно, значит, есть куча копий нашей планеты. Где-то сейчас происходят те же события. Копия меня пишет копию песни этой. Если вселенная бесконечна и правда, то прямо следует... Это же моя песня. Это вот то, что я про Питер делаю. Ну-ка, дайте мне. Мне надо что-то сделать. Если конец все это неудобно... Да! Это моя песня! Дайте... Дай угадаю. И потом ты все-таки прорвался на сцену. Да. И сорвал концерт памяти Дэйва. А потом нецензурно ругался со вдовой Дэйва, доказывая, что это твоя песня. Да. Да. Ну, ты настоящий рокер. Я горжусь тобой. Да дело-то не в этом. Понимаешь, что это действительно моя песня. Угу. Ты что, мне не веришь, что ли? Я верю. Если ты утверждаешь, что это твоя песня, я верю. Только, извини, я ни разу не слышал, как ты ее поешь. А я ведь слышал все твои песни. И потом, она не в твоем стиле. Если бы я мог перемотать обратно до самых первых кадров И все пересмотреть заметно, как будто многократно вопрос И стало бы яско и явно заметно С такого, какого-то момента меня все равно сумеет. Мэл! Мэл! Мэл, отлично! У тебя получается гораздо лучше, чем у нас. Может, мы пока попробуем без тебя? Ага. А потом сыграемся и начнем вместе. А теперь давайте, ребята, сначала. Мне что делать? А ты сходи в магазин. Что-то так есть хочется вообще. Ой, да и мне. И мне тоже. Ну, хорошо. Ты должна сказать ей, что я могу на компьютере миксовать сто раз лучше, чем она вот на этой бормашинке. Правда, у меня не десять рук. Но все равно она никуда не годится. Я не могу этого сделать. Она этого не переживет. Я, передо мной, согласен с Шуваловым. Она все портит. Ты понимаешь, я как-то показал ее Дэйву, и она ему крайне не понравилась. И с тех пор я решил ее исполнять. А может быть, Дэйв специально так сказал, чтобы украсть ее. Но не успел этого сделать, потому что через два дня разбился. Что ты несешь? Дэйв, украсть. Нет, этого быть не может. А почему тогда Дэйв записал ее на бумаге со своей подписью, если она ему так не понравилась? Ну, что-то я не знаю. Ну, да Дэйв, ты что? Он не мог меня предать. Нет, и нет, и еще раз нет. Хорошо, хорошо, хорошо. Нет, так нет, нет. Скажи мне одно. Что ты собираешься делать? Ну, я хочу, чтобы в конце концов все узнали, что это моя песня. А как ты собираешься это сделать, если у тебя нет никаких доказательств? Нет, я согласна, что она никогда не будет настоящим музыкантом. Но она наш друг, и она стояла у истоков нашей группы. Все. Что? Я думал, что у нас серьезное партнерство, основанное на профессионализме и предполагающее карьерный взлет. В конце концов, шоу-бизнес жесток. Сантьяк, ты тоже так думаешь? Я думаю, что Мелани нормальная девчонка, я за нее любому пасть порву. Только если она уйдет из группы. А то иногда так хочется ей... Нет, я не буду этого делать, все. Ты. Ты сделаешь это. Почему я? Потому что она влюблена в тебя, и ты можешь сделать это помягче. Она мне что? Все давно знают это. Ну, это просто. Скажи, что она нужна тебе, как... Как Робизонтик. Нет, надо как-то помягче. Например, как эльфа 80-го уровня, автомат Калашникова. А если она начнет плакать... Я просто хотела спросить, вы пирожки будете или плюшки? Мелани! Я же говорил, это просто. Заткнись. Константин, здорово, старик, я твой поклонник. Молодчина, чтоб пришел. Значит, это твоя песня, да? Да. Она просто хит. Эфир сейчас начнется. А это кому вода? Альбина? А что ты тут делаешь? Привет. Короче, мы сейчас все заходим и дружно просим мамни прощения. А если она нас не простит? Конечно, простит. С Мелани. Сто процентов. Она уже сидит и жалеет, что убежала. Все, все, короче. Погнали. Добрый день, друзья. Вы на волне радио «Сто пудов. ФМ». И сегодня мы поговорим о нелицеприятной стороне шоу-бизнеса. И у меня в гостях вдова известного рок-музыканта Дэйва Лишенко Альбина, ее адвокат и человек, посягнувший на память трагически погибшего рокера, некий Константин Подольский. Ему и предоставляется первое слово. Константин! Да ни на что я не посягал. Что ты говоришь? Я спел эту песню на кораблике, на Неве. Ты подлый предатель, Подольский. Заявляешь, что Дэйв мог украсть твою песню. Статья о нарушении авторских и смежных правах. Статья о мошенничестве. Статья об информации, порочащей честь и достоинство физического лица. Да ничего я такого не заявлял. Это моя песня. Ну, что я тут... Ты будешь гореть в аду за то, что ты делаешь, Подольский. Как она могла так с нами поступить? Да как она вообще могла тусоваться с кем-то еще, кроме нас? И улыбиться при этом? Это просто предательство. Да это я во всем виноват. Как вы думаете, она все еще влюблена в меня? Она же тебе не нравилась. А теперь... Теперь я почему-то об этом думаю. И еще о том, что у нее красивый... Нос. Да нет, этот... Хвост. Ну, как она забирает свою главу? Прическа. По-моему, ей очень идет. Может, хватит уже прятаться? Пойдем репетировать. Я просто предложил. Еще ты просто предложил выгнать ее из группы. И вы, между прочим, согласились. Знаешь что, Шмалов, вот у тебя совершенно нет сердца. Короче, я на район. Я тоже пойду домой. Пока, Артем. Ладно, ладно. Мне тоже ее не хватает. Ее этого... Как ты это суперски придумал, Миша? Не знаю, почему. Облить грязью память такого человека! Сказать, что Дэйв вор! Клевета, выраженная публично, с использованием СМИ. Ты вообще заткнись, я с тобой не разговариваю. Я никогда не говорил, что Дэйв Лишенко вор. Что ты пи***ешь? Вы посмотрите на этого хама. А Дэйв ему еще верил. Ты плюнул в его могилу, Подольский. Скажи честно, это из-за бабок, да? Ты, е***ь, Альбина, из-за бабок. Я из-за бабок. Это моя песня. А какие у тебя вообще есть доказательства, что она твоя? Ну, я... я... Клюв от воробья! Таким образом, мы видим, что у нашего гостя нет никаких доказательств. У нас есть мнение независимых экспертов, что Подольский эту песню написать не мог. Потому что он бездарный алкоголик. А ты, Альбиночка, старая стерва! Так! Ну все. Пи***ть вам всем! Нет, это уж слишком. Он же наш естественный враг. Я не могу на это смотреть. Ты должен пойти туда и сказать, чтобы он оставил ее в покое. Я? И, по-моему, нравится. Это ж девочки. Они всегда говорят, что им нравится, когда им на самом деле ничего не нравится. Ну, давай. Знаешь что, ты мог бы интересоваться, как у меня настроение. Оно, между прочим, ужасное. У меня проблемы в группе. И не надейся, я тебя не пущу на чердак. Просто я думала, может быть, ты мне какой-нибудь совет дашь. Никогда не занимайся музыкой. Ты что, все еще переживаешь из-за этой песни? Да забудьте, она вообще какая-то дурацкая, абсолютно. Ты бы такое не написал. То есть, ты ее написал, и мы все об этом знаем. С Сантьяго, например, Шуваловым, они даже решили переслушать остальные песни этого Лишенко. То есть... Давай посмотрим телевизор. Там у людей жизнь еще хуже. Сейчас новая песня легендарного Дэйва Лишенко в исполнении звезды шансона Митти Ледаврина. Бог, одинокий ребенок, брошенный всеми в пустаром магазине... Сайтсин оф Лондон. Да не сайтсин, а сайтсин. Длинный. Сайтсин оф Лондон. Это не Лондон, а... Тебе чего? Я с Катковой хотел поговорить. Вот она сидит, говори. А я с идиотами не разговариваю. Я тебе, Мелани, сказать хотел, что если кое-кто поступит с тобой кое-как, то ты знай, то у тебя есть кое-кто другой. Другие. И эти кое-кто тебя победу не дадут. А тот кое-кто пусть не думает. Перестаньте! Дима, пойдем отсюда. Мне нечего возиться с этими фриками. Дикий олень пошел, скажи. Ты мне достал. Она меня никогда не любила. У меня все сердце на части разбило. Слушай, по-моему, пошло. Можно срочно записать. Я тебе вечером скину вариантик. Только не это. Бабун, я не буду этого делать. Нет, не буду. Баб, пацан сказал, пацан сделал. Паду. Ну, бабун. Хорошо. Хорошо. Ничего не говори. Да ладно, мы тебе идем. Заставил. Что случилось? Все очень, очень, очень плохо. Ты про мамы? Да я про папу. Ну, я не знаю, что ли. Ты действительно веришь, что эту песню написал твой отец? Да я знаю, что он не врет. Ты чего? Нойз должен нам помочь. Он же за правду. Когда он узнает, он все ему расскажет. И по телевизору тоже, что это папина песня. Он же ее пел. Только вот нам нужно теперь до него добраться. И как мы это сделаем? Пойдем на концерт. Там за кулисой. Два последних взяла. Где ты нашла деньги? Папа. Он не заметил. Ну, это же на его спасение. Поэтому давай быстрее, потому что концерт через полчаса. Сейчас? Я не могу так идти. Боже, а что в тебе не так? Видишь? Это щенки. Это мама собака. И он женский. Ладно, пошли. У папы что-нибудь подыщем. Надо было сдохнуть еще полчаса назад. Это еще хуже. Ты отлично выглядишь. Пойдем быстрее. Стоять. Синие браслеты. Что? Вот у нас билеты. Синие браслеты или идете в портрет, где танцуют. Здесь ибзона. А, синие браслеты, да. Сейчас, сейчас, сейчас. Черт. С нашими билетами мы из-за кулисы попасть сможем только через сцену. И то во время концерта. Слушай, это продюсер. Я его знаю. Он еще папа терпеть не может. Синие браслеты. Да ты офигел? Ты не знаешь, кто я такой вообще? Вот тот нам поможет. Это черт тебе знает, что такое. Грешун, не психуй. Браслеты у тебя в кармане. Здравствуйте. Вы меня помните? Нет, не помню. Вы обещали мне записать альбом. Утром сказали, позвоните. А, подожди. Ты дочка Потольского? Я? Нет. Вам казалось, наверное. Да, Гриш, тюрьма по тебе плачет. Киньте на язык. Где эти браслеты? Да я помню, что ли? Да я их засуну. Давай, Дим. Почему это я? Ты первая. Почему это я первая? Ты иди. Ты меня совсем не любишь. Валюшка. Не начинай, пожалуйста. Значит, я сейчас уйду. На две минуты. А когда я вернусь, чтобы эти две котлеты были в тебе? Ты посмотри на себя. Ты же худой, как щепка. Ты прикинь, у Нойса бабушка есть. Он, походу, юбкается. Ладно, пошли. Или сейчас, или никогда. Вы кто? Послушай, это просто вывих. Я сейчас сделаю, будет не больно. То есть больно, но быстро. Давай, раз. Готово, подожди. На, зубами нажми. Раз, два, три. Ай! Ну? Ты что, не болит? Я же сказал. Ну, вы даете. Вот видишь, ты прости нас, это мы... Помочь нам, Нойс, пожалуйста. Про батю твою сказать? Про песню эту? Хорошо, помогу. Вы только не трезвоньте там, бабуля. Ну, там, котлеты, все дела. У меня просто чуть другой имидж. Она мне дуркует иногда. Я все слышала. Ты назвал меня дурой. Кто эти провокаторы? Они тебя покалечили. Они тебя шантажируют. Я сейчас немедленно вызву охрану. Бабуля, 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 бабуля. Ай! Ваня! Ваня! Бабушка, бабушка. Ах ты! Открой дверь, нерзавец! Юля, слушай, я по твоему батю не смогу что-нибудь сказать. Открой! У меня эльфарджа будет! Через две недели будет большой тур. Честно, на гастролях скажу, сейчас не могу. Бегите быстрее, давай! На! Папа так и сидит на диване уже третий день. Телевизор не смотрит и пиво не пьет. Мне кажется, мне нужно его как-то, ну, взбодрить, что ли. Привет, хорошо, что вы здесь. Я вам сейчас спою свою новую песню. Опять. Артём, ну, может быть, не сейчас, а... Да, что-то настроение какое-то паршивое. Как раз подходит, потому что это грустная песня. Когда впервые встретил я тебя на чердаке В очках твоих невзрачных и сосискою в руке Ты показалась мне киношной ведьмою И лишь теперь я понял, как здесь пусто без тебя Без твоего огня лишь ты, любовь моя Мелани, Мелани Я не успел сказать люблю, не было времени Мелани, Мелани Без тебя я замерзаю, обогрей меня Ну, это было... Это было... И закончилось, слава богу Мел... Это было очень красиво Сначала я решила, что просто не буду с вами общаться А потом мне стало вас не хватать Не сразу, конечно Минут через пять А потом я решила вам доказать, что научусь играть на диджейском пульте И я приходила сюда и репетировала, пока вас не было Я даже научилась миксовать Пришлось, конечно, повозиться с малышом Но теперь в 80 случаях из 100 он меня слушается А потом пришли Сантьяго с Юлей И я спряталась в шкафу А потом Миша с Артемом Артем, хочешь чаю? Вообще-то нет Ну, если ты... Ну, ладно Прости, прости, прости Мне не больно Смотрите Как думаете, что это? Телефон или микроволновка? Ты включи его, знаешь? Шумвалов, это трансформер из 80-х Он ждал 20 лет, чтобы тебя убить У вас одно новое сообщение Тебе повезло, это робот-телка Женись, женись Привет, Костет Это Дэй Фляшенко Слушай, я тебе звонил насчет той песни, что спел мне в Питере Я тут подумал Ты, надеюсь, я никому еще не играл? Потому что, знаешь, лучше не играй Чтобы не позориться Вообще, я думал, что ты будешь большей надеждой У тебя когда-нибудь что-нибудь получится Но не в этот раз Давай, пока Да, еще раз Не надо играть эту песню Блин, да этот Дэйв Лишенко, он действительно украл у папы песню Вот жучара, а почему, почему твой отец не слышал этого сообщения? Я не знаю Надо сказать ему об этом Надо всем об этом рассказать Да, да Да вы не понимаете Если папа об этом узнает, у него сердце разорвется просто Его же кумир предал Ну, а что нам делать? Да, конечно, это лучшая песня, которую я написал на сегодняшний день Надеюсь, что в дальнейшем будут еще озарения Но пока это пришло свыше Слушай, это лучшая песня, которую я слышал Блин, Белла, это клево Это называется микс Слушай, а давай еще сначала Привет, Костет, это Дэйв Лишенко Я тебе звоню насчет той песни, что ты спел мне в Питере Я тут подумал Слушай, это лучшая песня, которую я слышал Извинил и разобрал сначала Она очень мощная Думаю, что ты подаешь надежды Давай, дай еще раз, ты крут Увидимся на днях Дэйв Он записал В тот день, когда погиб Телефон сломался И отнес его на чердак Слышь, я тогда это сообщение Ну, и что ты теперь будешь делать, пап? Да ничего, а что делать-то? Не важно же, чтобы весь мир знал, что это моя песня Главное, что ты знаешь Я знаю, знаю, папа Конструктора праздных Он распечатал все куколы Но он все еще ищет детали для пастбов Он все еще ходит по кругу А есть, наверное, по удачной расклады Без лишней жести, которая нам досталась Там все случилось не вопреки всему, а как надо Как тут никогда не случалось Мы попадем туда после смерти Может быть, если будем добрыми и хорошими Если играть то, что с нами с тобой прожито Не наскучит малышу в магазине брошенному Но я надеюсь, это позже случится Гораздо я туда совершенно не тороплюсь Как бы круто там ни было Мне одно ясно Еще сильнее я в тебя все равно не влюблюсь Бог одинокий ребенок Брошенный всеми в пустом магазине игрушек Броня среди полок, убивающий время Понимая, что взрослым не нужен Он забрал уже тысячи конструкторов праздных Он распечатал все кукол Но он все еще ищет Детари для пазла Он все еще ходит по кругу Субтитры сделал DimaTorzok Концерт памяти трагически ушедшего от нас Легендарного рок-музыканта Дэйва Лишетт Ребят, пожалуйста, только не все сразу, ладно? О, Нойз МС А это что за черт? Мы все пойдем на концерт Нойза Мелани, вот тебе деньги Идешь и покупаешь билеты на всех Диджейский пульт Незаменимый атрибут современной музыки Я что, не пойду на концерт Нойза МС из-за этой штуки? Папа, мне очень нужны деньги Я хочу сходить на концерт Нойза МС Этого не будет никогда Мелани нормальная девчонка Я за нее любому пасть порву Только если она уйдет с группы Мелани! А Дэйв, знаешь, для меня был чем-то вроде с учителем Я ему песню свою сыграл Она ему, правда, не понравилась Это же моя песня Что ты собираешься делать? Я хочу, чтобы, в конце концов, все узнали, что это моя песня Короче, мы сейчас все заходим и дружно просим вам непрощения Если она нас не простит Да как она не простит? Это же Мелани Ты подлый предатель, подольст Заявляешь, что Дэйв модно тратит твою песню Смотрите Как думаете, что это? Привет, Костя, это Дэйф Ишин Слушай, я тебе звонил на счет той песни, что ты спел мне в Питере Я тут подумал Ты, надеюсь, весь комочек не играл Да, это Дэйф Ишинка действительно украл у папы песню Ну и что ты теперь будешь делать, пап? Да ничего Не важно же, чтобы весь мир знал, что это моя песня Главное, что ты знаешь Я знаю, знаю, пап Ну и этот князь Андрей Балконский пошел на войну И значит, что... А с кем воевала Россия в то время? С кем? С немцами, как всегда И, в общем, у этого Балконского не было денег на эту... Ну, на лошадь там приличную И вот с этого момента он решился на вот это чудовищное преступление Позволь уточнить, а какое преступление не было? Ну, как на какое? На убийство старушки А! Проценичатся их, вероятно Ну да! Но он, конечно же, потом очень жалел и даже болел долго этим... Его еще без антибиотиков же не вылечишь и... Хорошо А лирическая тема войны имя какая? Вы знаете, вот я скажу просто Короче, если любишь человека, нужно ему и в лицо говорить А не под пояс бросаться Вот! Что значит? Вау-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва Садитесь, Подольская Два И постарайтесь забыть, как страшный сон, ту ахинею, которую вы вещаете Да вы не волнуйтесь так, Люсей Нейтгардовна Я все исправлю Не поясничай, Подольская Синь двоек за шесть учебных дней Знаешь, чем это пахнет? Это пахнет отчислением Не так ли, Галина Дмитриевна? Люсей Нейтгардовна Отец Подольской предупрежден, и он обещал принять меры А вот это уже стукачество, Галина Дмитриевна Борзеешь, Подольская Распустили класс, милочка Ну, допустим, допустим, что ее прыжки и ее бег способствуют чести школы Вот для меня принципы важнее Неделю, чтобы исправить все двойки Или вылетишь отсюда пробкой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папа? Если ты собираешься устроить мне экзекуцию, то тебе ничего не выйдет Статья 224-я, от года до трех Ну вот и отлично Сяду в тюрьму, выйду Тебе 18 исполнится Не надо будет тебя воспитывать Ты двоечница, дочь А у меня гены плохие Пап, ты же не будешь меня наказывать? И еще как буду Видела? Вот Я вставил замок в дверь твоей комнаты Понятно? Сам? Сам И ты будешь сидеть в своей комнате, пока не выучишь алгебру И как ее там? Сейчас, у меня все записано Геометрию, а завтра химию и литературу И если ты скажешь еще хотя бы слово Я клянусь, я выпарю тебя вот этим вот дедовским ремнем А это знаешь, как больно? Уж поверь мне Ясно? Я не слышу, ясно? Папа, а я в магазин купить что-нибудь? Ну, майонеза, пельменей, овощей каких-нибудь Деньги в куртке возьми Чуть Алло Ну да, Константин Подольский Да, 70-го, да У Лены еще, Лены, ну такое вот отчество Да, 2Л В больнице? Что? Отец? Он очень слаб, но вы можете увидеть его Пару минут и, пожалуйста, не беспокойте его А что с ним? Ну, мы пока точно не знаем, но вероятнее всего сердце Так, Алло, так Заходите, заходите Может, как-то в другой раз? Константин Ульянович, другого раза может и не быть Да? Да Фап, ты меня слышишь? А это ты Убирайся Тебе дан был приказ Убираться к такой-то матери Исполнять Слушай, ну сколько можно? Ведь 20 лет уже прошло Все одно и то Я за эти 20 лет мог бы постричься Ну что ж ты все с этими волосами-то лезешь ко мне, а? Ладно Дик, я, конечно, не стал военным, как ты хотел Я не развязал ядерную войну Ну, как ни крути, я какой-никакой, я твой сын Ты не достоин носить фамилию Подольский Ты изображал собаку, чтобы не идти в армию Согласен, я тогда перегнул палку Ну, ты же знаешь, зачем я это делал Я помню, я помню Из-за твоего этого вокально-инструментального ансамбля Хорошо, что твоя покойная мать этого не видела Судя по всему, ты совсем опустился из-за своего этого рок-н-дролла Наверняка стал извращенцем И носишь женские платья Охренел старый хрыч, что ты несешь? Какие женские платья? Ты все время плевал на мою жизнь Что? А сейчас я плюну на твою Вот оставайся здесь один умирать А ну-ка стоять, подольский, стоять ко мне! Костя, сынок, сынок, сынок Ладно, ладно, я погорячился Ты прости меня Я, конечно, был плохим сыном Военный был бы, из меня еще хуже Ну, понимаешь же Я, конечно, тебя люблю Сынок Сынок, ты меня тоже прости Я тоже люблю тебя Ничего, будь мужиком Будь мужиком И что, твой отец тебя никак не наказал? Ну, пытался, но ты же папа Он вообще не умеет настаивать на своем Мой его папа меня убил Если бы узнал, конечно А я получил двойку по ОБЖ Один раз А отец заставил носить меня берет Моего дедушки-академика Чтоб мозгов прибоялось Ну, я смотрю, тебе помогло А меня Лишили сеансов у психотерапевта Ну, а меня интернет и... Интернет и кольца Кольца? Ты правда думаешь, что это старое медное кольцо Кольцо, которое ты нашел в парке? Заткнись Кольцо всевластия? Заткнись, я тебе говорю кретину Юля, ты здесь? Мне надо с тобой серьезно поговорить Да отстаньте, я говорю Да, пап, сейчас Я же говорила Вы даже все с кабануками слушаете Да отстаньте, я говорю Мы еще не говорим про мужу Про наши отношения с мамой И вообще лучше помалки Да вы не любовницы же женой Пап Тебе лучше? Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка Вот она, моя внучка, Юля Ну, что, наша порода боевая А? Как? Держи чемодан Как ты себя чувствуешь? Прекрасно После вчерашнего нашего разговора Я чувствую, что моя жизнь началась заново Я знаю, как я ее проведу Я проведу ее вместе с вами Что? Так, вперед Юлячка, вперед Посмотрим, как вы тут жили без меня Влада Степановна До свидания Спасибо За лечение Состояние улучшилось Оно стабильное Но ему очень нужен покой И уход близких людей Ну, вы же понимаете Сердце это такая вещь В любой момент раз И все Ему ни в коем случае нельзя нервничать Постарайтесь ему потакать, что ли Папа Там дедушка по дороге в машину Сказал, что За десяти минутное опоздание Два наряда вне очереди Потакать Да Спасибо вам, доктор Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Папа, ну мне ко второму уроку Подъем Утренний марш Бросок готов Две минуты Папа, ну что-то в порядке Нормально Все детство Каждое утро Как я ненавижу ваш этот спорт Да ладно, не гунди Один-то ничего наш Смотри Бежит так профессионально Папа, может поспокойнее У тебя все-таки сердце Вперед от инфаркта Так, чем ускорится Как вы мне все Ну да Папа, ну что, правда, что ты в детстве боялся, что если будешь себя плохо вести, то из шкафа выскочит американский президент и тащит тебя в Пентагон Да, мать его даже к врачу водила по поводу ночного Да, ну все, хватит Во-первых, мне было пять лет, а во-вторых А во-вторых, ты мне сам это сказал Сынок, у тебя всегда было плохо с юмором А вот внучка вся в меня Кстати, чем живет сейчас новое поколение? Школу, я надеюсь, не отменили? Не, Едуль, пока не отменили Ну ты не волнуйся, у меня там полный порядок Пятерки и все такое Хорошо Да Ну а чем ты увлекаешься? Ну, я в группе играю В какой группе? Музыкальной? Ничего не говори про музыку Про наши отношения с мамой Ты вообще постарайся лучше молчать Нет, ты что? Я вообще современную музыку терпеть не могу Я в этой спортивной группе Мы играем там в игры разные Да, ну это молодец, молодец Так, ну а папа-то у нас где работает? А папа... Волосы Он волосы население скупает и парики шьет И тебя, кстати, может шить Лежь прикрыть Спасибо, внучка, но ничего, я обойдусь Отличница-то моя А ты, кстати, ничего не потеряла? Это же, по-моему, твой дневник-то Ну-ка Ой, родители в школу Родители в школу Пап, ну может не надо, но я сам собирался в школу зайти Две недели, две недели тебя вызывают красный по-белому Родители в школу, родители в школу А ты игнорируешь приказы школьного начальства Так что, кругом шагом марш Этим делом займусь я, Юля, пойдем Пошли, пошли, пошли Папочка! Дуля, со мной Две недели Ну что вы Спасибо, спасибо У Лена Александрович Вы сами, сами, как подарок к 8 марта Слушайте, ничуть Ну просто, ну вот ничуть не изменились Люсианна Эдгардовна Полковник в отставке Подольский Улен По вашему приказанию прибыл Готов совместными усилиями бороться с неуспеваемостью внучки Ну, Подольская Теперь я за тебя спокоен Есть теперь человек, который скрутит тебя в бараний рог Не то, что твой папаша Тема нашего сегодняшнего урока Квантовые постулаты Бора Но, поскольку сегодня у нас в гостях дедушка Юлия Подольской Он проведет факультатив на эту тему Спасибо Каждый из вас должен знать ядерную физику, как отче наш Потому что брак не дремлет И таким макаром, имея при наличии уран-238 В домашних условиях мы можем получить отличный термоядерный заряд Спасибо, Улен Александрович Очень, очень познавательно Графиня Ростова с дочерьми и уже с большим числом гостей Сидела в гостиной Граф провел гостей мужчин в кабинет Предлагая им свою охотницкую коллекцию турецких трубок И изредка он выходил и спрашивал Не приехала ли Не приехала ли Про мир я не знаю Вот давай я тебе про войну расскажу Тактическая проблема Бородинской битвы заключалась в том, что тогда еще не был запретен бездымный порох И после каждого залпа солдаты должны были пережидать так называемую дымную паузу Или как ее еще называют маскировочная пауза, что и описано у Толстого Все это конечно похвально Но это больше касается военной истории Чем литературу Поэтому Я ставлю четыре Как четыре? Как четыре? Я не нашел ни одной ошибки Послушайте Война и мир это не просто война Это еще и Я тут совершенно случайно узнал Причину, по которой вы не служили в армии Учитывая неординарность знаний Подольская 5 Садитесь Юля, 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 ты где? Давай, 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 давай Хорошо, молодец Живей, живей Понимаете, к сожалению, мало времени я уделял воспитанию своего сына Он уже у меня немножко того Ну, родился на ядерном полигоне У моей покойной жены схватки начались Вот и решили мы спрямить дорогу через полигон на армейском УАЗике Ну и родилось то, что родилось Я тут, понимаете, рок-н-ролл Это нежелание чем-то путем заниматься в жизни Бесконечной женщиной Ну, не удалось мне привить уважение к женскому полу Ну, ничего, Юлю я воспитаю Юля, а ты где? Юля, давай, давай, давай Я ее воспитаю по-человечески А мне казалось, что Константин Ильянович Вполне заботливый отец И очень даже порядочный человек В лабах он бесхарактерный Никогда не женится Вот помяните мое слово Перешли на шаг Руки вверх Вдох Вдох Выдох Вдох Выдох У тебя просто нет характера Ты должен сказать ему, чтобы он съезжал нафиг с квартиры Он мне всю жизнь испортил Он как этот, как Как заноза в заднице, я знаю Так вот, скажи ему об этом Ты же хозяин в доме Хорошо, я ему скажу, скажи Ах! Папа, ты дома? Я думал, что вы мне самые близкие люди. Что? Что с тобой? Боже мой, как я разочарован. Да я не это хотел сказать. Оставайся, конечно, с вами. Я не знаю, я не уверен. Не уверен. Ты нам очень нужен. Кстати, я давно хотел спросить у тебя. Ты что, вот в таком виде хочешь на работу? Молодой человек, мы гербалайф не покупаем. Учего нарезатели салатов, нам не нужны. Костет? Господи, я не узнал тебя. Парков, вы только не говори ничего, а, вообще. Костет? Ну ты... Заткнись, а. Чего ты такой нервный? У меня огромное желание убить своего отца. Да нормально. Все мальчики в 14 лет этого хотят. Потом, правда, это проходит. Ой, да ладно. Вот как мне быть? Я всю жизнь боролся с отцом. Всю жизнь пытался быть непохожим на него. Понимаешь? Я даже роком стал увлекаться, чтобы его побесить. А сейчас что? Что со мной стало? Ради чего я живу. Да. Слушай, ну у тебя сейчас появилась ведь дочь? Попробуй бороться с ней. А твой дед нас не засечет? Да не, он глуховат немного, и тем более он сейчас какой-то фильм про войну смотрит на полной громкости. Трансформеры против Гитлера. Ладно, давайте играть. Слушайте, слушайте, у меня есть тема, я придумал, у меня идея. Старому вояке снова снятся атаки, окопы, торжеи, доты, казармы, бараки, бомба, убежище и катакомбы, светлящие ракеты его и падающие бомбы. Нет для него ничего милее, чем войны. Дай ему волю, весь мир поведет за собой на бойню. Шашкой на танке, хотя и на ладан дышит, это старый вояка со съехавшей нафиг крышей. Слушай, слушай, точь-точь про моего деда, круто. Этот безумный маршал под звуки маршей, любит смотреть, как люди становятся фаршем. Нравятся медальки и ордена, любишь убивать, начинай с себя, а нам? Любишь убивать, начинай с себя, а нам? Нам, 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 нам война не нужна, на-на-на-на-на-на. Эй, человек, война, иди, на! Дедуль, дедуль, с тобой все в порядке? Нет, со мной далеко не все в порядке. Что это? Сэр, мы сейчас уходим, сэр. Все за вас на местах, так никто никуда не уходит. Рок-н-роллы, всякой вашей этой трясучки не допущу. На муниципальном чердаке, хоть это внучка моя. Все обрежать! Руки! Да что, капитан, отставить капитан! Это я вызывал наряд, думал, что здесь террористы на чердаке, а здесь ничего хуже. Валька, Валька, Катюк! А, ты что ли? Гульден Александрович, здрасте. А, как ты, здрасте! Здрасте, Валька, Катюк! Вишь, ты какой! Так, знакомые лица. Да ничего, я через крышу пролезу. Я тебе пролезу, давай отваливайте отсюда, детки. Валька, а я смотрю, ты совсем не изменился. Как же я рад тебя видеть-то, а? Да ты ешь, ешь, ешь. Чего в капитанах до сих пор? Интриги. Я тоже вас рад. Ну, ничего, интриги. Вот завидую этому, батя. Так бы и махнулся, вы не глядя. Вот что ты на Косика не повлиял в школе? Ты хотя бы войны, дед? Ты ее получишь! Лен Александрович, хотите арестовать за угрозы? Отставить. Сами разберемся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы чего это, а? Что тут происходит? Вы что, сдурели? Что вы сделали с моей квартирой? Здесь война, сынок. Папа, у деда маран. Молчает шапливка. Что вы как дети малые? Пап, он заварил чердак и кормил нашим общего врага пряниками. Капитан Качук прекрасный человек. А ты их провела на чердаке. Диверсантов. А не музыканты. Это одно и то же. Так, стоп. Ну-ка, хватит. Быстро все это прекратили и вышли сюда. Ай! Ай! Я бы тебе не советовал брать гибсон. Очень тяжелый звук. Давай я лучше завтра вечером я тебе другой привезу. А что шепчешь-то? Спит кто? Да. Костя, ты. Я там зад-зад. Который сейчас? Половина четвертого. Половина четвертого. Чего? Утро, вечер. Дня. Слушай, Костя, у тебя сегодня выходной. Чего ты дома не спишь? Нет у меня больше дома. Да ладно. Я уверен, что не все так страшно. Давай лучше выпьем. Будешь? Да не охота чего-то. Не пугай меня. Слушай, а можно я у тебя пару дней буквально перекантуюсь? Костян, я сам хотел тебе это предложить. Но сегодня я должен давать пять тысяч рублей соседу. А денег у меня нет. Поэтому я хотел сам сегодня здесь. Есть. Да. Выметаемся. Рабочий день закончен. У меня свидание. Да. Валера, ну зачем так сразу? Может быть, мальчики, вы посидите с нами? Обломятся. Ну, кинь, Костя, а, девочка моя. Валера, ты такой грубый. Меня это так заводит. Да? Здравия желаю. Здравия желаю. Скажите, пожалуйста, это школьный психолог? Очень приятно. Извините, что поздно звоню. Это дедушка Юлия Подольская. У Лены Александрович. Вы не могли бы посмотреть у себя в записи, нет ли у Юленьки каких-нибудь фобий? Ну, мало ли, может быть, она чего-то боится. Ну, вы же знаете, как своим-то детки посещаются сказать. Будьте любезны. Да, слушаю вас. Моя шея боится? Что вы говорите? Ах, маленькая ты моя. А, и еще немножко темноты. Ну, спасибо вам, доктор. Спасибо. А Зитопу хорошо. В тепле, с бабой. А не в этом ли доме живет твоя несравненная Нинка? Какая Нинка? А, эту? Да ну, ни в коем случае. Нинка, это мой кошмарный сон. Да? А эта скамейка твоя счастливая Яфь. Яфь! Яфь! Да? Да. Хотя... Хотя... Я сейчас. Я сейчас. Куда ты? Костя! А еще другом назывался. Здравствуй, Инна. Я ненавижу тебя по-дольски. Я знаю. Ты сволочь и кобель. Да. Ты разрушил всю мою жизнь. Я знаю. Я никогда не позволю сделать тебе это снова. КОНЕЦ КОНЕЦ А в дополнение детектора передвижения оптическая мышь имеет от одной и более кнопок, действия которых влияют на передвижение курсора. Подольская. Что она может сказать по поводу мыши? Мыши. Мыши, это ужасно. КОНЕЦ Я считаю, что твой дед достойный противник. Я вот даже не знаю, что предложить. Мои методы мне проканают, потому что пожилых людей обижать нельзя. Я не сплю уже третью ночь. Школу меня выгонят. Пойдешь со мной, Сантьяго? Будем с тобой играть на улице, как раньше. Послушай, у пожилых людей часто бывает какая-нибудь аллергия. Вот у моей бабушки, например, аллергия на рыбу, а у дяди на абрикосы, а у второго... Мел, ты гений. Я пойду в больницу и узнаю, на что у деда Алирки. Смотри! Ты старый симулянт! Юлечка, ты неправильно все поняла. Тут написано, что ты полностью здоров. Эта пухлая докторша сознала, что ты подкупил ее коробкой вишни в шоколаде. Послушай, внучка, ну не кипятись ты. Если ты не сознаешься папе... Алло, папа, тут такое случилось. Ты чего, папа, ну ладно, хорошо, как скажешь. Папа сказал, что у него к нам серьезный разговор. Какой голос у него был какой-то странный. Какой? Ну какой-то железный. Так, не нравится мне все это. Спасибо. Больше ничего не надо. Пока. Восемнадцать тридцать четыре. Четыре минуты, опоздание. Да хватит тебе уже. Ой, папа. Ну как ванка ограбил. Это надо было предполагать. Привет, папа, привет, дочь. Познакомьтесь. Это моя невеста Нина. Прожила у Лены. Здравствуйте, Улена Александрович. Как вы себя чувствуете? Как ваше здоровье? Вы выглядите замечательно. Просто как Костин брат. Садитесь. Юленька, милая, здравствуй. Ты, правда, красавица. Я столько о тебе слышала. Очень рада приноходу. Привет. Судье. Ой, вы такие милые. Я ведь все-все про вас знаю. Это удивительно. Улена Александрович, знаете, про вашу удивительную работу все знаю. Про то, какой вы, какой вы необыкновенный, какой вы умный, образованный мужчина. Как вам много пришлось приложить усилий, чтобы Костик превратился вот в такого, в такого, в общем, спасибо вам большое. И разрешите мне называть вас папа? Юленька, милая, о тебе я тоже все знаю. Сколько ты пережила? Как ты моталась из города в город? Как вы с папой заново знакомились? И как ты из дома убежала? Я тогда чуть не умерла со страху. Про твои таланты, про музыку твою. Все. Ой, ну, может, шампанского? Девушка? Девушка, нам, пожалуйста, шампанского, чего-нибудь легкого и клубнику для девочки. И букет мой поставьте, пожалуйста, в базу. Ой, вы такие милые. Я думаю, самое время подумать о наших планах. Вы, папа, как человек военный, понимаете, что без планов просто никуда. Разумеется, да. Поэтому он для начала вы. Вы, человек, отдавший здоровье стране, вы просто обязаны по-человечески отдохнуть. Да, ну, я же не выездной. У меня первый допуск. Мне на Канары, там на Мальдиве никак нельзя. Папа, о чем? Какие Канары? Зачем вам эта солнечная радиация в вашем возрасте? Нет. Наша русская средняя полоса, великолепный санаторий, экологическое место. Всего в пятистах километрах от Москвы. Пятистах? Ну что вы, полный пансион? Врачи и чудесные соседи вашего поколения. Оздоровительные прогулки, настольные игры. Благодарю вас. А путевка что, на 24 дня? Что вы, папа, зачем? Это будет ваш дом. Вы будете жить в лесу под пение птиц, под журчание ручьев, да. Всегда. По-моему, великолепно. По-моему, это называется дом престарелых. Юренька, прекрати. Во-первых, не надо меня перебивать. А во-вторых, что за ужасное слово дом престарелых? Это санаторий. Санаторий для пожилых людей коммунального типа. У него и название есть. Мечта? Да, но ведь это... Кстати, Юля, мы с Костиком поговорили. Школа, в которой ты учишься, она просто ужасная. Ты талантливая девочка. Тебе нужно развивать свои таланты и, конечно, исправлять дисциплину. Поэтому, Юленька, ты отправляешься под Екатеринбург. Что? Да? А что? Школа для одаренных детей с рассеянным вниманием. Ты представь себе. Тайга, леса, Урал. Между прочим, оттуда вышли все лучшие представители русского рока. Ну, Тюлз, Чай и... И... Агата Кристи. Агата Кристи. А я не играю эту музыку. Прекрасно. Поэтому ты будешь первой представительницей и исполнительницей хип-хопа из тайги. Юля, там такая природа. Ты вдохновишься. К тому же, там прекрасные воспитатели, строгие, но справедливые. Они тебя будут направлять. Ммм, это колония за дальнюю. И это тоже будет наш с Костей подарок. Простите, пожалуйста, а где у вас? Извините. Я на минутку. Папа, блин, это что, правда? Не-не-не, ты шутишь. Этого просто не может быть. Ты на ней не женишься, да? Ты решила нас разыграть, да? Проучить. Мы все поняли. Мы больше так не будем. Ну, пожалуйста, ну, не женись на ней. Поздно пить боржом. Послушай, она превратит твою жизнь в ад. Адом мою жизнь сделали. Вы. Все, можно исправить. Дед, скажи ему. Сынок, я не болен. Что? Я просто хотел помириться с тобой. Я не знал как. Ну, я немножко, я изобразил. Отличный. Ты придумал способ примирения. Сыночек, я тебе скажу. Я горжусь с тобой. Нет, ну, правда. Я все время воевал с тобой. Ну, хотел, чтобы ты стал настоящим человеком. Ты гнул свою линию. Я проиграл по всем фронтам. Ты кремень. Ты настоящий мужчина. Сомнительный комплимент, если честно. Мне приятно. Я так рада, что теперь у нас все пойдет как надо. Костик, кстати, тебе тоже нужно задуматься о семейной жизни. Понимаешь, нужна какая-то стабильность, Костя. Ну что, ну, я думаю, мы откроем семейный бизнес. Мы будем делать парики. Прекрасный доход. К тому же, тебе не надо будет постоянно занимать деньги и встречаться с этими рукнеудачниками. Ты будешь генеральным директором. А я буду исполнительным. По-моему, великолепно. Да? Послушай, Нина, ну подожди, ну прости меня. Ты подлет, Бодольский. Ты использовал меня, но ничего, ничего. Я посмотрю, как ты прибалдешь ко мне, а я возьму и плюну прямо в твои бесстыжие глаза. Ну, послушай, Нина, ну вот когда я тебе делал предложение, я был не совсем в адеквате, понимаешь? Алло. Ну, прости, Нина, ну в конце концов, ты же понимаешь, с кем ты имеешь дело. Я бы заклинелый холостяк, я бы тебя всю жизнь бы отравил. Ты понимаешь, я ни на ком в жизни никогда не женюсь. Ну, давай как раньше. Нина. Алло. Алло, Нина. Ганька, я хотел бы пригласить вас в столовую отобедать. Там такие чудные пирожки соевые, вы их очень любите. Да оставьте вы все меня в покое. Уверена, пирожки соевые. Занимаешься? Да. Вот это тебе? Что это? У меня было кое-какое время, и я, в общем... Ну, тут решение по алгебре, геометрии, химии. На год. А как же ты это... Спасибо, дед. Да, и еще. Насчет чердака вашего, я... Ну, в общем, погорячился. Держи. Ну, ладно, пап, пока. Приезжай иногда. Будь здоров. Бывай, сынок. Не дури только. Пока, старый злодей. Поехали. Поехали. Ладно, я назову тебя Уленушка, как деда. Только ты веди себя хорошо. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Продать твои пластинки. Не буду я продавать себе пластинки. Это всё равно детей продавать. Тогда у тебя остаётся только один выход. Знаешь какой? Пойти господину Бурмистрову, упасть к нему в ноги, валяться, умолять, чтобы он взял к себе на работу в студию. Угу. Да ни за что к этому упырю. Вот твоя ручка. Под стол закатилась. Ты специально выкинул, чтобы я перед тобой поползал, да? Значит, ты думай, как хочешь, денег я тебе не дам. Ладно, про ручку я пошутил. Я вот зачем пришёл. У меня к тебе предложение. Деловой, серьёзный разговор. Предлагаю тебе стать партнёрами. Готов уступить тебе права на часть своих песен. Ты что, похож на старевщика? Ну, предложи мне что-нибудь. Деньги нужны. Вот. Редактор субтитров А.Сёмкин Слушай, тут у знакомых армян свадьба. Шутка, шутка, шутка. Спокойно. Значит, смотри. Помнишь, я тебе говорил, при Ялочи шоу «Забытое в чаще». Там освободилось как раз одно место. Ну, вышедшие в тираж номинитости, они каким-то образом пытаются выжить в лесу. У них падают рейтинги, там нужна свежая кровь. Короче, есть реальная возможность тебя туда вписать. Я в низкопробных проектах участия не принимаю. Ну, тогда извини. Не смею задерживать. В общем, было приятно пообщаться. И желаю всяческих творческих успехов. Придётся, конечно, это предложить Филиппову. Он тут как раз мне звонил, просил вписать. Филиппову? Вот тому Филиппову? Да ты что? Да! Кому нужна его рожа в телевизоре? Послушай, его шлягер «Лиловая акация» до сих пор играют в серадиостанции. Да какой это хит? Это попсовая шняга. Его забыли, как страшный солнечный. В начале девяностых. Забыли тебя, Подольский. А злишься ты на него только из-за того, что он отметелил тебя за кулисами в Питере в девяносто четвёртом. Я очень хорошо это помню. Ну, во-первых, отметелил его я. Это во-первых. А во-вторых, он оскорбил мою песню. Ну, что поделать. В шоу впишется Филиппов, и денежки твои получит именно он. Ага. Ни копейки моих денег Филиппов не получит. Значит, ты согласен? Вот это нормальный деловой разговор, дружище. Фотограф сказал, что это будет называться многогранность. Что каждый снимок должен отражать какую-то одну черту моей личности. Страстность. Ну, там, романтичность. Красиво такая красивая. Грудно будет позоровать. Да нет, легко. Ну, сначала я, конечно, стеснялась, а потом всё пошло как надо. Мы каждый кадр обсуждали. Столько времени на это угрохали. Просто ужас. Ай-яй-яй. Юленька, зачем же так явно завидовать? Завидовать? Это значит, какой ты извращенец. Обснял тебя со всех сторон. За это бабло получил. Тебя ещё завидовать? Если хочешь знать, портфолио — это только первый шаг. Дальше я собираюсь снять свой клип. И мои родители уже ищут мне режиссёра. Клип, значит. Ну, флаг тебе в руки, барабан на шею. Я люблю тебя, Подольский. Умница. Сейчас подпишем договорчик, и всё, вечером ты в шоу. А деньги? А деньги? После съёмок. Так, у меня есть одно условие. Чтобы в этом шоу не было никакого Филиппова. Если Филиппов будет в этой программе, я сниматься отказываю. Не хочешь Филиппова — не будет Филиппова. Всё, давай, подписывай. Организатор не несёт ответственности в случае, если участник получит увечья в процессе исполнения контракта. Послушай, не обращай внимания, это просто перестраховка. Всё будет нормально, никакой опасности нет. Я хочу позвать Никиту. Я думаю, он согласится сниматься. Мы будем парой страстных влюблённых. Кстати, а тебе я тоже могу предложить роль. Будешь играть дерево. А интересно, вот в клипе ты тоже разденешься, чтобы никто вдруг не заметил, как ты паршиво поёшь, а? В случае неожиданной гибели участника вознаграждение выплачивается его родственникам в течение пяти лет с удержанием комиссионных сборов. Гриша, чем там вообще надо заниматься-то? Объясни. Ничем не надо. Надо просто жить в лесу, быть самим собой. Ой, послушай, тебе чё деньги не нужны? Я не понимаю. Деньги нужны. Нам нужно снять собственный клип. У нас есть группа, у нас есть песня, а клипа нет. Так я вижу, все согласны, да? Для этого нам нужен сценарий, камера. И режиссер. Камера. У меня есть камера. Вот, отлично. Вот, оператор у нас есть. Теперь режиссер. С этим все понятно. Режиссер я. Это ты с чего взял? Во-первых, у меня есть сила воли, в отличие от некоторых. Во-вторых, монтажная программа на компьютере. Ясно, детки? Эй, мне кажется, Шувалов давно по ушам не получил. Стоп, 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 стоп. Главный человек в кино – это продюсер. А продюсер здесь – я. Поэтому все слушаются меня. Ясно? Ясно. Сценарий тоже пишешь ты. Какие у нас идеи? Ладно, я тебя назначаю главным сценаристом и режиссером. Так, какие у нас идеи? Идея такая. Школа. Ночь. Он. И она. В чем дело, а? Че ты вылупилась-то? Не видела никогда, как люди целуются? Видела. Я просто думаю, с какой стороны вас обойти? Столько места занимаете, жуть просто. Че так покраснела-то? Небось, сама ни разу еще не целовалась, да? Вот еще. Целовалась повольше некоторых. Да? Да. Ну тогда иди. Вставай на мое место. Целуй его. Мне не жалко. Беги, беги! Дура не целованная! Пойдем. Переменка кончается. Подольство, мы спешим. Ты сейчас, три минуты? Три. Это, папочка, не переживай. Я без тебя не пропаду. Юль, я считаю, что ты уже здоровая дылда. Спасибо, пап. Но не настолько здоровый, чтобы оставаться одной в моей квартире. Что? В общем, дедушка не смог приехать. У него какой-то там съезд ветеранов ракетных войск. И поэтому, слушай, где же она, а? Кто? Подольский, мы спешим. Сейчас. Наконец-то. В общем, Нина согласилась с тобой посидеть эту неделю. Я очень надеюсь на ваше взаимопонимание. Юленька, здравствуй. Ты прекрасно выглядишь, дорогая. Костик, давай езжай. Не волнуйся, у нас все будет замечательно. Мы будем ждать тебя дома. Правда, Юль? Да, Нина. Да, папочка, я теперь за себя вообще не волнуюсь. А то мало ли что мне в голову пришло бы сделать твои квартиры с собой. Ты езжай, я не волнуюсь. Подольский, нам всю ночь ехать. Ну ладно. Пока. Я скоро буду. Пока. Пока. Значит так, я не устроила скандал, но ты запомни, я не лезу в твои дела, ты не лезешь в мои. Значит так, запомни, я не лезу в твои дела, а ты не вставляешь мне палки в колеса. Ты решила заполучить папу? Тогда начни с операции по азамене мозга. Маленькая мерзавка. Старая стерва. Тысячу лет не был заберным, а? красота-то какая. Деревья, вечка. Да-да, через 10 минут. Я поняла, сразу в кадр. Готов, готов. Чего объяснять-то? В кадр и все. Так, документы, деньги, вынимайте, давайте сюда. А ключи? И ключи. так, а это ваша одежда. Переодевайтесь. Прямо здесь? Я отвернусь. что делать-то? Что делать-то? Что делать-то? Вставай! Вставай! Ну что, съели? Здрасте, Костя. Вот Костя, бывший жёнка, я Леонид. Вот сейчас я Смирнова и Булочкина видел, вот мне там было 10 лет. Вот это овцы тоже, она мою подружку играла. Ну, я на ней женился, развёлся, разберёт снова. Ты поговори у меня, козлина! Я, в отличие от некоторых, в шести картинах снялась. Здрасте, я Вера. Здрасте, а вы мне нравились в школе. Никогда не расслабляйся, тут и не папин дом, тут лес. Стоп, снято. Чё тут всё время снимают? Всё время. Когда, не угадаешь. Камера везде, даже в сортире. Нарушение ГАГской конвенции. Отправен одиночество. Артур, писатель-фантаст. Константин, кормить-то будут? Тут не кормят. Сами добываем. Ну что? Здорово, господа неудачники. Ну и зоопарк. Здорово, Кастет. Да. Да. Убеда! Мы ждем Костя, Аннуэль. Я тебя брюс, Мария. Тогда я ему с удовольствием передам, что ты называла меня стервой. И вы не полетите в свой Париж. Компреневу, мадам? Наше маленькое чудовище говорит по-французски. Да, представляешь себе, у меня дяденька любимый служил в французском регионе. А, деспоже, Канес. Что? Маленькая мерзавка. Чтоб тебя никто никогда не целовал. Канес. Сцена один, кадр один, дубль один. Приготовились. Начали. Стоп! Мел, это было ужасно. Юль, я обращусь к тебе не как к продюсеру нашего кино, а хочу нарать на тебя, как на актрису. Можно? Ну, если это нужно, давай. Нужно. Юля, как ты двигаешься? Где грация? Где уверенность? Откуда у тебя ноги растут? Артем, этот кадр в помойку. Приготовились, ты исходные. Камера, мотор. Мотор идет. Кадр один, дубль два. Приготовились. Начали. Ага. Юля, двигайся, двигайся. Юля, больше сердца. Поцелуй! Стоп! Вот оно. Ваше продюсерское кино. Юля, почему ты его толкнула? Ты должна была его поцеловать. Ну, чего я не должна? Должна. Мы об этом договаривались. Уже не трогай ее, а. Ну, давай я тебя сейчас сам поцелую. Не хочешь целоваться, значит, не будет целоваться. Не лезь к ней. Вообще-то, я здесь режиссер. Я не могу работать с такими бездарями. Вот за такие слова можно в ухо получить. Ах так? Ладно. Артем, кажется, у тебя были режиссерские амбиции? Ой, нет, я, пожалуй, нет. Ну, может, пока другую сцену снимем? Хорошо, давайте другую. Артем, спецэффекты готовы? Юля, мне от тебя нужно больше секса. Ты видела фотографии Кристины? Сантьяго, тебя это тоже касается. А ты храпил? Это мое печенье. Я просто работаю. Я зарабатываю деньги. Нам не понять, как не крутить, что нами движет, Если сюжет не лишь случай вчера. Ради чего люди порой становятся ближе. А дождь-то! Это путь не ведет никуда. И все остальные тоже здесь. А что вы здесь делаете, Люсианна Дгартовна? Замечательно. Завтра ко мне с родителями. Все. И если только твой отец снова не сможет прийти, Тебя ждут большие неприятности. Я Сергей Филиппов. И вы меня прекрасно знаете. Десять лет назад мои песни звучали из каждого ларька. Время изменилось. Я работаю в ресторане. Но на этот проект я пришел, чтобы доказать всем, что Филиппов the best. И я знаю, что вы меня любите. И я вас не подведу, мои дорогие поклонники. Нормально? Да. Кто это писал? Я не буду это говорить. Будете. В договоре написано, участник не имеет права менять текст. Да засуньте себе текст. Знаете куда? Вот этот. Бывших рокеров не бывает. И потом, я никогда не собирал банки. Я буду выглядеть как идиот. Долго стараться не надо. Помолчи вообще, а? А вот это что? После того, как десять лет назад меня избил Филиппов. Да я его избил. Я. И причем задел. Какая разница. Откажетесь, не получите деньги. И будете платить штраф. Через десять минут съемка. Учите текст. Подольский. Вообще-то надо стучать. Хорошо. Я не думала, что когда-нибудь мне придется попросить тебя о помощи. Так. Ну, ты не могла бы сходить к директору вместо папы. Ну, ты с какой стати? А с такой, что у него могут быть проблемы. Ну, знаешь, я думаю, проблемы могут быть у тебя, если ты что-то натворила. Да это не важно. Пожалуйста. Пожалуйста? Какое хорошее новое слово ты выучила. А я скажу папе, что ты не такая уж и дура. И у тебя появится шанс. Да что ты. Так, да? Хорошо. Хорошо. Я сама справлюсь со своими проблемами. А вот как только Костя приедет, я ему первым делом расскажу, что у тебя ноги волосатые. И ты мымра. Да ты лох. Просто лошара. И твой рок-н-ролл умер, не родившись. Неоскорбляй мою музыку. Она дорога мне. Моя музыка, да это просто зубоврачебный кабинет. А твоя ресторан. Можно подумать, что ты в кабаках не пел. Ты завивал волосы и носил фиолетовые лосины. Тоже мне рокер. А мне идет. Да пошел ты, Филипп, ты кто такой? Пустое место. Глист. Что ты сказал? Да меня публика любит. Что ты сказал? Мы так не договаривались. Врежь его. Рок-н-ролл отстой. Рок-н-ролл отстой. Рок-н-ролл отстой. Старовато я для этого. Вы черный побегал. Рок-н-ролл отстой. Ребятушки, вы дома сидели? Куда? Нет. Это же Иванов! Где серед, где юг? Как этот мох растет, а? Как ветвый. О! Ежели с ними шею сверну? Я сам за себя отстану, псих. Подольская, где твой отец? А он сегодня не сможет, наверное, прийти. Он занят. Так я могу ему позвонить. Он занят. Он занят. Понимаете, он занят. Он даже не хочет узнать, что его дочь отчисляют из школы. И нашего мальчика. И нашего мальчика тоже. Он ведь лучший. Ну, допустим. Допустим. Проходите. Ну, хорошо. Теперь, я надеюсь, все в сборе, да? Ну, начнем. Все. Все. Вот здесь Нину идут, нас в уроки. Они от своей площадки, да, с чем на 30 метров не отходят. Боятся. Спасибо, что помог. А ты кто? Что, не узнаешь? Нет. А вот так? А, ну, в этом, в военно-исторический фильм, 1200... 1232 год. Это про то, как орды буты напали на Святую Русь. А потом еще 1585, это про Иоанна Васильевича. А потом 1709, это про славную Полтаву. В мялое время меня каждая собака знала. А теперь, теперь времена прошли. Я узнаю. Жизнь нелегкая заставила участвовать вот в этой вот забытой и в чаще. Я терпел. Я две недели терпел. Петрушкой прыгал. Тех стучил. Не смог. Не могу я жить во лжи. Не могу. Не могу я терпеть эту ересь заморскую. Мы с Костиком познакомились во время одного из его турне. Я тогда работала стюардессой. Костик был музыкантом. Ну, вы знаете, как это бывает. Вот, решили, наконец, узаконить наши отношения. Похвальное решение. Да, даже такому холостяку, как Костик, нужна тихая, спокойная гавань. Ну, вы как женщина меня понимаете, наверное. Да, конечно. Тем не менее, Юля, я бы очень хотела видеть твоего отца. И, разумеется, когда он освободится, потому что твое поведение оставляет желать лучшего. Всего доброго. Ну, как тебе мой выход? По-моему, достаточно. Можешь прекратить меня обнимать. Я невеста Константина Подольского. И практически вторая мать вот этой девочки. Костя не смог прийти и попросил меня. И ты сбежал? Сбежал. А они даже этого не показали. Как будто вообще не было никакого Никиты Иванова на шоу. Не было, не было. А что ты домой не идешь? Нельзя мне домой. Покуда всю эту сволоту телевизионную-то на чистую воду не выведу, Чтоб народ православный знал, какое это все фуфло! А что ты так говоришь, что так по-былинному? А, и пиздежки профессии. Ты, кстати, вот венту это, жрать хочешь? Я тут, главное, с утра это, заяц травил. Сбежал, чертяк. А на вот, не побрезгуй, а? Злодейский его хронцов добыл, а? А? Не, не, не. Парень, ты лихой, споемся. У них каждый день прямой эфир. Так что, если проникнуть на площадку, можно сказать все, что накипело. Мне есть, что им сказать. А я знал. Знал я, что рано или поздно встречу тебя, брат. Знал. Покажешь, где держаки зимуют. Покажешь. Черный ворон, что ж ты вьешься? Я голосую за то, чтобы Филиппов покинул проект. Он не показал ни силы, ни воли, достаточной, чтобы продолжать борьбу. Филиппов черный. А я за то, чтобы Филиппов остался. Он мне своим видом напоминает, что я женщина. Белый. Тихо. Ну что, други? Время против. Граждане телезрители. Все, что здесь происходит. Вот это шоу, это подстава. У них написанный сценарий. Эти пидр***цы телезрительщики знают заранее, кто из нас победит. Они заставляют нас унижаться ради своих еб***чих рейдингов. Но мы, мы не обезьяны. Мы люди. Станик, мы люди. И мы пришли сюда, чтобы сказать вам правду. Правду. Я не знаю, сколько ли мы еще продеремся в эфире. Но пока мы с вами, вы будете знать всю правду об этом еб***чем телевидении. Стоп, снято. Просто отлично. Знаете, вы были абсолютно правы. Этот Подольский просто находка. Телефон разрывается. Зрители требуют продолжения. Я вам и говорил. Вообще, что здесь происходит? Ты что здесь делаешь? На тебя пришел посмотреть. Ты, кстати, отлично справился. Ну что, я от работы свою. Могу я вернуться в шоу? Красавец. Тебе полагается премия за тяжелые условия. Вам... Достаточно. К вам, господин Подольский, у нас будет особое предложение. Так это все... Это все постановка, подстава. И штурм студии, и Филиппа. Подстава. У нас падал рейтинг. Нужна была новая идея. Господин Бурмистров нам ее предоставил. Как ты мог? Мы же с тобой вместе жизнью рисковали. Прости, браток. Но это же телевидение. Ну что ты? Телевидение? Я же тебе душу открыл. Мы же с тобой вместе песню пели. Ты знаешь? Ты знаешь, как я переживал? Ты знаешь, как я переживал? Я вообще поверил в эти предлагаемые обстояния. Смотри, все натурально. Натурально. Вот. Все идет как по нему. Что-то обиделся. Так, родные, работаем. Историю делаем. Давайте, работаем, работаем, работаем. Минуточка. Дело в том, что я буквально опозорен перед миллионами своих поклонников. И я требую компенсации. Так, все по местам. Через две минуты выходим вы все. Мои адвокаты свяжутся. Мои адвокаты свяжутся. Принц мой золотой. Прилетай же скорей за мной. Где ты, где? Без тебя так одиноко мне. Звездный принц. Появи скорее, появи. Я принцесса живая, а не монета. Сантьяго, ты знаешь, ты зря старался. Можно было и не вытаскивать это фуфло из у неё, из рюкзака. Да. Отстой. Думаю, это... Да, это не очень хорошая песня. Вообще-то, по-моему, Кристина тут очень даже неплохо выглядит. Что? Хотя, конечно, клип полный. Неплохой клип, и мне он не нравится. Господа, не несите чушь. Клип сделан очень профессионально, несмотря на то, что это пока черновая версия. А у нас мне стыдно за наши, за ваши ночные потуги. Я, в свою очередь, сделал всё, что мог. Сценарий супер, аранжировка тоже, а всё остальное детский лепет. Камера трясётся, актёры халтуют, а кое-кто даже воду в кадр нормально вылить не может. И что мы можем ей противопоставить? Что? Ничего. У нас были трудные условия, Мишенька. Я всё делал, как ты говорил. Ты знаешь, что у нас на районе за такие слова, Мишган, репу колят? Это называется предательство, такие разговоры. Вот, да вали к своей Кристине там пончики с пирожными подавать, режиссёр. Да, подождите минутку. Я с вами. Просто я мыслю вслух. Пытаюсь понять, как нам выйти из этой ситуации. В общем, нас может спасти только натурализм. Чего? Натурализм. Грубоватое слово. В общем, нас спасёт только секс. В кадре? В кадре. Ребята, нам всё-таки придётся. Придётся поцеловаться. И это должно быть красиво и вдохновенно. Ты ни разу не целовалась? Да не ори, ты. Я с тобой как с подругой поделилась. Так ты ни разу не целовалась. А я подумала, что ты уже... Ну да, ни разу не целовалась. Ну просто тут парня не находилось подходящего. Ну так поэтому ничего не вышло, да? Да. Фу, тогда откажись. Вся. Ты что? Если Кристина узнает, она мне вообще со Светой живёт. А если Сантьягу узнает, то... Я вообще сгорю от стыда. Ну тогда можно потренироваться. Ну, о помидорах, например. Ты... Ты совсем с ума сошла? На каких помидорах? Я тебе не героиня, как я из какой-нибудь тупой комедии. Чтоб на помидорах тренироваться. Фу... Ну наконец-то. Я дома. Папа? А что это так рано? Тебе же не должно было сейчас быть. Это что, шоу закрыли? Нет. Значит, тебя уволили. Ну да. И денег не заплатили. Не заплатили. Не заплатили. Ну, ты хотя бы отдохнул? Да какое там? Ну тогда для чего это всё? Ты знаешь, я приобрёл бесценный опыт. Эй! Папа! Его место на помойке. Ах так? Ах да, подожди. Тогда Нинины вещи тоже. Мне казалось, что он меньше. Да ладно, за часок управимся. Я боюсь, часа будет маловато. У нас очень много работы. В смысле? Мел, я надеюсь, камера у тебя с собой? Так. Больше страсти. Мел, ракурс проверь. Ага. Давай, целуй. Ты сдурел? Кого целовать? Его целовать? Так мы же репетируем. Это может получиться. Что получится? Ты кому хочешь из нас сделать? Я же предупреждал, мы пока просто прикидываем. Через полчаса из школы все уйдут, и тогда начнём. Чего начнём? У девочек в кабинете труда есть манекен. Если кое-кто отказывается целоваться с Юлей, придётся так. Ты сбрендил. Хочешь, чтобы я целовал лысую пластиковую куклу? Да? Всё равно это никто не увидит. Всё видит страсть, огонь, энергию. Мел, скажи, а ты никогда не мечтала о новой стильной стрижке? Такой вот очень короткой. Тебе бы очень пошло. Нет. А зачем? А у тебя цвет волос, как у Подольской. Артём, беги за ножницами и клеем. Манекен с париком – наше спасение. Что? Нет волосы? Я не отдам! В кино нет слова «нет». Артём! Знаешь, это уже слишком. Ах так? Можно подумать, мне одному нужен этот клип. Один человек отказывается целоваться с другим живым человеком, другой человек отказывается стричься, третий человек – туда же. Это твоя самая идиотская идея, понял? Да. Идиотская. Поэтому я с радостью от неё отказываюсь. И мы возвращаемся к нашей прежней идее. Мы все выходим, ты включаешь камеру и целуешь её. В смысле Юлю. Это очень просто. Я покажу, куда нажимать. Я сказал, что этого не будет. Ясно? Тебе популярно объяснить – это обман! Обман! Ладно, Сашенька. Как хочешь. Дело твоё. Как ты меня назвал? Сашенька? Сашенька ты меня назвал? Сашенька? Сашенька меня никто никогда не называет. Ты понял? Я Сантьяго. Понял? Нет. Ты Сашенька. Бабушкин внучок, который не может поцеловать девочку, которая ему нравится. Эй! Эй! Что происходит? Мы за водой. Ты придурок, понял? Не придурок, а творческий человек. Ты всё слышала? Да. Тогда я пойду. Постой! Что? Ты меня оставишь здесь одну? Вот мыть этот огромный спортивный зал? Хорошо. Хорошо. Ты начинай с того угла, а я начну с этого. Тебе очень противно, да? Тут мало чего приятного. Да я не про это. Шувалов – дурак. Он никакой не режиссёр. У меня есть отличная идея. Мы убегаем от полиции. Ограбили банк. Потом начнут… Если бы я мог перемотать обратно до самых первых кадров И всё пересмотреть, замедлив прокрутку многократно, Возможно, стало бы ясно и явно заметно, с какого конкретно момента Меня всерьёз увлекла эта лента. Наверно, я бы нашёл ту самую сцену, После которой эндорфины стали гулять по венам, Вызывая учащение сердцебриения При каждом её появлении в поле зрения. Должно быть, это долго копилось, Как стулы в рёдке курящего, Прежде чем я заболел по-настоящему. Теперь диагноз ясен. Медель тебе сильный, и я все награды отдаю, Главный женский в этом фильме. Да забавно, что всё произошло так плавно, Наверно, так мелким песком становятся крупные камни. Хотя, как именно это случилось, Никогда не станет понятно, Ведь нельзя перемотать обратно. Нам не понять, как не крутить, Что нами движет, Если сюжет и лишь случай... На почве не дали не только журнал, но ещё и это. Не может быть. Да, папа, да, счета. Придётся, наверное, продать твои пластинки. Это всё равно же детей продавать. Тогда у тебя единственный выход. Помнишь, я тебе говорил? Про шоу «Забытые в чаще». Ну, вышедшие в тиражные минитости, Они каким-то образом пытаются выжить в лесу. У них падают рейтинги, там нужна свежая кровь. Короче, есть реальная возможность тебя туда вписать. Нам нужно снять собственный клик. У нас есть группа. У нас есть песня. Чё тут? Всё время снимают? Всё время. Камеры везде. Даже в сортире. Здорово. Господа, неудачи. Филипп. Подольщицы! Завтра ко мне с родителями. Все. В договоре написано, Участник не имеет права менять текст. Да засуньте себе текст, знаете куда? Ты мне нос сломал, урод! Это не по сценарию! Вот тебе по сценарию! Простите, я надеюсь, я не опоздал? Здравствуйте, а вы кто? Я невеста Константина Подольского. Так что, если проникнуть на площадку, можно сказать всё, что накипело. Мне есть, что им сказать. Граждане телезрители! Всё, что здесь происходит! Вот это шоу! Это подстава! Стоп! Снято! Просто отлично! Это всё постановка и штурм студии Филиппов. Подстава! Бабушкин внучок, который не может поцеловать девочку, которая ему нравится. Увалов дурак. Он никакой не режиссёр. Потом начну. Вот-вот, сейчас. Видел, видел. Ты это что, ютубе скачал? Ага. Они что, поправьте целуются? Чисос? Конечно. А ты как хотел? Я бы тоже так хотел. Угу. Хотела. Пока не перейдёшь в пятый класс, а тебя ни одна не посмотрит. Милочь призатая. О-о-о! Мальчик! Ты трясешь. Мальчик! Вот это даёшь! Просто мальчик! Что происходит вообще? Эй, целуйте! Всё, нас здесь точно не найдут, по утрам никто не ходит в Соловку. Купаетесь в лучах Славы. Слышь? Ты выложил видео в интернет? Можно подумать, вам это не нравится. Да из-за тебя нас поженили! А что? Хорошая идея. Можно дать поддельное интервью в каком-нибудь издании. И тогда все точно подумают, что вы знаменитости. И назвать это так. Любовь на съемочной площадке. Ты совсем идиот, Шувалов. Вроде неплохо. И ты туда же? Юль, между прочим, ты сама хотела, чтобы нашу песню услышали все. Так что теперь тебе не нравится? Да то, что теперь всем наплевать на эту песню. Точно. Вы можете просто целоваться и собирать стадионы. Если подумать, кстати. Значит так, Шувалов. Чтобы через полчаса этой записи в интернете не было. Ты меня понял? Удачи! 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 Давай, давай, давай! Так, все, тренировка закончена, все свободны. Подольская, Маевский, молодцы! И не забываем, что завтра на соревнованиях мы должны сделать 27-ю школу. Так что никаких вечерних гуляний, понятно? Дай-ка угадаю. Подольская, ты такая бездарная певица, что бы я стала столько раздеться в интернете, лишь бы тебя заметили. Или, Подольская, я бы научила тебя целоваться, но боюсь, мне стошнит. Ты вообще о чем, Подольская? На тебе просто такое лицо, как будто ты сейчас какой-нибудь гадость скажешь. Да я вообще не собирался. Ты что, не смотрел клип, что ли? Смотрел? Нет, он, конечно, отвратительный, но... Подожди, подожди. Может, не было жать, мне неинтересно. Ты решил приготовить завтрак? Нет, решил совершить обряд освобождения. И что, ты даже не прочитаешь, что там написано? Да, а что там написано? Счета, как счета. Еще счетов, что ли, не видели? Вы должны вернуть свою задолженность за задолженность, а то иначе вас ждет смертная казнь. Явитесь в суд. Ну, это тоска. Вот раньше была почта. Костет, ты, конечно, сволочь, но я тебя люблю. И буду помнить вечно. Потому что я беременна. Вот почему мамино письмо до тебя так и не дошло. Ну, не знаю, может, и не поэтому. Скажи, а тебе это правда нравится? Ну да, я с детства люблю смотреть за огнем. Да нет, я про поклонников. Ну, когда все обращают на тебя внимание, лезут. Ну, да, это же приятно отчасти. Блин, это же мне! Блин, меня пригласили куда-то, а куда? Куда тебе могли пригласить? Юношеский песенный конкурс «Московские искорки». Ничего себе, еще до сих пор существует. Я, между прочим, в нем принимал участие, когда был юным пионером. И занял первое место. Слушай, это же мы с Меланей месяц назад подавали заявку. Но нам не ответили, я думала, что мы прилетели. А теперь... Ну, ого! Блин! Ну, что опять? Сегодня прослушаем 12 часов. Час-два часа. Ну? Ну, у нас соревнования с 27-й школой. Ладно, может, я и плохой отец. Звони, короче, ребятам. Барков нас подвезет. А Галина Дмитриевна, она меня убьет. Ну, Галина Дмитриевна, во-первых, убьет первого меня. Да и потом... Что-нибудь придумаем. Все, давай, пошли. Забирайся. Кастрюлю потуши, пожар. В общем-то, ребят, главное не бояться. Рядовое прослушивание, ничего там удивительного. Там будут сидеть дядьки, тетки с кислыми лицами. Надо как-то собраться. Успокоиться. Успокоиться. У меня вот и валерьяночка есть. О, а дайте мне. Вы же, дети, вам нельзя. Вот раньше, когда я играл с группой «Волосы». Ой-ой-ой, блин, какие же мы придурки. Что такое? У нас же названия нет. Ну, вы даете. Какой ужас. А давайте уйдем отсюда, потихо мы. Умница, а как ты заявку подавала? Как-как? Юля Подольская и ее группа. Скромно. Да, очень скромно. Слушайте, давайте сейчас не будем выяснять отношения. У кого есть какие варианты? Юля МС, МС, Юля. А мы? Где мы в названии? Есть у меня одна идея. Сейчас, секунду. Может быть, назовем туда и обратно? Тебе нужно девочку завести, либо к мозгоправу сходить. Это тебе нужно к мозгоправу сходить, а это книжка про хоббитов так называется. Что бы вы без меня делали? Значит, смотрите, варианты такие. Мамюс, либо мамсю, либо мюмас. Миш, подожди, ты что, издеваешься еще? Вообще-то это аббревиатура. Миша, Артем, Мелани, Юля, Сантьяго. Мамюс. А подождите, название, оно же должно быть красивое, непонятное, с тайным смыслом. Давайте назовем патогенез. Тебе тоже нужно к мозгоправу. Может, великолепная пятерка. А может, Пентагон, это пятиугольник по латыни. А может, бешеные улицы, псы. Давайте назовем педиатрия. Может, дети еще. Юль, а ты ничего предложить не хочешь? Не хочу, у меня голова вообще пустая. Эх, ребят, я, конечно, понимаю, что я вам не авторитет, но кое-какой музыкальный опыт все-таки имею. Согласны? Да. Название группы – это очень важно. Оно должно быть интригующим, запоминающимся, с провокацией, чтобы откладывалось прямо спинной мозг. Короче, была у меня группа, ну, там, первая, еще в восьмом классе, а я… Так вот, было у нее, естественно, название. Так вот, это название, на мой взгляд, вам очень подходит. Ухо Ван Гога. Это провал. А может быть, кофеин? Мы же энергичные. Ну, не хватит зевать. Это нервные. Так легкие быстрее наполняются. А может, три плюс два? Три мальчика, две девочки. Пять звезд. Осталось пять групп. Блин, я уже не могу ждать. Только вперед, Россия! Родина только вперед! Новый двоих рекордов Олимпиаду ждет! Только вперед! Так, в общем, я пойду, посижу неподалеку, вы без меня справитесь. Эй, ты куда? Это вообще-то называется предательство. Кто за нас болеть будет? Так будет лучше, поверь мне, я потом все объясню. Эй, Олеги, огоньку не будет, у меня керосин в зипе закончился. Копать-колотить? Подольский. Иди, иди, иди. Ты живой еще. Отлично выглядишь. Ксюша. Ксюша. И каким ветром-то тебя сюда участвовать? Я с девчонками, с мальчишками. Да тебя опасает, Подольский. Вообще-то, Костя, ты мой отец. А, ну тогда тебе не повезло, деточка. Папа, а это что, член жюри? Не что, а кто член-член жюри. Старая знакомая. Ну, так это ж круто, это же наш человек получается, да? Да ничего крутого, никакой это не наш человек. Я с ней плохо расстался. Ты ее кинул, что ли? Куда такие выражения? Кинул. Хотя, по-другому и не скажешь. Слушайте, теперь она вас точно засудит. Да, не повезло. Вот это не повезло. Привет, ребятки. За меня поболеть пришли? Ты знаешь, конкурс розовых чудовищ этажом выше. Привет. Как смешно, конечно. Извините, вы мне не поможете? У меня очень сильно болит спина после бассейна. Вот, потяните мне, пожалуйста, спину, да. Обычно мне это Никита делает, но сейчас у него соревнования. Победа. Я не знаю, как это, да? Вот, смотрите, да, значит, сзади, да, меня вот так вот обнимают. Папочка, ты смотри на Дарвис, а то он на килограмм 60 весит. Ой, как хорошо звучит, вот так, да-да-да-да. Ну, не исправим ты подольский, никак. Так, кто тут это? Кристина Бент, кто? Ты? Давай, быстрее. Ну, спасибо. Теперь я пойду и выступлю как богиня. Она тоже будет участвовать? Папа, спасибо большое. Еще друг называется. А что у папы-то? Что у папы? Есть шанс, что ее засудит Ксюша. Не подходит. Ну, к чему ты ее? Я один прибегу, двое там. Двести метров один проиграем. Мы снимаемся сегодня. Из какой-то выскочки, Галина Дмитриевна, я прошу... Нет, я требую, чтобы вы меня поставили. У меня... У меня отец пришел. Ладно. Опять двадцать пять. Прекращай свои вот эти нервные движения. Как ты сказал? Опять? Кроматей, опять пишется через О. Опять! Пять. У нас есть на зоне группы! Вообще-то это слово я первый сказал. Юлия Подольская и ее группа. Ну, не пуха, подкилим. Давайте. ПятьUp� Звезда. ПятьUp�Yourадок в КВ 19ああне. Ч��오 번ечки игнотия 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 игнотия. Давай, 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 давай. Это да! Давай, 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 давай! Давай! Да, вот ты знаешь, ты самец, а ты гепард. Мелани как отожгла. Такой танец отщепучего, я чуть слова не забыл. Юля, респект. Я ничего не помню. Зато я всё помню. Все кроме меня сбились на третьем такте второго куплета. В итоге-то прошли, я чуть не посидел от волнения. Артём, коллега, с меня гитара. Да, ну скажу вам на правах старого бобра, группа А5 это не попса, не попса. Кстати, о попсе это ваша Кристина. Что Кристина? Я просто удивляюсь, как она прошла дальше-то? Это же вообще... Ужасное, бесколоссовое, розовое чудовище, которое мы просто обязаны сделать в финале! Ну что, Бондаренко? Да вроде ничего, Люсья Наталья. Это ты добавил финол в талиин в еду учителя литературы? Ничего. Я даже слова такого не знаю. Финолом как? Ну, выворачивай карманы. Помочь? Кабинет химии, из которого был похищен фенол в талиин, был вскрыт с помощью отмычки. Ты просто проволока. Просто проволока? У тебя здесь три, три запрещенных предмета. И есть свидетели, которые докажут, что ты неоднократно, без разрешения проникал в школьные кабинеты. Ты выпил всю мою кровь, Бондаренко. Ты только на этой неделе подрался с преподавателем труда средних классов и пил пиво! С ним же! Я ничего не делал. Вы не докажете. А если я тебе очняк устрою? А? Что ты запоешь? Человек-то чуть коней не откинул, а ты мне здесь фраера лепишь. Синут ганд, я вам зуб даю. Я не травил его. У меня нет претензий к Феликсовичу. А двойка в полугодии не мотив? Вы смеетесь? Тогда мне всех преподов нужно фэн-фэн. Ну все, ну все, все, Бондаренко. Это было тебе последнее китайское предупреждение. Ты позор школы. Я с удовольствием от тебя избавлюсь. Если ты мне дашь хоть малейшее, хоть какой-нибудь повод, ты у меня окажешься в интернате для трудновоспитуемых подростков. Все, ты свободен. Да, кстати, а что это там у вас за история какая-то с Подольской? Ну ладно, все ладно, это потом. Сантьяго, спасибо, что прикрыл. В смысле? Ты отравил Феликсовича? Зачем? Ну вообще мы хотели нашу училку по природовидению проучить. А ваш Александр Феликсович и пирожки сожжал, а ей ничего не досталось. И кабинет ты взломал? Ага, проволокой. Видел, как ты это делаешь. Все четверть тренировался. Подожди. Слушай, Сантьяго, ты мой кумир. Когда я вырасту, я буду таким, как ты. Крутым, таким равнодушным. Буду делать, что захочу, и быстрого еще наплачется. И все телки моими будут, а я ими буду крутить, как ты, Подольской. Чего? Что ты сказал? Ну, все же видят, что она тебе это, ну это. С чего ты взял? Ну она на тебя смотрит так, а ты на нее так. Хм, это все уже знают. Ну подожди, а можно мне с тобой пойти? Ну, просто рядом пойти? Ты меня даже не заметишь. Пожалуйста, Сантьяго. Ладно, ладно, ладно. Только под ногами не мешайся. Значит, вы считаете нормальным, что Юля пропустила такие важные мероприятия и поставила под удар честь школы? Я очень виноват. Можете разговаривать, как взрослый человек? Так? У Юли сейчас такой возраст, когда ее нужно направлять, контролировать. Иначе может случиться непоправимое. Да что вы. Да прекратите же вы поясничать. Вот, лучше взгляните. Об этом уже вся школа говорит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помнуться? Я у тебя забыл спросить. Отвяй от меня. Я тебя только провожу. Она в портзале наверняка сидит у физручки. Ну вообще, цветы это не круто. По-моему, она думает, что ты в нее по-настоящему втрескался, а не просто так. Ты заткнешься когда-нибудь или нет? Эй, эй, подожди! Прости меня, пожалуйста, что вы сегодня проиграли за меня. Ну, ты теперь можешь говорить сколько угодно гадостей. Ну, может, ты перестанешь бросать этот дебильный мяч? Ты все равно не попадешь. Мне так надо было выиграть сегодня. Прости меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Об этом уже вся школа говорит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ужас. А я что говорю? Снятая непрофессиональная. Интерьер ужасный. Вода эта дурацкая какая-то течет. Дилетанты. А как же? Что? Ну, поцелуй. Это поцелуй как поцелуй. Ей песня-то про любовь. Это все из-за моего отца. Он год обещал прийти и вот решил. Изменил какую-то важную встречу из-за этого. А я облажался. Знаешь, что я прочитал на его лице? Я очень разочарован. Разочарован. Ну, послушай, но он же и не откажется от тебя теперь за это. Да куда уж там. Он просто съест мой мозг ложечкой. Слушай, он просто оставил меня в покое. Знаешь, а мой отец до сих пор не может понять, что он отец. Я за ним ухаживаю, как за маленьким. А может, махнемся, а? Я тебе своего отца отдам. Ты мне своего. Это было бы нечто, да. Ты током бьешься. Знаешь? Я не знаю. Никит, я… Ну что, она все еще там? Юля сейчас пятнадцать лет. И это как раз тот возраст… Какой возраст? Когда вы можете стать дедушкой. Да вы что, в смысле? В прямом. И в этом будете виноваты вы? Ваша рок-музыка? Ваше пристрастие к алкоголю? Ваше пристрастие, скажем так, к этой знакомой Нине? Что может девочка почерпнуть из всего этого? Не, ну я все понимаю. А Нина-то тут при чем? Это все несерьезно. Именно ваше несерьезное, пренебрежительное отношение к женщинам оказывает дурное влияние на вашу дочь. Да к женщинам я отношусь более чем серьезно. То есть вы хотите сказать, что вы серьезно относитесь к вашей имени? Ну, в данном конкретном случае с Ниной это же, конечно, все несерьезно. Какой же вы из воротней ухи? Калина Дмитриевна, вы куда? Как? Так это ж другой парень. Да, это Никита Маевский. Маевский? Да. Я знаю папашу, так это нужно сейчас остановить. Как вы думаете? Ну, вообще-то это было бы правильно, но... Просто у девочки может случиться психологическая травма, понимаете? Хотя я вообще об этом понятия не имею. И что же нам теперь совсем с этим делать? Да я правда не знаю, кто всей школе разболтал и молчал, как рыба на льду. Или как там... Слушай, Сантьяго, мы это, еще друзья. Знаешь, зачем она с ним поцеловалась? Чтобы ты обратил внимание на нее. Вот дура, у нее ничего не получится. Ты же не бегаешь за ней. Да тебе чихать на нее с этой большой горы. Можно только без паники. Ага, ты предлагаешь вот сидеть, но здесь и ждать, пока мне Айс принесет двух внуков, неизвестно от кого. Это все влияние ее мамаши. Всем вот эта вот распущенность. Распущенность? Боже мой, какие слова мы знаем, оказывается. Короче, давай соберемся и подумаем, что ты конкретно можешь сделать. Что я конкретно могу сделать, это забереть ее в комнате, поставить на окна решетки и попросить у Зизитопа ружье отстреливать каждого кобеля, заходящего во двор. Гениально. Что еще? Могу отдать ее в женский монастырь. Ага. Еще? Да хоть военное училище. Не обижайся, но у тебя конкретно сносит крышу. Может, ты просто поговоришь с ней? О чем? О мальчиках. И об этом самом. И об этом самом. Об этом? Да ты никогда. Послушай, я понимаю, что это тяжело. Но любой родитель рано или поздно должен выйти на этот разговор в один прекрасный день. Вот мои родители об этом вообще не говорили. Мои тоже. Они подослали разговоры про бабушку. И вот результат. Отличный результат. По-моему, все-таки лучше в монастырь. Давай. Не, ну кто тебе что скажет, Никитос? Если б она меня так упрашивала, я б ее тоже поцеловал. Ну, у тебя разве что только биологичку упрашивать будет. Поцелуй меня, мне сегодня сто лет. А она что сказала? Я вся горю? Хм. Да нет. Ой, она просто такая жалкая, вечно за мной таскается. Я думал, если я ее не поцелую, то она разрыдается на всю школу. А так ей хоть будет что, ночью в школу? А мы и не знали, Моевский, что ты благотворительностью занимаешься. Так она что, сказала, что влюбилась что ли? Да. Сейчас будет много-много крови. Так. А что здесь происходит? Ничего такого, Алексей над газом. Ну, тем лучше для тебя, Бондаренко. Ты поцелов школы, я с удовольствием от тебя избавлюсь. Если ты мне дашь хоть малейший, хоть какой-нибудь повод, ты у меня окажешься в интернате для трудновоспитуемых подростков. Эй! Ты чего? Что с тобой? Ты меня че не убил? Эй, ты чего? Ты чего? Что я? Да ладно, проехали мимо. Короче, хватит это бутер Галимы. Такие отмазы уже не катит. Сейчас опять начнется по полной программе. Ты все не так понял, останемся просто друзьями. Мы взрослые люди, давай не будем и все забудем. Сейчас рядом сядем, дела спокойно обсудим. Это не я, я не хотел, у нас просто подставили. Знаешь, вот так же Кай на даму втирал насчет Авеля. И в надежде на чудо так же плакал Иуда. Господи, прости меня, я больше никогда не буду. Нет, ты меня не убила, но очень сильно контузила. В одну секунду сделав дебилом, ламером, лузером, со всей дури по башке ба-бах, битую и безбольную. И такая, извини, я не знала, что будет больно. Да мне больно, больно, мне очень больно. Ты ведь этого хотела, ну что, теперь довольна? Да мне больно, но я не из тех, кто плачет. Тебе налево, мне направо, вот что все это значит. Тебе налево… А мне направо… А мне направо… Что вы скажете? Ты знаешь, что твой Маевский поцеловал тебя только потому, что ему тебя жалко, дуру. Что? И вообще, ты ему не нужна. Он ходит и рассказывает всей школе, что ты в него влюбилась. Юль, Юль, ты слышишь меня? Можно войти? Нельзя. Мне нужно с тобой поговорить. Я не хочу с тобой разговаривать. Ты сейчас сломай эту чертову дверь. Очень смешно. Ну, в общем, я видел этот ваш клип. И еще кое-что. Ну, открой. Вот я тебя запру, и ты будешь сидеть здесь. А я никуда не собираюсь. Вот и запру. Понимаешь, ты еще очень молода, чтобы... В общем, ты абсолютно не представляешь себе, что у этих мальчиков в голове. Я представляю, что у этих мальчиков в голове. Вот и хорошо. Как ты представляешь, что у этих мальчиков в голове? Откуда? Юль, ну, открой. Вот и поговорили. Кольца на пальцах, кровью роса на ресницах роз. Воздушные танцы, безумная зеленоглаза, стыкоз. Подтики лев муравьи на губок. Мэл, Мэл, что с ней? Может быть, она нервничает? А пообщаться с друзьями? Просить, как ты себя чувствуешь, Миша? Как твоя лодыжка? Что у тебя с лодыжкой? Я к примеру. Сантьяна, что с ней? И это тут даже. Женись вам пьяные, как из сытых друзей. Остановить бы. Вот мертвую муху несет муравей. Под челеск рылышек мотыльков. Под шум деловины жуков. Долгоносиков. Че, ну, как же я? Нервничаете. Что ты взяла? А я бы на вашем месте понервничала. Я набрала 19 баллов. Пока это самый высокий результат. Лучше отстань, не мешай нам настраиваться. Значит, нервничаешь. Кстати, Никита сидит в первом ряду. Пришел за меня поболеть. Я его простила. Так как ты для него ничего не знаешь. Все люди, которые в солнце забили. Как механизм, они инстинктивно летят за гибели. В черном доме, в черном доме, жуков, кауков. Мы не жить могли бы, если бы не любовь. Мы просто начинаем. У меня тоже. Это песня. Это песня о ненависти. Если бы я мог перемотать обратно до самых первых кадров, и все пересмотреть, замедлить прокрутку многократно. Возможно, стало бы ясно и явно заметно, с какого конкретного момента меня всерьез увлекла эта лента. Ты хочешь перемотать, валяй, перематывай. Надеюсь, ты будешь доволен такой переводкой и ее результатами. Если желаешь, можешь стереть особо лжи до сцены, чтобы потом переснять из другой какой-нибудь дурой. Наверное, так будет легче тебе потом себя оплакивать. Я знаю точно теперь, мужики одинаковые. Твой диагноз мне тоже есть, медики бессилы. Ты думал, ты суперстар, но стал статистом, дурацком фильме. Конечно, двами двоими, не вижу разницы, кстати. Кто-то пропустили, это же не было на предварительном уголе. Никуда не годится. И не возвращайтесь обратно. Если сюжет или лишь случайный череда, Ради чего люди порой становятся ближе, Если порой их этот путь не идет никуда. Молодец, первочка! Браво! А мне понравилось? Да, ну в этом, в общем, от души. Ты же мой отец. Я тебе сейчас не как отец говорю, а как музыкант. Правда, хорошо. Да и бог с ним, что вы заняли предпоследнее место. Слушай, мне вообще наплевать на этот конкурс, на его участников. На жюри, понятно? Тебе не кажется, что ты слишком много думаешь о себе? Что в этом плохого? Ну, здоровый, эгоизм, это, конечно, хорошо. Но, знаешь, и в то же время, и не очень. А когда с тобой вот так вот? Когда ты открываешься, а он... А они потом все смеются на тобой, и ты думаешь, что у тебя есть настоящий друг, а он потом плюет тебе в лицо. Вот это хорошо? Я, конечно, понимаю, что ты думаешь, что я ничего не понимаю. Но я кое-что понимаю. Я только боюсь, что если ты поймешь, что я понимаю, ты не будешь со мной разговаривать. Папа, а я и не хочу с тобой разговаривать. Твой Маевский поцеловал тебя только потому, что ему тебя жалко, дуру. Что? Ты ему не нужна. Он ходит и рассказывает всей школе, что ты в него влюбилась. Привет. Что, бить будете? А что есть, за что? Еще бы. Вообще-то я Юлю ищу. Она сегодня проспала. Бузильник не сработал, в школу убежала, ключи забыла. Сможешь передать? Сантьяго? Или как там тебя? Я что-то не понял. За что я тебе бить должен? Да она в спортзале с Маёсом славалась. Я ей сказал, что она дура, и он смеется над ней. Выходит, ты ее обидел, старик. Значит, бить будете. Сигареты есть? Не курю. Я тебе тоже. А она что, тебе нравится? Нет. Понятно. У меня физика. Идем. Может быть, она все-таки придет? Да не придет. Стыдно ей за то, что натворила. Ты с Сантьяго не пришел. Еще бы. Мы могли бы занять первое место. Я уже собирался подавать заявку на Евровидение. А, ждут нас там. Как же? А что? Все нити были у меня в руках. Может быть, с ней что-нибудь случилось, а вы про Евровидение какое-то говорите. Это с нами случилось из-за нее. После такого группу вообще распускать надо. Тоже мне руководитель нашелся. Группу он собрался распускать. Я вдохновитель. Генератор идей. И название, между прочим. По-моему, ты преувеличиваешь свою значимость. Да, Шувалов. Твоя зацикленность на себе ненормальна. Ребят, а что вы стрелки на меня переводите? Мы же по Дольску обсуждаем. По-моему, говорить о человеке за глаза нельзя. А вы говорите в глаза. Ну и что вы молчите? Юля, мы... Да вы такие же предатели, как и все. Что делать собираешься? Валите школы, а потом и из города. Но это не выход. Ну, а выхода нет. Так в метро написано. Знаешь, мы, конечно, с тобой маловато знакомы. Чтобы я чего-нибудь тебя учил. Но рекомендуйте меня послушать. Нужно совершить какой-то поступок, понимаешь? Чтобы она поняла, что ты ее любишь, что ли? А даже если потом за это настучат? Даже если потом за это настучат. Вот чаще всего, в моем случае, так и бывает. Главное, понимаешь, не бояться. Потом можно ее и потерять, в общем. Спасибо. Спасибо, Константин Анатольевич. Пожалуйста. Пойду и набью морду мою. Эй, эй, стой! Что, мне вообще тебе ничего не говорить? Рада, рада! Зачем выпить Моевского? Давайте быстрее. Это самое интересное пропустим. Я подпишу вам это. Лизина Эдгардовна, там, по-моему, сейчас будет драка. Где? Что? Ну, Бондаренко, ты подписал себе смертный приговор. Машенька, идите за мной. Сейчас мы тебе устроим. Сейчас мы тебе устроим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Видел, видел. Ты это что, в Ютубе скачал? Ага. Чтобы через полчаса этой записи в интернете не было, ты меня понял? Адольская, Маевский, молодцы! И не забываем, что завтра на соревнованиях мы должны сделать 27-ю школу. Блин, меня пригласили куда-то, а куда? Юношеский песенный конкурс «Московские искорки». Блин, какие же мы придурки! Что такое? У нас же названия нет. Че ты ее? Я один побегу, давай я так. 200 метров один проиграем, мы снимаемся с соревнований. Опять! У нас есть на зоне группы! Ты позор школы, я с удовольствием от тебя избавлюсь! Слушай, Сантьяга, ты мой кумир, и все телки мои не будут, а я ими буду крутить, как ты, Подольская. Прости меня, пожалуйста, что вы сегодня проиграли за меня. Мне так надо было выиграть сегодня. По-моему, она думает, что ты в нее по-настоящему втрескался, а не просто так. Ой, она просто такая жалкая, вечно за мной таскается. Я думал, если я ее не поцелую, то она разрыдается на всю школу. Ты думаешь, что у тебя есть настоящий друг, а он потом плюет тебе в лицо. Вот это хорошо? Ребят! Нужно совершить какую-то поступку. Даже если потом за это не стучат. А чего вы молчите? Юля, мы... Да вы такие же предатели, как и все. Главное не бояться, а иначе ты можешь ее потерять. Спасибо, Константин Ульянович. Пойду и набью морду мою. Сейчас будет много-много крови. Драко, драко! Саняк, вы пить Маевского! Давайте быстрее, а то самое интересное пропустим! Я подпишу вам это. Люсиина Эдгардовна, там, по-моему, сейчас будет драка. Где? Что? Ну, Бондаренко, ты подписал себе смертный приговор! Машенька, идите за мной. Сейчас мы тебе устроим. Хватит! Хватит всех! Да хватит, я сказала! Знаешь, Маевский, мне абсолютно наплевать на то, что он рассказал всей школе, что мы с тобой целовались. Ты для меня вообще никто. Слезь с него, Сантьяго! А тебя, Сантьяго, я больше не хочу видеть. Предатель. КОНЕЦ ТА-ДА! Вот! Забабахаем такой акустический концерт в вашем клубешнике. Ну, это же подольский, кастет подольский. Живая легенда. По рукам? Нет. Не пойдет. Не формат. Почему? Нет секса. Совершенно нет секса. Сочувствую. Пойдем, Марков. Да. Меня еще никогда так не унижали. Да. Даже я удивился. Обычно просто посылают, а тут, может, по чуть-чуть. Я разрешаю. Боже мой. Боже мой. Вы позор, школы. Ну, хорошо, Бондаренко, конченый человек, тюрьма, его дом родной. Но ты, Маевский, ты же ведь на прошлой неделе выиграл городской марафон. И четверть ведь сдал на отлично. А? Что скажет твой отец, Никита? Ну, ладно, все. Из-за чего случилась драка? М? И вот, значит, они стоят друг напротив друга. И вдруг совсем дождь. И Джейкоб кинулся на Эдварда и в прыжке превратился в волка. Ну, то есть на Никиту. Но тут Бондаренко начал трепаться, как баба. А не стоило. Потому что ну, этот упал, тогда он второму с разворота двинул так, что он улетел метров на пять. Какому второму? И тут Сантьяго почувствовал, что у него нет больше силы. Как будто кто-то ее забрал. Он должен был попытаться вернуть ее назад. И тут появляется она. и создает, как будто из воздуха сгусток силы. Какой еще сгусток силы? Ну, хорошо. Будем молчать. Обоих выгоню из школы. Как же так, Люсианна Эдгардовна? А вот так. Будешь мне Анну Чапман разыгрывать в другом месте. А за тобой Бондаренко. Сейчас придет участковый. Теперь он будет твоим директором. Я в интернат не пойду. Пойдешь, пойдешь. Как миленький. Подождите, Люсианна Эдгардовна, я готов рассказать, как. Да-да. Здрасте. А. Здравствуйте. Здравствуйте, Виталий Никитич. Проходите. Папа. Люсианна Эдгардовна, мне нужно с вами поговорить. Знаешь, вот этим владельцам клубов, всем этим продюсерам, на музыку им наплевать. Наплевать на идею. Лишь бы залы заполнять, лишь бы бабло считать. А стоящих, стоящих музыкантов составляют работать за копейки. Они нас просто эксплуатируют. понимаешь? Вот если бы у меня был свой клуб, я бы дал бы каждому шанс. Это было бы круто. Я взял бы бесплатный вход, там бы выступал, бы кто хотел. В честь школы, я умоляю тебя, ну, едут что-нибудь. Я клянусь, я клянусь, это последний раз. Люсиана Эдгардовна, разберемся, разберемся. Спасибо. Спасибо, Валюшенька. Спасибо. Спасибо. Папа, что отмазал. Еще одно слово. И ты вместо 11 класса пойдешь у меня в Суворовское училище. Нет. Да. Деньги бы вообще отменил, потому что в рингах самое зло. И все бесплатно. Ну, все? И даже... Ну, да, а что? Ну, не знаю. На что бы мы закупали спиртное, если ты деньги только что запретил? Сами погнали. От каждого по способностям, каждому по труду, как говорил Заратустов. Товарищ капитан, ваша мама звонит. Что б она? Да, мамочка. Стой! Мама, я перезвоню! А ну, тихо! Как всегда! Мама, я работаю! Нет, я не хочу загнать тебя в могилу. Нет, конечно, ты всегда можешь мне позвонить. Да. Что ты встал там? Мамочка, да, я, я могу говорить. Нет, нет. У меня нет никаких дел. Извини, ну, по-моему, это утопия. Парков, ты ренегат, понимаешь, этот, как его коллабо-коллабо- Коллаборцанц. Он и пособник империалистов. Точно. Нас ждет счастливое, замечательное будущее. Нас ждет уголовное заключение за нелегальное распространение алкоголя. О, Юля пришла. И тебе здрасте, доча. Что думаешь, а обиделась или сквозняк? Ну, откуда я-то знаю? Твоя дочка. Иди спроси. Да, потом. Еще, еще раз спрашивай. Никит, я... спрашивай. Ты знаешь, что твой Маевский поцеловал тебя только потому, что ему тебя жалко. Дуру. Что? Ты ему не нужна. Он ходит и рассказывает всей школе, что ты в него влюбилась. Доброе утро. Доброе утро. Бывает, конечно, и подобрее. А что это у тебя с настроением? Может, поделишься со сомой, а? У меня отличное настроение. Ой, тут ты. Вообще-то, я опаздываю в школу, мне нужно доесть свой завтрак. Ага. В общем, дочка, я хочу тебе сказать вот что. Если тебе нужна помощь, то ты можешь на меня положиться. вот. Ты всегда можешь на меня положиться. Я спасу тебя, детка. Я мрак шоу-бизнеса. Я ужас попсовой сцен. Я нафталиновый призрак сольников и корпоративов. Я Константин Атольский. Я спешу к тебе, блин. Привет. Слушай, я вчера так волновалась, когда ты ушла с уроков. Я же не знала, что делать. Телефон у тебя отключен. И Сантьяго сбежал, пропал. Ну, сбежал от участкового, и никто не знает, где он. Может быть, ты знаешь. Слушай, Сантьяго очень переживает. И мне кажется, вы должны помириться. А еще я думаю, что на самом деле ты нравишься Никите. Просто он боится это показать. Ты совсем дура, Коткова? Коткова? Ты меня никогда не называла Коткова. Эй, ты куда? Не съела ничего. Порощай мне. Пей, ты что тут делаешь? Не, это твое дело. А зачем тебе такой большой флакон жидкости для снятия лака? То есть ты хочешь сказать, что Подольская не пришла сегодня в школу, потому что любит Маевского? А Бондаренко подрался с Маевским, потому что любит Подольскую? Да, только я вам этого не говорила. Просто Юля стала очень странной. Кристина Строганова тоже не пришла сегодня в школу? Ну так она тоже любит Маевского. Нет, ну это уже слишком. Хорошо, скажи, кого тогда любит Маевский? Маевский? Никого. У него же нет сердца. А вы что, не знали? Родители заказали ему в Англии вместо сердца уменьшенный мотор от Бентли. Точно, точно. Я ей звоню, потому что я беспокоюсь о Юле. А не потому, не потому. В общем, не поэтому. Если вы звоните, сделайте мне предложение, от которого я не смогу отказаться, то идите в Маевский. Константин Еленович, мне срочно нужно с вами поговорить. Алло, алло. Галина Дмитриевна, да. Как? Вы уже узнаете мой голос? Я просто собирался сам вам звонить. Вы собирались мне позвонить? Ну, по поводу Юли. Юли. Вы знаете, я тоже очень хотела с вами поговорить о Юле. Ну так давайте встретимся. Да. Вы в школе? Нет, нет, не в школе, а не в школе, потому что у нас во все сейчас идет подготовка ко дню учителя. Ну, дайте где-нибудь просто посидим. Ну, я имел, да, в общем, можно где-нибудь и постоять. Да, давайте, давайте встретимся с вами. Вы знаете, в три часа перед тренировкой на аллее космонавтов. И не опаздывайте, как обычно. Не опоздаю. Ну, зачем ты это сказала? Не опаздывайте, как обычно. Училка. А знаешь, мне абсолютно все равно, что вы целовались. Ведь он тебя не любит. Просто хотел посмеяться. Я знаю. Но ты могла бы сейчас не быть такой стервой. Прости. Просто ему на меня тоже наплевать. На, выпей. Это что, молочный коктейль? Ты знаешь, сколько мне уковали? Слушай, ты сейчас собиралась выпить жидкость для снятия лака. Пей себе сахар. Я не делала этого с 2008 года. До дна. До дна. Ну вот, как я и говорил, все группы разваливаются из-за этого. Из-за чего? Из-за любви. Из-за эгоизма. Подольская, как и все женщины, думает только о себе. Он меня любит, он меня не любит. И Сантьяго туда же. Устроили драки с поцелуями, как в театре. А как же мы? Да? А как же мы? Я думаю, мы должны помирить их. И снова собрать группу. Но для начала... Вообще-то мне это все надоело. Я подумываю заняться сольной карьерой. И я подумываю заняться сольной карьерой. И значит, Юля и Сантьяго вам не нужны? Вообще-то... Нет. Ну что, Чипы Дейл, теперь уже никто не спешит к вам на помощь? С кого бы мне начать? Эники, беники. Ели, вареники. Ты готовься. Мы должны срочно найти Сантьяго. Мы должны срочно найти Сантьяго. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы в порядке? Давайте я вам помогу. Да я сам, сам, спасибо. Ой, нога... Ай! Да лучше так, полежу. Вы не уходите. Понимаете, Константин Ленович, Юля, она сейчас испытывает недостаток доверия к людям. Она чувствует, что ее предали. Мальчик, которого она любила, просто посмеялся над ее чувствами. Он поиграл с ней, как обычно это бывает, а потом выбросил, как ненужную куклу. Подумаешь, какая-то влюбленная девчонка, которая бегает за ним, смотрит на него коровьими глазами, подает ему мячи, готовит ему завтраки в постель. Завтраки в постель? Ну, это я сейчас обрисовываю вам общую картину. А-а-а. Так вот, ей необходима сейчас поддержка и помощь близким. Если бы вы знали, Константин Ленович, как ей нужно твердое мужское плечо, на которое можно было бы опереться, забыть о всех грустных мыслях и о том, что когда-то она поклялась себе быть сильной и никогда не думать о мужчинах. Это Юля? А, это вы про себя. Да при чем здесь я? Слушайте, подождите, я ничего не понимаю. Вы считаете, что все мужчины козлы и пытаетесь об этом забыть, так? Какой же вы все-таки бестактный человек? Галина Дмитриевна, вы куда? Стойте! Дома его нет. Но это элементарно, его там могут найти. Ну, где он тогда? Может, он сбежал со своим отцом, с тем, который ограбил банк? Нет, это вряд ли. Он же его боится, правильно? Правильно. А у него были друзья. Были у него друзья, кроме нас. Какие друзья? Эти отбросы общества? Здрасте. Ну, куда это нас мама отпустила гулять от них? Мы вас не знаем. Извините, я не хотел обидеть таких благородных донов. Я просто помочь. Дурь нужна? Мы ищем Сантьяго. Ты знаешь Сантьяго? Да, он наш друг. Пошли. Я с ним никуда не пойду. Ну, он знает, где Сантьяго. Галина Дмитриевна, ну куда вы так бежите? Ну, я старый больной человек, а потом у меня нога. Вы что, так и не будете со мной разговаривать? Хорошо, я буду с вами разговаривать. Большое спасибо. Но только в том случае, если вы прекратите ваши эти дурацкие бессоремонные выходки. Я прекращу свои дурацкие бессоремонные выходки. Что вы делаете? Константин Ильич, прекратите. Что происходит? Нам нужно укрыться. Отчего? Скоро будет град. Я это чувствую. Да, вы так думаете? Я уверен. В девяносто первом году сломал ногу, прыгнул со сцены неудачно. А с тех пор очень хорошо чувствую погоду. Удачи, забежим к кинотеатру. Вот фильм «Детка», по-моему, комедия. Отлично. Сейчас проведем время. Еще. Маевский один раз взял у отца машину покататься без проса. И нас остановил гавишник. Так вот, Никита сначала начал ему угрожать. А потом понял, что, короче, не действует. И начал рыдать. И такой ему, пожалуйста, не говорите моему папочку, он меня убьет. Может, он правда плакал? Рыдал, он в ногах валялся. А еще он отвратительно целуется. Да. Ты знаешь, у меня все время было такое ощущение, что я целуюсь со сцены. Почему? Потому что он целый день делает вот так. Это когда-то он так делает? Ну да, есть что-то, да. И самое главное, что он завивает ресницы. Да ладно. Угу. Вот фу. Я сама видела. Он тогда полный идиот. Абсолютный. Высокомерный. Суслик. Самовлюбленный. О! О! Подожди, подожди, подожди. А было бы здорово, если бы все узнали, какой на самом деле Маевский. Уважаемый, скажите, а долго нам еще идти? Здравствуйте. А где Сантьяго? Друзья Сантьяго. Это хорошо. Значит, поможете другу. А что с ним случилось? Где он? А мы не знаем. Как это не знаете? А зачем же мы тогда вот... Ага, тут такая ситуация вышла. Он нам денег должен. А вы его друзья. Ага. Он, конечно, слегка затянутый. Да я вообще середина понимал, что к последнему она тяжки из руку выпустит. Но с пивом потянет. А что это с вами? Мне надо в школу идти на тренировку. Я теперь так боюсь. Не бросайте меня. Пожалуйста. Вам надо выпить. Для храбрости. Вот. Отец прислал самогон. Вещь хорошая. Необычно помогает. Немножко. А, я понял. Еще плеер. Ну, а тебя что на счетах, Абрамович? А я вам ничего не дам. Пишешь, нас сейчас был бить. Да и пускай. Мне вообще это все надоело. Каждый день одно и то же. Выворачивай карманы, гони мобильник. Артем, ну хоть ты скажи. Сколько можно это терпеть? По-моему, это совсем не подходящее время для такого разговора. Знаете, что я вам скажу? Если вам нужны деньги, идите и заработайте их. Можно пиццу разносить, еще там что-нибудь. А пиццу вообще не стоило. Почему? А что я это сказал? Какую пиццу, а? Я сейчас из тебя пиццу сделаю. Я пошутил. Вот вам мобильник, вот деньги. А, руки только... Так, вот вы где. Здрасте, господин полицейский. Здрасте, здрасте. Два часа назад на нижнем колокольном был ограблен ларет с твоей связи. Слышал, господин полицейский, такая досада. Я же знаю, что это вы. А вот и не мы, господин полицейский. Что ты мне заливаешь-то? Куча народа и видел, что вы там ошивались целый день. А мы, может быть, просто гуляли, дышали воздухом. Ну да, ну да. И случайно наткнулись на бандитов, которые ограбили ваш шаларек. Принимайте. Рыжий особо опасный. Да. Знаете, что я хочу вам сказать, Константин, Улья? Я смотрю, вас развяжуло. Дайте-ка фляжечку. Я... Так вы же опоздали на урок. Да неважно. Я вот что хочу сказать, Костя. Я очень давно за вами наблюдаю. И знаете, что я думаю? Это интересно. Я считаю, что вы, вы разгильдяй, вы прожигатель жизни и алкоголик. Ну, знаете, ничего нового абсолютно вы мне не сказали. А еще вы очень плохой отец. Вот если бы я, Галина Дмитриевна, была бы на вашем месте, если бы у меня, у Галины Дмитриевны была бы семья, дети, я бы их очень любила, я бы заботилась о них, я бы сделала все, чтобы у Юли был настоящий отец. У Юли есть отец. Это я. Да? Точно. Здесь мы снимаете. Зачем мы здесь, а? Где ты? Здесь крысы. Ты совсем дура, это трусы. Не ори. Короче, у тебя есть камера на телефоне. Да. Во-первых, у меня не телефон, а коммуникатор. И стоит он мне, что поручит? Да, давай сюда. Пошли. Лезь давай. Лезь давай, без вопросов и без звука. И тренировка через 20 минут. Ну вам же этого не нужно. Этого это чего? Ну, семью. Ой-ой-ой. Вы же, вы же думаете только о себе. Вы же, этот, большой эгоист. Вот почему у вас у женщин, вот что, что, так сразу эгоист? А? Что? Я на самом деле стараюсь. Да нифига вы не стараетесь. Ну, где же вы стараетесь? Вам уже сколько лет? 40 лет. У вас уже почти взрослая дочь. Да какая же она взрослая? А как? Какая она взрослая? Она взрослая, а она, между прочим, уже знает, что такое настоящая любовь. А вы нет. Потому что вы инфантильный эгоцентрик. И вам вообще наплевать на югу. Вам наплевать на югу. О как! Инфантильный эгоцентрик. А где бы вообще слов таких нахватались? А вы вообще кто такая, чтобы так со мной разговаривать? А кто такая? Нет, погодите. Я, между прочим, так на секундочку учительница вашей дочери. Да если бы мне было плевать на Юлю, я бы с вами не встречался бы. Вот зачем я с вами встречаюсь? Костя. Зачем вы со мной? Встречайтесь. И вы правда были в участке? Да. В наручниках? Ну да. За решеткой? Мэл, прекрати. Меня родители чуть не убили. Отец так рассердился. Сказал, я не его сын. А мама плакала и играла брамса. Ужасно. За мной теперь постоянно сидит сестра. А она издевается надо мной. Э! Да? Святые жизни. Вы что, грабанули магазин с пластмассовыми пистолетами? Мы на вас что, наручники надевали? Да. И они, между прочим, сидели в зверинце. В обезьяннике. Богу даете. Ну, психи. Ты видел? Да. Он даже не оброшал. Боится? Швалов, Емелин, чего сияем? А? Ну, вот так лучше. А теперь ко мне в кабинет. Тридцать шесть и шесть. Странно. Дорогие мои, несмотря на то, что сегодня день учителя, мы хотим поздравить нашего ученика. Вы его все прекрасно знаете. Это... Это Никита Маецкий! Просим, просим, просим! Тихо! Тихо, тихо! Неделю тому назад на городских соревнованиях по марафону он занял первое место! Поздравим его еще раз! Молодец! Молодец! Галина Митлевна! Прошу вас, несколько слов! Молодец! Ну, что я могу сказать? Мы гордимся тобой, Никита! Да! И сейчас давайте еще раз все вместе посмотрим, как это произошло! Как Никита Маевский принес победу нашей школе! Ура! 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 Александр Феликсевич, Александр Феликсевич! Александр Феликсевич! Все? Давайте, давайте! Тихо, тихо, тихо! Не поедешь, ничего не поедешь! Вырубайте свет! Видео включайте! Все! Тихо! Прекратите! Прекратите! Тихо! Что это такое? Тишина! Всем тихо! Не смотреть! Тишина! Всем тихо! Господи! Боже, ты бой! Боже, ты бой! Перестань! Тишина! Что это такое? Молчали все! Папа, я уйду из школы! Ты как твоя мать! Чуть что сразу уйду! Пап, понимаешь, я не могу туда вернуться! Я от стыда там вздох! Сына запомни! Во-первых, от стыда еще никто никогда не умирал! Во-вторых, ты не колобок, чтоб бегать от опасностей! И в-третьих, так устроен мир! Либо ты всех, либо тебя всех! Что ты выбрал? Я жду! Мне надо ехать, у меня встреча! Я всех! Молодец! Вылитый я в молодости! Порви их всех, Никитос! Я думаю, он получил по заслугам. Да, наверное. Слушай, ты же понимаешь, мы никогда не будем подругами. Это невозможно. Ну да, да, да. Как это ты будешь главной стерой в школе, если тебе будет некого ненавидеть? Да, а ты? Посмотрите на меня. Я не такая, как все. Я особенная. Ну да, да, да. Я без тебя не обойдусь. Шувалов, Емелин, а это правда, что вы ювелирный магазин с оружием ограбили? Правда. За нами даже отряд с ОМОНом приезжал. Вот идиоты. Ну ладно, пока. Давайте я вам помогу. Да нет, мы тут наказание отрабатываем. Конечно, Юль. Да, мы будем рады. Мыши полевки создают единственный брачный союз на всю жизнь. Для самцов полевок существует только одна возлюбленная, которая не предана до такой степени, что даже не смотрит в сторону других самок, а при столкновении проявляет в нем открытую агрессию. Кстати, воспитанием потомства занимается исключительно самец. К сожалению, ученые развели романтические иллюзии, доказав, что такое поведение вызвано особым строением очень небольшого мозга этих существ. Папа, ты любил маму? Вообще да. Но давно забыл об этом. То есть можно забыть о любви? Как не прискорбно. Но это жизнь. Ну, это было бы здорово, если можно было бы забыть. Вообще-то да, так как-то проще. Эй, ты чего? Давай нашу. Сжимай. Во! На самом деле, я уже был готов к драке. Разве? Да. Все зашло слишком далеко. Ну и что бы ты сделал? Есть у меня один приемчик из арсенала этого, Меллы Гибсона. Актеры. Там фильм, где все шотландцы. Храброе сердце. Да. Неожиданное нападение и боевой клич всегда срабатывает. Ну, как бы он выглядел, твой боевой клич? Актеры. 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 По магазину все разбросано, как будто мамай прошел. Дизитопа нигде нет. А снизу какой-то гул. Слушай, давай полицию вызовем, а? Дизитоп! Эй! Дизитоп! А я не знал, что у нас есть подвал. Я тут никогда не его. Я тоже. Лови ее! Лови! Лови! Она здесь! Лови! Вот она! Вот! Вот! Топси ее! Лови! Она здесь! Прибежала. Ушла. Зитопа, а это помещение твое? Мое, мое, черт. А ты не просишь, если мы с Барковым тут порядок наведем? Наведите порядок. Только что без крыс. Это они достали, как последний альбом БГ. Да у меня дело. Знаете, я подумала, как жалко, что Сантьяго этого не видел. Угу. Вообще-то надо бы его найти. Мы торчим здесь уже третий день, ни разу не репетировали. Сантьяго! Сантьяго, выходи! Привет. А давно ты здесь? Уже три дня. Меня нашла Мелани, и мы договорились, что я здесь побуду. Ничего себе, ты нам ничего не сказала? Знаете что? Это вообще не смешно! Юль, Юль, прости меня, пожалуйста. Я знаю, что я повел себя как полный урод. Но я не знаю, что мне теперь делать. Я просто хочу быть твоим другом. Я знаю, что это может тупо звучать, но я больше тебя никогда не предам. Обещаю. Ну ладно. Давайте репетировать. Боб. А ты? Ничего здесь не видишь, а? В смысле? Я вижу здесь несколько неоплачиваемых субботников. Да что ты, Боб? Это же наш клуб! Боб. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Позор школы А за тобой, Бондаренко Сейчас придет участковый Да, мамочка? Стой! Мама, я пересоню! Юля, она сейчас испытывает недостаток доверия к людям Прощание Она чувствует, что ее предали Мальчик, которого она любила, просто посмеялся над ее чувствами Витя, ты что тут делаешь? Не твое дело Ну что, ЧПД, теперь уже никто не спешит к вам на помощь Мы должны срочно найти Сантьяго Ты знаешь Сантьяго? Да, он наш друг Это хорошо Значит, поможете другу Вам денег должен Завабахаем такой Акустический концерт Ваши в клубешнике Не пойдет Не формат Два часа назад на Нижнем Колоколе Он был ограблен на люк с этого света Принимайте Рыжий особо опасный Вот если бы у меня был свой клуб Я бы дал каждому шанс Было бы здорово Если бы все узнали Какой на самом деле Маевский И сейчас давайте еще раз все вместе посмотрим Как Никита Маевский Принес победу нашей школе А что такое? Прекратите! Я уйду из школы Так устроен мир Либо ты всех Либо тебя всех Прости меня, пожалуйста Я больше тебя никогда не предам Обещаю Боб А ты ничего здесь не видишь, а? В смысле? Это же наш клуб Так, ленточки Хлопушки, цветочки Шарики эти дурацкие Ай, зачем я бы все это вязался Сидел бы себе на уроке алгебры Ну что ты так медленно? Дуй давай Голова кружится от этого Это астма Я думаю Тема Ты стал таким же ипохондриком, как и Мелани Может вам пожениться? Будете вместе сдавать анализы, лежать в больницах Чего ты такой злой, Миша? На, палец укуси Может, полегчает? Молодые люди Почему? Почему ничего не готово? Время, время Быстрого меня убьет А я вас Давайте Поторопитесь Да, не забудьте Этот Золотой дождь Это Должно быть Должно быть Помпой Это Любимая директиза Должна сиять Светиться Как этот Новый подний Как самовар Давай, тащи сюда эту золотую фигню Нету ее Тема Как нет? Ты вчера ее купил А может без нее обойдется? Понимаешь, Миша Сегодня утром Это было Так Красиво Ты клинический Идиот Феликсович Нас закопает А Быстрого Эта грымза Раскопает И сожрет Мамочки А я кратил Что делать? Так Прекращай ныть У нас Есть У тебя есть 15 минут Чтобы найти Замену Вот этому Золотому дождю Ну давай Придумай что-нибудь Министрель фигов Министрель фигов Боб Краску тащи А нету краски? Кончилось Как кончилось? А серая? Вся кончилась Ну а что ты стоишь? Сгоняй купи Да? Позолотите ручку, дяденька Я тебе вчера только деньги давал Кончились твои деньги Вчерашние Знаешь какие цены сейчас в магазинах? Чего ты на меня так смотришь? Не веришь мне? Нет Давай обащи меня Пускать? Обащи Ну может Да мне еще и как Ну перестань Напиши Что ты мне лапаешь Что ты мне лапаешь Что такое? Вот это вот что? Волча Между прочим Пивные деньги Я откладывал Между прочим Для тебя Нет 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 Школа Это не для меня Мне не нравятся Все эти обезьяни Отношения Мне никому Ничего не нужно доказывать Я круче Вообще У меня много других дел Я кажется Знаю каких Ну Ничего ты не знаешь Знаю Что ты вчера вечером делала Нарбатевым Вевелирном Ты следишь за мной? Мне приятно Да хватит Поясничать Поясничать Мэйл Она тебя видела Она сказала Что у тебя был такой вид Как будто ты хочешь Разбить витрину с украшениями И убежать Слушай Может поможет? Это очень просто Там охранник старый пень Ты совсем придурок что ли Сантьяго Если ты не вернешься в школу Тебя посадят в тюрьму Ну Там тоже жить можно Нет У меня просто нет слов Слушай Быстрого меня не возьмет обратно Даже если я унижусь До невозможности Ну извинюсь например Значит так Слушай сюда Если придется Ты будешь извиняться На четвереньках Ты понял? Детка Она смотрит все Блин Меня никто не возьмет обратно Ну это мы еще посмотрим Готовься к унижениям Детка Лучше посмотри Во что твой любимый Ремонт обходится там Циклевка пола 11 тысяч рублей Покрышка стен 9 тысяч рублей Проводка 20 тысяч рублей Сантехника 42 тысячи рублей Две раковины Два унитаза Зачем два унитаза Зачем два унитаза Зачем? У нас ведь Нигейский клуб Да? У нас по-любому Должно быть Минимум два унитаза Слушай Хватит парить меня уже Ты мне скажи Сколько будет Стоить Ремонт Без аппаратура Аппаратуру в аренду Возьмем Сколько? Из чего это? Сто пятнадцать тысяч рублей Сто одиннадцать С половиной На ремонт? Да Хорошее дело Ну ладно Вот вам сюда Чака Берри Не дам ни копейки Да мы отработаем Мы отработаем Молчать бездельники Какой ремонт Откройте клуб Через два дня Его пропьете И в этот прекрасный день День вашего юбилея Сененкардов Когда вас поздравляют Когда вас все так любят Вы можете поступить Как поступали Самые великие вожди прошлого Вот нам например На истории рассказывали Что они прощали преступников Перейдите пожалуйста В школу Саша Бондаренко И вы навсегда Останетесь в памяти школы Как самый великий Выдающийся Вождь Вождица Руководитель Ница Как руководительница И какие же это великие Вожди прошлого Амнистировали Государственных преступников Ну Наполеон Массолини И этот Хусейн Саддам А твой Бондаренко Враг родины То есть школы Я приняла решение И я его не отменю Тебе ясно? Тебе ясно Ах так? Тогда вы никакой Не Саддам Хусейн Вы хуже И вас на самом деле Никто не любит И не уважает в школе Я только боя Неправда Мужчина Грустите? Ну немного И нет взаимопонимания С этим непростым миром И финансы поют Чего поют? А в этом смысле Ну да Руку дай Ну дай Дай А сейчас мы посмотрим Так 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 Подожди Ну что там? Сколько у тебя везений Да? Везений? Да Очень Подожди Так ты же им пользоваться Не умеешь А давай проверим Купи билетик Я бы купил Вот это денег Нет Финансы поют Разве? Что? О! Родка прилипла Давай-давай Ну давайте билет Сейчас увидите Какой я везучий Так Ну давай А ну вот Последние два рубля Пятьсот Так Здравствуйте 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 А не надо бегать Не надо Здравствуйте Амда Алексей Николаевна Да Все готовы Праздник Музыка Веселий смех Ждут вас В нашем Так сказать Общем доме Это Извительная прическа Так идем К вашему Вадим Идите Идите Вы уже говорили Мне все это Сегодня Что такое? Что такое? Вы что Хрепнули с утра Что ли уже? Ну что Здесь Это 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 Блокардин Не вы Ладно Не вы Идите Идите Она сегодня Прощается Курят Да ладно Расплакин Дальше Пачку Отдам Нарошенько О О О Опа Еще Пятьсот Слушай А чистый Воняет А Ароматизатор Что ли? Или они решили В честь праздника Побрызгать? Блин А вонь Точно Как у крысья На духе Она мимо меня Сегодня прошла Точно такой же Парфил Меня чуть не Стошнил Слушай А ты видел ее Блин Новую прическу? Ее просто Угораю Слушай Или это парик Блин Капец И вас на самом деле Никто не любит И не уважает В школе А только боя Сколько ей долбануло Ты? Девяносто? Нет Ты чего Семьдесят пять Ты видел Как она Брыгина Из девятого А приложила Чистый нокаут Справа Без разворота Да Крысья Нагадана Вообще Зверь Ха 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 Это же Они дети Это же Сволочи Минус тридцать Спасибо Еще минус тридцать Опять пустышка Итого триста пятьдесят Все таки в прибыли Слушай Должно же нам Когда-то повезти Еще минус тридцать Тридцать двадцать В прибыли А ты все билеты купил Универсальный Да все И у метро Все И в сберкассе Ну что Заходи Анюта Вау Привет парня Как торговля Вот Анюта Это рок-магазин Где началась Слава нашей группы В ней пластинок Наверное Тысяч тридцать Только продали Например Сережа Купи мне тоже что-нибудь Палки барабанные Что ли Нет Купи мне микрофон Я хочу петь Как Аллегрова Дальше Если ты будешь петь Например То от тебя У меня будет болеть Голова Понятно? Нет О Я думаю Что как раз тебе Вот эта домбра Тебе подойдет Парни Нет Сережа Нет Сережа Я хочу петь Я знаю лучше Что тебе нужно А что тебе не нужно Наш перерыв Какой перерыв Сережа Я хочу микрофон Домбра Покажи сколько она стоит Сережа Я хочу микрофон О смотри В черт в лотереи играют Да вы в нее никогда В жизни не выиграете Например Так парни Вот возьмите бабла Дайте мне добром И поехали Нет Ну зачем мне домбра Вон ту Вон ту Которая справа Сторона Давай Держи Да Родучий Ставец Живота Например И на ней Будешь дико Рубить Нет Я не хочу Нет Нет Все Мы сейчас Модным олигархом Опаздываем Все Все Пойдем Корынете Истерики За каторги Почитаем Слушай Такие деньги Побывают Миллионы Фальшак Как Как Фальшак Вот так Фальшак Благодаря Мы вас поздравляем И от всего сердца Счастья вам желаем Крепного здоровья В парке в работе, Долгих нет вам жизни, В мере и в почете, Людина эта дамна Нашего почтения Поздравляем с праздникам С вашим днём рождения! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, давайте пригласим наконец-то на сцену Нашу прекрасную любиляшу, нашу несравненную, Нашу женственную, нашу восхитительную, царственную И всеми нами от всего сердца любимую Люсиану Энгадону! АПЛОДИСМЕНТЫ Не надо, не надо, прошу, пожалуйста АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, значит, признаюсь, не ожидала Я же не знаю, что... АПЛОДИСМЕНТЫ Поехали! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я думал, это будет красиво Похоже на снег АПЛОДИСМЕНТЫ А ну, молчать! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, вот и всё Вы меня достали! А теперь... А теперь я ухожу от вас! Я устала! Заездили! Клячу! Уйдите от меня! Оставьте меня все в покое! СВОЛОЧИ! Это же не дети! Разве-то дети! Аплодиас Лавовин Вверёд Давай, давай Вверёд! В вперёд! Шевели копытами! Вверёд! Вверёд! Есть! Есть! Я выиграл! Есть! Есть! Смотрите, мне мой выигрыш! А выигрыш? Ландыш, ландыш, ландыш. Ага. Поздравляю, вот ваши 500 рублей. Примите ставку на следующий заезд. Ну, побыстрее. Сейчас. Папа, эй, пап. Включи обратно, это помогает мне сосредоточиться. Слушай, тебе не кажется, что ты уже немножко того стал? Того? Ну, конечно. Какой же я кретин. Рикардо Сальдини владелец конюшни. А второй жокей его двоюродный брат. Эх, надо было в шестом заезде ставить не на Копенгагена, а на Секвою. Секвою. Да какая нафиг Секвоя? Ты что, холодильник продал с едой? Нет, не в шестом, а в пятом. Ну что ты? Холодильник где? Что холодильник? Да я куплю тебе сто тысяч таких холодильников. Миллион холодильников, забитых едой. Потому что мне повезет. Мне повезет. Это не бравада. Не, это не бравада. Это логика, статистика и математика. Кстати, а у тебя нет тысячи полторы, лучше две? Нету. Так, а что это за сумочка? Я такую на Арбате видел, она стоит как... Слушай, так, если ты хотя бы одну мою вещь возьмешь, я тебе в дурь дом сдам. Ой-ой-ой. Это что такое? А что там? Ты взял твой ноутбук. Я взял твой ноутбук и смотреть информацию о заездах. Что? Что? Морков, 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 Морков. Здравствуйте. Если это звонит Подольский, то пожалуйста, иди ты к черту. Я нигде тебе все равно не дам. Ну и автоответчик записал этот козел. Пластинки. Пап. Пап, ну не надо пластинки. Слушай, мне кажется, тебе, вот тебе реально нужна помощь. У Мелани родители психиатра, они помогут, это лечится. Я тебе вот сейчас абсолютно серьезно говорю. Серьезно. А ты знаешь, что если лошадь сбросит шокея в заезде и придет к финишу одна, то это все равно идет зачет. Здравствуйте. Ничего, ничего, продолжайте, продолжайте. Гарина Дмитриевна, Виктория Михайловна Фейкина, наш новый директор. Буквально только что и из ОНО. Как говорится, чиновник по особым получениям. Гарина Дмитриевна, наш лучший педагог. Ее уникальные озаботки в области физического... Я знаю, я знаю, Александр Семенович. Я вообще очень много знаю о вашей школе. Поэтому, раз уж вы коллега, решили представить меня во время урока, то посмею себе оторвать у вас несколько минут. Да, конечно. Класс строится? Ни в коем случае. Садитесь на пол. Кружок. И вы тоже, пожалуйста, садитесь. Садитесь. На кого вы мне поставите? Вы знаете, в прошлый вторник я поставил на дьютанта. Я выиграл пять тысяч рублей. Да ты шустрее можешь. Ставь на кого хочешь и вали уже. А что вы мне хамите? Может быть, у меня мысленный процесс. Давай быстрее, мыслитель. Три двести пятьдесят адъютанта в Гринфилде. Я с большим уважением отношусь к вашему предыдущему директору, к Люсении Эдгаровне Быстровой. Школа у вас яркая, интересная, но, на мой взгляд, несколько несовременная. Взять хотя бы ваш хор. Скажите честно, вы его любите? Нет. Ну вот видите, мы только что с вами. Все вместе решили судьбу хора. Спасибо. Шестой заезд на Сыкою 25 тысяч. Секундочку. Уважаемый, вы сдачу забыли? Да вы ставку примите, а потом уже мелочи отдавайте этому. Спасибо вам, Катенька. Доброго вам здоровья. До свидания. До свидания. Я все пересчитаю, чтобы все аккуратненько было. Все точно. Спасибо. Шестой заезд Сыкоя. Быстрее. Не надо было так кричать. Ставки больше не принимаются. Заезд на второй третий. А для духовного воспитания у вас есть Александр Феликсович, весьма недооцененный преподаватель предыдущим руководством. Возьмете, Александр Феликсович, а? Да. Ну и прекрасно. Галина Дмитриевна, вы в своих занятиях делаете упор на легкую атлетику, а точнее на бег. Да? Это прекрасно. Но мне кажется, что для полноценного развития школьника одного бега недостаточно. Я предлагаю ввести занятие под дзюдо. Что вы по поводу этого думаете? Позволите мне? Конечно. Мне кажется, что дзюдо – это несколько устаревший вид единоборств. И я лично для себя ничего нового в нем не нахожу. Прошлый век. Кажется, это… Спасибо большое, Александр Феликсович. Никита Маевский. Неформальный лидер школы. Правильно, да? Очень приятно познакомиться. Здравствуйте. Никита весит 70 килограмм. Я 53. Это так, для справки. Ну что, Никита, ты что-то почерпнул новое в этом устаревшем виде единоборств? Угу. Я надеюсь, вы не очень ушиблись. Козел. Ну что, самое время нажраться. Не переживайте, Костя. На самом деле вы выиграли. Да мне утешения не нужны. 50 тысяч. Суп от хвоста. Они специально задержали прием. Вы для них не Костя, а Костя в горле. А кто вы такой, что имя мое знаете? Я – твой шанс, а ты – мой. Ну, не смей больше вас задерживать, ребята. Продолжайте свой урок. Готовимся к 30-ти метровке. Никита Маевский и Подольская Юля. Ребят, подойдите ко мне на секундочку. А, все в порядке? После уроков загляните ко мне в кабинет, пожалуйста. Буквально на 30 минут. Есть разговор? Ну? Вы безлучки. Какая карта? Красная или черная? Только не думай. Ну, черная. Ладно. А теперь? Ну, черная. Да и следующая будет черная. Как моя жизнь. Я так и думал. Вот тебе мой телефон. Завтра вечером позвонишь. Только перед этим залезешь в интернет и посмотришь, что такое покер. Там выигрыш гораздо больше, чем здесь. Жду. Жду. Ну что, может быть, чайку, ребята? Молочный улон. Нет, спасибо. Тогда сразу к делу. Я пригласила и выбрала вас для того, чтобы обсудить пару вопросов. Потому что вы настоящие неформальные лидеры школы. Такие люди нужны мне. С умом и сердцем. В моей школе я на первое место ставлю безоговорочное подчинение и абсолютный порядок. А что от нас требуется? Ну, сотрудничество. Никита, сотрудничество. Без вас мне не справиться. Учителя мне не подходят. Во-первых, их здесь ни во что не ставят. Во-вторых, они просто не смогут найти умный и правильный подход и войти в доверие к учащимся. А мне нужна информация обо всем. Начиная от анекдотов в мужском туалете. И заканчивая содержимым фляжки Александров и Алексеевич. Время дорого вам на размышления сутки. Виктория Михайловна, простите. У меня есть вполне законный вопрос. Спрашивай, я тебя внимательно слушаю. Вот мы соглашаемся с вами сотрудничать. Мне бы хотелось узнать, а какая лично нам от этого выгода? Хотелось бы услышать компенсацию за такую, мягко говоря, грязную работенку. Хороший вопрос, Никита. Хороший вопрос. Тебе, насколько я знаю, нужна медаль? Она у тебя будет. А Юле нужно, чтобы школа не мешала ей заниматься музыкой. Так и будет. Я забочусь о своих людях и никогда их не бросаю. Вот и славненько. Думайте, ребятки, думайте. Думайте, думайте, думайте. Помощники мои. Ну, я так поняла, Моевский, ты уже все решил? Что, я тебя поздравляю, медалист? Только зря стараешься, все равно у тебя нет. Ты, кажется, совсем с ума сошла от собственного величия, Подольская. Ты была бы ты мужиком, я бы тебе по-другому объяснил. Ты торговался с этой стервой? Дура. Ты что, не поняла, что грядет диктатура? Думаешь, она так и поверила в наше согласие, да? Да мы первые две кандидатуры. Я ее прощупывал. То есть ты хочешь сказать, что ты с ней поиграл, да? Кому ты паришь, трусло? Подольская, можешь относиться ко мне как угодно. Можешь называть меня папенькиным сынком, набитым индюком. Как ты меня обычно называешь? Но, запомни, Никита Моевский никогда ни на кого не стучит. Я лучше из школы уйду. Завтра же. Хотя нет. Прямо сейчас. Подожди. Ну, прости меня, я была не права. Ахвали. Да хватит тебе выпендриваться. Нужно что-нибудь придумать. Что? Да не знаю я пока. О, да че? Как дела? Я ужин приготовил. У тебя что-то случилось? А тебе не все ли равно? Где ты свои забеги пропустишь? Да какие забеги? Ты что? Это уже все в прошлом. Я вылечился. Нет, где бегаю, где я. Точно, точно? Да. Ну, я тебя поздравляю. Ну, ладно. Рассказывай, что там у тебя стряслось. У нас, короче, Быстрова уволилась от школы. И мы сначала так обрадовались, а теперь все намного хуже стало. И мне, наверное, нужно будет бросить школу. Или стукачкой стать. Блин. Да, это правда. Ну, ты знаешь, может не так страшный черт, как его умолюют. Нужно отвлечься, расслабиться. А потом это, может, само собой все рассосется. Так, у меня к тебе есть предложение. Давайте сыграем пару партий в покер. Правила простые. Я тебе сейчас быстро научу. Так, снимай. Костя, привет. Извини, я опоздал немного. Да ерунда, мы не в школе. Правила изучил? Угу. Сегодня играем в холдинг 5-10. Без щелчков. Давай. Я фас. Ну, фас. Наш новый гость пасует. Да, да. Пасует. Пасует. Эй, любезный, баттон на стол. Какой баттон? Ты сейчас, дилер, вынь баттон и положи рядом. Ну, это давайте, да. Ну, и что нам теперь делать? Вам. Ладно, мне. Ты сказала нам. Я вот меньше всего хочу помогать этому пушильку Никитосу. Ты не волнуйся, он справится, он будет потихоньку там постутливый за вас двоих. Это ваша шпильковая. Шпилькиной? Не будет он постукивать, он слово дал. О, га-га-га. Слово дал. Слышно. Так, ну все с тобой понятно. Ладно, сами справимся. Стой. Пусти, друг, называется. Стой, сядь. На, возьми это. Где ты это украл? Я это одолжил. На него я надиктовываю свои текста. Ну, и что вы мне? Простите, девочки. Ой, горе ты моя луковая. В этой голове есть идеи. Вставай, пойдем. Ого. Я поднимаю. Да, да, да. Я вот только не знаю, чем отличается блеф с сильной картой от блефа со слабой. Ну, вот. Ты говорил, умер рыба. Ты кого привел? Этот лох раздел меня. Ну, давайте еще по одной, а? Раз, раз. Как слышно меня? Проверка. Слышу, слышу. Затем. Затем. О, кажется, я пошел. А то как-то неудобно домой без штанов возвращаться. Это кто? Леди Годзилла. Годзилла? Жрет всех в старой гвардии. Да-да, войдите. Можно? Юленька. Я почему-то была уверена, что ты придешь. А где Никита? Виктория Михайловна, я хотела вас попросить, прежде чем я начну, чтобы этот разговор остался... Ну, конечно, останется между нами. Не бойся. Ой, 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 ой. Как-то неловко. Тут так много всего. Умница. Мы это делаем на благо школы. Рассказывай. Так, что касается Никиты. Он сразу сказал, что вы отвратительный, злобный диктатор, и что вам нужно управлять колонией, и что, скорее всего, это у нее от отсутствия супружеской жизни. Но если ей нужна помощь, то я могу продолжать недоделанный мерзавец. Вылетит из школы как пробка. Продолжай, детка. И что я могу помочь ей после урока в спортзале. Какая бодрость. Да, вот почти что так он и сказал. Я тут так много чего насобирала, Виктория Михайловна. Прямо как вы и просили. Молодец, Юля, молодец. Да, вот что я, кстати, подслушала у кабинета литературы. Поднимаю. Ответим. Фулл хаус при трех тузах. Этого быть не может, Лизик Годзилла. Я не верю. Вот так вот, Костенька. Раз, два, три, четыре. Там, через колонки, подольской директору про всех стучит. Это кино. Алкоголик Александр Феликсович позволил себе такое сравнение. Но он на этом самом месте будет на коленях умолять о том, чтобы мы с тобой дали ему вакансию уборщика. Продолжай, детка. А потом они вместе с НВПшником пошли в магазин, и я уже не смогла подслушивать. Но зато, когда они вернулись, НВПшник сказал, что была у него одна дзюдоисточка. Так, достаточно, Юля. Он тоже вылетит, как пробка. Положи свой блокнотик на стол, и обязательно ознакомлюсь с этими волшебными зависями. Юля, ты внесла неоценимый вклад в создание новой школы. Школы, где нет места человеческому мусору. Это учитель или ученик. Мы с тобой вместе, поганой метлой, выметим этот мусор за ворота школы. И наша школа станет кристально чистая, грязная, мерзавцы. Сгниете. Все в колониях и на бирже труда. Спасибо, деточка. Спасибо. Спасибо. До свидания. Иди, иди, Юленька, иди. А что это за шок? Господи, ну я же хотела в спорту вас приучить. Я же хотела как лучше. Мы, конечно, молодцы, но мне это все зачем? Я здесь больше не учиться. Подольский, стоять. Что ты тут делаешь? Резаться в покер. Разве я тебя это мучила в школе? А вы что тут делаете? Песенки учили? Я пойду сейчас всем и расскажу, что директор школы карточный шулер. Ты плохой отец, Подольский. Ты даже не знаешь, что происходит у нее в школе. Ты даже не знаешь, что меня выберли уже оттуда две недели назад. Да? Да. А, ну да, мне Юля говорила. Но это, правда, было как во сне. Плохой отец. Да что плохой отец? Я вообще конченый человек. Это я. Это я конченый человек. Это я на старости лет узнала, что меня все ненавидят. А вы меня тоже ненавидели, да? Да нет. Мы вас любили. Мы, правда, не знали, что вы ведете твою жизнь. Да, я люблю... Да, я люблю покер. Но я играю только, когда совсем уже сдают нервы. Кстати, я не играла с 2007 года. Да? Да, а тебе я запрещаю играть совершенно, потому что ты не умеешь играть. Ты понял меня? Понял. Я говорю, ты понял меня? В глаза смотреть. Понял, понял. Все, на, вот возьми. Ну ты, ну ты, ну ты, что ты ломаешься, как институтка? Все. Все. Спасибо, Альдар Дон. Вам в школу надо возвращаться. Они без вас пропадут. Все, мы сделали это. Осталось только мебель поставить, барную стойку, аппаратуру купить и сантехнику. А ты что, не в школе? У нас травма. Что, умер кто-то? Лесьяна Эдгардовна... Да ладно. Снова вернулась в школу, и мы опять будем ее чествовать. Все. Я бы поесть принесла. Спасибо. Спасибо, спасибо. Может, обойдемся сегодня без хора? Давайте так, без пафоса. Без пафоса? Так без пафоса. Давай, Мелани. Че, вы же начинай первые аккорды. Да, да, да. Мелани. О, вот это было круто, кстати. Да. Е-е-е, с вами опять-опять. С вами опять-опять. Если правде в глаза посмотреть, то действительно в этом мире все ох уж, как относительно. Но мы в покое оставим покойного Эйнштейна. Это трэпчик о женщине. Не обыкновенной, в возрасте почтенном. Но ее энергии поистине огромной. Хватит даже на всемирный знаменитый коллайдер огромный. Только представьте себе, как это здорово. Добрая бабушка своего внуку, которая всю свою душу знание. А отдаешь, когда не хорит, а еще и мозги правляет все. Это ее управляет, без хорит. И между прочим, даже те, кто заявляет, что им все по... Ступор впадает, когда попадают на нашу чемпионку по карибскому покеру. На их последней цинике слезами таятся. Когда узнает, как она со сном разбирается. Нервно курят в коридоре и трясутся в истерике. Бэтмен, супермены, либо справедливости, америка. По сравнению с ней, у с этой женщиной божественной. Я о нашем директоре, быстрого и естественного. Петагонист необыкновенно большой буквы Б. Извините за папу. Да ладно, хватит тебе. Теперь мы с вами на собственной шкуре знаем, ребят. Свобода ништяк, но лучше, когда с порядком. Все в порядке. И никаких революций нам больше, походу, не надо. Только бы были в Сене-Карковна. Командовать этим безумным парадом. И были бы рядом, ищет старайшим долгих лет. Стараюсь вам соответствовать. Все привет, вот у меня больше нет. Пусть вам будет приходить только козырные карты. С возвращением вас, дорогая в Сене-Карковне. Дорогая в Сене-Карковне. Кто-то был ли читатель, настало время припева. И теперь я хочу, чтобы со мной вся школа пела. Новый лета! Новый лета! Сене-Карковна! Еще раз! Новый лето! Новый лето! Новый лето! Я не плячу! Шевели копытами! Есть, я выиграл! Примите ставку на следующий заезд. Ты что, холодильник продал с едой? Мне не кажется, что ты уже немножко того стал. Виктория Михайловна Фейкина, наш новый директор. И из ОНО. Я был шанс, а ты мой. Ты кого привел? Это то хрустил меня. А мне нужна информация обо всем. Начиная от анекдотов в морском туалете и заканчивая содержимым пляшки Александра Феликсовича. Ты что, не поняла, что грядет диктатура? Нужно что-нибудь придумать. Что? Эй, там через колонки кладусь к директрисе про всех стучит. Это кино! Поганой метлой выметим этот мусор за ворота школы. Господи, ну я же хотела к творцу вас приучить! Ты кто? Леди Годзилла. Жрет всех в старой гвардии. Да, я люблю покер, но я играю только когда совсем уже сдают нервы. Спасибо, Натгар. Вам в школу надо возвращаться. Они без вас пропадут. Через неделю перехнулся. Ты видишь, здесь сцену готовую, мебель, бар у нас готов. Я не вижу, я даже не слепой. Я не парься, все будет. Юля поздравляет, твой отец зашел с ума, он не представляет, что творит. Значит, я удачно зашла. Папочка, дай, пожалуйста, денежку. Слушайте, вам нужно поменять название. Как можно было назвать клуб «Хлам»? А это все, он наш гений. Это нормальное название. Народ будет говорить «пойду, напьюсь в хлам». Прикольно. Прикольно. Слушаю, только 10 рублей. Прекрасно. Человека 10 рублей в кармане, а он собирается открыть наш клуб на следующей неделе. Деньги появятся. Откуда они возьмутся? Да я чувствую, они откуда-то должны появиться, понимаешь? С неба, с неба упадут, да? Возможно. А нам надо просто сидеть и ждать, да? Слушай, если тебе надоело сидеть, можешь постоять. Спасибо. Понимаешь, мое предчувствие, я никогда не обманывал. Да, я помню, как я доверился твоему чутью в 3 часа ночи в Южном Бутово, когда ты заставил меня искать водку. Слушай, это совершенно другая история. Понимаешь, просто деньги – это такая вещь, чем больше ты о них думаешь, тем меньше их у тебя есть. А вот как только перестаешь про них думать, они сразу появляются. Я говорю, все будет отлично. Ну, раз так говоришь. Ну, так и чем закончилась-то эта история в Южном Бутово? Да лучше тебе не знать. Позвони сразу в скорую и вызови врача-отцу. Алло, алло, скорая, приезжайте, у нас сумасшедший здесь. Буйно помешанный. Субтитры подогнал «Симон»! Давай, 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 сделай его. Молодец, Сантьяка. На, на, на. Давай, 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 давай. Эй, привет. Ну, что у нас? Эй, здорово. А мы тут… Да, а Шувалов мотивчик новый сочнил. Хочешь заценить? Я? Я не. А, да, я сочинил новый мотивчик. Так. Но он еще пока не готов. Вы ничего не придумали. Опять. Да. А все потому, что у нас пропала… Это, как я… Мотивация! Да. Да. Три месяца уже сидим, репетируем. Ни одного концерта, ни одного альбома. Да. И вообще, Шувалов и Артем до сих пор девственники. Да. Да. Юль, если серьезно, мы… Это все однообразно. Мы репетируем, репетируем, репетируем. Короче, вы больше не верите в нашу группу? Нет, мы верим. Просто все очень неудачно. Неудачно? Неудачно. Значит, вы и так, да? Ну, хорошо. А что вы скажете, если завтра или послезавтра? У нас будет контракт на запись альбома, и мы будем с концертами ездить по стране. А мы скажем, что это очень круто. Вы не верите, да, мне? Ну, хорошо. Вот увидите, все будет так, как я сказала. Григорий Львович занят. Да, мне очень нужно его видеть. Это вопрос жизни и смерти. Я же сказала, он очень занят. Нет, ну я, конечно, мог бы с тобой поработать, записать альбом. Но ты знаешь, твой последний концерт вяло, как-то вяло. Нужно уже следить за собой, ты же уже не девочка. Поужинать сегодня вечером? Ты знаешь, я не уверен, что у меня будет время. Хотя... Вы даже не представляете, как это важно. А вы даже не представляете себе, девушка, сколько раз я в день это слышу. Да, но такого еще не слышали. Я приехала из маленького городка. Удивила. Чтобы сказать ему, что моя мама его простила. Она простила его за то, что он был слишком красив. И думала только о себе. Она его простила за те бессонные ночи, когда она ждала, что вот-вот он вернется. Ведь он всего лишь вышел в магазин. За молоком для своей маленькой дочки. За слезы одиночества. За разбитое женское счастье. За то, что он не позвал ее замуж и видел в ней всего лишь объект для удовлетворения собственных потребностей. Привет. Здорово. Слушай, я хотел спросить. Ну, а тебе же не обязательно все время сидеть на одном месте и ждать, когда на тебя наконец упадет... Ну, я не знаю, что там должно упасть. Да не упадет, а придет. Удача. Удача. А не могу ты вот в ожидании этой удачи немножечко поработать со мной в магазине. Слушай, Боб, а ты что, вот вообще не веришь в мое предчувствие? Что ты, что ты? Я всегда во всем, все сто с тобой. Но в данном конкретном случае... Понятно. За то, что он никогда так и не скажет ей. Я люблю тебя, зайчику. Влад. Кажется, у него есть окошечко с двух до трех. Как вас зовут? Юля. Юля. Значит, завтра с двух до трех. Спасибо. Григорий Львович. Люся, я же сказал, меня нет. Знаете, мне кажется, вы меня используете как объект. Я больше не хочу этого терпеть. И я ухожу. Люся. Вот так. Люся. Какого черта, Люся? Ну, хочешь, вот мы поспорим с тобой на миллион миллионов, чтобы буквально в эту минуту раздастся звонок, который решил нашу судьбу. А? Вот в эту минуту? Да. Давай поспорим. Время пошло? Давай поспорим. О! О! Что я говорил? Да. Интересно. Да? Да, Константин Ульянович, да. Что? До свидания. Что случилось? Отец. Что опять позвонил и стал врать, что она умирает? Он умер. Опа. Улен Александрович, он был прекрасный человек. Защитник Отечества, так много сделавший для укрепления ядерного щита нашей Родины. И в то же время он был любящий отец, дед. Как? Как это случилось? Сердечный приступ во время утренней пробежки. Говорил я ему, что спорт никого до добра не доводил. Некоторое время назад он составил письмо для своих ближайших родственников на случай своей смерти. И попросил меня, как своего адвоката, прочесть его после его смерти. Здравствуйте, дорогие мои. Вы долго ждали этого. И вот я окочурился. Ну что, вы счастливы теперь? Вот то-то. Но вам придется еще меня послушать немного. Так сказать, напутствие из могилы. Константин! Здесь, ну, простите, просто четыре восклицательных знака. Сын мой, не будь придурком. Папа! И не корчи рожи. На всю жизнь останется. Юленька, внучка, ты у меня молодец. Ты все делаешь правильно. У тебя свой путь. Всегда стой на своем, девочка. Вот только одежда у вас, у подростков, просто непотребная. Юра, сынок. Что? Какой Юра? Что за... Одну минуту. Думаю, сейчас все прояснится. Юра, здравствуйте. Заходите. Садитесь. Вот, значит, как. Отец ласты склеил, надеюсь. Все довольны. Да кто это такой? Юрик Подольский. А вот ты... Подождите, подождите. Давайте дослушаем письмо. Здесь все написано. Юра, сынок. У тебя есть брат. Константин, это тебя тоже касается. Дело в том, что ваши покойные матери были неплохими женщинами. И мне сложно было выбрать. Поэтому я решил не выбирать. Теперь перейдем к похоронам. Подождите, что-то я ничего не понимаю. Я тоже. Да дед был двоежодец, понимаете? Что тут не понимать? Ну, дед. Вот старый крыч, а. Вот, значит, откуда эти постоянные командировки в Москву? Какие командировки в Москву? Жил он в Москве? Слушай, а ты часом не из Рязани на поезде приехал, а? Да, а тебе-то что? Да мне-то ничего. В Рязань ездил к своему старому армейскому дружку. Старый армейский дружок. Это же классика. Ну, дед шпион. Теперь перейдем к похоронам. Вы должны развеять мой прах в Москве. В месте, которое очень много значило для меня и моих сыновей. Со мной вы должны развеять все мои военные награды. И где это место? Место знает Вячеслав Петрович. То есть я. Но вам не скажут. Догадайтесь сами. По скрипту. Никакого наследства до похорон. Выкусите! Ну, здесь просто написано показать фигу. Так и что ж теперь? Следовать последней воле отца. Слушайте, это вообще ерунда какая-то. Ладно, хорошо. Может быть, этот бугай мой брат. Но чтоб я искал какое-то странное место, которое было бы важно для нас обоих. Чтоб похоронить этого старого западлиста. Ты посторожнее в словах, полосатик. Да. Послушайте, если хотите получить наследство. Ты че? Ты че смотришь? Ты что, жить у нас собрался, что ли? Так а где ж я буду жить? И тогда один из наших командиров совсем обезумел. Ну, знаешь, на войне так бывает. И решил, что он что-то типа бога. Ну, для местных. И совсем вышел из-под контроля командования. И что? Ну, и нужно было кому-то его остановить. И тебя послали его останавливать. Знаешь, я не люблю об этом говорить. Эй, эй, был приказ подняться. Ты с надзем. Прости, пап. Надеюсь, тебе будет здесь хорошо. Пока. Где ж это место? Зал-то, конечно, задачку. Не мог умереть по-человечески. Взять-то нужно устроить какую-нибудь. Ладно. Прости. Эй! Ну, можно потише, а? Расслабься ты. Как ты разговариваешь? Это моя квартира, и потом ты меня младше на полтора года. Очки мои нацепил. Ну, они тебе не очень. Да, папа, они какие-то слишком брутальные для тебя. Они мне очень. Главное, это мои очки. Спецназ. По-моему, я ему не нравлюсь. Ну, может быть, он просто переживает из-за дедушки. А этот клуб, Гриша, между прочим, мог бы стать явлением. И правильно мне про тебя Кастет говорил, что сволочь последняя, и что ни в коем случае нельзя к тебе обращаться. Ох, как он был прав. Знаешь, если бы Люся была здесь, ты бы дальше порога бы не прошел. А Кастету так и передаешь, что так будет с каждым, то пришел клянчить у меня деньги. Давно хотел тебе сказать, Гриша, ты продал рок-н-ролл за пять копеек. Будь ты проклят. Да я потому что живу в реальном мире, а не то, что вы идиоты. Люся, кофе мне сделай. Блин, где моя Люся? Ты еще кто? Я Юля Подольская. Я к вам на два часа записана. Твоя семейка решила меня достать, что ли, сегодня? Все, где выход, ты знаешь, давай. А можно я вам кофе сделаю? А вы мне пять минут уделите тогда. Нам не понять, как не крутишь, что нами движет, если сюжет или лишь случай в череда. Но ради чего люди порой становятся ближе, если порой их этот путь не ведет никуда. И тут, значит, ребята вступают. Но это старая песня. У нас еще есть куча новых. Только мы их не записали, правда. Но вы можете к нам на репетицию прийти и послушать. Как называется ваша группа? А5. Через А. Оригинально. Кастет придумал? Кофе, кстати говоря, отвратительный. Но это же кофе, так? Послушайте, у меня есть еще две минуты. Точнее, у вас еще есть две минуты, чтобы послушать наше демо. Я его слушать не буду. Ну почему? Знаешь, давай я тебе кое-что покажу. Глянь сюда. Вот это то, что мне приносят молодые дарования типа тебя. Вот это то, что я реально послушал. А вот это то, что мне действительно понравилось. Так что, звезда моя, твое время вышло. Хорошо, тогда я вам завтра позвоню. А я не возьму трубку. А тогда я приду сюда. А я не открою дверь. Тогда я... А тогда я найду в интернете вашу жену и стану с ней лучшими подругами. Ты самая наглая девица, которая заходила в этот кабинет. А я знаю. Так, стоять. Значит, во-первых, у меня не одна жена, а шесть. И все бывшие. Во-вторых, завтра, чтобы в десять утра как штык была здесь. Посмотрим, что из тебя выйдет. И переоденься, чтобы тебя не спутали с одной из моих певичек. Хорошо. И кофе к этому времени научись варить. Пожалуйста. Все, свободно. Здравствуйте, дядя. Привет. Папа! Слушай. Привет. Привет. А что бы ты сказала, если бы я пошла работать? Валяй. В продюсерский центр Григория Бурмистрова. Что? Что бы я эту фамилию у нас дома не слышал? Бурмистров. Предатель рок-н-ролла. Хорошо, хорошо. Я просто в интернете увидела объявление и подумала, а потом передумала. Ты забей вообще. Как ты будешь дедушку где хоронить? Дедушку? Не знаю, в том-то и дело. Ой. Жили мы все время здесь. В школу ходил сюда. Где он работал? Я не знаю. Тогда все секретно было. Ну, пару раз сводил у меня в Монзолей. Какое у нас памятное место. Вот загадку подкинул. Да, да потом, знаешь, отношения у нас были такие с ним. Он иногда даже и не помнил, как меня зовут. Странно. Как меня зовут, он всегда помнил. Чего? Слушай, как вы без телеки жили? Хорошо, у вас в Москве люди добрые. Вещи полезные в подъезде вставляют телевизор, приставка игровая. Завязывай, а. Может, подключишься к нашему разговору? Тебе все-таки это тоже касается. Я же говорил, в Москве был один раз, в шесть лет. Приезжали вместе с мамой наведать папу, который в командировке здесь задержался. И кроме Ленина в гробу я ничего и не помню. В командировке? В какой командировке? Жил он здесь? Жил в Москве? Сколько раз я тебе говорил? А к вам туда ездил? Так и... А он тебя тоже в мавзолей водил, да, получается? Так может... Папа, ты не будешь дедушку в мавзолее хранить. Я похоронил бы, так кто ж мне позволит. Спецназ, что ты? Да отвлекись ты! Вау, так круто! Ты что, чумел? Это автоматически, с учебки. Круто! Вот ты! Эй, ты что делаешь? Ну что, твой испытательный срок начался? А я думала, вы меня уже взяли на работу. Я что, дурак? Брать девочку с улицы и сразу начинать ей платить. Вот найдешь мне что-нибудь новенькое, тогда посмотрим насчет. Новенькое? Мне нужна новая звезда. Эй, погодите, погодите, а как же я? А как же моя группа? Вы нам отказали, а теперь просите еще найти кого-то? Девочка моя, давай я объясню тебе кое-что про свою работу. Музыка, вот это все, это очень хорошо. Мне нужен образ. Люди хотят любви. Они должны посмотреть на сцену и сказать, о, вот это отражает мои чаяния, мои тайные желания. То, что я хочу видеть. Настоящее, родное. Страна должна посмотреть на звезду и сказать, да она такая же, как мы. Вот скажи, на тебя, если страна посмотрит, она может такое сказать? Ну так вот. Мне нужно что-нибудь искреннее, настоящее, восконное. Может из провинции кто-нибудь. В общем, найдешь звезду, будем разговаривать. Кстати, сколько тебе лет? От года до трех. Папа знает, что ты здесь? Все ясно, не знает. Значит, мне, между прочим, неприятности не нужны. А если я вам завтра же найду этого вашего самородка? Тогда будет разговор. Все. Так, три банданы с рисунком паука. Восемь значков с надписью «Идите вы на». Представляешь, сегодня говорю Резитопу, почему куда мне взять на работу компьютер? А он говорит, я не смогу потянуть еще и иностранца. То есть он считает, что компьютер – это такой человек. Да. А ты что, пьешь с пустой бутылки, да? Ты вообще не хочешь помочь мне? Да у меня все тело ломит, я пошевелиться не могу. Ну, извини. Я не думаю, что твой брат хотел убить тебя. Да я тебе точно говорю. Он все хочет наследство себе забрать. Да, если честно, я бы его и сам бы убил бы. Такой он, идиот. Сидит у меня уже в печенках. Целый день дома, целый день. Вещи мои носит. Отказывается это место дурацкое искать. И смотрит все время телевизор. Даже не подвинется. Еще и дерется. Ты должен быть умнее, мудрее. Ты же старший брат, он младший. Не хотел я никакого брата. Не, и одному. Отлично жилось. Ну, поговорить с ним. Может, прощения у него попросить? Слушай, ты хочешь получить наследство или нет? Ну да. Хочешь открыть этот клуб? Ну да. Тогда тебе придется наладить отношения с своим братом. Эй, ты что, хочешь снова распустить группу, да? Юль, мы вчера с ребятами репетировали новую мелодию. Сейчас покажу. Я, то есть мы, вчера придумали. Новое слово в жанре. Под нее даже танцевать можно. Смотри. Ну все, выключи это, ради бога. Она просто сырая еще. Емелину понравилась. Я так не говорил. Послушайте, я не собираюсь распускать группу ее. Я просто нашла работу. Вообще-то ты обещала найти продюсера, чтобы он начал нас раскручивать. Знаешь, не все сразу. Да, я там поработаю немножко, покручусь. Рано или поздно он вас возьмет. Только вот мне нужно найти этого самородка. Кого найти? Ну, Бурмистров дал мне задание найти новую звезду. Тогда он меня возьмет на работу. Детка, тебе не надо далеко ходить? Ну, Шувалов, даже не мечтай. Ты не фотогеничный. Слушайте, вы оба не подходите. Он сказал, что ему нужен какой-то вот природный, уличный. Вот, кстати, насчет улицы. Между прочим, я на ней родился и вырос. А из чего вы вообще взяли, что это должен быть парень? Ну, помолчи, Мэлла. Да все помолчали. Бурмистров сказал. Люди хотят любви. Они должны посмотреть на сцену и сказать, о, вот это отражает мои чаяния, мои тайные желания. То, что я хочу видеть. Настоящее, родное. Страна должна посмотреть на звезду и сказать, да она такая же, как мы. Вот скажи, на тебя, если страна посмотрит, она может такое сказать? Ну, так вот. Я вот не уверена, что страна может сказать то же самое о вас. Да, хорошее местечко. Душевное. Ну, родственное воссоединение. Немножко. Юля, Юля, Юлечка, Юля, Юля. Называй меня просто братишкой. И ты же брат мой. Ну, хорошо. Значит так, братишка. Нам надо найти это чертово место, чтобы похоронить старого разводчика. Ну, вернее, нашего доброго папашу. И где мы его найдем? Ну, дедушка сказал, что это место, оно важно для вас обоих. И чтобы понять, где оно, вам нужно получше узнать друг друга. Ну, найдите что-нибудь общее. Общее? Что у нас может быть общее? Я не знаю. А я знаю. Ведь мы братья. И мы настоящие мужики. Да, еще вы пьете очень много оба. Вот ты загнула, примяшка. Я знаю еще вообще. Вот ты, Костя, ты же музыкант? Ну, да. А ты знаешь, что я больше всего на свете с детства мечтал петь. Не, ну, до этого я мечтал быть военным. Как папа и стал им. И это круто. Вот что я еще хотел сказать про эту вашу руку. Ну, непонятно это вообще. А надо как? Чтобы по сердцу. Чтобы про нас. А вы, о чем вы поете? Про жизнь поем. Только тебе, сапогу, это не понять. О, Флор! А вот я сейчас спою так, как надо. И ты все поймешь. Знаю эти ваши все песни. Про комбат, это горящий танк. Чтобы слыхал. А я сейчас тебе промердиться. Обожди, я сейчас. И слезы вспоминаю. Тот день, как я, я повстречал тебя. Позор. Для тех, кто не вернулся. У вас снова сгоревшего танка. Шлемофор обгоревший лежит. А под ним расцветает фиалка. А над ним черный ворон кружит. Может быть, это страшная птица. Что-то гордо парит не спеша. Это просто сгоревшего танки, танкиста. К небесам отлетает душа. Попелка, что-то небесною сквозь ника поднялась из земли. Это символ того, что весь мир наш не стоит недолюбленным любви. Жалко, жалко, мне в руках тебя пиалка. Жалко и ворон отложит. Никто вам ничем не поможет. Кто больше церковь не жалко. Расчета сгоревшего танка. Да чтоб твои лучшие дни Вдали пепла в огонь. Давай, братан. Давай. Красава. В трех шагах. Слушай, а им нравится всем. А чему удивляться? У нас полстраны идиотов, таких, как он. Полстраны, говоришь? А может быть и больше. Смотрите, парит, а. Блин, да ладитесь, а. Я даже армию спорю. Не может быть такой придурок моим братом. Может быть это все страшный сок. Все. Мое терпение улопнуло. Все. Может быть это мой шлемофон. Этот ворон душа молодая моя. А пиалка любовь твоя. Сколько было их зачищенных зеленок. Минлягушек посреди игорных тропок. Ох, кровавленных трофейных гимнастерок. И оборванных парашютных троп. И всегда мы с тобою шли вместе. Первый друг мой, учитель и брат. Для тебя специально звучит эта песня. Мой родной мой товарищ Комбат. Смотри, это свежо. Актуально. Спецназовец. Весь в шрамах. Только что с войны. Сколько войны? В связании. Циц. Был с секретной миссией. Где-нибудь в джунглях Амазонки. И ослеп. Надеваем на него черные очки. И до мурашек. Весь зал в слезах. Я берусь за него. А меня вы берете на работу? Что? А, твой испытательный срок три месяца. А... Без зарплаты. Знаешь, ты только не говори папе, ладно? А, жалко, что Костет меня так не влюбил. Я всегда хотел старшего брата. Папа, редко-то он бывал. Я всегда мечтал старшим братом. С которым мы будем в зорницу играть. Пороться там. Так вы, может быть, с ним еще подружитесь. У него просто, понимаешь, ничего не получается. Вот он хотел альбом записать, а у него не получилось. Он хочет сейчас клуб открыть, чтобы свой рок играть там. Он хочет деньги найти. И он очень рассчитывал на дедушкино наследство. Папа. Братишка. Тебе деньги на обратный билет. Ты что, как неродной? Да я неродной тебе. Мне уже весь этот цирк вот здесь. Остучертел сапог рязанский. Проваливай отсюда. Видеть тебя не могу. Прощай, племячка. Да, дядь, дядь Юра, он не хотел вас обидеть. У него просто характер такой, дядь Юр. Дядь Юра! Вот блин. Очень интересная программа. Такая познавательная. Без рекламы. Пап, мне кажется, ты ошибся насчет дядь Юры. Ну, тем более, ты забыл положить ему его паспорт. Как же он теперь поедет домой? Ты куда? Пойду и найду этого идиота и покажу ему дорогу в... Вот только резань его. Да, это будет непросто. Ну, да, ну, да еще его три часа уже, замерз весь. Да не знаю, телефон выключен, выключен. Слушай, Барков, может, ты брошешь свою любимую работу и приедешь мне поможешь? Да ты не нервничай, не нервничай так. Попробуй вздохнуть глубже. Вдох-выдох, выдох-выдох. Ну, а это уже обидное слово. Так, где ты? Да не знаю, я в каком-то парке. Так ты приедешь? Слушай, я его, по-моему, нашел. Эй! Вы что делаете? Пусть спасибо скажут, что вообще ушли. Чего не хотели? Мобильный, не знаю. Ты это... Спасибо. Да ладно тебе. А что ты им свой этот приемчик спецназовский не показал? Приступ начался. Астма у меня. А они накинулись. Да. Астма это серьезно. Слушай, а как ты с астмой-то в армии служил? Никак. Не было я в армии. Ничего. Белый билет у меня, понятно? Отец расстроился тогда. Говорит, какой же ты мужчина, если ты не служишь в армии? Да мне он то же самое говорил, подумаешь. Нет, не подумаешь. Знаешь, какая-то трагедия была. Ну, я решил, что... В общем, ты стал изображать из себя ветерану, чтобы тебя уважали. Классик. Я поэтому же рок-музыкантом стал. Знаешь, я бы так хотел оказаться на войне, чтобы меня просто убили. Эй, ты чего? Умереть-то каждый может. Попробуй прожить, когда не получается вообще ничего. Да ладно. Все у тебя получится. Я в тебя верю. Спасибо, брат. Знаешь, не то, чтобы ты мне там как-то очень нравился. Ну, вообще... Знаешь, мне кажется, мы с тобой как-то, ну, праздные люди совсем. Мне кажется, что он похож. Да. А что тебя сюда-то занесло? Не знаю. Место-то знакомое. Мы здесь с отцом ракеты запускали, когда я в Москву приезжал. самодельные. Такие, из пленки, да? Метров 70 летали. Да, больше. Ну да, это смотри, еще запускать. Трубка из-под пылесоса. Тогда и на все 100 она улетала. Стой, я узнаю это место. Меня сюда тоже отец приводил. Здесь мы, кстати, эти ракеты-то запускали. А я тогда решил, что хочу быть военным. а я наоборот. Но это были, пожалуй, самые счастливые дни в моей жизни. Как думаешь, отец это место имел в виду? Так мы провожаем в последний путь нашего папу. Он всю жизнь ковал ядерный щит нашей Родины, но так и не дожил до Третьей мировой войны. Но я рад, что вот в связи с этим совсем я познакомился своим братом Юрой. Скажешь что-нибудь? Давай. Это что такое, я спрашиваю? Где же залпы? Где оркестр? Вы что, меня без оркестра будете хоронить? Папа! Ну я знал, что этот запорит мои похороны. Но ты-то, Юра, то есть вот так я должен, да, уйти в мир иной? Без оркестра, под крик и ворон, да, под эту притой, на которую он произнес. Рано мне помирать-то еще, пока вы тут не поумнеете. Что все это значит? Почему ты живой? А ты что, не рад, что ли? Ага. Я? Я рад, только я не понимаю, зачем? Так захлопни ларишку. Я решал очень важную семейную задачу. я хотел познакомить вас с Юрой и так, чтобы вы подружились, чтобы я почувствовал себя братьями. Ну, мне это удалось, да? Спасибо вам Александру Петровичу. Вот дает, дед, ага. Папа, почему в нашей семье всегда все делается через жу... Так, не ругайся, сынок, ты на моих похоронах. Видишь ты, видишь ты. Ну что, отойдет. Так, это сохрани на память. Кого? Кого? Урду кого? Дед, извини за неудобный вопрос. А что с наследством-то? С наследством-то? Вот, выкусите. Но мы все равно рады. Вот сейчас, сейчас должны показать. Обычный парень из какой-нибудь Рязани с кудрями, русыми и синими я, конечно, все понимаю, но вот, как я нашел Бурмистров, загадка. Их плюс, и снег, и ставь, и ухо, и саня. Их. Субтитры подогнал «Симон» 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 Магазин элитных вин, помнишь? Который говорил, что это гранд-шампань, это коньяк элитный, больших денег стоит, а ты говорил, ну ничего, ничего, я склею вам все бутылки, и будет как налоги. А, за это что? Угу. Да ну, сколько ты говоришь-то? 138 тысяч 688 рублей. Да не офигели что ли? Мне вот денег 60. Ладно, обойдутся. Кстати, о деньгах. Сегодня же зизитоп нам зарплату должен дать. Забудь. Понятие зизитоп и зарплата, они несовместимы. Ему легче нас уволить, чем заплатить зарплату. Кстати, он нас уволил неделю назад. Ну и хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Я никогда, никогда никого не любила так, как тебя. Я никогда, никогда никого не любила так, как тебя. Вот как-то так, значит, над образом, конечно, надо будет поработать. В стиле нужно много чего поменять. Это все рабочий момент. Да, хорошо, я поняла. Очень рад знакомству. Я на связи. Спасибо, до свидания. Пока. Ваш кофе, сэр. Что ты орешь? Давай. Все, меня ни для кого нет. Продюсерский центр Григория Бурмистрова. Дюля, Сантьяго пропал. Ну и что? Не пришел в школу. Ну и что? Я тоже в школу не пришла. Можно подумать, он вообще любитель школы. Зато тут милиция. Он, наверное, что-то натворил. Приезжай скорее. Все, я не могу больше говорить. Мэл, я не... Мэл! Миша, Миша, это очень серьезно. Если ты знаешь, где может быть Бондаренко, то лучше скажи нам об этом. Коткова! Коткова, иди-ка сюда. Коткова, может быть, ты знаешь, где Бондаренко? Вы знаете, он вообще небольшой, любитель. Так, я вас, детки, насквозь вижу. Быстро сказали, где находится этот беспризорник. Валентин Александрович. Скажите, а что он сделал? Пока ничего. Но его отец преступник и находится в федеральном розыске. Есть сведения, что он появился в городе. А где эта дочка Подульского? Она тоже в вашей шее? Да, а где Юля? Она не была сегодня в школе. Офщи! 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 Что ты мне студию ломаешь, а? Ой, мне что-то так плохо. Перед глазами все плывет. Это, наверное, у меня этот, подпочечный грипп я в интернете читала. Там... Офщи! Так. Ничего страшного, там только шесть из десятерых умирают. Так, давай-ка быстро проваливай. Давай, домой, домой, домой. И без оплаты больничного. Ну, подумайте, ну вообще, мне что-нибудь платят. Так, все понятно. Ну что ж, мне не просто придется позвонить ее отцу. Да-да, прямо сейчас. Обязательно надо выездить. Галина Дмитриевна, вы куда? Вы мне не нравитесь. Галина Дмитриевна! Тоже мне красавицу. Это все не очень хорошо, да? Галя! Галечка! Я хотел сказать. Я сегодня буду патрулировать школу. Ну, по долгу службы, если вдруг явится Бондаренко. И еще не совсем по долгу службы. Если вы вдруг захотите выпить... Чаю. Это, конечно, не положено, но все равно. Мы вечером могли бы сходить куда-нибудь. Моя мама будет счастливо познакомиться. Да, конечно, конечно. Я... Что с общего с этим подойским? Что это за вопрос-то такой? Ну, что, отец моей ученицы, а что у меня с ним может быть? Ну, вы сами подумайте. Отец моей ученицы, вот и все. Да, он просто отец моей ученицы. Ну, что бы мы делали в магазине? Все равно там ничего не происходит, никто не приходит, ничего не покупает. Давно надо было устроить забастовку. Не бери, это, скорее всего, Зиди Топ. Ну? Алло, это не магазин Вау-Вау, где рок швея всех живых. Да, да, Галина. Да, Галина Дмитриевна. Да, да, это Константин Ульянович. Хорошо. Буду. Пока. До свидания. Ключилка вызывает. Ну, это спортсменка, которая втерюл тебя по уши, да? Это не так. Так, так. Такие не бывает. Ну, смотри. Ну, все признаки на лицо. Она постоянно тебя вызывает, да? В таком оттягивающем костюмчике. Такая ругает и ругает, а сама волосами взмахивает, поправляет и все время глазками хлопает, губками так поводит, да? Угу. А самое главное, она же умоляла тебя остаться у нее на ночь. Ну, не совсем умоляла. Да и потом она пьяная была в хламину и вообще ничего не помнит. А я уверен, что помнит. Я уверен, достаточно одного намека с твоей стороны, и она заведется. Пожалуйста, вы извините меня. Плохой мальчик так возьмет скакалку. И так тебя... Плохой мальчик, плохой. Варков, у тебя вообще ничего святого. Почему? Мама у меня святая. Вот зря я о ней еще вспомнил. Настроение испортилось. Как думаете, Сантьяго все в порядке? Конечно, это же Сантьяго. Его отец какой-то страшный бандит. Сантьяго рассказывал, что он ограбил банк в одиночку. Нет. По-моему, у него был подельник. Да, я помню. И отец Сантьяго его убил, когда узнал, что тот предатель. А мне кажется, что Сантьяго уехал с отцом, и они теперь будут грабить банки вместе. Ну, Сантьяго говорил, что если его отец узнает, сколько у него двоек, он его убил. Слушай, ни один человек не будет убивать своего сына из-за этого. Папа, я прошу тебя, ну не надо. А они на чердаке. И, по-моему, у него очень хорошее настроение. Быстро все наверх. Стой, подожди. Они там вдвоем, им хорошо, они давно не виделись. В конце концов, это наш чердак. Мелани. Держу, держу. Ой, да ел мой. Папа, вот чего ты сюда полез? Я бы санкции сделал. Здравствуйте, ребят. Саша, это твои друзья? А я думал, что вы в школе. Саша так много рассказывал про вас. А я Александр Степанович. Сашин папа. Папа, десять. А Юли снова не было в школе. Я обязательно разберусь с этим. Юля будет в школе. А вы видели ее оценки за четверть? У нее семь троек. Ну, хотя вам же совершенно все равно. Нет, мне не совершенно. Нет, вам совершенно все равно. Вы знаете, где она? Ее одноклассник Саша Бондаренко тоже не пришел. Мне кажется, что они сейчас вместе. Это очень серьезно. Константин, я бы не позвонила вам, если бы это не было так важно. А это очень важно. Для Юли. Добрый день, Константин Леонидович. Извините, я не могла дозвониться, а мне очень нужно с вами поговорить. Константин Леонидович, почему вы не приходите на родительские собрания? Вы что, как-то игнорируете, как-то избегаете меня? Значит, вы считаете нормальным, что Юля пропустила такие важные мероприятия и поставила под удар честь школы? Я очень уминоват. Можете разговаривать как взрослый человек? Так. Алло, алло, Галина Дмитриевна, да. Вы же узнаете мой голос? Ну, я просто собирался сам вам дозвонить. Вы собирались мне позвонить? Ну, по поводу Юли. Юли. Знаете, я тоже очень хотела с вами поговорить о Юле. Я считаю, что вы, вы разгильдяй, вы прожигатель жизни и алкоголик. Да если бы мне было плевать на Юлю, я бы с вами не встречался бы. Ну, вот зачем я с вами встречаюсь? Костя, зачем вы со мной встречаетесь? Константин Леонидович, не слышите меня? Константин Леонидович, я с вами разговариваю. А, да. Скажите, а вы правда в меня влюбились? Что, простите? Ну, просто мне кажется, что вы все время как бы вот на что-то намекаете. Ну, вот вызываете меня постоянно на эти родительские собрания, только вот родителей других и на них и нет. И тот случай вы попросили, помните, остаться. Ну, правда, это по пьяни было, но тем не менее. То есть вы другими словами сейчас намекаете на то, что я, Галина Дмитриевна, за вами бегаю. Ну, очень на то смахивает. Вы знаете, в этом ничего плохого. Маньяк, маньяк, извращенец. Выбирайтесь отсюда. Выбирайтесь отсюда. Парашин, не ругайтесь, вам не идут такие слова. Да не идут такие слова? Да вы животные. Да вы знаете, что если бы вы даже были последний мужчина на земле, я бы не стала, да нет. Даже не последняя, вообще никогда. Даже если бы мы с вами одни остались на земле, никогда, понятно? Мне кажется, у вас и сейчас-то выбор небольшой. Да? Что? А ну, пошли вот отсюда! Живо! Какие вы славные ребята. Хорошо бы вы повлияли на Саженьку, на его отношение к учебе. Пап, не надо. Ну, а что я такого говорю? Ты же так хорошо учился до седьмого класса. Грамоты у тебя были за математику. Лучший в классе был. Не может быть. Пап, замолчи, ну. Может, может. Я всегда надеялся, что он пойдет по моим стопам. Слушай, пап, а давай ты уйдешь, а? Я вот прошу тебя, уходи. Подожди, Сантьяга, это ж твой отец, с ним нельзя так? Чаю? Спасибо огромное. Так, значит, вы, Александр Степанович, опробили банку. Подольский. Гачок? Все шиваешься тут? Да я ходил в классной своей Юле. Она меня отчитывала. Так, Подольский, выкладывай, что у тебя с ней? С кем? С Гарри Дмитриевной. А что может быть у меня общего с этой истеричкой? Она просто классная руководительница моей дочери. А потом вообще абсолютно чокнутая баба и совершенно не знает, сама чего хочет. Понятно. Подольский, я слежу за тобой, за твоей дочерью, еще за ее дружком и за его папашей. Береги себя, Ткачук, не перетрудись. А потом Мышкин, ну он, как и я, в этом банке бухгалтером работал, говорит, давай деньги на этот счет сливать, никто концов не найдет. Потом об наличии ты хоть сына на ноги поставишь. Он так уговаривал, что я подумал, а почему бы и нет. А потом, когда все это вскрылось, оказалось, что на всех документах по переводу денег стоит только моя подпись. Вот такой у меня классный папа. Крутой грабитель банков. Ух! Вы извините, что я вам врал, я просто не хотел, чтобы вы узнали, что у меня вот такой вот отец. А мне кажется, что вы очень милый человек, Александр Степанович. Может, вы хотите еще чай? Спасибо. А куда вы деньги дели? О, это очень интересная схема. Со счета фирмы идет проплата по договору, который не исполняется. Но деньги возвращаются не на фирму. Так, это очень все познавательно и интересно. Но давайте эти опустим подробности. Сами бабки вы куда дели? А, на личность. Если бы я знал, давно бы уж сдался. Что-то я не понял о логике. Да я давно собираюсь с духом оформить явку с повинной. Но если не верну эти деньги, то сидеть буду до самой старости. Вы не представляете себе, как я устал скрываться. Если бы у меня были эти деньги, лет через пять я был бы уже свободным человеком. Так верните. Я же говорю, нет у меня этих денег. Обналичкой Мышкин занимался. А, так он вас подставил, что ли? Ну, да, папа, он тебя подставил. А ты даже этого прорубить не смог. Знаешь почему? Потому что ты бесхребетный. Ты к кому попало говоришь «да», не можешь сказать «нет». А когда все случилось, ты не смог ему отказать, испугался и сбежал. Но было уже поздно, да? Сашенька. Да что, Сашенька, ты всю жизнь, Сашенька, 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 ты всю жизнь всего боишься бабушку потерять работу, сказать «нет». Слушай, ты помнишь, когда у меня в начальной школе отбирали завтраки? Помнишь? И что ты сделал? Ты обещал прийти разобраться. Сказал, я отец, я разберусь. Это было недоразумение. Недоразумение, недоразумение. Его взяли семиклассники и повесили на вешевку в раздевалке. Недоразумение. Да зачем ты вообще сюда пришел? Мне без тебя гораздо лучше жилось. Понял? Я просто хотел узнать, как у тебя дела. Мне пора. Я и так причинил вам всем кучу неприятностей. Извините. Так, никто никуда не пойдет. Александр Тепанович, сядьте. То есть, присядьте. А ты, Сантьяго, себя ведешь, как последний придурок. Значит так, мы вам поможем. Я попрошу папу, он у меня очень смелый. Мы найдем этого Мышкина, от ним деньги, и вы наконец-таки сядете. То есть... Отчего его искать-то? Он себе спокойно в банке работает. Его фотография на сайте висит. Это несложно. Проживай папе на адресе, вот телефон, вот все остальное. Спасибо, Мэл. Ты прям настоящий хакер. Я просто продвинутый пользователь. А как ты собираешься уговаривать отца? Так как всегда, он пару минут повыпендривается, а потом согласится. Его даже Барков может убедить. Санечка, пожалуйста, ты должен им помочь. Я не буду этим заниматься, я не Тимур или его команда. А кто это? Неважно. Я этим заниматься не буду. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Я уже и так помог, чем смог. Между прочим, я очень сильно рискую, укрывая преступника у себя на чердаке. Вообще не знаю, как ты меня развела на это? Ну, потому что я большое доброе сердце. Тебе ничего на самом деле ведь делать не надо. Тебе нужно просто найти этого Мышкина, надавить на нее хорошенечко и забрать деньги. Все. Да я в жизни ни на кого не давил никогда. Так, тихо. Вот это нам поможет. Что это? Мы надали им, на этого Мышкина, и он отдаст нам деньги. Он же бухгалтер, покажи. Бухгалтер. Ну, он такой, пожалуйста, пожалуйста, соберите все деньги. Только не убивайте меня, пожалуйста. Ты на себя в зеркало смотрел. Кого мы с тобой можем напугать? Да кого угодно. Да вот. Хлюпика можем напугать, бухгалтера можем напугать. Я покажу им свою татуировку. Не надо. Почему? Почему не надо-то, я не понимаю. Это наш шанс. Понимаешь? Наш шанс. Мы должны его развести на эти бабки. Он украл огромную кучу денег. Если мы возьмем маленькую пачку, никто не заметит. А мы потратим ее на благие цели. Мы построим наш клуб, да? Клуб наш. Маш, а потом свалим все на Мышкиному. Он все растратил, говорит, сажайте ее. Марков, у тебя точно ничего святого. Вот почему ты все время обламываешь мне кайф и напоминаешь мне про мою маму? Знаешь, как я это не люблю? Знаешь, как это для меня больно? Давай, пойдем. Пойдем. Да. Любилась тебя твоя Галина Дмитриевна. Все прозвуки на лицо? Смотри. Ругала тебя? Орала? Рогнала? Классика? Классика. Боб, ну хватит, уже не беси меня, а? Я из-за твоих провокаций чуть головы не решился. А теперь вынужден сидеть тут мерзнуть уже 4 часа в этой консервной банке, как шпрота. Не надо только обижать в мою машину. Какая это консервная банка? Хорошая машина, моя девочка. Между прочим, все работает. Даже печка. Ага. Иногда ломается, барахлит. Ну, любая женщина капризничает. Да что, я Галина. Все, затклись. Ты вообще помнишь, зачем мы здесь сидим? А что? А что? А вот, вон он пошел. Точно. Идем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Саша! А эта девочка, Юля, она милая, ты не находишь? Она тебе нравится? Вообще-то, это не твое дело. Очень славная девочка. Мне кажется, ты ей нравишься. Помолчи, а? Сейчас вообще не в тему. Но я не могу молчать, когда речь идет о счастье моего сына. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Черт, он, кажется, нас заметит. Да тебя сложно не заметить. Не злись, пожалуйста. Я не на вас, что твоя училка тебя продинамила. Да при чем здесь это? Я об этом вообще не думаю. Что это за брец, который ты мне писал? Все, я иду домой. Тихо. Ну, вот ты его спугнул. Давай быстрее. А-а-а! Поднялёбочка! Что вы такие? Руки подняли оба. А мы мимо шли, мы... Руки, руки, руки. Мы к тебе никаких вообще претензий. Ты чего, чувак? Мы пойдем... Стоять! Что вам надо? Ничего нам не надо. Ничего нам не надо. Кто вас послал? Кто послал? Это тот чувак, которого... Ты украл деньги. Нам это ни при чем. Нам твои деньги не нужны. Мы пойдем домой. Стоять! Стоять, я сказал. Бондаренко вас послал. Значит, сейчас вы какое-то время посидите у меня в гараже. Потом придумаю, что с вами делать. Мобильные телефоны есть? Быстро! Достали! На пол! А теперь спокойно и медленно. Он что, придурается? Пистолет возьми. Слушай, похоже, нам повезло. Давай убежим, а? Это кому повезло? У него пульса нет. Что делать? Что делать? Да не можем его... Оставить, не ори. Надо, в общем, избавиться от улик. Подгони машину. Как избавиться от улик? Ну так. Ну что его сейчас распилили здесь будем? Подгоняй машину! Дюху! Я вижу, что она неравнодушна к тебе. Ну, стала бы она мне помогать, если ты ей не нравился? Да что ты вообще в женщинах понимаешь? У тебя одна мама была, и та тебя бросила. Потому что ты ничтожество. Ладно, прости, я не хотел в это говорить. Ну, ничего. Ты прав. Вот видишь? Видишь? Не веди себя, как... Ладно, поехали. Ну, ты все-таки попробуй сказать ей о своих чувствах. Я уже говорил. Вышла полная лажа. Ничего. Я еще раз попробую. Рано или поздно все получится. Вы же просто созданы друг для друга. Если ты такой умный, почему ты маму не вернешь? Ты понимаешь, Саша, мы с мамой очень любили друг друга. Однажды она просто попросила меня отпустить ее. Я не смог ей отказать. Ну, так бывает. Так бывает! Значит, ты просто... Так. Ой, вот. Хорчиняк. Ти какие, но на первое время хватит. Полетайте. Спасибо, Юленька. Садяга, ты тоже что-нибудь уже съела? А то я за тебя начинаю уже волноваться. Пойду поставлю. Чайник. Чайник. Пойду. Пойду, ты тоже. Мо patch. Мо discourse. Мо lattice. Мо nick. Мо matches. Мо Nile. Дайте воду, а? Воды дайте. Что-то не нравятся мне ваши лица. Что случилось? Да ничего особенного. Мушки надо. Что? Барков, ну ты можешь помолчать когда-нибудь? Ну да, умер. Мы его не убивали. Он сам? Совершенно случайно. Вы вообще слышите, что вы сейчас говорите? Да в том-то и дело, что слышим, нам никто не поверит. Нужно избавиться от трупа. Трупа? Он здесь? У меня в багажнике. Папа, я тебя больше ни о чем просить не буду никогда, ты меня понял? Понял. Ой. Это у нашей квартиры. Здрасте. Там участковый. Жаждет Подольского. А, то есть вас. А у вас в машине кто-то дико орет. Вот черт. Так он живой? Блин, ему нужно срочно нейтрализовать. Так а как? Ну что ты на меня смотришь-то? Я не врач. Не врач. Это пипец. Здрасте. Здрасте. Пусть мы с вами найдем вообще язык. Может быть, чайку? Помогите! Чердаковый бут. Ну что, Ткачук, как дела? Тебя не интересуют мои дела с третьего класса. Ну так, к слову пришлось так, все говорят. Помогите! Что это? Люди, вообще суббота! Да, это сосед, Колька. Ну, ты знаешь. Сверху кричали. За стенкой. А ты что пришел-то из-за училки? Так. Не смей ее так называть. Понял? Она учительница. Я пришел узнать, где твоя дочь. И знает ли она, где Бондаренко. Где моя дочь? Дочь в школе. Как положено. За стенкой. Голос женский. Ну, к Кольке мать приехала вчера. Скандалит. Он меня укусил! Господи, вы что, маньяк, что ли? Поговорите с ним! Кеша, где деньги? Ну-ка, дайте я с ним поговорю. Кеша, где деньги? Мать, мать. Памы! Ты что, там про Галю говорил? Где деньги? Памы! Памы! У них жуткие отношения. Мать там тоже, кстати. Ты лучше бы туда бы внимание обратил бы. А про Галю, про что ж я про... А! Ты ж влюблен в нее, в Галю-то. Что? Слушай, у меня к тебе просьба. Она, в общем, бегает за мной. А мне это вот вообще, ну, ну, никак. Ну, не нравится ей все. Ты бы как-то активность проявил бы, и внимание на тебя привлек бы. И, в общем, и всем было бы хорошо. Тихо. Ты... Я же тебе морду набью. Тихо, тихо, тихо. Ты морду, я же тебе добра желаю. Я же тебе совет да любовь и все такое. И тебе будет отличный семьянин, папаша, во-во. Так что, Подольский, но теперь ты точно покойник. Тихо, спокойно. Так, держись от нее подольше, понял? Я с тобой потом еще разберусь. Потом. Я слежу за тобой. Как же у Юлия, получается, так врать-то, а? На ходу прям сочиняет. Мне полеталанты. Чего вы здесь за Тарантино устроили? Нас чуть всех не повязали. Поэтому мы просто так решили его припугнуть. Но он все равно ничего не говорит. Знаете, меня уже достала вся эта история. Барков, вот нафига ты его сюда припер? Я же тебе говорю, избавься, избавься от него. Я думаю, он пригодится еще. А если его найдут здесь? Вот. Ну, я понял. Как избавляться будем? Можно его утопить? Или в лес отвезем. Слушайте, делайте что угодно, только побыстрее. Подождите! Ну, подождите, Жанн! Что? Я все расскажу. Да ты вошелся, нормально, что это все? Нормально. Мы просто проявляем элементарную осторожность. Вдруг за нами подсидит? Кто за нами может следить? Иди уже! Да заходи! Ваше место придумал. Никто не догадается здесь искать. Можно я скажу одну знаменитую укинувшую фразу? Это то, о чем я думаю? Боб, что ты копошишься? Бери портфель и валим отсюда. Давай, быстрее. Идите скорей ко мне, мои дорогие замерзшие американские президенты. Я вас согрею. Всех не смогу. Ну, кое-кого спрячу на груди своей. Ты чего? А что умел положить деньги на место? А чего? Посмотри, сколько их тут. Ну, это для нашего клуба. Пойдем. Жестокий человек. Ну, ты садись. Даже хуже. Садомазохисты. А почему нельзя взять немного? Товарищ капитан, они вышли. И теперь в спортсфере. Ни один фильм в чемодану денет. Хорошо, но не заканчивается. А где? Ну, это жизнь. Стоять! Полиция! Тебе и жизнь. Хочу. Дорожи. Здорово. 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 Родимый. Родимый, наконец-то. Мы встретились. Стоять! Стоять! Аппарат облакетный. Пожалуйста. Я не могу больше ждать. Их уже четыре часа нет. Папа телефон не отвечает. Наверное, с ними что-нибудь случилось. Подождем еще, Юленька. Они скоро будут. Угу. Скоро. Очень скоро. Они уже давно в аэропорту. Первым рейсом в теплые страны. Заткнись уже! Алло. Нет, я не заказывал такси в аэропорт. Вы ошиблись? Вов, а что случилось? Костеты менты взяли. Ну, что вы думаете, папа отпустил? Ну, Отец, ни в чем не виноват. Мы придем и возьмем всю вину на себя. И деньги вернем. Правда, Кеша? Да, это все так благородно, так благородно. Просто тошнит. Ну, мы пошли. Спасибо тебе, Юленька. Ты замечательная девочка. Береги моего оболтуса. Ладно. Стойте! Забыли! Не надо своих денег. Папа, я это... Я знаю, Саша, я тебя тоже. Ты знаешь, я... Я не считаю тебя ничтожеством. Я... Ты настоящий... Спасибо, Сашенька. Я так рад это слышать. Ладно. Мама! Здрасте! Я тебе обещаю, я тебя больше никогда ни о чем просить не буду. Как же тебя выпустили-то, а? Я сам удивлен. Знаешь, я думал, Ткачуп мне уже смертный приговор готовит. А я, кажется, знаю, кто твой тайный благодетель. Галина, Галина... А что с ним? Любовь! Понеждаешь, ментов! Чего? Устал, наверное. Ладно. Здравствуй, все! Сидел я в одиночке, ждал пожизненного. И? Что ей? Потом Ткачуп, видимо, понял, что я не виноват и отпустил. А может быть, Барков все-таки прав? И Любовь действительно побеждает ментов? И ты туда же. Ну, ты хочешь сказать, что ты веришь, что Ткачуп тебя сам отпустил, да? Не знаю. Но вот Галине Дмитриевне вообще все это зачем? Папочка, тебе сколько лет? 38. 38. Правильно. И ты уже большой мальчик, сам разберешься. Да в чем? В чем разбираться? Да хоть спасибо ей скажи. Ну, цветы подари. А, в этом смысле. Здравствуйте. Я зашел сказать спасибо за то, что вы попросили Ткачука освободить меня. Вам не за что меня благодарить. Ага. Я вот цветы сюда вложил. До свидания. До свидания. Я вот только одного не понимаю. Вот зачем это нужно было делать, если я тот мужчина, с которым вообще никогда и ни за что? А? Мам, вообще-то ты могла бы лететь на суд и поддержать папу. Да я знаю, что ты занята. Ты все время занята. Я знаю, что ты считаешь его ничтожеством. Но он мой отец, и мы семья. По крайней мере, когда-то были ею. Ой, ладно, все, хорош. Да, я все понял. Знаешь, мне отлично живется у бабушки. Смотри, твой отец, что он делает в школе? Мне кажется, она в него влюблена. Вообще-то, я об этом знала. Ну, а он не... Да нет, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дюля, Сантьяго пропал. Что? Пришел в школу. Милиция. Ну, скажите, а что он сделал? Пока ничего. Но его отец преступник, и находится в федеральном розыске. Училку вызывает. Это та, которая спортсменка, которая втерюлся по уши, да? Даже если бы мы с вами одни остались на земле, никогда, понятно? Мне кажется, у вас и сейчас-то выбор небольшой. Выкладывай, что у тебя с ней? А что может быть у меня общего с этой истеричкой? Как думаете, Сантьяго все в порядке? Конечно, в порядке. Это же Сантьяго. Здравствуйте, ребят. А я Александр Степанович. Сашин папа. Я слежу за тобой, за твоей дочерью, еще за ее дружком и за его папашей. Я же говорю, нет у меня этих денег. Обналичкой Мышкин занимался. А, так он вас подставил, что ли? Ну? Мы вам поможем. Я попрошу папу, он у меня очень смелый. Мы найдем этого Мышкина, от ним деньги, и вы, наконец-таки, сядете. А вот, вон он пошел. Точно. Идем. Тихо, кто вы такие. Руки подняли, Лёва. Он что, придурывается? Подгони, Маша. Леша, где деньги? Знаете, мне уже достала вся эта история. Как избавляться будет? Подождите, я все расскажу. Стоять! Мари! Стоять! Хочу! Сторожи! Что? А что случилось? Костеты, менты и взяли. Не волнуйся, твой отец ни в чем не виноват. Мы придем и возьмем всю вину на себя. Пап, я это... Да я музыкант, а не электрик. Гаре на все огню. Тихо! Господи, боже мой. Блин, она что-то не убила тебя. Кошмар. Ладно, брось. Все, забудь. Да, было бы, конечно, совсем неинтересно, если бы убила, да. А представь, тебя убила, а мы даже клуб не открыли. Да и альбом я не записал. И Бор Бистерову морду не начистили за то, что он считает себя плохим музыкантом. Слушай, а вот если, правда, я умер бы сейчас, вот что бы после меня осталось, а? Ну, Капитошка. В том-то и дело. Капитошка. Из сорокет. Альбом хороший так и не записал. Капитошка. Клуб даже не смог открыть. Да ладно? Жизнь прожита вообще как-то зря, что ли, получается? Да ладно. Откроем этот клуб. Господи. Да как мы его откроем? Денег у нас нет. И не было, и не будет. Похоронил я свой талант в этом дурацком магазине. Паркуш, твои шутки, что ли? Да я тут вообще ни при чем. Э, мужики, а что это такое, а? Они что, психи? А, мне же на них письмо. Странная какая-то, что это? Зидиток. Письмо счастья. Шутки кончились. За месяц вы ничего не сделали. Помещение я сдал. Теперь тут будет ритуальное бюро. Помещение я ждал с мебелью и с вами. Вот гад, а! Ну все. Теперь нам точно нашего клуба не видать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Григорий Львович, это Юля, ваша новая сотрудница. Да, 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 понимаете, у меня просто проблема. Я сейчас в пробке стою на Ярославском шоссе. Алло! Ой, ой, тут авария, по-моему. Алло, Галина Дмитриевна, походу я ангиной заболела. Да, от папы заразилась. К нему просто вчера друзья из Эфиопии приезжали. Так вот, походу я из кружки его пила. И вообще плохо себя чувствую. Но, к сожалению, я сегодня не смогу прийти в школу. Но вы не волнуйтесь, пожалуйста. Я обязательно исправлю двойку по геометрии. Ой, извините, мне что-то немножко плохо стало. Алло, да, слышь, подрезали. Сейчас, подожди, пожалуйста. Слышь, ты, козел, я сейчас выйду. Ты вообще знаешь, кто я? Алло, Галина Дмитриевна, а это сериал по телевизору, да. Папа, папа в больнице. Не надо ему звонить, он в порядке. Да, все, спасибо, до свидания. А ты чего не в школе? Папа, слушай, мне так деньги нужны, дай, пожалуйста, а. Сантьяго повисали, но я ничего не крал, ты же знаешь. А мне нужны деньги на такси, чтобы доехать до тюрьмы до адвоката. Юля, у меня... Только Галина Дмитриевна не говори, пожалуйста, ладно? Юля, не перебивай, у меня к тебе серьезный разговор. Ты понимаешь, у каждого человека наступает такой момент, когда он понимает, насколько... Папа, ну, по-моему, некогда, прости, пожалуйста. Настала потом, давайте поговорим. Вот и поговорили. Понимаешь, старик, ну, есть разные понятия. Баба, подруга, сипуха, соска, фанка. А есть девочка моя. Вот Лёля была моя девочка, понимаешь? Это совсем другое. Вот зацени. И пусть она смешная, как герой комиксов Марвел, зато в постели она старается, как папа Карл. Отличный текст. Я вообще, Муха, рад, что ты решил записать альбом. Особенно рад, что ты пришел ко мне. Ну да, я хочу, чтобы ты занялся этим вопросом. Вот зацени, что она наваяла. Это она дома записала, решила стать певицей, представляешь? Вот ты разбила кружки, а я хрустальный диск со всего размаха в дребезги хряснула. Мы же с ней из-за этого расстались. Я же не могу ей говорить неправду. Я же так и сказал ей, это Лабуда, она меня и выгнала. Знаешь, Лабуда, Лабуду, я слыхал Лабуду и похлеще. В принципе, это даже можно попробовать записать. Никогда. Если какой-нибудь продюсер начнет ее записывать, я ему лично оторву голову. Если она придет к тебе... Да нет, старик, ну это вообще исключено. Ты должен ее отшить. Как ты это умеешь делать? Да, он это умеет делать. Так, выйди и запиши себе штраф за опоздание из-за разбитой тарелки. Все. Послушай, я люблю тебя, Муха. Ты рэпер номер раз на всем нашем тухлом рэп-небосклоне. Давай попробуем записаться. Железно. О, вовремя. Хозяевы скоро придут. Мне аванс выдали. О, хороший аванс. Клещ? Костер? Обалдеть. Клещ. Браво. Это ж клещ. Мы с ним в Питере вместе в ухо Ван Гога играли давным-давно. Клещ – это попа. Ну да, а чего здесь тресить-то? Да, мы тут у Зизитопа там, ну, помогаем ему по бизнесу, помогали. Да, а потом он помещение в аренду сдал каким-то упырям без совести. Вот ты бы стал бы делать деньги на гробах. Ну, вообще-то это я и есть. Кто? Ну, этот упырь, который делает деньги на гробах. Нет, ну вот скажи мне, Гриш, ну какая другая станет жить с парнем, который называет ее ни котиком, ни лапочкой, ни красавицей на крайний случай, а знаешь как? Так, девочка моя, какая ты у меня страшненькая. Иди сюда, я поцелую тебя в твой мордовороте. При всех, Гриша, понимаешь? Ну, ты же очень красивая. Ну, я вообще не понимаю, что ты в нем нашла. Он же хам. Просто бездарный хам вообще. А я, Гриша, понимаешь, я творческий человек. И я прям чувствую, что вот настало время отдать все то, что копилось долгие годы. А муха, козлиная, ты знаешь, что мне сказал? Тебе пить надо в туалете на Курском вокзале. Это мне, Гриш. А моя массажистка, она говорит, у меня талант, Гриш. Она же не ошибается никогда. Я заценил твою песню. Это вообще прорыв. Это прям новое слово варенби. Меня только одно смущает. Я готова к экспериментам. Это радует. Ну, ты ее покажешь кому-нибудь, и тебя же с руками оторвут. Какой-нибудь другой продюсер тебя уведет. Я, конечно, неправильно делаю, что говорю тебе, и это с точки зрения бизнеса. Мамочки мои, ну какой ты честный. Да я тебя поцелую, Гришечка. Гриша, вот тебе моя рука. Только ты. Только ты. Логиня. Я вообще-то сам бы не стал этим заниматься. Это Калюня. Клавишник. Помнишь? Ну да. Подбил. Ну, мы так подрабатывали. На похоронах. Ну, он говорит, давай все под себя возьмем. Гробы, венки, памятники. Ну, в общем, все. А ты вообще вовремя появился-то. Мне тубист нужен. Пойдешь? Да я на тубе-то не играл никогда. Да ладно, что ты? А что тут? На, попробуй. На, возьми. Дуй только по-натуральней. Дай-ка он там кнопку. Вот, висит. Это? Давай, нормально, встань. Только дуй так-то. Старайся. Ну, ты смотри. Чувствуешь? Чувствуешь, а? Ну, смотри, как получается хорошо. Давай, 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 давай. Старайся. Ну, ты прирожденный фанерщик. Лучше, чем Жанна Фриске. Ну, что, морда-то не криви. Деньги хорошие. На, бросил ее. Ну, что? Ну, он согласен, согласен. А что, ты сам говорил, деньги нужны. Давайте я и мне тоже какую-нибудь работу. Тамарфа, Бобин, я помогу. Да? Плакать можешь. В смысле? А в прямом. Наверное. Ах! Ой, больно. Ну, вот. Плакальщиком будешь. На заднем ряду плакать будешь. Настроение задавать. А? Да, Костя. Это дно. Я и был на самом деле. Я согласен. Когда приступать? Улетай, улетай. Птица-девочка ночная. Улетай, улетай, улетай. Улетай. А не то тебя поймают. И чей вы альбом собираетесь записать, Лёля или Мухин? Обоих, конечно. Это ж семейный скандал. Диски с мету. Золото. Да она ужасно поет. Вы чего? Это же ад адский. Девочка моя. В шоу-бизнесе кто как поет не имеет вообще никакого значения. Вот семейный скандал это гарантия успеха. Минус пять долларов за этот урок жизни из твоей гипотетической зарплаты. Но они же убьют друг друга, если они пересекутся. Но это если они пересекутся. Ну и как вы так сделаете, чтобы они не пересеклись? Как ты сделаешь, чтобы они не пересеклись? Я? Конечно, твоя задача, чтобы они записали альбом на этой студии, не встречаясь друг с другом. Да, алё. Битона, вы заказывали. Да какого ещё Битона? Битона это сюда, точно. Сейчас, подождите, я открою. Битон. Сначала для одного клипа, а потом мне в террариум. Отличное средство для отвлечения клиентов во время трудных переговоров. Кстати, знаешь, чем питаются питоны? Узнай и купи. И это только начало. Дальше больше будет. Я вообще хочу сети развернуть. Бобков, ты где? Здесь. Как не могу из роли выйти, извините. Ну что, может, я не нужна? Давай сюда. Тут командировочка в Питер образовывается. Ты как, поедешь? Да в гробу я видал уж Ленинград со всеми его жизнями. Почему? Я там родился вообще. Да потому. Вы себя считаете такими исключительными. Только у нас осталось культурным. А медленные вы. Так и хочется пнуть под зад, чтобы шевелились. У вас в Москве там все быстро, так все быстро. Живете как будто по 800 лет. И питерский рок это вообще мир. Вот это ты зря. Да ладно тебе безобидно еще тут. Леша. О, что так темно, что это? Где? Барков. Что? Барков. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Где это я? О, сразу видно из Москвы Вы находитесь в северной Венеции Жемчужине и, между прочим, культурной столице России Самом лучшем городе Земли Я в Питере, что ли? Ну да Чуть дела И что делать? Понятия не имею Кстати, из парадного лучше выйти Сейчас жильцы выходить начнут Так что все равно Выгодится Выгодится Паялись шуршания крыльев Часы тотменя За поимку ее Обещали вознаграждение Но никто не хотел Рисковать Ведь ее пение Было самым прекрасным На свете явлением Дети малые И животные И растения Сладко спали Когда она пела Свои колыбельные И самые лучшие сны Смотрели при этом Жарким летом Про зиму морозную Зимой Про жаркое лето Но вот в город пришел Один охотник От беды Злой принц Молодой С золотым арбалетом Возле ратуши Он увидал объявление И решил получить Это вознаграждение И в укромном Куклу королевского сада Он надев Да, моя группа Слушай, к чему ты принц Достал арбалет На тупую звезду Которую не голоса Веснуха нет Так, что-то смешное Я не поняла Да нет, ничего Где Гриша? Где Гриша? Ледочка Отлично все Дай мне микрофон Я слышал из офиса Прекрасно все Очень хорошо Я тебя уволю Ты понял Парень просто переутомился Реально всю ночь работал Устал Вообще не спал Вообще-то я тоже устала Пойду горло прополощу Так, ты узнала Чем питаются питоны, а? А, да Безголосыми тёлками Твоё неиссякаемое чувство Юмора вот здесь уже сидит Неиссякаемое Надо меня Тихо, 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 тихо Тихо, тихо, тихо Нас питон сбежал Вот так Средь бела дня На культурное наследие Знаете что, молодой человек? В этом доме Александр Блок Да бабка, ты офонарела Вот мелочи же рассыпал Так пугать Москвич Ну тогда всё понятно Типичный московский Примитивизм Офонарела мне Коренной Петербурженке Я доктор филологии У меня диссертация была По ненормативной лексике Ну знаете что, молодой человек А давайте сразу начнём С большого Петровского загиба Девушка, закройте уши ребёнку Будьте так любезны Слона заморского Понятно, понятно А вот московский ответ Муха, здорова Да нет Всё в силе В любое время Просто сейчас вот У нас Ты уже здесь? Сейчас, одну секунду Юля, быстро ко мне Да нет, никаких проблем Я сейчас Сейчас Подожди, одну секунду Это самое МЧСники были Они скормили питомый снотвор Значит, муха Идёт по коридору По какому коридору? По нашему коридору Быстро сделай что-нибудь Иначе уволю Да как это же она Что-то начало записываться Это твои проблемы Давай, всё Здорово У вас тут прямо как на канале Дискавери Змеюка с меня ростом Ну что Подпишемся на меня Как раз снизошло А я вам сейчас кофе принесу Супер Отлично Значит Предлагаю Для начала Для вдохновения По чуть-чуть Тут у меня как раз Завалялось Добрый день Старший лейтенант Кюхельбеккер Попрошу предъявить документы Да мы живём здесь Вы с ним разберитесь Разберёмся 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 Маша Ребёночек-то у вас На по погоде одет Кстати Там холодно на улице Ну ничего Идите гуляйте Гуляйте Так, а вы? Я проживаю в этом подъезде Хорошо, хорошо Вы же по делам Ну так идите Идите Всё будет хорошо Вы не волнуйтесь Всё хорошо Разберёмся Разберёмся Нет у меня документов Какие документы Костет Ты чё Я же тебя с 93-го года помню Ты к нам на гастроли приезжал Ну Капитошка Ну что Брата в Москве Нет случая Был бы у меня брат в Москве Я бы со стыда помер Ну слава богу Звереву угомонился Спит А это надолго? До вечера продряхнет А если вдруг Буярить начнёт Подкинем в ворот обреток Убойная сила Стотворная Угу Можно у тебя Телефон попросить Позвонить Да Конечно Алё Юль Я в Питере Что? Я не слышу Ты в Твиттере? В Питере В Питере Найди Баркова Баркова Попроси его денег Выслать На главпочтам Денег Как ваша фамилия? Кюхельбекер На фамилию Кюхельбекер Кюхельбекер До востребования Слушай Я не слышу Что ты говоришь Я перезвоню Давай пока Эй Вы там закончили? В смысле Мы Питона схватили Вы можете выходить Только тихо Тихо Ненавижусь Так Фу Я тоже Так не люблю А Я Хотела вам сказать давно Вокал ваш Да вы не очень Чё? Мне Гриша говорит Слушайте Я знаю Что он вам говорил Но он стит вам Понимаете? Ваш голос замечательный Но он правда Немножко гуляет местами Но У меня есть решение Что это? Одна таблетка И ваши связки Просто идеальны Класс Сколько? А потом сочтёмся Только вы никому не говорите Потому что у нас Задопинг Ада-да На моём районе Среди новостроек Грязных помоек Каждый второй знает То здесь самый больной параноик Его кликуха Муха Но по слухам У него не пруха Но вся замануха Братуха В том что Муха Это я Когда твой мир Вмиг превращается в хлам Вместо мыслей спама Не хватает плана Как стать Намба-ван Почему вселенная Я моя дала трещину Как же ещё В этом виновата женщина Чтобы решить этот вопрос С ней и с собой Муха в лимузин И пули в магазин За бензопилой Муха, ты куда? Братка, постой Я туда-обратно За бензопилой Всё нормуль Пацанчики Одно к одному Муха будет убивать Свою бывшую жену Не пожалел бы Для этой суки Базуки даже Если бы только Такие штуки Скажем Были в свободной продаже Мой выбор Бензопила Такие дела Хочу, чтобы в мухах Эта коза умерла Вот зачем Мухе Бензопила Я хочу, чтобы В мухах Эта коза умерла Так что Вот зачем Мухе Бензопила Я хочу, чтобы В мухах Эта коза умерла Все Перерывчик Ой, привет Привет Я хочу с тобой Так познакомиться Меня Юля зовут Ты же меня здесь видел? Я очень рад Я твоя фанатка У меня над кроватью Вот такой плакат висит А еще я все твои песни знаю Детка, слушай, это круто Ну и я хочу В сортир В сортир Это так классно Вон там Давайте я провожу У нас сегодня закрытая вечеринка Так тут же был рок-клуб Я 15 лет тому назад Я не знаю, папаш Сколько я себя помню У нас Всегда был клуб Бешеная устрица И здесь играют Совершенно другую музыку Ты че Из этих что ли? Как ты меня назвал? А? Как ты меня назвал? Я тебе покажу из этих Парни на выход Все дам из этих Эй, эй Ребят, стоп Я только спросил Извините Простите, а это Вы по-подольски? Да вам-то что? Из волос? Ну, да Нереально Просто нереально. Мы зашли под вороты, а тут кастет Подольский, который Капитошку написал. Да ладно, давай автограф попросим у него. Да, можно вас попросить? Ну, спасибо, мужики. Можно сказать, честь моего стояли. Мне, конечно, в страшном сне не могло присниться, что в Бангкоке кирпич. Что вы хотели? Культурная деградация, закат Европы, буржуазный распад. Понимаете, произошла подмена истинной культуре. Но здесь, в Питере, еще есть нормальные парни, которые ценят настоящую классику. Попроси его сыграть. Погоди, вот что я говорил. В контексте общечеловеческого культурного слоя вы являетесь носителем труда, понимаете? То есть настоящего, неподдельного, то, что сейчас важно, молодежи. Мне в Москве говорили, что я совсем не нужен молодежи. Не-не, они не правы. Говоря откровенно, вот на отечественном рог-небосклоне остались только вы и, может быть, шнур. Все, все в Питере это знают. Ну, спасибо, мужики. Хотя, конечно, если откровенно, этот шнур ваш, бой гиач. Давай. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юля, я люблю этот город, это лучший город в мире. Приезжай, бросай все тут. Уважаю гостей там подвольство. Папа, ты вообще от чём? Приезжай. Слушай, ты, мне сейчас вообще некогда. Пожрался уже там, в дырога-дам. Слушай. Не приедем. Да и ладно. И без неё, во. Костя? Костин! Вот совсем другое дело. Что, не узнаешь? Могу. Одная осень, каждый день ненастье. Ну, а мне как будто 18 лет. Ты нисколько не изменилась за эти 15 лет. Я изменилась. Я стала матери. Знакомься. Это наши дети. Присаживайтесь. Я пойду пиво. Перепил чуть-чуть, а сейчас. Вообще-то я чемпион по вранью. Но столько врать, сколько я вчера врала. Я не врала с того момента, как в пензе, чтобы сесть на поезд. Мне пришлось одновременно изображать безногую девочку и её маму. В следующем месяце я повышу тебе зарплату. А вы сначала начните мне её платить. Так, я набросала планку. Если первым приходит Муха, мы его введём в аппаратную записываться. Следом приезжает Лёля, мы её введём на фотосессию, фотограф предупреждён, он проводится с ней сколько нам будет нужно. Нормально. Если же будет всё наоборот, и первым прибудет Лёля, мы её введём записываться на студию, а Муху введём в конференц-зал давать интервью. Там уже корреспондент его ждёт. Я слушаю. Григорий Иванович, вы б спустились. Тут эти ваши Муха со своей цокотухой. Девочка моя, не зли меня, пожалуйста. Я тебя очень прошу, а то я могу сделать с тобой что-то очень нехорошее. В роли не входи, кисонька. А то ты мне сейчас только угрожаешь, а на самом-то деле слабачок. Что? У меня нет второго хрустального диска, чтобы разбить об твою голову. Ты что сказал? Ты мне сейчас что сказал? Я свободная женщина, понял? Бери, я буду петь. Понял ты меня? Ребят, 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 можно как-то без нервных вибраций? Мы с вами одно дело делаем. Ах ты, парень! Гриша, я тебя буду убивать сейчас! Короче, тихо! Плевала я на вас обоих, я уже всё для себя решила. Я буду писаться вдвоём с Нойзом МС. С Нойзом МС? А ещё лучше с Гуфом. Я буду писаться с Гуфом. У него своя студия, я ему очень нравлюсь. А про тебя, детка, он сказал, что ты полный отстой. Съел? Гуляй. Я знаю, что я буду делать! Слушай, он сейчас сотрёт все записи, я их забыл скопировать. А я тут при чём? Слушай, он меня сейчас вообще убьёт. Давай, сама как-то без меня. Эй! Не надо меня отговаривать! Да не делай этого! Я всё решил! Я так всё написал! Эй! Чё тебе надо? Надень уши! Какие уши? Что? Это всё, конечно, круто. Всё достало, я ухожу. Минимализм. Но мне кажется, здесь чего-то не хватает. Чего не хватает? Ну, я не знаю, ну, как-то так. Вы думали, я крутой и сильный, стильный своими текстами в релизах. Нет, на самом деле я грёбаный подлиза, который, который ищет тёплого угла и приза за каждый сдох свой, каждый пук. Прощайте всем, всё достало, я улетаю, как Винни-Пух. Меня моя девочка оскорбила тем, что тоже захотела быть в хип-хоп-теме. Но я дарил ей каждый звук, а она совсем отбилась от рук. Дура такая. Виновата... А, если я неправильно повешусь, вы смойте меня в унитаз. Для Мосфотоканала я буду в самый раз. Виновата Лёля из «Голоса и слуха». Всё достало, а с вами был МС Муха. Ну вот, крутой, наркосковый, медведь, госёк! Йоу, Лёля, эта песня для тебя. Ага, йоу, йоу. Мы встретились в модном клубе на стрёмном пате. Три по два мартини и в результате в одной кровати. Лежим и курим после бурных объятий ночи. Как тебе супер, мне тоже понравилось очень. Хочешь ещё? Конечно, хочу, короче. Сейчас докурю и поцелую тебя в пупочек. Кстати, как твоё имя, Анжела, Алёна? А, Лёля, а меня зовут Муха, блин. А ты что думала, Павел, воля? Да вообще поровну, у кого какое имя? Я восхищён твоими формами, и что ты хороша и не в гриме. Потом сиквел в гостиной, ремейк на диване. И через пару ночей рядом с моей стояла в одном стакане. Твоя электрическая зубная щётка. Всё так и было практически, я это помню чётко. А, я это помню довольно чётко. Ага. Я, я помню чётко. Всякую фигню, связанную с тобой. Всё потому, что я тебя люблю. И мне не нужен никто другой. Я тебя люблю. Слушай, ну круто. Ну что, будешь теперь вешаться-то? Пока нет. Понимаешь, я люблю эту дуру. А она... Всё. Алло. Девочка моя! Кисник. Девочка моя. Кисник. Я всё слышала. Я очень тебя люблю. Я больше не буду петь. Ты знаешь, что я поняла? А я бабикой хочу. Бабикой. Пела сейчас? Да, сейчас. Ди. Чай. Не-не-не-не-не-не-не, только чай. В Питер больше не ногой. А ты Марго помнишь? Ну такая, ну, питерская. Мы ещё после концерта в Бангкоке с ней зависали. С такими формами. Марго. А, да. Я помню, Марго. Ты кастет? Кастет, кастет. Так вот, она утверждает, что у неё от меня двое детей. А я вообще не понимаю, что у нас что-то с ней было. Да что ты говоришь? Ну, ладно. А как я в Питере-то вообще оказался? А, это просто. Клещ обиделся на тебя за наезды на самый лучший город на Земле. И отправил тебя пьяного в товарном вагоне. Я тут вообще ни при чём. Я был в вытрезвителе. У меня даже справка сохранилась. Ладно. Пошутить я и сам люблю. Потому что они там ничего не порушат. Ребят, я так рад, что вы благодаря нашей студии разрешили такой тяжёлый семейный конфликт. Слушай, смойся, а? Только шустрее. Ухожу, ухожу. Пойдём домой, Кисель. Сейчас, детка. Эй, слушай, если бы не ты, то... Да, спасибо тебе большое. Ты же повесился бы из упрямства, я его знаю. Мы чем-то можем тебя отблагодарить? Ну, ребят, я даже не знаю. Ну, я не знаю. Может, ты хочешь записать свой альбом? Да, да, очень хочу. Ну, я могу его распонсировать. Для тебя всё что угодно. Ну, конечно, только не наглеть. Так круто было бы. Ну, так в чём проблема? Только... А что, если не меня, а кого-то другого? Кого? Моего папу. Дело в том, что у него сейчас дела не очень. Он хочет открыть рок-клуб, чтобы там играли всякие там неудачники, типа него. Но у него денег не хватает. Твой отец музыкант? Ну да. Константин Подольский. Круппа Волос. Ну, вряд ли я такую слушал. Твой отец Константин Подольский? Ну да. Слушайте, ну я ничего не понимаю, что это всё значит. Да вы просто подпишите вот здесь и вот здесь. Деньги придут в течение недели. Серьёзно? Это очень серьёзно. Иначе ты не откроешь свой рок-клуб. Да подписывай, кассет, не тяни. Это ерунда какая-то. Пацан, зачем тебе это всё нужно, а? Да слушай, всё просто. Я вкладываюсь в твой клуб. Раскрутитесь, буду иметь свой процент. Интерьерчик, кстати, у вас стильно сделан. Стильно, да. Ну, подожди. Но это же куча денег. Ну, во-первых, это не такая уж куча денег. А во-вторых, меня Юля попросила. А я и не могу отказать. А, вот оно в чём дело. Ты, значит, таким образом подкатываешь к Юле. Я тебе сейчас... Да, папа, да не подкатывай, ты ко мне. Успокойся. Слушай, Костет, а ты меня не помнишь? Ну, такой был. Маленький, прыщавенький, с гребнем на башке и старым фендером, нет? Только не говори, что ты мой сын, а? Да нет, нет. Я как-то к тебе пришёл со своей песней. Ну, луна, волчье солнце. Не припоминаю, нет. Ну, ты тогда её послушал и сказал, что рок – это музыка, где слов мало, но они точные. Да. А я много хочу сказать. И посоветовал мне чем-то другим заниматься. Ну, извини, если так. Так вот, Костет, спасибо тебе. Я стал рэпером. Так что считай, что это твои проценты за мой карьерный рост. А может, вы всё же подпишите, наконец, договор? Ясно. Спасибо. Отлично. Очень приятно. Я смотрю, сизиток тебе больше друг, чем мне. Ну, так выходит. Тебе всё-таки придётся новое помещение подыскивать. Ну, а мстишь за Питер? Да ты чё, старик, я сам приколы люблю. Ты ж был отличный музыкант, а превратился в кого? В упыря. Вот именно что был. Кому я здесь как музыкант-то нужен? Да ладно, нам нужен. Слушай, в нашем клубе тебе место всегда найдётся. Приходи. Давай. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За месяц вы ничего не сделали в помещении, я сдал. Теперь тут будет ритуальное пюро. Это ж клещ, мы с ним в Питере вместе в ухо Ван Гога играли. И чей вы альбом собираетесь записать? Лёля или Мухин? Обоих, конечно. Но они же убьют друг друга, если они пересекутся. Твоя задача, чтобы они записали альбом на этой студии, не встречаясь друг с другом. Командировочка. Питер. Базовый спикат. Да в Горову я видал ваш Ленинград со всеми его жизнями. Спокойно. Это просто похмелье. Мне всё это снится. Скажите, где это я? Вы находитесь в северном Немецке. В самом лучшем городе Земли. Ты чё, из этих, что ли? Я же тебе покажу из этих. Парни на выход. Э, 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 ребят, стоп. Стоп, стоп, стоп. Гриша, я тебя буду убивать сейчас. Короче, тихо. Плевала я на вас обоих. Я уже всё для себя решила. Я буду писаться с губом. А про тебя, детка, он сказал, что ты полный отстой. Да не делай этого. Я всё решил. Я там всё написал. Костя, что не узнаёшь? Могу. Знакомься. Это наши дети. А я-то вообще не помню, что у нас что-либо было. На что ты говоришь? Ты кастет? Кастет, кастет. Я помню, Марго. Слушайте, ну я ничего не понимаю, что это всё значит. Я вкладываюсь в ваш клуб. Раскрутитесь, буду иметь свой процент. Да подписывай, кастет, не тяни. Мэйкап. Мэйкап, 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 я только что лёг. Вы получили грэмми. Вы получили грэмми. Понимаете? Срочное вручение. Хайлап. Чё это ты по-английски разговариваешь? Вообще, где мы? Пар, вставай, я тебе Барков звонит. Папа! Ох, колло, what the fuck. Кто звонит? Барков. По поводу грэмми, что ли? Да, да, по поводу грэмми. Капитошку выдвинули в номинации лучшей песни. Правда? Папа, ты болен? Который сейчас, сейчас... Пол девятого. В такую рань вообще никогда не вставал. Ой, вот. Алло, ты где вообще? Папочка, подпиши, пожалуйста, вот здесь. Я уже в дверях, да. Ты давным-давно уже должен быть здесь, понимаешь? Вместе со мной, работа. Тебе что, вообще всё безразлично? Барков, ну соблюдай субординацию. Папочка, подпиши, вот здесь срочно. Да что это за... А, Барков? Да еду я, еду. Что это? Ну так, ерунда. Назначаю Патурскую Юлю Константиновну арт-директором клуба «Хлам». Ну, каяць, ты... Ты куда? В общем, теперь клуб под моим полным контролем. И мы будем играть на открытии. Конечно будем. Только папа пока об этом не знает. Но я думаю, он просто растает, как мороженое, когда услышит нашу новую песню. Ты думаешь, ему понравится? Конечно понравится, у него просто выхода нет. Открытие клуба в пятницу, там ничего не готово. А вот здесь просто вагон идей. Садитесь. Адурская, ты в школе, замечательно. Значит так, в пятницу, Костя, твоего отца ждёт Люсиана Эдгардовна. Каля Дмитриевна, он... мы не сможем. Он заболел. Извините меня, пожалуйста, мне нужно срочно бежать. И ты думаешь, я тебе поверю? Зря вот так. Галина Дмитриевна, это очень серьёзно. Коткова, что очень серьёзно? У него этот... Митральный клапан. Что? Полупроходимость правого предсердия. Ты пойми, я пришёл сюда и, по идее, должен там нервничать, переживать, рвать волосы на жопе, там дать подчинённым люлей. Прости. Эй, кому дать люлей? Ну, тебе там, ну, это не главное. Я главное должен рассказать. Вот то, что ничего не сделано, это неважно. Я мысленно оказался в будущем и всё увидел. И будущее, оно прекрасно, Барков. Я был на открытии клуба. Толпа людей, все к нам подходят, говорят, спасибо, спасибо. И всё работает, всё, стулья, собрались сами собой, лампочки. Ну, а как, слушай, как открытие клуба без стульев? Такого не бывает. Включи эту фантазию. Я включил. Я сейчас включил фантазию. Видишь? Да, я увидел будущее, но только не такое отдалённое, как ты нарисовал, а такое ближайшее будущее. Знаешь, что я увидел? Как я беру этот стул, швыряю тебе в голову, и голова у тебя разбивается. Смотри, сейчас будущее станет настоящим. Пять, четыре, три, два. Это плохое будущее. Ты пойми, само по себе ничего не произойдёт. Ты не ядница. Ну, значит, надо... По-стахановски, так сказать. Пивис, ну ты же не трафаретчик, как какой-то там Бэнкси. Ты же стрит-артер, Пивис, ты пират. Твои граффити – это просто энциклопедия психодерических перемен сознания. Я вот когда увидела твой опус про спаривающихся тирексов в Восточном Лондоне, я же просто, я же потом шесть дней не спала. А это твоя композиция «Моя девочка-крыса» в Берлине. Я же потом после этого с парнем со своим рассталась. Ой-ой-ой, я тоже очень хочу с тобой встретиться побыстрее. Давай прям сегодня вечерком. Только чур без баллончиков не приходить. Так, отлично. Ты записал адрес клуба. Всё, давай, до встречи, пока. Значит, это мы в рабочее время на конкурентов подрабатываем, да? Зачем тебе нужен этот Бивис? Он, между прочим, два раза мне отказал, когда я попросил своих конфеток оформить. А это и понятное дело. Вы же, Григорь Львович, типичный капиталист. Вы просто не умеете разговаривать с раненими гениями. И как же с ними разговаривать? Ну, давай, научи меня переговорам, детка. А вот вы повысите мне жалование, а я вам дам мастер-класс, окей? Так, ну-ка быстро соблюдать субординацию и выполнять мои распоряжения. Ты знаешь, ну, конечно, прости, но мне кажется, вот эта лампа, её всё-таки правее надо вешать. Видишь, вырушается гармония. Ты бы лучше коробки разобрал. Фу, коробки. Добрый день. Здрасте. Доставка напитков. Вы генеральный директор? Нет, я хозяин. Ага. Ну, тогда подпишите и проверьте накладную. Не-не-не, накладные у нас... Но вы же генеральный директор. Я хозяин. Мне нужна подпись материально ответственного лица. Мм, это он. А вы кто? Ну, как вам объяснить? Я, это... Я. Он, это... Он. Понятно? А, ну тогда мне ваша подпись нужна. Вот здесь, пожалуйста. Красно. Это вам. Спасибо за заказ. Всего доброго. Спасибо. Ты чё? Ты чё? Я для тебя всё делаю. Ночей не сплю. Оказывается, ты во, а я во, да? Это преувеличение. А, вот. Пре... преувеньшение, вернее. А ты... О-о-о-о-о-о! Я... Я очень оцениваю, правда, всё, что ты делаешь, дружище. Я вижу, как ты меня оценишь. Ну вот, всё приходится делать самому. Самому. Поэтому группу поющей москвички ждёт невероятный успех. Что, правда москвички? Ну, почти. Они излюберятся. Что, сами поют? Да ладно, им ещё рано. Но зато у них сейчас попёрла вирусная популярность. Надо ковать железо пока горячо. Поэтому в пятницу мы их выводим в люди. Что значит мы выводим? Я не могу в пятницу. Что это значит не могу? А то и значит у меня дела. Ага. Ты тогда сама это объяснишь мужу солистки. Кому? Плампиру. Он тут недавно педагога из консерватории из окна выкинул, потому что тут сказал, что у Тони нет голоса. Теперь голоса нет у педагога. Он что, маньяк? Вполне возможно. Но в первую очередь он наш заказчик. Поэтому самое время напрячь мозги. Я жду твоих творческих идей завтра. А вот это тебе для вдохновения. Может, разбудем? Здрасте, Константин Ульянович. Здрасте. Папочка, позволь мне тебе представить. Это Бивис, художник. Мы сейчас в данный момент занимаемся оформлением стен. Та-дам! Что это? Пап, 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 спокойно, спокойно. Это все за маленькие деньги. У Бивиса все материалы свои, поэтому это входит в авторское оформление клуба. Да это мой самый страшный сон с жуткого будуна. Как это, как это тут? Пап, подожди, мы же с тобой договорились. Ты же меня назначил арт-директором. Да я тебя могу назначить хоть президентом, но это не дает тебе права издеваться надо мной. А ты что хочешь делать из нашего клуба клоповник для престарелых алкоголиков из 80-х? Из 90-х. Я не хочу делать из клуба моей мечты наркоманский притон для малолеток. О, я извиняюсь. Я пошел. До свидания. Водки дайте. Простите, я вовсе не хотела вас смущать. Ничего. Ты, ты только что выгнал самого модного и талантливого художника современности, который был готов за копейки разукрасить весь наш клуб. Это раз, а два граффити, это искусство. А ты, старый пень, который остался в прошлом веке. Между прочим, муха говорит, что я в этом, в тренде. А муха, ты сама понимаешь, кумир молодежи. Муха твой, кумир отсидевший молодежи. А я, это я уговорила Бивиса. И вообще, я тоже имею право. Это мой же такой же клуб, как и твой. Да, ты право имеешь. Вот там вот кисточки и валики. Там вот краска. И чтоб через 10 минут вот этого, вот, вообще не было. Константин Оленович, мы вообще-то хотели показать вам нашу новую песню. Песню показать. Вот инструменты взяли и занимаетесь. Константин Оленович, а там нет краски. Краски. А, ну сейчас я Баркову позвоню, скажет, где краска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ммм, джена? Нет. Один бездарь, которого я пытаюсь сделать звездой. Вот уже полжизни лучшие годы на него потратил. Не знаю зачем. Ну вот, другое дело. Вот этот свет, вот это я понимаю. Действие тут умиротворяющее. Хорошо? Ну и что, мы теперь можем показать тебе свою песню, господин продюсер? Валяйте. Зачем? Ну зачем ты это делаешь? Может быть, потому что я больше ничего не умею. А может быть, потому что тот человек, на которого ты потратил лучшие годы своей жизни, ничего не умеет? Любовь, и пусть говорят, что так не бывает. Любовь, и пусть говорят, что любовь это если тебя понимаю. Любовь, и пусть говорят, что любовь это когда тебе не одиноко. Ну сердце ёхает, а что как гад? Все, все, стоп, мне все понятно. Самый гениальный продюсер тут бессилен. А вот попадись тебе настоящий талант, я уверена, ты бы смог сделать из него самую настоящую суперзвезду. Не знаю. Я об этом никогда не знал. Да, откуда вы взяли этот бред? Вы хотите, чтобы вот это вот играло на открытии моего клуба? Это же бредятие. Как вот это граффити. Нельзя. Нельзя зарывать свой талант в землю. Работать для тех, кто тебя не ценит. Нельзя. Знаешь, мне никто никогда не говорил таких слов. Извините, пожалуйста, Константин Уленович, а у вас есть какие-то конкретные замечания? Конкретных замечаний? Масса. Вот там вот на стенке трещина не замазана. Вот там подтек. Вам еще есть над чем работать? Музыканты. Да. Мы закрываемся. Уже три часа ночи. Ух ты. Ты знаешь, меня еще никто никогда не слушал целых пять часов. А я еще никого и никогда не слушала целых пять часов подряд. Ты такой интересный, Боря. Это ты такая интересная, Алиса. А когда мы с тобой увидимся еще раз? Через полчаса у меня дома. Здрасте. Тебе рад видеть на рабочем месте наконец. Организуй-ка мне чаю, друг. Че? А че это у тебя такая физиономия-то довольная, а? А что? Это тебя раздражает? Это проблема, которая тянется у тебя с детства. Не переживай. О, ну и пылище у нас. Здрасте. Здравствуй, Юль. Папа дома? А, отец твой, Константин Олянович, дома? Я вот как классный руководитель принесла. Папы нет. Что с ним? У него в сердце камень. Как в сердце? Камень же в почках. Это можно вылечить. Как? Что я еще хотела? Я хотела спросить, но тебе сейчас не до меня. Держи. Это что это? Гранат. Очень полезный для сердца. Ты передай папе. Пусть поправляется и обязательно разгрызает косточки. Там питанциды. Ладно, я пойду. Ну-ка, выпрямись. Вот. Учить с ним. Барков, то, что ты в кое-веки раз переспал с бабой, не дает тебе права вот так вот рассказывать по клубу таким вот важным. Будто ты первый человек, который... Который что? А? Который, между прочим, переспал неизвестно с кем. А. Ты карман-то свой проверял? Все на месте. А счета банковские, между прочим, наши. У тебя пароль где записан? Где надо? Там и записан. Тебе-то что? Да мне-то ничего. Да я так к своим обязанностям отношусь как следует. А вот ты, ты, мог бы хотя бы написать приглашение на открытие клуба? А? Да я не мог. Я все это время волновался из-за твоей вот этой вот выходки. Где что? Между прочим, это как ее там? Палена, Алиса, у тебя что с ней там? Серьезно все это? Или так? Разно? Дружище. Я встретил женщину своей мечты, которая по достоинству ценила меня. Ну, не начиная новую жизнь, я счастлив. Так стой, а как же клуб? А что клуб? Я работаю, как видишь, справляюсь. И, кстати, мой рабочий день, он ведь не бесконечен. Я ухожу, все, цигиль, цигиль. Цигиль, ты что, к ней что ли побежишь сейчас? Слушай, я не понимаю, с каких пор тебя так стала волновать моя личная жизнь, а? Ну, с каких? Да, просто мне кажется, что она извращенка. Ну, конечно. Если женщина полюбила меня, то она извращенка однозначно. Нормальная же может полюбить только тебя. Ты же у нас красавица, да? А я твое бледное отражение. Давай, пока. Барков, ну, постой. Папа, как сказал Юлий, Цезарь, семья это единственное место, где человек должен быть порядочным. фигня какая-то. Поливарни выдержать двоих? Да не, он не поймет. Костя, ну, имей совесть. Папа, что случилось? Барков. Что с ним? Да мы, мы с ним вместе с пятого класса. и тут появляется какая-то невнятная шкафа, и он бросает все. Клуб, дружбу и, главное, такое довольное лицо. У кого? У него предатель. Я прощал все его эти закидоны, возился с ним, столько из-за него вообще натерпелся, а он... Папа, подожди, ты что, ревнуешь его, что ли? Чего ревнуешь? Смешно. Костя, я иду. Наверное, пиццу принесли? Ага. О, привет. Привет. Слушай, помоги мне составить приглашение. У нас же открытие через два дня. Ну, и это, короче, извини. Я тронут, но сегодня не могу никак. Давай завтра я приеду? Кто это у тебя? Вон он. Ну, какая разница? Ну, я завтра приеду, помогу. Давай. Медвежонок, ну, что там у тебя происходит? Сейвус. А? О, тот самый бездарь? Вот, значит, как, бездарь, да? Я этого не говорил, ты... А, это та самая баба, на которую ты променял наш клуб, Медвежонок, ну, попроси его не выражаться, Медвежонок. Медвежонок, отличная погонялова. Это что, под других отличать? Да? Алиса, прекрати, Алиса, порядочная девочка. Борис, не оправдывайся. Слушай, Боб, я тебя готов простить даже бездаря, бог с ним. Только давай, избавься от нее и пойдем работать. Слушай, что ты себе вообразил? Что это вещь какая-то, что ты можешь взламываться так, хамить мне. Ну-ка, иди отсюда, иди. Ты подумаешь, какая-то... Она не какая-то, а моя женщина, понятно? Все. Медвежонок, я тобой так горжусь. Какой же ты у меня молодец. Ну, видишь, как все просто. Ты бы видела, с какой довольной физиономией он мне все это выговаривал. Пап, ну подожди, вот насколько я помню, Барков не может с тобой уссориться больше часа. Может, ты ему позвонишь? Может быть, он уже остыал? Ну, ну, позвоню, ну, ну давай, попробуем. Пап, парковка. Ну, вот. Эта стерва уже подходит к его телефону. Главное, вот она выше его же на две головы. Вот что у них общего? Ну, может, она просто замуж хочет, как мама? Тогда все, это конец. Нет, папочка, это только начало. Послушай, что если я верну твоего Баркова обратно в семью, ну, то есть в клуб, а ты взамен этого разрешишь нам выступать на открытии? Ну, там, пару песен, у тебя на разогреве, конечно же. Да, ты справишься? А ты обещаешь? Обещаю, да, да. Ну, тогда все решено. Ну, конечно, твое чувство юмора подольской, это отдельная тема, но я тебе честно признаюсь, мне вот эта вот история с зомби очень понравилась. Честно говоря, мне так эти одноклеточные заколебали, ты себе представить не можешь. Одноклеточные? Ты что себе позволяешь, Гриша? Тонь, ты что здесь делаешь? Ты же должна быть у стилиста. Твой французский стилист, Гришенька, еще два года назад работал парикмахером у нас на районе. Это, это какая-то ошибка, я сейчас быстро все исправлю. Это ты, Гриша, ошибка, ошибка природы. Я, пожалуй, вас оставлю. Нет, Юля, останься, и зачем тебе мой муж платит? Он знает, что с тобой сделает? Я в курсе, это Юля, она мой новый сотрудник, очень перспективный. Юля, это Тоня, я тебе о ней говорил. Ты скажи, ты организовал нам тусу в пятницу? Я как раз хотел вам об этом позвонить, просто в пятницу ни одной достойной вас тусовки нет. Ах ты, волк позорный. Ты кому купил, Древ? Нет, на самом деле он прав. Просто в наше время на клубной сцене сейчас полный застой. И тем более все эти гламурные тусовки, они просто изжили себя. А по-моему, ты просто хочешь его защитить. Ты-то сама что в этом понимаешь? М? Я? Я, между прочим, открываю собственный клуб завтра. Юля очень перспективная сотрудница, несмотря на молодой возраст, настоящий профессионал. А это видно. Ты знаешь, от нее проку больше, чем от тебя. Собственный клуб. Детка, а почему бы нам не потусовать там, а? Нет, это... Дело в том, что это совершенно не ваш формат. Вам не понравится. Там живую музыку играют, рок в основном. Так что ж, подним, я уже мертвая, что ли? Лонг лиф, рок-н-ролл, фор-эва! Если б ты знала, как меня это уже попса достало, сил нет! Ну что, сколько мы с тобой не виделись-то, а? Ну как это? Как мама? Все еще достает тебя, да? Ну, я хорошо, мама, наверное, тоже. А чья мама-то? Как чья? Моя! Чья же еще? Ну я не знаю, я давно не общался с ее матерью. Я же не общаюсь с твоей матерью совсем. Она же в Индии. Пап, только мне-то не ври, ладно? Не общается он. Ты бы не общалась, только мама-то без тебя жить не может. Так я поверю, что он тебя вдруг взяла и отпустил. Папа? Ты че несешь, Юля? Ты в своем уме или ты специально? Папа, я понимаю, твое желание побыстрее забыть об этой невеселой истории, но ты пойми, я-то на твоей стороне. Не надо вот сейчас тут делать вид, что у меня вообще здесь не существует, а я не твоя дочь. Я? Это твоя дочь, Борюсечка, Боже мой, какая чудесная девочка. Ваш папа такой очарователь. Он прекрасный человек. Понимаете, у него даже мысли нет, физически нет мысли, обидеть женщину. Он такой отзывчивый, такой добрый. Это бред. А еще он очень ранимый. Это правда. И чуткий. Да. Он не может отказать женщине вообще никакой. Никакой. Вот женщина этим очень часто пользуется. Вот моя мама 10 лет издевается над ним. Да вы что? Да, преследует его, скандалит. Там, не знаю, бьет иногда. Да вы что, бьет? Слушай, ну это же бред. А он не решается развестись с ней, потому что, понимаете, он боится причинить ей боль. Вот такой вот он у меня. И никогда не решится. Никогда. Да, она этим пользуется. Конечно. Юля, перестань. Моя дочь, она приводит. А мать, а мать моего сводного брала. А, да вы что? Она же заставила его сделать ей ребенком. Да вы что? 40 лет. 40 лет. Выхода никакого нет. Последний шанс. Потом, он же, она же переехала к нему на квартиру, а он теперь бедный квартиру снимает. Только вы, я вас умоляю. Не делайте ничего такого с ним, ладно? Он же этого не переживет. Ну посмотрите, он же похудеет на нервах. Ну конечно, конечно. Борюсечка, бедный мой. Мой ты замечательный, талантливый, умный, красивый, заботливый. Боже мой, какой же ты хороший. Как я тебя сочувствую. Ты точь, точь, как мой папа. Вы знаете, я тоже тонкий был человек. В душе художник, но работать приходилось электромонтером. Да, да, да. Тоже бедолага не мог ни одной женщине отказать. Мама, конечно, это понимала, понимала и отправляла его изо дня в день на работу, на работу, на работу. Да, а это было не его. Ну вот не его. И вот однажды мой бедный папочка запутался в высоковольтных проводах. Ой, чудесный был человек. Папа, это провал. Я объяснила. Ты понимаешь, она не хочет за него замуж. Просто он очень похож на ее отца. Ну, что это извращение какое-то. Вот ты бы смогла бы с мужиком похожим на меня? Я нет. Но Мелани говорит, что это болезнь. Они просто созданы друг для друга. Он запечатлен на нее. Да ты что, это как? Ну, это фильм про вампиров, такая тема. Я так и знал. Понятно. В общем, у нас не открытие, а закрытие. Все. Пап, ты чего? Ты с ума сошел? Да я музыкант, понимаешь? А Боб был идеальным управляющим. Зачем мне это все теперь, все, я ухожу. Папа, я все еще остаюсь сэр-директором? Да хоть к президенту. Так, у меня шесть часов. Курин, привет. Как папа? У него очень большие проблемы с головой. Как с головой? Галина Дмитриевна, отпустите, пожалуйста, с уроков Каткова, Шувалова и Бондаренко. Это вопрос жизни и смерти. Это из-за Кости? Да. Движонок, а чего ты не ешь? Ты не заболел? Знаешь, а мне не хватает Костяна? Этот бездарь пил из тебя кровь. А ты по нему скучаешь? Ты не мазохист? Он не бездарь. Он настоящий талант. Он бездарь, хам и труден. Он просто алкоголик под забором. Ты не понимаешь, он просто настоящий рок-музыкант. Настоящие музыканты зарабатывают деньги на корпоративах. Они ходят по приличным домам с бутылками. Это неприличный дом, это мой дом. Я всегда рад ему. Вернее, был рад, пока он... Хотя сейчас, я думаю, знаешь, напрасно я на него обиделся. Ведь он наверняка не хотел ничего плохого. Конечно, не хотел. Он просто это сделал из хамства и тупости. Костян поумнее многих других будет. Не смей при мне так о нем говорить. Опаньки. Костян здорово. Подольский. Ну, ты что, не узнаешь, что ли? Нет. Я же это... Кобятошка. А, слушай, ты так изменился? Ну, так красиво жить не запретишь? Меня же, когда из-за тебя из ДПС уволили, а потом еще из клуба выгнали, я же свой бизнес замутил. Там эти автомобили перекрашиваем там, перебиваем, короче. Костян. Ну, что, пойдем угощим. Да, слушай, у меня времени нет. Ладно, хорош, ты что, пойдем, пойдем. У нас такие встречи просто так не проходят. Ты что, пойдем, сейчас плывем маленькой, потом залакернем, и на, нормально. И вообще, Костя чуткий и ранимый. Ага. Костян, да ни у кого времени нет, я же тебе говорю. О, вон он твой, ранимый. У меня у самого бизнеса с машины стоят. Мы ненадолго. Давай. Он уже пьяный. Ты видишь? Уже пьяный. Побыстренько нам графинчик водки и это самое, вознивающего пивка залакеруем, правильно? И хванины. И давай, побыстрее, побыстрее, давай. Скакала. Костян. Нет, ну надо же, приди в тот же самый ресторан, что за наглость. Оп. Все, свободно. Так. Ну, давай за тебя, дорогой. За тебя, мой хороший, за тебя судьбоносный ты мой. Давай. Я такое чувствую, что он тебя преследует просто. Ох. Ты что, дедокация, я тебя обновлю? Опа. Я хоть спрошу, с кем он. Медвежонок, сиди, не унижайся. Какая разница, с кем он, зачем и почему. Главное, что у тебя больше нет ничего общего с этим алкашом. Все. Ох. Вот стерва. Кто? Да он, сидит с моим другом. У меня из-за нее с ним разлад. Из-за этого что? Не знаю. Сейчас разберемся. Тут нет. Спокойно, 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 Маша. Я готов с кем. Пойдем. Добрый день. Лейтенант Петров. Ваши документики. Что такое, гражданочка? Нарушаем правила дорожного движения? Создаем эту аварийную ситуацию на дороге? Что же вы? Из-за ваших инсинуаций у этих двух товарищей лобовое столкновение произошло? Что такое? Что это мы переходим дорогу это им в неположенном месте? Нехорошо, милая? Ладно, все, пойдем. Так, спокойно, спокойно. Чья сумочка ваша? Будет наша, Мишка. Чего? Дмитрий Жонок, мы уходим. Вот это ты зря сделала. Мы уходим, мы уходим. Вот это ты зря. Я тебе говорю, оборачивайся. Черт. Я сам-то видел, она меня толпнула. Что-то мне плохо, я полежу. Ух ты, как она меня ударила. Так, здравствуйте. Здравия, видали. Я так понимаю, вы за все заплатите, за оба столика? Да мы за тем столиком сидели. Вообще, откуда? Получается так, я с вашим товарищем смогу только утром поговорить. Гости эти убежали. Сделаем так, или вы за все заплатите, или я вызываю полицию. Я сам бывший полицейский. Да, денег нет, я музыкант, я песни могу отработать. Костя, не унижайся. Вообще-то, я музыку люблю. Давайте попробуем. Валяйся. Костя, давай ты для меня. Капитошка. Нет, 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 нет. Этого прощать нельзя. Нет, ну какой хам, ты видел? Какой хам? Морда, главное, какая морда. Я не сказал. просто как у Шаликова, неопремененная телекан. Медвижонок, я удивляюсь, как ты терпела его просто все эти годы. Мы их тебе или ко мне? Я заказал нам моросейку. А, ко мне, отлично. А, у вас дверь сблокировка от детей? Чего? Короче, я убираю, не Костя, я убираю, рок, рок-н-ролл. Не поняла. Я, я, ухожу от тебя. Куда, Вернее, убегаю. Ну ты, Зоныш, так, куда, куда ты убегаешь? Открой, откройте дверь. Куда ты убегаешь, я тебя догоню. Что вообще значит ничего не готово? Что значит ничего не оплатили? Что значит ушел в запой, объясни мне? Ну наш директор очень творческий человек и иногда с ним такое случается. Творческий? Ты вообще понимаешь, кого я туда пригласил? Как вообще так можно? Да ты не мужик, тебя не понять. Тоня, туда едут серьезные люди с телеканалов. Они будут об этом мероприятии снимать репортажи. Я за это несу личную ответственность. Ты не оставляешь мне никакого выбора. Я сейчас здесь все бросаю и лично еду туда наводить порядок. Ты? Наводить порядок? Знаешь что, Гриша, ты меня вот уже реально достал. Она, она хоть что-то делает. А ты только языком трепишься. Да истеришь без повода. Давай сюда ключи от сейфа. Да, сейчас. Я сама туда поеду и набеду порядок. Я как-то сам справлюсь. Я сейчас мужу наберу. Включи. Пожалуйста. Вот так бы и сразу. Значит так, Гриша, ты меня уже реально достал. Меня тебя тошнит просто, продюсер хренов. Ты останешься здесь и не будешь рыпаться, чтобы не испоганить нам с девочками этот вечер своим нытьем. Я настаиваю на личном присутствии. Да я сейчас же наберу пломбир, а ты что не врубаешь? Приятного вечера, девушки. Нет, ну там на самом деле куча работы и я боюсь, что мы не успеем. Да не дрейфь-то, детка. Нам помогут. Здравствует полиция, ищенство трепещи. Мы знамя революции, мы власти прыщи, Капитошка, брось в окошко, Капитошка, брось в окошко. Ой, извините. Да, Боб. Костя. А, Галина Дмитриевна. Юль сказал, что вы заболели. Ну, в некотором роде, да, да, заболел. У вас сердце? Можно и так сказать. И голова. А вот про голову она что-то сгорячая. С головой у меня все в порядке. Костя, послушайте, вам нечего стыдиться. Каждый человек может так взять и заболеть. Главное, чтобы вы вовремя обратились за помощью к человеку, которому вы не безразличны. Галина Дмитриевна, помогите мне, пожалуйста. Костя, чем я могу вам помочь? Выкупите меня из ресторана. Я вам все верну. Юра, ты Кося-то не видела? Я не знаю, мне это вообще неинтересно. Сантьяго, поставь его куда-нибудь на бар. Туда. Юрий, понимаешь, мы поссорились с ним. Это так глупо. Мы должны найти его, объясниться. Мне очень жаль. Тебе жаль. Тебе так жаль, да? Устроили тут, черт знает что, я тут за вас отдуваюсь. Ты должна понять... Все, мне это слово больше делал. Давай, команду кому-нибудь что-нибудь. так, ты что-то... Ну, откуда две руки растут вообще? Сюда. Сюда, сюда! Спасибо вам большое. Очень меня выручили, правда. Мне так неудобно. А у вас нет денег на такси? Нет, я все потратила до копейки. Придется идти пешком. Колодно. Ой, да что вы, да не надо. Не надо. А не подскажете, который час? В общем-то, какая разница, все равно туда никто не придет. Понимаете, Галя, сегодня должен был быть главный день моей жизни. У меня же ничего не бывает по-человечески. Да, хорошо, что мой папа этого не видит. Просто вам нужна забота. Вы больше не можете быть отдельным. Да я обречен на одиночество. Я совершенно не умею дружить. Вот я с лучшим другом поступал как последняя сволочь. Многократно. И в продолжении этого вечера выступает группа «Москвички». Да шучу я, шучу. Группа опять заканяет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СНОВА В небе осенним черным звездочки загораются света сияют свыкают вискряцы переливаются а ты смотришь на звезды и все кажется просто вот ты Робинзон а этот город твой остров это небо над тобою океан бесконечный И он напополам поделин экватором речным И так получилось на этой странной картине Ты в одной половине неба, а я в другой его половине А если б ты была звездой, то я бы сразу за тобой Не раздумывая в небо, а я вниз головой Как в дьян вернул кувал бы Ногти ломая от камни скал Плыл из тысячи звезд, я тебя отыскал бы Со дна любого тебя достал бы К сердцу прижал бы, поцеловал бы И никогда уже не отпускал Но все не так просто, ведь ты не звезда А только девочка из дома Тридцать восемь дом, твоя, вижу твой силу лет Опять в квадрате окна И понимаю, что попал, ведь это стопудок Любовь, и пусть говорят, что так не бывает Любовь, пусть говорят, что любовь Это если тебя понимаю Любовь, пусть говорят, что это Когда тебе не одиноко Но сердце ёкает от шока Как под электротоком Мысли путаются, и слезы льются потоком Вот облом, горль, львом И слова застревают в нем И если это не любовь, то почему все так жестоко И пусть говорят, что так не бывает Любовь, пусть говорят, что любовь Это если тебя понимаю Любовь, пусть говорят, что это Когда тебе не одиноко Снова в небе синим черным Звёздочки зажигаются И в лужах на асфальте Они тоже отражаются И кажется, здесь раньше ничего такого не было Сверху, снизу, справа, слева Только небо Осень звёзы засыпает Золотистыми листьями Чтоб в зиме по ним шагать Было чистое и пушистое Она в апреле растает А в мае как цветут вишни В последнее время снится один и тот же сон Приходит ко мне Учительница моей дочки Раздевается По-моему, она запала на тебя Ну все признаки на лицо Она постоянно тебя вызывает Постоянет в таком оттягивающем костюмчике Константин Еленович Мне срочно нужно с вами поговорить Алло, алло Я бы не позвонила вам Если бы это не было так важно А это очень важно Вы что, хотите сказать, что вы приглашаете меня на свидание? Ну да Так, Питульский, выкладывай Что у тебя с ней? С кем? С Гарри Здрасте Зашёл сказать спасибо За то, что вы попросили Пикачука освободить Выбранный? И меня влюбились Что, простите? Зачем я с вами встречаюсь? Костя Зачем вы со мной? Встречаетесь? Костя Чем я могу вам помочь? Выкупите меня Из ресторана Я вам всё верну Вам нужна забота Вы Больше не можете быть Один ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Доброе утро. Может, завтрак? Я мигом. Я не хочу завтракать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Галя? Да? Галя, это чудо какое-то. Я даже не знаю, как это так получилось. Я как будто сплю и не сплю одновременно. Со мной такого еще не было никогда. Слава, Виталий, Галя, мир остановился. Как будто, как будто, слышите, какая тишина. Да, я, я слышу Константин. Эй! Юля? Папа! Идиоты! Я идиотка! А мы без тебя клуб открыли! Вы-то зачем одеваетесь? Вы же спали. А вы с Константин-то помнили на брата, что ли, на вы перешли? Я совсем забыл, что у меня есть дочь. Ах, хорош, папаша. Папа, ну ладно, папа, я знаю, что ты дома. Ты с той стороны ключ ставил. Дедуля меня научила ушибать дверь ключом. Папа, ты жив вообще-то? Жив, не вышибай дверь. Нет, нет, я не знаю. Папа, стой! Она не должна меня видеть. У нас мыши, мыши завелись. Стой там. Папа, ты что-нибудь? А где мой рючек? Папа, открой! Сейчас через минуту она откроет. Сядь, сядь, сядь. Все, ухожу. Все, ухожу. Наконец-то! Давай-давай, идем в комнату. К себе эту школу опоздаешь. Так еще целый час до школы. Кстати, открытие было вообще офигенное. Да. А ты что, зубы почистил? Ну да, а чего? Так рано. Ну а чего в этом такого? Ладно, собирайся, а то опоздаешь. Все, уладь. Ты что это, Джимми? Старый разворотник. Это моя девчонка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Ты же роза, мимоза моя Ты меня напугала. Папа, это ты сочинил? Ну да, ну как? Это офигенно! Это было... Это было... Это было... Обалденно. Да нет. Ну, очень круто. Не то слово, не то. Ты, наконец, в свои 39 лет почувствовал, что ты настоящий мужчина. Да. Да. Вот это верно. Нет, я мужчина. Понимаешь, это было что-то другое. Что-то... Что-то другое? Не похоже? Может быть, у меня три сиськи? Пошли, ага. Вечно с целью взял. Я духовную составляю. Ой, прости, пожалуйста, духовную. Так у вас начало серьезных отношений. Ну, брат. Так бы сразу и сказал. Ну, вы расстались часа два назад? Ну, нельзя-то так, да. Ну, и ты уже, наверное, и позвонил, и сказал все, что ты говорил мне. Плюс еще о своих серьезных намерениях, о том, что вы поженитесь, будете жить с глубокой старостью вместе. Ты помедленнее, коня. Почему? Зачем так торопиться-то? Торопиться-то? А как ты хотел? Позвонить потом случайно в полвторую ночи и сказать, Галя, я люблю тебя, это необыкновенно? Или Галя, Юля уехала. Мне есть немножко времени для нашей любви. А потом постепенно, из любимой, необыкновенной Галя, ты сделаешь ее самой обыкновенной минкой, от которой будешь прятаться у меня под кроватью. Да? Да ты чего, Бог? Сейчас я тебе нарисую зеленым оранжевым мечту свою голубую. Космос и Африку давай я тебя поцелую. Может, поймешь тогда страсть моего поцелуя. Ах! Ах! Я же роза, мимоза твоя. Это мне что-то напоминает. Это Битлз. Подольская, это круто. Юля, это чудесно. Ты суперталант. Я знал, я знал, что ты полюбишь баллады. Эта песня словно раскаленная спится мне. О-о-о! Юлька, ты молоток. Ты молоток. У меня появилось пару идей, можно подбавить туда немножко текстов. Ну, как шороха. Можно не добавлять. Ну, вообще тебе респект. Ну, вообще-то, это не моя песня. А чья песня? Папой. Ты гонишь. Нет, ну, Костет, конечно, музыкант. Он, безусловно, о-о-о, но это же лирика. Сейчас я тебе нарисую зеленый оранжевый... Офига себе дает старый пень. Мне кажется, я не уверена, но, в общем, Юль, мне кажется, твой папа влюбился. Собственно, я рассказал об этом всем Юле. Ты должен взять трубку, позвонить, собрать всех их за одним столом и объявить о своих намерениях. Мои намерения пока не такие уж и серьезные. Вот. Вот. Что я и хотел услышать от старого, трусливого эгоиста. Испортил такую песню. Здорово, отцы. Это хлам? А кто рулит-то? Да. Мы, короче, группа препада Гумерта из Вышнего Волочка. Слышали такое, наверное? На трех электричках добирались. Че, есть мазочник там? Полобать, поджимовать, похавать, как вариант. А? Воп, накорми, ребят. О! А, сейчас, стоять! А ну-ка, быстро собрали свои вещички и обратно на вокзал. Здесь у нас серьезное заведение. Хороший. Да ты что, это ж голодные музыканты. Да и потом, я тут хозяин. Да, ты хозяин. А я управляющий. Ты здесь когда последний раз был? Ты на открытие ходил, пришел? Нет. Ты разберись сначала со своими папами. Понятно. Ну, хорошо, хорошо, мужики. Чипсы и ящик пива. И вы сегодня играете бесплатно. Тема. Идет? Идет. Идет. Отлично все. Проходим. Я прихожу к тебе, что ты все время ешь. Глядя в окно сидишь и обо мне грустишь. А я тебе принесла то, что тебе нельзя. Девочка, я твоя симпатичная. Сейчас я тебе нарисую зеленым оранжевым мечту. Это что за песня? Это просто песня. А вам понравилось? Не верю. Значит так, сейчас 13.40. Я даю тебе гитариста, вы репетируете. И ровно в 15.00. И хочу это услышать здесь в студии. Вот ровно то, что ты сейчас гнусавом урлыкала. Где море восторга? Где прыжки до потолка? Ты считаешь себя музыкантом? Вот я даю тебе шанс оторваться от половых тряпок и кофемашин. Спасибо. Время, кстати, пошло. Так, а сейчас Юля. Как же это? Открыто! Добрый день, Константин Оленович. Я тут, пока ехала к вам в лифте, получила одну очень странную смс сейчас. Нет, не то, милая Галя. Снова хочу этот бред. Твою мать. А, ну, это я просто не умею еще эти смски отправлять. Я могу все объяснить. Да нет, собственно, это уже и не важно. Все это был пьяный сон, после которого мы оба проснулись. И теперь каждый вступает в свои права и обязанности. Иначе может случиться непоправимое. Да, по пьяни, чего только не бывает. Вот у меня... Как вы сказали? А, да, вы совершенно правы. Но я, в свою очередь, хочу сказать вам, что я вас по-прежнему уважаю. Уважаю как доброго человека, как товарища, как отца моей ученицы Юли. А, ну, знаете, я вас как уважаю. У меня даже слов нет, как... Я вас уважаю. Нам действительно не надо быть вместе, потому что это же такая ответственность. Которую мы оба совершенно не готовы. Совершенно. Да. Да. Давай я тебя поцелую. Может, поймешь тогда страсть моего поцелуя. Я же роза, мимоза твоя. А я знаю. Собственно, зачем я пришла? Я тут, будучи у вас, тогда забыла предмет туалета. Я не хочу, чтобы вам что-то напоминала обо мне, поэтому... Где он? Кто? Лифчик? Ну, так я его вам не отдам. В каком смысле? В прямом. Извращенец. Да называйте, как хотите. Да? Да. Ну, тогда я сама поищу. Да ищи. Да действительно. В таком-то бедламе. Почему бы не поискать? Там холодно, холодно. Там уж давно ничего не было. Тут поднадует. Тоже холодно. Вам к доктору надо бы обратиться, Константин. Вы со всеми дамами в такие вот игры играете? Да, со всеми. Все, вы врете. Где мой лифчик? Мне, между прочим, подарил его один очень хороший человек. Да, а так и не скажешь. Что? А вот сейчас стекло, кстати. Почти горячо. Он не на мне. Теплее, теплее. Горячо. Горячо. Ну, вот зачем вы сюда пришли, а? Зачем? А я вам уже все сказала. Фетишист. Костя. А хочешь? Я буду твоим бойфрендом. То есть? Как не знаю. Ну, я старый рокер. Сама, понимаешь, жизнь у меня была такая развратная. Понимаешь, да? Ну, как же. Очень понимаю. Я же бывшая спортсменка. Ну, у нас тоже, знаешь, на сборах не только бег с ускорениями. Чего? Ну, как, ну, ну, этот, романы там всякие, легкий, непринужденный секс. Ну, там, доктора, старшие товарищи, тренеры, массажисты. Ох, помню, еще в соседнем лагере как-то жила сборная по регби. По сборной почему? По регби. Ну, там 15 полевых и 10, по-моему, состава. Ой. Слушай, я, наверное, пойду, да? Что я несла? Какие тренеры, какая сборная. Я стерва. Спокойно. Так надо. Ну, окей, ушки. Обнимаю тебя. Слушай, и привет, Логутенко. Логутенко, передай ему, что последний проект просто бомба. Я тебе говорю. Ну, все, давай, на связи. Ну, что, Подольская, я обречен вечно слушать твои поделки, да? Григорий Львович, а вы мне точно не хотите еще что-нибудь сказать? Да нет. Знаешь, вот по поводу песни этой, как бы тебе сказать, это очень крутая песня. Настоящая. Искренняя. Я такого тысячу лет не слышал. Я даже прям вспомнил, как первый раз влюбился в девятом классе. Но, послушай, ее надо доводить до ума. Мы начнем ее писать, но там есть одна проблема. Какая? Она же не закончена, там всего куплет и припев. Значит, нужно ее дописать, ты ее допишешь. Потом она же от лица мужчины. Так что я ее предложу Лазареву. Или Билану. Нет, Лазареву. Точно. Лазарев ее споет, а ты получишь авторские. Знаете что, давайте вот без Лазарева, ладно? И денег я у вас не возьму. Так ты опять за свое. Эту, эту песню написал мой папа, а я у него тернула. Пожалуйста, мне только вот не гони кастет и битловские курды. Не надо спасать тонущий корабль, честное слово. Не имеет смысла. Сейчас я тебе нарисую зеленую. Офигеть. Я всегда верил в его талант. Слушай, ну отлично, я сейчас звоню кастету, он ее дописывает. Нет, нет, зачем звонить? Не надо, я сама с ним договорюсь, проведу переговоры. А то он сейчас пошлет нас и все. Я все уважаю. Я тебе даю на это два дня. И не дай бог кому-нибудь покажешь. Знаю, 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 иначе меня найдут в двух чемоданах. В трех. Это называется вилка. Какая вилка? Ну в смысле, если твой отец узнает, что ты работаешь на этого Гришу, то он тебя закопает. А без него ты мне запишешь песню. Вилка, зачем ты вообще напевала эту песню перед Бурмистровым? Могла хотя бы перед Пригожиным. Боже мой, глазам не верю. Подольская. Месяц не была в школе, да? Не правда, Люся, Яна Эдгардовна, между прочим... Бондаренко, у тебя условный срок за поведение, так что не возникай. Ну, держишь меня за старую дуру. Люся, Яна Эдгардовна, я вас ни за что не держу. У меня просто очень редко из-за... Нет, я не хочу слышать эту очередную ложь. Не верю, как говорил великий Константин Сергеевич Станиславский. Не верю отца завтра в школу. Ой, ни фига себе. Каткова, как ты смеешь прессу? Здравствуйте, Елизавета Эдгардовна. Здравствуй, Маша, Юля. Привет, Дебиле. Здравствуйте. Да у него, оказывается, была куча мужиков. Всяких спортсменов, хоккеистов, футболистов. Я чувствую себя буквально уже членом олимпийской сборной. Ну, тебе нравится это? Что? Чувствовать себя членом сборной. Чувствовать тебя там плечо товарища. Ты как бы не знаешь всех друзей своих, членов по коллективу, но чувствуешь, что вы вместе делаете одно общее дело. Парков, какой ты злобный все-таки стал, а? Да. Ты не понимаешь, что Галя мне дорога, но я ее побаиваю. Чего она не звонит? Дядя Боб злобный тебе сейчас ответит, дорогой, романтичный мой герой. А когда вы с ней расстались? Ну, давно, да. Три часа семнадцать минут. Да долго, конечно. Прямо не знаю, может, случилось что-то. Или она мной вертит, вот сучка. Точно вертит тобой. Три часа не звонит. Ну, чего себе? Алло, Галь. Да, по-дольски. Да, здорово, Слава. Да, хлам. Нет, знаешь, у нас там происходит мероприятие свое. Ну, извините, ну, так, да. Ага, все, давай, пока. Кто звонил, чего хотел? Да, Бутусов. День рождения дочки хотел от нас буржу. Ты отказал ему? Ну, вот ты гад. Ну-ка, дай телефон быстрый, там номер должен был остаться. Да не остался его номер, мы с Галей шампанским телефон залили. И не показывает ничего. Вот вы гады, а. Как же я вас ненавижу, а. Барков, а ты что, завидуешь, что ли? Вот то, что у меня такая молодая, симпатичная такая. Какой же ты дурак. Я не завидую твоей половой жизни. Более того, я себе свою половую жизнь вообще запретил. Два дня назад, как отрезал вообще. Я теперь не завишу от проблем середины туловища моего тела. Понимаешь, я женат теперь на работе, на своем клубе, а ты изменник. Ну, прости меня, Боб. Боб простит тебя. Если ты... Что, Бутусову позвонишь? Да. Слушай, ну, я это сделал, ну, буквально через полчаса. Сейчас метнусь и вернусь. Галя, ну ты не играй со мной. Я, конечно, вначале тебя принял не за ту, которой ты являешься на самом деле. Ну, вот что ты молчишь? Молчать нельзя. У вас суженщина, это как химическое оружие, его нужно запретить. Ганька, мы тут завоеваем кофе в мастерской. Не хотите к нам присоединиться? Я с удовольствием, только через пару минут, хорошо? Хорошо. Мы здесь подождем. Ну что же, продолжайте, Константин Нуленович. Вы остановились на чем-то очень интересном. Мне кажется, Юле нужно почаще посещать ваши тренировки. Вы, Галина Дмитриевна, на нее очень положительно влияете. Безусловно. Ну что же, пойдемте пить кофе, Аль. Всего доброго, Константин. Галь, ну подожди. Мужики, дайте договорить. Однако. Галь, в общем, я тебя люблю. Будь моей женой. Что? Ну, настоящей женой. Это как? Так. Я, конечно, понимаю, что я там не подарок. Сильно выпивающий человек. Да и дома часто и ночую пять раз в неделю просыпаюсь в носках. У меня иногда бывает вот такой тупой взгляд. Но я не притворяюсь. У меня действительно он такой чуть потуповат. И, честно говоря, мне вообще наплевать. Сколько у тебя там было этих гандболистов, баскетболистов. Бог ты с ними. В общем, будь моей женой, если ты, конечно, не против. Нет, я не против. Потому что я... Я не верю своим ушам. Не верю своим глазам. Чур меня. Я сам, знаешь, как-то не особенно верю. Мне сейчас хочется превратиться в такого маленького жучка. И забиться в самый темный угол самого темного сортира. Куда-нибудь под кафель. Да не надо под кафель. Это великий шаг. Слушай, я прощаю. Прощаю тебя, что ты не перезанял Бутусову, что забил на клуб. Я-то думал, дорогой друг, что ты просто гуляешь с какой-нибудь черной Б. А ты же с Галей. Все серьезно. Слушай, я желаю вам счастья. Даже тебе все трясет. Выпей. Ну, давай. Ты знаешь, как мне хочется выпить? Нельзя. Слушай, а ты понимаешь, что тебе придется это все рассказать Юле? Да. Не-не-не-не-не. Вот теперь точно нельзя. Ты должен сейчас взять трубку, набрать номер Юли и позвонить. Да-да-да-да. Хочешь, я тебя буду держать за руку? Чтоб не страшно было. Привет, папочка. Привет. Ты что-то такой бледный. А ты почему не в школе? А я тебе хотела сказать. Да я тоже тебя хотел. Давай сядем. Я так иду. Понимаешь, Юля, в жизни каждого человека есть такие моменты, когда он должен получать знания, ходить в школу. Ты в школу-то вообще ходишь? Пап, вот я тебе как раз сейчас это и хотела объяснить. Дело в том, что... Правда, я боюсь, что ты после этого со мной вообще разговаривать перестанешь. Ну, в общем, я действительно прогуливала школу из-за того, что устроилась работать на полставки в приют для бездомных собак. Ты понимаешь, мне их так жалко. Из них делают шапки, их едят бомжи, а мы их там защищаем в приюте. Мы им помогаем. Я не вижу в этом особо что-то плохого. Ну, и вообще хорошо, что ты мне говоришь правду, потому что в отношениях это важно говорить правду. А у меня, понимаешь, вот проблема. Ну, даже не проблема, как тебе сказать-то. В общем, я хочу в корне поменять свою жизнь. Ну, и твою, видимо, тоже. Как? Я хочу... научиться играть на саксофоне. Это такой прям удивительный инструмент оказался. Такая богатая музыкальная беззвуковая палитра. Вот как раз сейчас у меня первое занятие, я уже опаздываю. Все, пока. Я все слышал, Юга. Твой отец – идиот. Нет. Мой отец – самый лучший человек на свете. А вот я – я крысый предатель. Почему? Бог, ты умеешь хранить тайны? Да я только и делаю, что храню ваши тайны. У меня скоро голова лопнет от ваших тайн. Не вмещается вся информация. Давай, говори. Дело в том, что я уже месяц работаю у Гриши Бурмистрова. Нет. Да. И вот именно это я сейчас чуть не сказала память. Трусихо-трусихо. Ну, воды со льдом. Кость, ну так нельзя. Можно? Нет, ну нужно сначала все обсудить. Не люблю это слово. Но тем не менее, я должна открыть тебе страшную тайну. Говори. Константин, дело в том, что я не женщина. Не понял. Ну так вышло, Костя, так вышло. Понимаешь, все женщины хотят пышную свадьбу, красивое платье, лимузин, голубей, которые взлетают и как вот на это платье лимузин. А я этого не хочу. Я тебя люблю. Молодец. Ну, погоди. Это да, подгонит пару ракет. Но... Костя, самое главное, ты Юле сказал? Сказал. Да. И что она, как она? Она обрадовалась. Ну, вначале удивилась, потом обрадовалась. Но я все ей грамотно так объяснил. Песня, это, конечно, хорошо. Это прекрасно. Но то, что ты, ты работаешь на побегушках у Гриши Бурмистрова, заклятого врага отца твоего, это Костя не простит. Если бы все зло, которое сделал нам Гриша за всю свою жизнь, поместить в эту комнату, то не поместилось бы. Хорошо, что ты мне сказала. Нервы все-таки у человека не железные, сердце может не выдержать. Песдарик. Давайте, давайте. Страсти мне нужно, страсти больше. Мясо. Прижмись к нему, прижмись. Обложку альбома снимаем, ей-богу. Брызните на них потом. Вот. Кусай ее. Мясо мне нужно, мясо. Давайте, давайте. Ой, извините. Так, Юля, секунду. Пару минут перерыв. Давайте, освободите студию. Мне нужно с серьезным человеком поговорить. Ну что? Двое суток и стекло полчаса назад. Опаздываем, Юлия Константиновна. Фикорий Львович. Как Костет отреагировал на мое предложение записать песню? Знаете, скорее всего... Он будет очень рад, и он с удовольствием согласился записаться. Я ему все правильно объяснила. Он запишется. Отлично. Значит, я ему позвоню где-то в 8 часов. Я всегда в тебя верил, девочка моя. Так, самородки, перерыв закончен. Зашли снова. Работаем. Давайте. К станку. К станку. Что я делаю? Давайте, давайте. Мясо, мясо мне больше нужно. Я рад. Я очень-очень рад, что вы пришли, Ганочка. Извините, у нас сегодня неформальная группа играет. Прошу, присаживайтесь. Спасибо, здесь очень мило. Какая красивая Галочка. Костя, счастливчик. Знаете, что тут? Да. Ну, тут и можно устроить свадебное торжество. Правильно? Да. Костик, а Юля сюда придет? Юля? Ну да. Там надо репетить. Ну, просто я подумала, мы могли бы сейчас поехать к тебе, я бы приготовила ужин. Ну, там вы бы посидели втроем. Пока Юля не пришла, мы думали, просто что такого не разбудили. Я сейчас пивка возьму. Пивка возьму сейчас. Только не время. Юля, в курсе? Ты сказал ей? Нет. Кретин. Я не могу танцевать. Нога. А мы не танцуем. Я просто обнимаю тебя. Да, и тьфу в тебя, подадись уже. Я теперь не какой-то премьер там. Не знаю. А это что? Чего телефон? Так он тот? А, он забыл свой телефон и вышел куда-то. Теперь меня просто ведет. Лежит сюда. Сейчас папе позвонит на этот телефон, бурлит. Ты должен поднять трубку и сказать, что папа нет в городе. И он согласен записать песню. Понял? Нет, я не могу так радик, как ты. Я не умею. Я тебя умоляю. Ну, пожалуйста. Нет, нет, нет. Казани. Угни, пожалуйста. Звони, пожалуйста, Умоляю. Алло. Да, привет. Бурлитрюк. Да, я знал, что ты должен позвонить. Да, Костя в курсе. И он очень рад. Он до потолка прыгает от радости, что вы работаете вместе. А он сейчас в Жуковском. Да, работает. Не берет с собой телефон. Его не прет, если телефон рядом. Да, я понял. Ну, а на контрастном я могу поработать сам. Гарри, слушай, а что тебе больше не нравится мужчине? Борода. Я на ее серьезно. Трусость. Ну, а это не про тебя. Матеря лених, что поделать-то? На лугу ли быть больше нечего? А как дальше быть виноватых дом? По течению... Черт, он мне так голова лопнет. Я не могу держать в голове столько тайн. Ну, что он сказал? Он сказал, что ты маленькая стерва. Ну... Ну, все. Бобки, супер просто. Я тебя обожаю. Все, я лечу к нему. Сейчас опять я что-нибудь на плиту. Ну, дай денег туда. Короче, стадишь звездой, будешь платить мне пенсию. Костя, у меня голова лопает от ваших секретов и тайн. Я больше так не могу. Кончайте ваши игры. Не встань, я Юле завтра все расскажу. Может, меня вас ненавидеть потом, но я не могу больше молчать. Короче, твоя дочка вот уже полтора месяца работает для господина Бурмистрова. Он записывает твою новую песню на выгодных условиях. Ты рад? Сейчас она поехала. Ну, кстати, дай денег на такси. Поехал. Поехал покупать вам цветы. Цветы ночи дешевле. Готов позвонить вам. Здорово. А это ключи от его квартиры? Да. Прекрасно. Ты знаешь, Юль, я когда-нибудь, конечно, займусь раскруткой твоей группы, но сейчас ты мне более ценна, как сопродюсер. Торт. Ну, давай, открывайся своим ключом. Я свой куда-то засуну. А по вкусу я, ты никуда не засунул. Поговори мне еще, шмакодявка. Я тут я в сотый раз говорю, что это я все делаю ради тебя. Здрасте. Здравствуй, Юля. Я очень рада, что теперь мы будем вместе. Твой отец чудесный человек, а ты, я думаю, что мы подружимся. А это как? Юль, я сейчас все объясню. В общем, я и Галя... Константин. Она ничего не знает? Ты что, обманул меня? Ну, это не совсем так, не просто ситуация, немножко вот запутанная. Сейчас. В общем, не, ну я честно тебя люблю и очень хочу, чтобы ты была моей женой. Опаньки, опаньки. Это супер просто. Это ты меня еще обвинял во лжи? Это ты меня обвинял в предательстве, да? А вы, вы, Галина Дмитриевна, учительница моя классная. Когда это вы успели, а? Когда это вы успели влезть ко мне домой? А? Извини. Галя, Галя, стой. Галя. Не смей меня догонять. У тебя все равно не выйдет. Да, я тебе, конечно, соврал. Но тогда, когда про саксофон рассказывал, я всегда гитару любил больше, а саксофон это так. Знаешь, это не смешно? Да? Всего доброго, Константин Уленович. И не вздумай меня догонять, все равно не выйдет. Мама, забери меня отсюда. Я его ненавижу. Мама, забери меня отсюда. Галя, это чудо какое-то. Я как будто сплю и не сплю одновременно. Так у вас начало серьезных отношений. Мои намерения пока не такие уж и серьезные. Вот, что я и хотел услышать от старого, трусливого эгоиста. В общем, я тебя люблю. Будь моей женой. Что? Если ты, конечно, не против. Нет, я не против. Ты, собственно, рассказала об этом всем, Юли. И что она, как она? Она обрадовалась. Нет, что? Это что за песня? Эту песню написал мой папа. Я всегда верил в него талант. Дело в том, что я уже месяц работаю у Гриши Бурмистрова. Нет. Да. И вот именно это я сейчас чуть не сказала папе. Твоя дочка вот уже полтора месяца работает на господина Бурмистрова. Он записывает твою новую песню. Я в сотый раз говорю, что это я все делаю ради тебя. Здрасте. Она ничего не знает? Ты что, обманул меня? Ты меня еще обвинял во лжи? Это ты меня обвинял в предательстве, да? Мама, забери меня отсюда. Я его ненавижу. Алло, Галя, ну возьми, пожалуйста, трубку. Это случайно получилось, что я Юле просто не успел рассказать. Галя, ну возьми трубку. Ты что? Привет. Мне с Юлей нужно поговорить и с матерью ее. А, так ты Костя. Слушай, а мне нравится твоя борода, такая натуральная. Да ты позовешь их или нет? Ну ладно, пойдем. И в этот момент я поняла, что он шарлатан. Не может быть! Ну да, и никакой он не гуру. У него фамилия Нарсисян. Но было поздно, я влюбилась. Три месяца я занималась пранаямой, капалабхати, мулабанха. Я так мучилась. Но, когда он истратил все мои деньги на какую-то крашеную блондинку из Тамбова, я сказала, все, хватит. Лена, сказала я себе, ты уезжаешь из Индии и начинаешь новую жизнь в Москве. Ну и вот я здесь с вами. Молодец! Ну если бы не Владик, кто бы нас приютил? Меня и Юлю. Я не знаю, я... Наверное, мы просто бы сейчас оказались на улице. Эй, ты что, толстуха, хочешь мне показ испортить? Ну-ка, отдай. Мартини? Я мачу не бью. Мне нравится твоя шутка к Елене. Твой бывший муж пришел, он, между прочим, шутник. Шутник. Редактор субтитров А.Семкин Юля, ну открой дверь. Я твой отец, в конце концов. Я же не могу с дверью разговаривать. Ну что ты хочешь, чтобы я прощения у тебя попросил? Ну прости меня, пожалуйста, за то, что я не сообщил тебе про Галю, про то, что у нас там... Ну знаешь, ты тоже хороша. Работала на моего кровного врага. Ну что ты, не будешь со мной разговаривать? Ну и я тогда не буду с тобой разговаривать. Все, я не хочу. Кость, меня послушай. Я не знаю, что у вас там с Юлей произошло, но она не сахар. Ты знаешь, сколько я раз на нее срывалась. Все нормально. Да мы завтра же помиримся, это же ерунда. Да, да с ней такое постоянно. Ага. С бабушкой в колесе. С моей сестрой в Омске. Рездаю на этот крик. Мама, забери меня отсюда. Такая натура, она ни с кем не может ужиться. Да, мы с ней нормально жили, в общем-то. Даже, можно сказать, хорошо. Вот ты только как-то появилась, это... Ну, внезапно. Очень неожиданно. И если бы ты вчера с ней не села бы в такси, так мы сейчас бы сидели бы дома на диване, пили бы, пили бы. Ну, бы оболтали бы просто. Ладно, расслабься. Все, теперь Юля, это моя проблема. Угу. В смысле? Ну, все, все изменилось. У меня началась новая жизнь. О, Дэнни! Привет, колокольчик. Ты знаешь, я так долго не могла себя найти, но сейчас я поняла, что мое предназначение, мое призвание... О, Кейт! М-м-м... М-м-м... Очаровашка. М-м-м... М-м-м... Да, мое призвание... ...быть матерью. Я теперь никогда не уеду от Юли. Мы с ней вместе, раз и навсегда. М-м-м... Просто тамчок. М-м-м... Я слышала, что ты умер от снотворного. М-м-м... М-м-м... А ты так шикарно выглядишь. Рецепт тебе держишь? М-м-м... М-м-м... Чмок-чмок. М-м-м... М-м-м... Я понимаю, что я тебе доставила кучу хлопот, но я хочу тебе сказать спасибо. Все. Теперь ты можешь обратно вернуться к своей нормальной привычной жизни. Все. Что... Что это значит? Что? Все? Финусик, хай. М-м-м... Клеопатра, привет. Тин-тин. Мы так счастливы, что ты вернулась в Москву. Да. Это что, твой бывший муж? Ну дай я тебе уже договорить. Ну уж надоело. Вот это ну-ну-ну-го. Хм. Грубее. Не, ну что ты такое говоришь? Какой нормальной жизни? Юля, моя дочь, у меня в жизни все изменилось. Да ничего у тебя не изменилось. Тебе просто понравилось играть роль отца, но это была игра. И она должна была рано или поздно закончиться. Все закончилось. Келлен, иди сюда. Знаете кто, что приехал из Австралии и говорит, что там очень много одиноких мужчин? Вау, иду. Кость, ну ты же не создан для семейной жизни. А? Угу. Иду, иду. И все у тебя будет как раньше. Ага. А все к лучшему. Может. Ну ты же сам говорил, что хочешь Юрку поскорее сплавить, что жизнь твою превратила в ад. Да. И не скрипи ты ножом по тарелке. Зубы сводит от этого всего. Мне казалось тебе понравится. Это же так похоже на вчешние твои гитарные запилы. Ну это же просто пластинка. Ну я же попросила прощения. Где сейчас творог? Что? То есть я хочу сказать, что ваше время, оно... Кончилось. Фом, ну блин, я не то хотела сказать. Ну ты чего? Ничего! Я просто хочу превратить твою жизнь в ад! Как ты превратил мою! Собираешься устроить мне экзекуцию, то тебе ничего не выйдет. Статья 224, от года до трех. Ты только что выгнал самого модного и талантливого художника современности, который был готов за копейки разукрасить весь наш клуб. Это раз. А два граффити — это искусство. А ты, старый пень, который остался в прошлом веке! Это супер просто! Это ты меня еще обвинял в оджи? Это ты меня обвинял в предательстве, да? Меня все это достало порядком. Ведь жил же я как-то раньше, да? Жил, и все у меня было. А что у меня было-то? Все. Да и потом, как она могла сказать, что я человек неспособный к семейной жизни? Что это вообще такое? А кто способен тогда? Вот кто? Ну, прежде всего, мужчины, которые имеют постоянную зарплату, которые делают карьеру, которые могут починить домашнюю проводку и унитаз. Да знаю я таких, они скучные. Не знаю. А женщины считают, что именно из этих мужчин получаются самые лучшие мужья и отцы. Женщины дуры. А я знаю, что я сделаю. Я помирюсь с Юлей, затем помирюсь с Галей, потом их помирю, и вот Лена, пускай только попробует сказать, что я не способен к семейной жизни. Отличный план? Главное, легко выполнимый. Что это с ней? Она с вчерашнего дня такая. А спросишь, и в ответ ничего не случилось. Юль! 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 Эй, гуляка, куры! Юля! Курак! Курак! Дело плохо. Доброе утро, господа и дамы. Садитесь. У меня для вас сегодня довольно прископное сообщение. Галина Дмитриевна в этой школе больше не работает. Почему? Юль! Юсьяна Едгадовна попросила меня провести несколько занятий по так называемой физической культуре. Я не вижу в этом ничего смешного. Я, кстати, тоже не чушь цпотов и в юности даже занимался. Баянами танцами. Ну, правда, где Галина Дмитриевна? Бандоенко, поочистите уши, пожалуйста. Я ведь вам уже сказал, ушла по личному обстоятельству. Она девушка видная. Вышла замуж, забьеменела, мало ли что. Итак, тема сегодняшнего занятия – кувырок через голову. Бандоенко, Маевский, пожалуйста, постигите мат. А как это – кувырок через голову? Маевский, вам должно быть стыдно. Но это же и ментально. А вы покажите. Галина Дмитриевна, она всегда показывала. Да, не могу. Держите. Бьете методическое пособие. Находите голову, кувырок через голову. Позиция номер один. Вы приседаете. Опираемся руками на мат. Пригибаем голову к коленям. И позиция номер четыре. Держим кувырок. Я же говорил, я не ментально. Итак, мы приседаем. Опираемся руками на мат. Пригибаем голову к коленям. И тире. Александр Феликсович, а скорую? Не надо. Я в травмпункт. Без меня этого не делать. Юль, что случилось? Юля, что случилось? Юля, 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 Юля. Хорошо, не хочешь говорить, что случилось? Не надо. Хотя я думаю, что мы с тобой близкие друг к другу. Ну, как друзья хотя бы, как друзья. И ты можешь мне все сказать, всем со мной поделиться. Я тебя... Подожди. Я тебе хочу все объяснить. Что объяснить? Что ты спишь с моей школьной мчительницей? Потому что ты старый похотливый козел. Или что ты мне это все время врал. Что между вами ничего не было. Что объяснить? Не только это. Я хочу, чтобы ты помилилась со мной и с Галей. Но с Галиной Дмитриевной. Да я вас ненавижу обоих. Потому что вы предатели. Я очень рада, что она свалила из школы. И что теперь уедет черти знает куда. Потому что я вас с ней обоих не могу видеть. Куда она уедет? Здравствуйте. Галина, ну это, ну послушай. В общем, ну не уезжай. Хорошо, эта попытка провалилась. Но дай мне второй шанс. Костя, я все равно уеду. Я понимаю, что тебя обидел. Я не рассказал Юле про наше отношение. Но я-то хотел как лучше. Но это правда уже не важно. Не важно, вот и прекрасно. Оставайся и выходи за меня замуж. Нет, Костя, это не важно, потому что все кончено. Ты не готов к отношениям, и ты сам это знаешь. Ты никогда не сможешь по-настоящему быть вместе. Ну посмотри на себя. Ты ребенок, и навсегда ему останешься. И Юля никогда меня не примет. Я уже все это проходила, и не хочу там больше. Слушай, не остановлю меня. Пусти, меня такси ждет. Твой отец вообще занимался твоим школьным образованием? Знаешь, ему было некогда. Он у нас в моей школьной... Не важно. Это была ошибка с моей стороны оставлять тебя с ним, но теперь все будет иначе. Мы будем жить круче всех. Ты просто быстрого не знаешь. Если она сказала, что выглядит, значит выгонит. Да нет, она не знакома еще со мной, дочь. Спасибо. Когда я ему сказала, что я беременна, он уехал со своей музыкальной группой на год в Америку. И 15 лет я скрывала от него Юлю, потому что я поняла, что он не достоин быть ее отцом. Но полгода назад он нас нашел. Мы как раз уезжали в Индию. Юле нужно было сменить климат, у нее здоровье, она такой болезненный ребенок. А он прибежал и выкрал ее с самолета. Да. Но потом ему надоело быть отцом. Он про нее забыл, забросил ее учебу. Все. И девочка совсем не виновата, что... Нет, ну неужели, неужели Костя Подольский такое чудовище? Он же был таким милым мальчиком в детстве. Ну все, теперь же он алкоголик и наркоман. А еще он член запрещенной партии. Какой ужас. Да. Нет, ну, конечно, он неплохой. Где-то там в глубине души. Милая, но я все-таки не понимаю, а зачем вы уехали в Индию и только сейчас вернулись? Я, я... Это сложная история. Когда он украл Юлю, у нее в сумочке были мои документы. А я не успела спрыгнуть в самолет, а меня задержали стюардессы. Когда я прилетела в Дели, то меня арестовали, потому что кто-то в карман мне подсунул Марию. И я думаю, что это был Костя. Мерзавец! Четыре месяца я просидела в этой индийской тюрьме. Милая. Ох, это ужас. Но даже там я не теряла времени даром. Я пыталась объяснить индийским женщинам, этим жертвам мужского безразличия, что женщина, она тоже человек. Хранит право. Да. Да. Милая, если вы сумеете договориться с учителями о пересдаче экзаменов, я думаю, Юля может остаться в школе. Смужайтесь. Спасибо. Милая моя. Крепитесь. Крепитесь. Ну все, да? Ну все. Ну все хорошо, да? Угу. Ой, мама уже со всеми учителями договорилась, но с Феликсовичем у нее ничего не получится, потому что он меня не нравится. Это после того случая, когда ты мой рыбак выдала за Маяковского? Ну там просто учить было легче. Неугомонные враги, не трудового народа. Мы подняли головы, оскалили морды. Мы будем гордо кричать во все горло. От города героя, городу к уронту. Ну вот ты улыбаешься. Мне нравится, как ты улыбаешься. Ну чисто по-дружески. У меня точно пока нет. Но что же делать? Александр Феликсович. Елена Саввановна. Она, она, она совершенно не знает бедность. Ну это все мой бывший муж. Его отвратительная альтернативная музыка. Они подменили ребенка. Ну да, музыка действительно отвратительная. Вот Рахманинов. Да, Рахманинов. Я обожаю Рахманинова, этот щелкунчик. Там, тарадарадам, тарадарадам. Нет, Гера Михайлович. Если тебя выгонят, я тоже с тобой уйду. Почему? Потому что мы должны быть вместе. Ну как друзья. Да, я обещаю. Обещаю. Подольская, напишите сочинение на воинную тему. И получите только в полгодии. Извините меня. Все хорошо. Британские ученые обнаружили, что одинокие мужчины чаще умирают молодыми. Вероятность смерти до 50 лет для холостяка на 58% больше, чем для семьянина. Причина этого социальная изоляция, которая приводит к депрессиям и суициду и, естественно, алкоголизму. Да и черт с ним. О, а дура. Юлькину игрушку забыла. Ну что, выпьешь? Мам, а ты скоро уедешь, да? Нет, ты что? Нет, я теперь уже все. Всегда буду с тобой. То есть так, как раньше, не будет, да? Никогда. Только ты и я. У нас с тобой уже началась новая жизнь. Яркая, такая насыщенная, неожиданности, сюрпризы. Слушай, я знаю. Нужно отпраздновать твой день рождения сегодня. Но он же в августе. Ну а что, я не помню, что ли? Все. Сегодняшний день назначается... Паум-паум-паум седьмым... Девятым. Девятым. Девятым августа. Я, между прочим, приготовил обед в тайском стиле. Но вас никто не хочет есть. Нет, Лена, ну что, мы хотим, 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 Владимир. Ну что, дорогой, ты же не знаешь, у нас сегодня у Юли день рождения. Да ты что? То есть это все значит? Вечеринка! Девятый день! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А я всегда мечтал попасть в особняк к этому старику из плейбоя. А сейчас думаю, что там намного скучнее. И вы здесь, господа. Ведите себя хорошо. Где Юля? Юля! Юля! Привет! Привет! Привет-привет! Как тебе эта вечеринка? А ты друг Ваника? Ты был когда-нибудь в Большом театре? Нет. Не был. Юля, привет! Слушай, тут так круто, скажи. А я тут с одним продюсером познакомилась. Он такой классный, такая лапочка. Круто. Здрасте. Юля! Ты что с собой сделала? Ты выглядишь на 35. А это что? Мартик, кто тебе позволил пить алкоголь? Ты что? Тут вообще не команду. Я, между прочим, твой отец. Ты можешь меня ненавидеть, но это так. Ты мне вообще никто. Ты просто старый неудачник. И еще он тебя вообще никто не любит и не ждет. И самое главное, я даже не могу тебя ненавидеть, потому что ты этого не стоишь. Я тебе сейчас уши надеру. А вот этого ты не смеешь делать. Да. Да. Папа, прируки от моей дочери. Извольте выйти вон. Да кто ты такой, выйти вон? Да ты что себе позволяешь, Костя? Нахал! Пошел вон отсюда! Собака! Мужлан! Хорошо. Да, иди отсюда и больше никогда не приближайся к Юле. Ты меня понял? Хорошо, я уйду. Иди. Хам! А вы что уставились? Блин, тебе балет! Юль! Юль, с собой все в порядке? Все плохо. Все очень плохо с антиоком. Я не знаю, что мне делать. Я так устала от них всех. Юля. Юль. Я люблю тебя. Идиот! Идиот! Почему сейчас? От опасной пелёнки до грамповой доски. Человечек развивается в объятик тоски. А она нежно ему дышит перегаром в лицо. Одной рукой схватив за шоу, а второй за яйцо. Жизнь отвратительна. Жить омерзительно. Жизнь отвратительна. Жить. Костец, заканчиваем. Все посетители ушли, мы закрываемся. Ну да пускай валят. Чё? Ты можешь мне сказать? А чё у тебя с лицом? А, это, поспорил тут с одним любителем балета по поводу Чайковского. А-а-а. Смотри-ка. А по какому поводу мы пьём? Да всё равно. Умру я в одиночестве. Какая разница от суицида, от алкоголизма? Скорее, от алкоголизма. Зато запомнюсь молодым. На, дарю. Куда ты? Британские учёные все месяц второго. Году ещё доказали. Костец, ты куда? Стой. Костец! 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 Здравствуйте. Мы бы хотели поговорить с вами. О Боге. Доброе утро. Утро доброе. Значит, голова взорвётся. О, надо сказать, праздник удался. Надо завтрак приготовить, чай вкусненького. У меня как раз спаржа завалялась. И побольше бургундского. Тихо. Мам! Мам, завтра готов. Давай. Дочь, дочь, совсем это не то, что ты думаешь. Совсем? У нас Балконский. Как раз закончились у него деньги. И ему нужно было тогда убить старушку, чтобы с Анной Карениной поехать в Италию посмотреть картины. Ну, ты же обещала. Ты же обещала, что всё не будет, как раньше. Папа, подочка! Как-то нехорошо получилось. А мне понравилось. А слушай, у меня всё правильно сказали про Каренину и Балконского? Да. Мама, я не хочу с тобой разговаривать! Господи, да это не мама, это Владик. Сама бы боялась. Прийти тебя прислала. Да нет. Я просто подумал, что ты захочешь перекусить перед дорогой. Авукат и кревет. Ммм! Ничего, вкусно! Бон аппетит! У меня есть ещё буябос и десерт. Сегодня должен был быть французский день. Ммм! Мамбой! Просто наплевать на меня. На то, что я чувствую. Юлечка, как тебе лимонный сурбет? Очень вкусно. Они думают только о себе. По-моему, ты слишком много хочешь, Юлечка, от своих родителей. Я просто хочу, чтобы они вели себя нормально. Ммм! Чтобы они ни с кем не встречались и прожили всю жизнь одни. Вообще-то я не это хотела сказать. А, то есть или любили только тебя, и жили с тобой, даже когда тебе будет сорок. Или звонили каждые пять минут, спрашивают, тепло ли ты одета? Нет. Юль, ну тогда позволим делать глупость. На самом деле они точно такие же дети, как и ты. Ну это же родители! Юлечка, ты ведь мудрее их, правда? Ну да. Помоги им найти свое счастье. И тогда я тебе говорю, ты не пожалеешь. Вот, вот. Прости. Да, алло. Да, мамочка. Я тебе уже пожелал доброго утра. Да, я знаю, что сегодня холодно. Да, я обязательно проплачу горло. Да, мам. Да, я обязательно заеду к тетне. Да, я прекрасно знаю, мамуль, что она разводит фиалки. Нет, мам, я... Ну... Нет, мам... Нет, мне совершенно не скучно с тобой разговаривать. Да. Привет, Боб. Привет. Слушай, а папа здесь, а то его дома нет и трубки он не берет. Ой, он здесь, но тебе лучше его не видеть. Почему? Он что, обиделся? Ну, подожди. Понимаешь, он не совсем... Ну, ты его не узнаешь. А что с ним не так? Может, он начал носить женскую одежду? Или, может быть, у него уже совсем белая горячка? Нет. Нет. Тогда это ерунда. Нет. Не сказал бы я так. И когда мой начальник уволил меня, я был на грани самоубийства. Но придя сюда, к свидетелям Евгения, я понял, что мне не нужны начальники. И я свободен. И да поможет тебе, Евгений. Да поможет нам Евгений. Теперь ты, брат. Я потерял дочь. Она не хочет со мной общаться. От меня ушла любимая женщина. Но теперь, знаете, это все не важно. Потому что я встретил вас, братья. Я никогда теперь не буду один. И да поможет тебе, Евгений. Да поможет нам Евгений. А теперь, братья, восславим песней святого Евгения. Свету мудроя, братья теле, И скорбной простоты. Евгений, мы свидетели, Что чудо это ты. Что это? У них здесь культ какого-то Евгения. Он отшельник. Живет в горах Алтая. Они говорят, что он, дескать, знает какую-то истину и Бог. Алтая и еще. Они верят, что он лечит людей. Может, папа попал в секту. Да его на минуту нельзя оставить. Ну, неужели непонятно, что ты дяденька, не Бог? Не знаю. Я здесь уже на третьем собрании. Смотрю на его портрет. Лицо у него такое доброе-доброе. Поневоле приходит в голову. А вдруг он вправду? Хорошо, хорошо. Это бред, конечно. Евгения, 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 Валерия. Наше собрание закончено. Но, братья, вы должны помнить, что в нашей жизни еще существует два страшных демона, которых мы не должны пускать в нашу жизнь. Это телевидение и интернет. И кинематограф, брат. Да, брат. Но этот демон уже давно умер. Слава Богу. Папа, давай пойдем домой, а? Сядем на диван, ты попьешь пивка, посмотрим телевизор. Телевизор – это демон. Он подменяет твое сознание своим. Так учит Евгений. Ладно, просто пойдем домой. Папа, ну ты меня слышишь вообще? Слышу. Но слова – это звон твоей внутренней пустоты. Молчи, и тебе откроются мысли человека. Смотри на его лицо. Он как будто говорит нам, все будет хорошо. Ты не одинок. Слушай, хватит этого Евгения. Уже нужно с этим завязывать. Я очень хочу, чтобы ты вернулся. А мне не нужно возвращаться. Я собираюсь в путь. Какой еще путь? Долгий и трудный. На Алтай к Евгению. И в конце его я познаю истину. Я научусь читать мысли, видеть невидимое. Вот только нужно дела с клубом уладеть. Хватит, хватит. Ты слышишь, какую-то чушь вообще несешь. Какой Алтай, какая истина. Ты стал уже хуже мамы. Что значит, тебе еще нужно уладить дела с клубом? Я отдаю его братьям. Здесь будет пристанище нашей веры. И дух Евгения будет царить повсюду. Он никого не слушает. Никого. Я знал, что твой отец идиот. Я знал, что он совершил какую-нибудь глупость. Но эту... Мы должны что-то придумать. Что ты все время читаешь? Да не читай ты эту книгу, не читай. А то тоже сойдешь с ума. Да я тут ищу, как разоблачить этого Евгения. Доказать, что он не бог. Что? Нашла способ? Ну, тут написано, что он умеет читать мысли. Значит, нам нужно поехать на Алтай и найти этого Евгения. Точно. И попросить его прочитать мои мысли. А никто никогда не сможет догадаться, о чем я думаю. Да я знаю, о чем ты думаешь. Ты думаешь о печенье, которое лежит у нас в столе? Вовсе нет. Ну, ладно, ну, как ты догадалась? Ну, ты раз пятнадцать на него посмотрел. Кстати, можешь взять, если хочешь. Я просто... Я просто... Я просто всегда голоден, когда я нервничаю, понимаешь? Черт! Пока мы доедем до этого часа мыслей, Костя точно перепишет весь клуб этим свидетелям. Ну, я согласна, что это не самая лучшая идея. Блин, мой клуб. Мой клубик. Твой отец самый большой идиот в мире. Если бы он не был моим лучшим другом, я бы его убил. Слушай, я бы тоже его убила, если бы он не был моим отцом. Вообще. Он такой, какой он есть и все. Че делать, а? Я нашел. Что ты нашел? Я нашел. Я нашел не что, а кого. Кое-кого, кто отлично знает этого вашего. Евгения. И кто это? Это моя бабушка. Брат, ты должен очиститься от всего, что тебя окружает. В дороге ты должен быть совершенно свободен. Это место должно быть очищено от скверны и пропитано духом святого Евгения. Три-четыре. Да поможет нам святой Евгений. Папа, стой! Папа, ты должен это увидеть. Так, я не понял, кто пустил сюда эту девчонку, эту скверну? Юля, ты не должна. Да, Юля, ты не должна. Я хочу спасти, посмотри сюда. Ваше лицо мне внушает доверие. Теперь я верю, что поправлюсь. Зовите меня просто. Евгений. Что это? Смотри, это совершенно никакой не бог. Это просто актеры сериала про докторов. Так, кого ты слушаешь? Кого ты послушай? Это демоны, которые искушают твое сознание. Да это все жулики. Шулики, которые специально придумали лжи святого. Уберите их отсюда. Поэтому не запрещают смотреть телевизор. А так как у сериала маленькие рейтинги, его никто не смотрит и показывают его только утром. Возьмите их уже, наконец. Оставьте, оставьте, это моя дочь. Так, одну минуточку. Ты говорил, что это не твоя дочь, она от тебя отказалась. Ну, возьмите же их уже. Мне помог святой Евгений. Ну, ладно, хорошо. Ты можешь видеться с Юлей в воскресенье. Нет, 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 нет. Юлечка, между прочим, мама тебя очень любит. Да я знаю, я... Аккуратно. Я же тебя тоже очень люблю, мам. Доктор Смирнов, скажите, а после этой операции я смогу быть настоящим мужчиной? Настоящий мужчина тот, у кого сердце настоящего мужчины. Такое, как у вас. Как это и верно сказано. А, да. Так что, не работает, да, Галина Битлевна? А, ага. Ну, понятно. Спасибо. Бесполезно. Ничего это не бесполезно. У нас еще остались школы в Подмосковье. Врачебная тайна доктора Смирнова. 790-я серия. Боб, ну выключи ты этот телевизор, я его выкину, в конце концов. Ну, еще одну серию. Тут у Анжелики царкома обнаружили. Я рад, что у твоего отца все нормально. Я хотел сказать, что те слова, которые я тебе сказал вчера на вечеринке... Какие слова? Ну, то, что я сказал о том, что... Я имел в виду, что я люблю тебя как друга. А, ну я и так поняла. Да? Угу. То есть ты не подумала, что я... Нет, нет. Хорошо. То есть, может быть, тогда сходим после репетиции в кино? По-дружески. Хорошо. Да? Здорово. И... 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 Субтитры делал DimaTorzok Потом их помирю Я вас ненавижу, обоих Потому что вы предатели Я очень рада, что она свалила из школы Ты ребенок, мы всегда им останешься И Юля никогда меня не примет Я уже все это проходила и не хочу там больше Только ты и я У нас с тобой уже началась новая жизнь Яркая, насыщенная Неожиданность и сюрпризы Я, между прочим, твой отец Ты можешь меня ненавидеть, но это так Что тебе позволяешь, Костя? Пошел вон на хал Боже, никогда не приближайся к Юле, ты меня понял? По-моему, ты слишком много хочешь, Юлечка, от своих родителей Позволим делать глупость На самом деле, они точно такие же дети, как и ты Что это? У них здесь какой-то, какой-то Евгений Он отшельник И они говорят, что он бог Что это? Смотри, это совершенно никакой не бог Это просто актеры сериала про докторов Да это все жулики Жулики, которые специально придумали Джесси Тома Поэтому не запрещают смотреть телевизор Ну возьмите же их уже! Ну ладно, хорошо Ты можешь видеться с Юлей По воскресеньям Ес! 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 Я тебя так люблю, Голя Голи Сволочь ты Это не ты, это я тебя люблю Ты вернулась, ну хорошо Я вернулась Костя Мне так хочется пива Не могу прям, а? Слушай, ну голову-то убери Костя Окрой кран, пожалуйста Пива нет А ты кто? Я твой лучший друг В пальто Боб Барков А мы где? В нашем клубе У нас есть клуб, мы здесь играем Рук-н-ролл А чего было вчера? Я не помню С вас здоровьи! Ты вроде играл, играл, что-то играл Потом начал ко всем приставать, строить И выгонять, к черту свою мать А Ты за блять! Ты что? Ты что? Да, 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 да Там в углу спортсмены какие-то сидели Что-то припоминаю Слушай, если мы Слепились с спортсменами А при этом Руки-ноги целы Значит, мы победили спортсменов Откуда тут спортсмены, а? Я не знаю Я не знаю Ой, черт Алло Да Да, это я Я все помню, Василий Простите, Петр А, Николай Все остается в силе, Николай Ну, хорошо, хорошо, я понял Я передам Это был Николай Клюев Что это, хрен? Это не хрен Это чемпион по буксу Которым ты вчера разговаривал Я побил чемпиона по боксу Нет Ты Обещал ему Что сегодня Ты его научишь играть на гитарке Не, не, не Поклялся Не, не, не Сегодня я не могу Синий воскресенье Я в воскресенье с Юлей Да Воскрещаюсь с Юлей И отец Отец Ну, что такое Ну, что Что Где деток На, поговори Алло Ну, что ты орешь Чего Понедельник Да Да Слушай Сегодня Понедельник А где воскресенье? Понедельник Это Какой-то Пространственно-временной Континиум нарушен Это Дыра во времени И наши тела Они, видимо Отдельно От душ Меня Лена Лишит родительских Прав Ладно, все Я пошел Куда ты пошел? Все Подожди Подожди Куда ты пошел? Сейчас приедет Зидитоп меня убьет Потом приедет Николай Клюев Меня убьет Потому что я не умею играть на гитаре Вот между вами Всеми Я выбираю Дочерь Ты уж Прости А этому чемпиону Дай Самоучитель Игры на гитаре Он наверху Пускай учится Все пока Вот ты друг Так друг Сволочь ты Юля прождала тебя Весь вчерашний день А ты Посмотри на себя У меня вчера Подвернулась Воскресная Работа Она изменила Мои планы Я кстати пытался Дозвониться до Юли Но А что ты ко мне Вот кстати Цепляешься А? Давай Буди Юлю Я переношу Вчера на сегодня Ты просто волшебник Между прочим Юля в школе Ну и ладно Я пошел Так послушай меня А ты не умеешь Врать Ладно Спасибо за кефир Дай хотя бы определение Логарифма Нина Михайловна Ну не мучайте его человека Вы не видите У него сейчас мозг взорвется Так я тебя не спрашиваю Понял? А ты спроси Мексиканец Гринго подскажи Эй Маевский Может хватит тебя вести Как идиот Отстань от Сантьяго Подольская А ты что хочешь Бондаренко помочь? Ты хоть помнишь На каком ты сейчас уроке? Так тишина Бондаренко 2 Подольская Почему у тебя Учебник по литературе На парте? Эй А при чем здесь Юля? Бондаренко еще одна двойка Ура Продолжим Тема нашего Сегодняшнего урока Логарифмические неравенства Слушай Че она к тебе прицепилась? Кто? Да Продолжение Мстит мне За что? Ну я Я с ней переспал Да ладно Молодая Она продолжение хотела Мне вновь было Так Бондаренко Сейчас из класса выиграл Видал? Каждому пустяку утепляется Ты крут Я не вижу этого пидурка А я ненавижу свою жизнь Мои родители Изводятся Из-за чего? Из-за Карла Юнга Это швейцарский психиатр Папа считает его Арт-терапию Недейственным методом Мам Наоборот Здрасте Извините Я Заподольской А вы кто? Я Папа Дело в том что У дедушки Ну у моего отца В общем ему нужно Переливание крови А моя Не подходит А Юлина Подходит Отпустите ее Извините Да Юля Можешь идти Еще одна двойка Папа Ну ты совершенно Не умеешь врать Ведь все твои Извините Выглядели жалко Мне показалось Что мне поверили Юля Знаешь Это Я Вчера Не смог Прийти Ну в общем Дел было Очень Много В клубе Ну если честно То мы С Барковым Просто Перебрали Ладно Проехали Ты не против Если Мэл Не с нами пойдет Да нет Спасибо вам большое Это Мое Чувство вины Не позволяет мне Сейчас сидеть На математике Ладно и куда мы идем то Это будет Незабываемый Викенд Ручаюсь Классное место Да Народнуть Сегодня немного А в воскресенье Было бы не протолкнуться Уважаемый А можно еще Кружку пива А дамам Молочный коктейль Вы как Как Спасибо Константин Ленович Но У меня Ларингит Который периодически Перерастает В фолликулярную Ангину Еще при стрессе Сладкая Жирная пища Она блокирует Эндорфинный Участок мозга Мне это Папа Говорил Извините Тихо-тихо-тихо Ну Тогда Просто Кружечку пива И Откройте нам Дорожку Боулинг Боулинг сегодня закрыт Понедельник Хорошо Биллиар Столики Откроет После девятнадцати Я принесу вам пиво Слушайте Отстаньте вы от меня Не надо делать события Из обычного рядового секса Вот это вот ваше О многом говорит Ребята Так дальше жить нельзя Как так? Ребята Пора похоронить Вашу девственность А с чего ты вообще взял Что мы Первое правило Настоящего мачо Всегда говорите себе правду Миша Если так дальше пойдет Ты до 25 лет будешь Заниматься сексом В контактике Вот прямо здесь И сейчас Вы должны признаться В том Что у вас никогда Не было девушки Громко Простите пожалуйста Я не должна была Срываться здесь Правда хорошо Классное местечко Да? Мы тут как-то Год назад Такое Пап Ты меня конечно извини Но мне тут Скучно И Мелонне тоже У него между прочим Семейная трагедия Ей нужно как-то Разлеешься Вы так добры Ко мне спасибо Извини Ну знаете Ну Давайте я докопаюсь До этого Инджукам Он позовет охрану У них пистолеты Ну по крайней мере Движуха какая-то И будет весело Пап Мне иногда тоже Так лучше тебя убить Если вы хотите Нормального Понедельничного уикенда Сходите на лазерный пейнтбол Это в соседнем зале А у меня тоже похмелье И трое детей От разных браков Поэтому Будьте милосерднее С обслугой Константин Подольский Музыкант Музыкант В общем Я Ну то есть Короче у него Ничего не было Не перевел я человека Я Девственник Молодец Теперь ты Самец гепард Ну Ну Как Таковой Девушки У меня не было Но в прошлом году На даче Да я девственник Отлично Первый шаг сделан Теперь нам надо Всем Эй Шумал Вы имеете Девственники Они это С вами сказали Прикиньте Я не пойду на географию Я вообще не выйду отсюда Нам надо Теперь Что-то сделать Ради нашей чести Да Окно Тут же не высоко Да Да Я всю жизнь мечтала Стать воином Папа Одень жилет по-человечески А Вручи отца Мне Между прочим Мой папа Профессиональный Военный Может быть Это Станет для меня Выплеском Нерастраченного Негатива Если меня убьют То пусть это будет Смертью И печали Вы будете сражаться С андроидами Дроидами Репликантами Или друг с другом Да С кем угодно О А вот репликант Подвалил Подольский О Ткачук Ты тоже отдыхаешь Ну-ка Тойнем Я тебя Я не прощу Понял А ты что Знаешь Где Галя Не смей Называть ее По имени Я посажу тебя На три года Я подброшу тебе Наркотики Я подложу тебе Труп в ванную Знаешь папочка Я теперь очень хочу играть Против него Ты не мог бы Это сделать в туалете Сейчас Я буду маленькие разноцветные пирожные А я штрудель яблочные Шоколадье И морковный торт Радость зайки Вы что сюда жрать пришли Вон туда посмотрите Куда Назад Зуб даю Они из медучилища Они точно дадут Сделайте лица Помужественные И повеселее то ощущение Что у вас геморрой Ладно Сойдет Официант Налей-ка нам Пиво нефильтрованное С мужиками От детского Нес Соседи Заря Постой Постой Ладно Налей нам яблочный сок Только в пивных кружках Лады За нами не заржавеет Ладно Что ты будешь говорить Вон той Которая справа Когда подойдешь К ней через пять минут Я скажу ей Недурная Недурная Погода Милая барышня Я Миша Не могли бы вы со мной переспать Пожалуйста Спасибо Так Вот вам игрок для комплекта Игнат Игра состоит Из двух частей Каждый идет По десять минут Сначала идет Индивидуальный тур Каждый сам За себя На этом этапе Убитый не выбывает Из игры А делается штраф Простите пожалуйста А сколько это по деньгам Я просто Челок гражданский Штраф Тридцать секунд Без выстрелов На втором этапе Игроки Составляют Две команды Тут уже Убитый выбывает Прошу сразу же Выходить из зоны Кого-то будут выносить Так Синие Прошу на базу А вы ранены? Да вижу Детка Какой сорт кофе Ты предпочитаешь Завтра утром Нормально? Вот про утро кстати нормально Ночью по детски Давай лучше так Привет Ты слышал Я сегодня ночью Конец света Давай отпразднуй Моего у меня В бункере Ну Ладно Погнали Чего они вам сказали? Ну Сначала Они вообще не поняли Что нам надо А потом Сами предложили За 4250 рублей В час И это со скидкой Вот промах Я подумал что Если я откажусь от нового ноутбука Который папа Пещал мне подарить К Новому году То этих денег Вполне не должно хватить Ткачок Ткачок Ты меня слышишь? Да Я иду Я вас прикрою Девочка Останься здесь Это мужской разговор Ты трусливый козел Подольский Ты похотливый козел В темнотере На святую Днем или ночью Я найду И порву тебя За Галю Это про Карину Дмитриевну Как армитично Ты этого не слышала Качок Я выхожу Я тоже Один на один Ты и я Я и ты Раз Два Я только знал Что ты меня обзоришь Поэтому Постраховался Давай Так ты же был за нас Вы меня извините Но они кручали Ах ты предатель Пацаны Поехали Стоять Отличный момент Я долго его ждал А я-то как ждал Ну давай Ну Давай По мушке Где я? В нокауте Ты что опять? Умер Папа Не дождешься Я тебя снюсь Меня Хочу Куда Загарил Он первый Начал Война А? У тебя двое необученных солдат Девчушек Ты имеешь права И прочее А он приемщиками Всякими Владеет Приемщиками Стыдно Стыдно Сынок Она вставает Она встать Вольно Встать Сынок Вставай Побеждай Побеждай Борис За Галю Долго Меня не было За секунд Десять Хорошо А где брак? Папа Тут сейчас перерыв Может быть домой А? Ну уж нет Меня убьют Спасибо Убьют Вот этот вот Хрожа Потому что я не умею Не умею Брать Паре-Аккорд И Ставить Каподастр Здравствуйте Здравствуй Мальчик Мне очень нужна женщина А мне очень нужен врач Ничем не могу тебе помочь Я Артем Я играю в Юлиной группе Мне нужна женщина А у вас же клуб Здесь же бывают женщины Ох Кто только у нас не бывает Понимаете Я играю на гитаре А надо мной все смеются Что я девственник Гитара И девственник Что-что-что Что ты сказал? Да я понимаю Это звучит как бред Да нет Вот перед этим На чем ты играешь? На гитаре Плохо делать, девчата Стало быть, пятерые Так Окружат И без единого выстрела Парешат Ножами Весь наш отряд Не дураки же они А двух девчонок И старшины С наганом По лесам Шарахаться Правду Говорите Товарищ старшина Да в том-то и дело Что правда За нами Отступать нам некуда Мы последний Рубеж Кто Если не мы Никто Так что Слушай мою команду Патроны Беречь Себя беречь Врага Не жалеть Товарищ старшина Ты прекрасен И я сказал себе Или сегодня Или никогда Мне надоело быть посмешищем А у вас в клубе Сюда ходят девчонки Которые Ну которые Ну не против Конечно ходят Господи Сегодня у тебя будет Этих девчонок Да Но за это Днем Научишь Одного хорошего Милого парня Поиграть на гитарке Ладно А кого Какая разница На Ну-ка Примерь Должен выглядеть солидно Как Супер серьезный Гитарист Ну отлично Держись как-то Пороскованее Повальяжнее Девчонкам Это нравится Здрасте Ну я думаю Идете вы или нет Уже ждались Моя геллфренд Даша Здорово Здрасте Я забыл Вам зачем нужно На гитаре-то играть Ты вчера пять раз Уже рассказывал Тебе и дружку твоему Бой у меня через неделю Ветеранский С Тайсоном А там Короче взвешивание Типа шоу будет Тайсона Турбецы говорят Let my people go А мне надо достойно Ответить Типа Эх яблочко Да ты с клюкою Подходи буржу И глазик выкалю Нормально Патриотично А что с рукой А Это Я одному гаду Двинул Оно у меня С левой не поставлен Понял А где Костян А Костя заболел В больнице Он У него Свинячий Птичий грипп Я не понял Он же у меня Ну клялся Что научит Это что такое Все в порядке Все в порядке Я вместо него Пригласил вот Юное дарование Небрачный сын Ричи Бакмара Он вас научит Получится у него Конечно получится Котик Посмотри Какие у него пальцы Да Да Приступим На Сейчас они будут Отличная позиция Что там Зовет девчонки И музыку Ты эту войну затеял Тебе и заканчивать Стой Ты Ты куда Домой хочу Ты присягу давал Знаете Я тоже хочу домой Гражданский Давай еще раз А только помедленнее Давай Так Гитара держит Тут так Можно играть Перебором Или боем Бой бывает Простой Или Что такое Простой бой Я без тебя знаю Понятно По струнам Нужно бить Прямым ударом Как у вас называется Это антрекот Аперкот Только он не так Он снизу бьется Еще хук бывает Он справа Слева А прямой Просто прямой Не на этом Я понял А что мне слева делать Левой вот сюда Зажимаем Вот этот пальчик Вот сюда Вот сюда А этот Это не гнется Да Да он по-моему Это мне его Бого кличко сломал Да не Они на аренке В ресторане В Рос-Вегас А я ему два Прикинь Из-за нее Как она тебе Так не отликаемся Удар Бьем по струнам Прямым ударом Осторожно Только не как кличко Опа Музыка Молодец пацан А я что говорил Молодец Выходим по одному Стволы на пол Я сказал Кудревый Ты кому сказал Папчика Может быть хватит уже Играша закончилась Пора вернуться в реальность Пока у них оружие Я не вернусь В реальность Гейм овер Отличный бой Полное погружение Мы с ребятами Смотрели на мониторах Это круче чем Азори здесь тихие И спасти рядового Райана Вместе взятые Можно фотографию Для нашего стенда Можно На колени Все влезаем Да Нормально Есть Спасибо Глазик вы Глазик вы Калю Слушай Как после титульного боя Слушай Ну что ты Молодец Хорошо учишь Тебе короче Если нужно удар Поставить Для репу кому начистить Ты меня звони У меня 4 школы В боксе В Москве Я пойду покурю Потом последний раз Повторим А что Вы курите Николай Да я уже 20 лет Как бросил Перекуры оставил Пойдем Братлан Покурим У меня тоже Карандаш есть Котенок Я скоро Ну наконец-то У нас есть Несколько минут У тебя такие глаза Хочешь я сделаю тебе Массаж Ну чего Как тебе Родительский день Пав Да ты реально Крут Я раньше думала Что можешь только Бухать и Барков Строить Это ведь ты реальный Конкретный полководец Да и вот Я беру его за шкварняк Ага Поднимаю над землей Ага И говорю ему Это моя герлфренд Ага Ты ее потрогал А теперь я тебя потрогаю А я не понял Где все Ну ушли Наверное Ни хрена себе Пупсик я не виновата Он на меня набросился Да что ж такое Да почему опять Артем не мог этого сделать Он еще ребенок Артем Ах ты сволочь Николай А я тут причем Это все она То есть они Тем более Артем беги сынок Иду Павел Закричит Деваки Идите сюда Давайте им Вмажем хорошенько Чтобы они Претензии В плюс поди Прикинь Что дальше Что что Ну мы им Вмажем Хорошенько Фух Я то думала Что ты поешь Мороженого Какого мороженого Я его пол ведра съела Ну сходите в зоопарк В кино Я ненавижу зоопарк Ну ничего Скоро все это безобразие Закончится Да В смысле Юлья Давно уже хотела Тебе сказать У меня тут На сайте знакомств Появился Перспективный вариант Из Канады И сейчас уже Все идет к тому Что он мне сделает Предложение Но Мы же уже Уезжали В Австралию Австралия Это ерунда Там одни Аллигаторы И Хью Джекман А Канада Это Северное сияние Оттава Ванкувер Олени Это Клевуси Я Ненаварский Запасничный Понятно Ты представляешь Поговорю Смотреть на эти Громные струи Водоруси Вот даже За ним Веркать северное сияние Вот Закрывать Какого-то сияния Это же фантастик Привет Прошло А ты На рынок Ходишь Ну да Фрукты Овощи Там покупаешь Бывает Знаешь Как груша Выглядит Как груша Как груша Выглядит Я Я теперь Груша Я личная Груша Боксера Клюева Тренировочный Вариант Класс Да И мне теперь Ничего не страшно Я ничего не боюсь Я теперь Груша Убийца Аааа Ааа Аааа 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 Ну что Да Короче Облом Я так и знал А уж и балов А у меня Просто Сороковая Симфония Моцарта Та да та 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 Та да там Что это затреп Это доказательство Подарила мне После любви Кто Практикантка Ниночка Нино Понюхай Ты же знаешь Ее запах Ее Везет И как ты ее ломал Да никак Я подошел И сказал Я хочу вас И все Что подействовало Конечно Сантьякова У тебя так же было Да Вообще по-моему Она девочка легкая На подъем Да это точно А главное Старшехластиков любит Артем Слушай А может И тебе следует Попытаться Подойти там Он что Он что к ней пошел Видимо да Черт Что-то хотели? Бац В смысле В смысле Прямо сейчас Стой Зачем ты Труб Извините До свидания Михал Так ты нам все врал Он тоже врал Да Я врал Я Я девственник Но ты то Я? Ты тоже девственник Кто вы такие Чтоб мне это говорить А? Да Я девственник Что ты придурок Пойдем Миш Да Браво Я плакал Интересно А Подольская знает? Моярский Тебе заняться нечем Вали отсюда Да иди ты Растрепи В сей школе Мне пофиг На самом деле В прошлом году На даче В общем У меня было Я в туалете Я в туалете Тогда не сознался Сантьяго Напирал Я решил с тобой За компанию Вот Но если Нужен совет Ты обращайся Артем Я сбежала От этого чудовища Да куда же ты Я соскучилась Ты матросил и бросил Офигеть Привет Ты будешь не со мной Юра Девушки отдыхают Девушки отдыхают У меня в жизни все изменилось Да ничего у тебя не изменилось Тебе просто понравилось играть роль отца Но это была игра И она должна была Рано или поздно закончиться Все закончилось Это была ошибка С моей стороны Оставлять тебя с ним Но теперь все будет иначе Мы будем жить Круче всех Кость Ну ты не готов к отношениям И ты сам это знаешь Ты никогда не сможешь По-настоящему быть вместе На самом деле Ты нравишься Не пить Просто он боится Это показать Че ты взялись? Я что Втюрилась в Маевскую? Или ты будешь Идеальным отцом Или я И найду другого отца Юль Я люблю тебя На сайте знакомств Появился перспективный вариант Из Канады И сейчас уже Все идет к тому Что он мне сделает предложение Что-то если Так не уютно чувствую В этой школе И че нас Быстрого вызвало Так и хочется Отсюда куда-нибудь Свинтить Вау Он сделал это Пошли быстрее Да подожди Что случилось? Я выхожу замуж Это че Шутка что ли Или розыгрыш? Нет Это правда Я выхожу замуж Летаю в Канаду Юлька летит со мной А че ты так на меня смотришь? И что это за тип С которым Моя дочь будет жить Под одной крышей Этот замечательный парень Его зовут Майкл Хеллоу Май нейм из Майкл Эндай Эндай Краще я по-нашему Мені звуть Микола Мені тридцать один рік І я дуже хочу Одружитися І якщо у ньо вже Єдите Так все добре У господарстві знадобляться Он богат Да, і він известний ресторатор в Торонто У мене єс свій бізнес Галушечнае На двадцатый авеню Про себе Я не пью Не курю Не граю Можу заспевати пісню По дорозі Ай, 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 ана счастлива Ну що, ана буде ходити в реальну хайскуу У нього буде своя грінкарта Ну, а це що це такое? Знаеш? А? Я свою дочь Никуда не отпускаю. А кто ты такой? Официально-то ей никто. Официально-то. А вот тут ты не прав. Ну что значит, мы никогда не увидимся? Да у меня вообще, знаешь, не хватит пальцев на руках нога, чтобы сосчитать всех маминых неудавшихся женихов. Что? Папа, мама совсем не то, чем ты ее сейчас назвал. Ну послушай, ну может быть она в нем разочаруется. Они ведь знакомы всего 10 дней, и то по интернету. Я потому не хотела тебе говорить, Дуя. Ну может быть все само собой рассосется. Блин. Не знаю, может быть ты и прав. Может быть именно в этот раз у нее все по-серьезному. Ваш жених Майкл Кияшко прислал все документы, подтверждающие его намерение стать вашим мужем и дать гражданство Канады. Он меня так любит. Но я вам скажу по секрету, что я его люблю больше. Я надеюсь, вы в курсе, что вам придется дать присягу ее величеству королеве Елизавете Второй, Божьей милости королевы Соединенных Королевств Канады и всех королевств Патерина. Конечно. Я обожаю эту чудную старушку. Ну ее величество. У нее такие обалденные шляпки, прикиды. Тогда как вы объясните тот факт, что по данным Черемушкинского ЗАГСа, вы до сих пор находитесь замужем за Константином Уленовичем Подольским, проживающим по адресу Большой Каменщики... Это исключено. Пожалуйста, вот мой паспорт, честное слово. Ваш паспорт нам не нужен, его меняют. Вот запись. Ты сама-то хочешь туда ехать? Чего? Конечно, я хочу остаться. У меня тут все. Ну хорошо, а ты маме говорила об этом? Нет. Ну понимаешь, я боюсь ее обидеть. Но она ведь не злая, она хочет быть хорошей матерью. Ну я в Канаду-то не хочу. Я запуталась. Так, ладно. Сейчас, в общем, едем домой. Так, вещи, вещи, вещи будут. Ладно, вещи купим тебе новые, прыгаем в мотоцикл. На попутках. Уедем на попутках, главное вырваться из Москвы. Куда? Да какая разница, куда? Тебе перекраситься нужно, чтобы тебя не узнали, мне бороду сбрить или тоже вот перекраситься и все. Пап, ты с ума сошел? Нас поймают. Да кто нас поймает? Твой отец, между прочим, не последний олень во дворе. Прорвемся. Ну подожди, ну как же ребята? Как моя группа? Ты что же нам делать-то? Не знаю, но время еще есть. Может быть я смогу маму говорить. Нет, ну на самом деле... Что на самом деле? Нет, ничего. Так мозговой штурм начался неплохо. Ну ты можешь, например, сказать, что у тебя аэрофобия, и ты никуда не полетишь. Не подходит. Короче, проблема в том, что Юлина мама свою дочь не понимает. Как музыканта она всерьез не воспринимает. Ей чихать на группу, она думает, что это глупо и тупо. Ее нужно переубедить, но только поступком мы сможем ее победить. У меня во дворе есть мини-вэн небольшой, он ничей, я точно знаю, пускай будет мой. Мы садимся в тачку и едем в турне по городам. Это будет круто, хочешь тебе зуб дам? Настоящая романтика, без соплей и розового бантика. Мы там ночуем, едим, пьем, концерты даем. Бесплатно сначала, конечно, но нас освещает пресса. Мы выходим в свет, получаем кучу газет и швыряем их перед Леной. С урта пеной. Сори, Юля, перед твоей мамой, любимой самой. Ее сердце тает, она понимает, о чем ее дочка мечтает. И кленовый сироп не спеша попивает. Сантьяго, несмотря на грубость формы, твои идеи мне нравятся. Пойду собирать вещи. Мы можем останавливаться в лесу и петь баллады у нас стран. Да, 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 это будет круто. Полная свобода. А, Юль, в мини-вене есть перегородки, мы сможем часто бывать вдвоем. Санть, тебе 16 лет. Нас остановят у первого поста ГАИ. Да ничего, ничего, я придумаю что-нибудь. Обязательно. А знаете что, нам не обязательно куда-то уезжать, чтобы моя мама поняла, что наша группа крутая. Нам нужно найти продюсера настоящего, подписать с ним контракт, чтобы там с печатью, гонорарами. Мне кажется, я даже знаю такого. Продолжай. Кого ты знаешь? А? Бурмистрова, у которого я работала. Мы к нему пойдем, он нас примет. А что с Маевским? С кем? Ну, какой-то странный. А вы что, не знаете? Никитос теперь вне закона. Его крутой отец и сбросил. И теперь у него совсем нет денег. Его любой может отметелить. Кстати, Димыч к шороху из 10-го А переметнулся. Ну, у которого папа прокурор. А Кристина? И она шорохла. Ну, в принципе, по заслугам. А мне кажется, ты подл. Юль, я, конечно, может быть, не кстати. Но, по-моему, Юля как-то очень лично приняла проблемы. Никита. Короче, я пошел. Да. Ты в своем репертуаре. Ну, Кристина, вот скажи мне, почему все красивые девушки такие дуры? Костет? Костет. А, вот ты где. Я тут собирал наши документы для налоговой инспекции. Сидел, разбирал и вдруг обнаруживаю приинтереснейший факт. Какой? А, вот. Вот наши паспорта. Один твой, другой мой. Открываем. Мой паспорт. Графа и семейное положение. Чисто. Ни детей, ни жены. Так? Открываем твой паспорт. Это, кстати, не сразу получилось. Страницы были слипшиеся. Я разлепил. Так. А вот. Что же мы видим? Зарегистрирован брак с гражданкой Факановой, Еленой Юрьевной. 1976 года рождения. С кем не бывает. Да, с кем не бывает. Это означает, что ты все еще женат. Вы не разводились с Леночкой. А стало, что Лена твоя не может выйти замуж за канадца. Ни за хоккеиста. Ни за лесоруба. Ни за рыбака. Не может. Юлька остается с тобой. Понимаешь? Круто. Я женат. Да. Ладно, я на эту лабуду должен был три минуты потратить. Все, они истекли. Твой отец вообще знает, что ты здесь? Он в прошлый раз чуть меня не разорвал в клочьях. Да он будет за. У нас есть еще две песни. Еще одиннадцать моих джазовых композиций. Если есть необходимость, мы можем выступить прямо сейчас. Мы мобильная группа. Да. Так. Вы любовники? Какое это имеет значение? Допустим, нет. Стало быть, ты гей. Чего? Кисло. Кисло пока. Кисло. Извращенец. Извращенец в инвалидном кресле. Отличный образ. Сейчас мы сбремим тебе брови, подправим немного уши, подточим зубы, взгляд не нравится, вставим кошачьи зрачки. Все, образ готов. Ты будешь гермафродитом. Гермафродит с гитарой. Прикольно. Вообще нет, не прикольно. Григорий Львович, вообще-то, мы не можем понять, при чем здесь гермафродиты, инвалиды, геи. Я просто прощупываю материал, прикидываю. Понимаешь, я харизмы не чувствую. Надо же как-то продавать вас. Как я вас буду продавать, как пятерых школьников отморозков? Я не знаю. Это не канает. Нам не нужны деньги. Во всяком случае, пока. Мне они нужны. Вот посмотрите. Олеся. Через два месяца в нее будет влюблена вся страна. Несчастная, убогая сирота из российской глубинки. Читатели умеют. Но это коммерческий продукт. Потому что это находит отклик в сердцах миллионов. А вы пока нет. Докажите мне обратное. Даю вам две недели. Давай, братуха, надень-ка в суху. И сель гувуха, братуха мой. Жизнь по тоскуха, и в горле суха. Вставай, братуха, пошли домой. Дорога 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 домой. Свобода лучше, чем не свобода Свобода лучше, братуха мой В огне нет брода, плевать на моду Над нами тучи, пошли домой Домой, дорога домой Домой, дорога домой Спасибо. Надо ознакомить. Скоро увидите. Спасибо. Да, пусть ты так играешь, я прям заностальгировала. Славик, знакомься. Моя жена. Елена Михайловна. Мы вместе с 96-го года. И несмотря на долгую разницу, страсть не покидает нас. Да, любовь моя? Слушай, Остряк. А что это за темные круги под глазами? Какая-то складочка между глазами. У тебя что, проблема? Только поделись. С кем же тебе еще делиться? Нужно делиться с мужем. Слушай, мне нужно с тобой серьезно по деловому сейчас поговорить. Да? У меня сейчас, видишь, концерт. Давай пиши. Папа, сегодня я была в суде, подавала на развод. Завтра ты пойдешь в суд, подпишешь мне пару бумаг. Они все сделают быстро, я уже договариваюсь. Понял? Как? Зачем? Лик, ну ты шутишь? Хорошая крифляция ж подульская. Я понимаю, что ты в курсе этого досадного недоразумения в нашей жизни под названием брак. Ну, нужно исправить сейчас, быстро. Ты выглядишь так, как будто только что у нас там жена. Что? Слава, ты слышал? Я знаю об этом с 96-го года. 16 лет. Я об этом думаю каждую секунду. Лена, ну ты меня просто убиваешь. Хорошо, хорошо, прикривляться-то прикривляться. Костя, прости меня. Костя, прости меня. Прости меня, мой верный муж. Я встретила другого, я его полюбила. А ты, скотина, просто обязан меня отпустить. Другого? Да это не страшно. За эти 16 лет я уже привык к твоей любвеобильности. Ну, подумаешь там, погуляешь месяцом-другой, а потом как миленькая прибежишь к нам. Ну, ты просто обязана мне отдать разводу. А Юльку отдашь? Ну, конечно. Ладно, я сейчас на сцену. Вот кидай. Каждый уважаемый парень Должен написать про оценку. Как кажется, что за праздник? Касса полная. Костет счет не по-детски. К нему жена пришла разводиться. Девенка? Может, он дает ей развод? Нет, что он ее любит? А она вот. А она, кува, прости, не уходи. Желуди, 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 желуди. Желуди, 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 желуди. Желуди, 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 желуди. Желуди, 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 желуди. Так, я Лена, жена вот этого козла, но, ребята, на самом деле он мне никакой не муж, он скотина, грубен, нахал, извращенец, собака, я его ненавижу, приходите завтра все в суд, помогите мне вот с ним развестись, потому что я люблю другого, я люблю канадского, настоящего мужика, Майкл, такой лесоруб, хоккеист, рыбак, понимаете, я хочу в Канаду, я тоже хочу счастье. Что, у нас здесь драка? Что, какая драка? Я завтра поступил. Семейный праздник, юбилей, тонкие чувства, все под контролем. Ты же меня подманула, ты же меня подвела, ты же меня молодого поморожа. Ну и куда ее теперь? Давай отвезем ее к этому сладкому, у которого она с Юлькой живет. Да нет, нельзя, дочь не должна ее видеть в таком состоянии. Может и тебе? Ко мне нельзя, у меня приехал друг из Бишкека, с женой молодой, с ребенком грудным. Ой, ну давай, давай ее в отрезвитель сдадим, да и все. А, нельзя, в отрезвитель-то закрытый все, отменили. Вот дура! Так быть дал бы. Ладно, помоги ее дотащить до такси, возьму к себе. Благородный ты человек. Благородный ты человек. Какого черта? Я прибираюсь. У тебя тут жуткие бедлам. Че это? У тебя моя рубаха. Ну не могу же я убирать вот этот мусор в своем спортивном костюме за 500 евро. Что ты вообще тут делаешь? Я твоя жена. Я здесь живу. Я хочу выкинуть вот этот вонючий шкаф. Помоги мне. Да я тебя сейчас убью. Отлично снято. Доказательство, что ты хотел меня убить. Ну это я так, фигурально. Дорогая, не могла бы ты поаккуратнее с моими пластинками? А то я боюсь, что это кончится непоправимо для тебя. И долго вот это вот все будет продолжаться? Пока ты со мной не разойдешься. Абонинский, я смотрю, вы ответили на все вопросы. Я, пожалуй, пойду. Ставьте. Что хотите. О, извините, пожалуйста, у меня тоже все готово. Может, я пойду? Какие-то они странные, вам не кажется? Эй, Маевский, подожди. Что? Ты ручку забыл. С тобой все в порядке? Ты что, рехнулась, что ли? Или издеваешься? Да, алло, пап. Что она сделала? Это проблема, папа. Вам нельзя жить вместе, я вам как дочка ваша говорю. Иначе кого-нибудь из вас обязательно посадят в тюрьму. Слушай, не кричись. Дай подождем, может, она одумается и сама уедет. Монинг. Ты готовишь завтрак? Просто идеальный муж, Костик. Только не забудь, пожалуйста, про свежевыжатый апельсиновый сок и кленовый сироп. А сегодня мы едем на шопинг. Вау! Плачешь ты? Девочка моя, ты не устала? Я забыла про нижнее белье. Ё-моё. Слушай, хватит уже. Дочь устала, пойдем куда-нибудь поедим. Ну, если тебя что-то не устраивает, тогда, может, разведемся? Спасибо. Юля, сходи и купи себе мороженое. Привет. Привет. То есть, здравствуйте. Как Юля? Лично, а вы как Галя? А я... Я даже видела тебя, то есть вас, один раз. Случайно. Да нет, специально, конечно. Ты был на сцене, я там хотела подойти, но... А что ты здесь делаешь? Да неважно. Знаешь, я тебя сам искал, а ты куда-то вот пропала и... Я никогда не... Добрый день. Здрасте. Я Лена, Костина жена. Галя, это не совсем так. Я тебе все объясню. Я все поняла. Я, пожалуй, пойду. Подожди. Галя! Галя! Молодая, красивая. Так что, разведемся? Нет, моя любимая жёлтушка. Я тебе куплю все трусы мира. Лишь бы ты была счастлива. Вот это любовь. Угу. Григорий Львович, подождите. Не говорите сразу нет. Вы посмотрите нашу группу в Ютубе. А5 называется. А, чёрточка, 5. П, Я, Т, мягкий знак. Юля, я всё объяснял. Я не буду набирать. Мне лень. А я с вас не слезу, пока вы не посмотрите. Что значит не слезу? У тебя там папа рядом? Мне проблемы не нужны. Послушайте, мы с Костей работаем автономно. Это раз. А два у меня уже есть бойфренд. Ну хорошо, я зашёл на ваш аккаунт. А, 5. Слушай, я это видео уже видел, всё. Вы увидите, сколько там просмотров? 17 тысяч. Ну тут не 17 тысяч, а в 18131 просмотр. Это Мишган накрутил красава. Ну так мы супер популярны, значит. А у кошки из Анапы, которая может промурлыкать мелодию из фильма 17 мгновений весны, 500 тысяч просмотров за 5 дней. Поинтересуйся. И, кстати, у меня вообще нет времени разговаривать. Привет бойфренду. Вот жопа. Блин, у меня всё рушится. Чё мне делать, Сатьяга? Я так не хочу от вас уезжать. Мама, вообще я с ума сошла. Юль. Юль, знаешь, мне не так хорошо с тобой. Я тоже. Правда? Угу. Слушай, а поехали в Крым? М? Там всё время тепло. Даже зимой. Там горы, лес. Поздно тебе домой надо. Юль, ты пойми, что я просто, я могу и без этого. Слушай, а может быть мы устроим концерт у Кости в клубе? Позовёшь Бурмистрова? Организуем аншлаг. Мы с Мишганом это устроим. Ты позовёшь свою маму. И только она просто не сможет увезти тебя в Канаду. Не сможет. Ладно. Действительно, поздно. Поздно. Пока. Пока. 421, 422. Я с густок воли. 423, 424. Я не хочу убивать свою жену. 424, 425. Там, за гаражами у Качеля. 426, 427. Монтировкой по голове. 428. Не спишь? Нет. А ты чё это, лен? Чё это мы сексом ещё до кучи должны заниматься? А? Мечтатель. Очень надо. Завтра в 10? В суток? Не проспи. 431. 431. Ваши претензии понятны, суды Елена Михайловна. Ваше слово, Константин Уленович. Ну, что я могу сказать? Я, конечно, не подарок на 8 марта. У меня увеличенная печень, нестабильный доход. Но эта женщина, эта женщина, она самое удивительное существо в мире. Она этого не знает про себя. Она хочет казаться грубой, строгой, деловой. Ну, я-то знаю, какая она есть. Она нежная, любящая, чуть-чуть легкомысленная, готовая при любой неловкой ситуации сбежать, как заяц. Она так быстро бегает, но она всегда возвращается. Она приходит, смотрит мне в глаза, и я понимаю, это моя жена. Сейчас она снова хочет исчезнуть. И это может стать непоправимым. Она может быть самой лучшей матерью, но только не моей, а нашей дочери. Ну, и нашим будущим детям. Да, я хочу от нее детей, да. Моя горделивая, удивительная Лена. Ну, что ж, я отдаю вам еще три месяца. Постарайтесь все взвесить, девушка. Судебное заседание окончено. Продолжаем заседание. Артем, сколько у тебя? Девять людей. Всего? Всего? Да не перебивайте. Девять людей, двенадцать эльфов, шесть хоббитов и три мага. Форум толкиянистов. Итого... Итого тридцать существ. Если пятнадцать придут, будет нормально. Нормально? Мелани? У меня никого. Очень мало. Шувалов, прекрати лазить по интернету. Что у тебя? Между прочим, я пытаюсь разместить рекламу в журнал «Биг Сити». Будет толпа жаждущих чего-нибудь нового, скучающих, пресыщенных мажоров. Отлично. Мы побеждаем. Побеждаем. В свою очередь с меня... Бурмистов, тихо. Алло. Да, Григорий Львович. Да, мы не передумали у Кости в клубе. Олимпийские же вы нам не проплатили еще. Ясно. Я так и думала. До свидания. Все пропало. Этот козел... Он сказал, что, скорее всего... Он придет на наказание! Так, репетировать все! Соня! Да, похоже, мама с папой второго дома месяца. Пойдемте, лентяи. Репетировать, репетировать. Репетировать. Ай-яй-яй! Да, я тварь, нахал! Приводи! Ой-ой-ой, не мри, не мри! Я тебе и не изменял! Это вранье! Я никакую не пили! Не пади! Осторожная токушка моего отца! Подожди, подожди, подожди! Я тебе самое главное забыл сказать! Самое главное я тебе сказать! Юля пригласила нас на концерт! Соня! Восемнадцать тридцать! Раз, два, три, четыре, пять! Группа лучшая! Опять! Ну что, готова? Готова. Саша, мама пришла? Ну да. Юля, это... Побудите, пожалуйста. Так, все все помнят. Поехали. Спасибо большое, что пришли. Выступает группа А5. Прошу. То есть никто не пришел. Нужно уметь играть при любом зале. Расценивай это как репетицию. Удачи. Это провал. Это никакой не провал. Эй, здрасте! Спасибо, что пришли. Ну что, мы начинаем? Поехали! Скажи мне, как у тебя наглости хватило сейчас мой номер набрать, а, Антон? Ты вообще понимаешь, что ты у меня украл? Олеся, это... Это был мой продукт. Ты понимаешь, может, это самое главное, что я сделал в своей жизни. Я душу в эту девочку вложил. И, между прочим, деньги. Чего ты там вякаешь? Кого она набрала? Она... У нее мозгов бы не хватило самой тебе набрать. Хорош свиздеть, Антон. Ты не продюсер, понял? Ты мерзавец и вор. И я клянусь могилой своей покойной бабушки, Дорой Овсеевной, я тебя плакать заставлю, понял? Скотина. И через полчаса будет. Если вселенная бесконечна, действительно, значит, Есть куча копий нашей планеты. Где-то сейчас происходят те же события. Копия меня пишет, копия песни этой. Если вселенная бесконечна и вправду, То прямо следуй без этого факта, Что ты точно так же ждешь, когда я вернусь обратно, Где-то там, в глухой далекой галактике. То есть, не ты, конечно, а твоя копия. И не меня, а мою копию, конечно. Если, конечно, все это не утопия, И вселенная действительно бесконечна. Действительно бесконечна. Бесконечна. Если обдумать подробнее эту гипотезу, Посерьезнее впарив всю ситуацию, То помимо миров повторенных полностью, Есть и такие, что могут чем-то отличаться. Получается, где-то на запросах созвездия Есть такие вещи нашего мира, Где мы с тобой либо уже не вместе, Либо изначально прошли друг друга мимо. И мы там, может быть, даже счастливы, То есть, опять же, не мы, а не к счастью. Эти порядки могут быть самыми разными, Но о них не хочу даже думать счастлив. О, ради боги ребенок, Роженки вследний, Висок в магазине. А вы Юлина мама? Ну да. Слушайте, ну я вам, Как профессионал скажу, Она не самая бездарная на свете. Сомнительный комплимент. Да вы знаете, мне это все... Ой, сейчас. Извините. Ну как тебе не стыдно? Ты же мать твою мать ее. Дочка специально устроила концерт для тебя, Чтобы показать, что она что-то стоит. Что здесь ее настоящая жизнь, Которую ты хочешь ее лишить. Как ты этого не понимаешь, Лена? Он мне СМС-ка присылочил. Знаешь что? О, Подольский. Здорово. Слушай, а твоя дочь молодец. Как здесь вообще оказался в моем клубе Гришане? Если тебя сейчас здесь не будет на счет три. Раз. Я вообще не к тебе пришел, между прочим. Два. Так все, ухожу. Ухожу. Что? И ты давай проваливай. Знаешь что? Никчемная мать. Жуткая стерва. Это сейчас все было очень некрасиво. Некрасиво. Вот. Давай, Валяй. Только будь оригинальной, а то шутка из разряда Который час? Ага, папаша даже роликс отобрал. Мне порядка надоели. Слушай, хватит вести себя как идиот. Я вовсе не хочу на тобой... Чего ты ко мне пристал? У тебя же все хорошо. Летишь в Канаду, вот и лети. И не забудь взять автограф у Бена Джонсона. Слушай, хватит уже бегать от меня. Все равно я это лучше делаю. Ну и кто этот твой Джонс? Великий канадский спринтер. Видишь, ты уже начал со мной по-человечески разговаривать, Никит. Знаешь, ты стал лучше, чем раньше, когда... Ты был тут главным снобом. Да не был я снобом. Послушай. Мне, наверное, придется уехать отсюда. Поэтому я думаю, что я могу тебе одну вещь сказать. Ты мне правда очень нравишься. Правда. Вот даже несмотря на то, что ты такой порядочный придурок. Только не надо меня жалеть. Похоже, он действительно придурок. Только ничего не говори. Я знаю, что ты меня пока не любишь. Но я думаю, что я еще подожду. Сантьяк, я... Не надо ничего говорить. Давай просто пойдем. Пойдем. Ты, кстати, очень классно отожгла вчера вечером. Кость. Чего? Я была неправа. Юльке тут лучше. Она никуда не поедет. И я тоже. Ты знаешь, этот Мак, он такой... Тупой. Я же хотела... Я такая эгоистка. Ты меня прости, Кость. Прости, пожалуйста. Лена. Что? Давай разведемся. Давай. Ну, как говорится, Лена, Константин, от всей души, от всех наших сердец поздравляем вас с законным, свершившимся разводом. Ура! Спасибо, ребята! Да, ребята, я так счастлива. Мне прямо лучше, чем на свадьбе. Ты меня, Кость, прости. Я такая глупая, такая стерва. Да, я тоже не подарок. Иногда был жестоким, иногда циничным, всяким... Да, да. Чур, сегодня первым выступаем мы. А вы, как новоразведенные, будете с мамой сидеть за столом, смотреть? Ну, нет уж, нет уж. Первым буду играть я, потому что это все-таки мой праздник. Ну, и мой тоже. И мой. Да, и мой. И тем более я первая пострадавшая. И самое главное, что я решила, что брак это вообще не нужно. Да, Сантьяк? Лен, ты слышала, да? Да, сейчас извиню. Все, результаты твоего воспитания. Да, да, да. Что это за порноха? Это парень один, знакомый из Ганновера. Ему 50. Он там делает шоколадки, то, что вы себя как раз очень любите. У него, знаешь, такой огромный дом. И как раз там места хватит для меня, для... Лен, ну, опять что ли начинается? Все по-новой, да? Ну, я ей-богу тебя убью. Так, спокойно. Если вы оба сейчас не прекратите, я сегодня же забеременею. Да, ребята? Я спалю клуб, я сбегу с дизитопом. Я... Я не знаю, что я с вами сделаю. Ура! Да и вообще, я не понимаю, кто здесь родители, кто здесь детки. Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok